Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Орлов. Останкинские истории. Альтист Данилов. Глава первая. Данилов считался другом семьи Муравлёвых. Он и был им. Он и теперь остаётся другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова, но это так, между прочим. Теперь Данилов бывает у Муравлёвых нечасто. А прежде, по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлёвых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресеньев. В квартире Муравлёвых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет. В кастрюле ждёт своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке. Молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды. И кофеварка возникает на французской клеёнке кухонного стола. Ах, какие ароматы! Заполняет квартиру. А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлёвым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит. На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повезти ноздрёй, и уж он сразу знает, у кого из его знакомых, какие куплены продукты и напитки, и к какому часу их выставят на стол. Ещё и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамваем. Иногда он и ноздрёй не ведёт, а просто в душе его или в желудке звучит вещий голос, и тихо, так словно печальная тень Жизели, зовёт куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей. И если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчёт обедов для Данилова, да и ужинов, и завтраков тоже, у него никаких сомнений нет. Тут всё по высшему классу. Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своём альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр. Не отменён ли нынче спектакль? Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлёвых и в связи с отменой спектакля. Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным. Молчит и молчит, только жуёт и глотает. Лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала с горяча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает. Ни Данилову, ни в особенности Муравлёвым Кудасов не нужен. Однако они его терпят. Всё же старый знакомый. Да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Всё равно он придёт, извинится и сядет за стол. Как лев у запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле. Совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость. Съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрёй лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи, как бы чего эдакого грешным делом не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами. А Данилов с Муравлёвым потихоньку смакуют угощение. Как нынче лобе удалось, радуется Данилов. — Ты вот салат этот, жёлтенький, попробуй, — спешит в усердии Муравлёв. — Тут и орехи, и сыр, и майонез. Соус провансаль, — поправляет его Данилов, а, отведав жёлтое кушанье, принимается расхваливать хозяйку. Как всегда, искренне и шумно. Хозяйка сидит тут же, краснее от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда. И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше. Горячий, словно бы живой. Рисенка от рисенки в нём отделились. Мясо и жира в меру. Чёрными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента. И головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом, понимающие люди, наверняка теперь стоят лицом к Москве. Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти ещё куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе. — Ну, вот, — говорит Муравлёв Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, — А ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством. — Мучил, — соглашается Данилов и добавляет печально. — А мне их и сейчас жалко. И эту вот барашку, и мать его осталась теперь одна. — И лопасти. — Метафизика. — просыпается Кудасов. — Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете. — Это вы зря, Валерий Степанович! Тут же грудью встаёт на защиту Данилова хозяйка. Напротив, Володя ходит на все семинары. — А мать-то этого плова, — добавляет Кудасов, — давно уж ушла в колбасу, и нечего о ней жалеть. — Зачем вы так? — кротко говорит Данилов. Ну, приходит время чая и кофе, и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлёвых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зелёный, и русский. Кофейные же зёрна берёт только с раскалённой аравийской земли, а бразильский надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кислогорький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета — и русский, и зелёный. А уж о кофе не приходится и говорить. И Данилов доктором Фаустом из синей-чёрной оперы «Гуно» играл её в среду. Фауста пел блинников и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяка. Стоит на кухне над газовой плитой, и вот он молча приносит к столу на жестовских подносах чайники и турки, и гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает. — Ну как? — робко спрашивает Данилов. — Прекрасно! — говорит Муравлёв. — Как всегда! Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлёва. И в блаженной полудрёме слушает пластинку Акуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Косторского из «Неуловимых мстителей». Куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлёва о строительстве в набережных Челнах. Он очень устает. Играет и в театре, и в концертах. Он должен платить много денег за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет. Но, опять скажу, так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлёвых редко. Раз в месяц, не чаще. Глава вторая. Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых. А раньше Данилов после спектакля иногда приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице, где по ночам при Жеке встречались останкинские домовые. Сам Данилов не домовой, но был прикреплен к домовым. Некоторые домовые были ему приятны. Домовой Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит из высокой духовности, питал Данилову слабость. Как одинокий Жиздринский пенсионер к блестящему столичному племяннику. Когда Велизарий Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил Данилова напеть ему станции Нелаканты, и Данилов добрая душа ему не отказывал. С домовым Федотом Сергеевичем из разрушенных палат 17 века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот Сергеевич сердился, когда Данилов защищал Гропиуса и Сааринена, и говорил ему «Эх, бросьте, они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят одного нашего коробового свода». Но потом выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем Лукич, самый сознательный в доме на Оргуновской и признанный авторитет, хотя и видел в Данилове чужака, однако и он относился к Данилову с уважением. С пьяну однажды чуть было не полез скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из 25-го дома. «Да я таких!» — шумел он. «Лезут сюда разные, с бородами!» Но Георгий Николаевич тут же был вынужден вспомнить, что он домовой. А Данилов не домовой, а только прикреплен к домовым. Георгий Николаевич вообще оказался дурной личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте, когда домовой Иван Афанасьевич, превратившись в нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном взлетел в Останкинское небо и был унесен туда, откуда возврата нет. Данилов услышал о случившемся, расстроился. Он любил Иван Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал, встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и джаев, и казачок. Он и подумать не мог, что Иван Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне. Иван Афанасьевич не имел права любить земную женщину. Потому его и не стало. Но все бы и обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль. Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в телефонной трубке между углем и мембраной или сухим листиком съежиться на зиму в гербарии третиклассника. А он по-прежнему ходил в собрания домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я сделал, то и сделал. И мне еще за это спасибо скажут. А ваша собачья забота меня уважать и пить со мной виски. И с ним пили виски. Молчали, а пили. Скотина, думали. Была бы наша воля, мы бы тебя... Но пили. Полагаю, что ведь действительно Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть, уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко даже. Словно озноб какой нервный со всеми сделался. Или будто грустный удавленник начал к ним ходить. И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов. Давно не было домовых, решил зайти. Дыни бухарские привез и шкуры каракумских варанов, Сначала высушенные, а потом замоченные в соки гюрзы. Домовые брали угощения, а жевали их, и не только влажные ломтики дынь, но и каракумские деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в собрание прямо со спектакля «Корсар» в утюженном фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и всегда был красив. А тот выглядел прям как молодой Белибин с картины Кустодиева. С застенчивой своей улыбкой и чуть ли не торжественно стал он со всеми здороваться. А когда Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов свою руку отвел. Все так и замерли. — Вы что, у меня брезг будете, что ли? — спросил Георгий Николаевич с вызовом. — Нет, — сказал Данилов. — Просто я соблюдаю правила гигиены. — Что же, я заразный? — Да, — сказал Данилов. — Вы заразный. — Я больной, что ли? — растерялся Георгий Николаевич. — Вы больной, — сказал Данилов. — Вы больны гриппом. К тому же вы перенесли на ногах холеру 844 года. А бациллы ее, как известно, десятилетиями могут жить даже во льду. Ну, холера, ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году дает тяжелые осложнения. Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда свежую марлевую повязку и, не спеша, в тишине, завязал на затылке шелковые тещомки. Повязка на крахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и бороду, но и в ней он остался красив. Домовые, незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича, бросились теперь к Данилову, и каждого из них Данилов отделил марлевой повязкой. — А мне? — жалостливо попросил Георгий Николаевич. — А вам не надо, — сказал Данилов. Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал. — Что же вы плачете? — сказал Данилов. — Вам лечиться надо. — У меня друг погиб. — Растворился там. Георгий Николаевич пальцем вверх указал. — Мне тяжело, а вы надо мной издеваетесь. — Какой, простите, друг? — Ваня Иван Афанасьевич. — Мы с ним юность вместе провели на Третьей Мещанской за церковью Филиппа Митрополита. Мы в жмурки вместе играли. Он под конец жил неправильно. Я ему правду в глаза говорил. И все равно он мне был другом. А вы надо мной издеваетесь. Стыдно вам потом будет. — Полно, Георгий Николаевич, — сказал Данилов. — Не были вы другом, Иван Афанасьевич? — Оттого его нет, что вы никому другом быть не можете. Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми сухими уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими схватил Данилова за суконные от ворота фрака и дернул их так, что нитка, хоть и была от хорошего портного, все равно затрещала, а в иных местах и поехала. — Выдал, выдал себя! — кричал Георгий Николаевич. — Из-за него и за слюнтяя этот весь спектакль затеял. Ничего ты мне не сделаешь. Я правильный домовой. Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в бараний рог. — Уберите руки! — сказал Данилов. И Георгий Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив, опрокинув при этом стол для бриджа. — Я на тебя управу найду! — все еще кричал Георгий Николаевич. — Раз ты к нам, к мелким тварям ходишь, значит, ты из демонов разжалованный. Наказали тебя, и я уж знаю, за что. Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут взволновался, не смог сдержать себя. И Георгий Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел австралийским гриппом. Он начал чихать, температура в Георгии Николаевиче подскочила до предельной черты, брожение сделалось в крови и во всякой прочей жизненной жидкости. Газообразные вещества стали оседать в нем голубыми кристаллами, а из носа потекло. Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич удалиться из общества в спасительную конуру, обернулся на пороге и прошептал. — Это тебе дурак обойдется! Данилов тихонько развязал тещомки на затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно, словно японские офицеры в присутствии императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро, и убрал ее в чемодан. И все домовые поснимали повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь, сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю. Не то чтобы все повеселели, а как-то просветлели, словно путы какие скинули с затекших рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили шепотом «Спасибо вам! Вам-то можно было его оконфузить!» Шалопаи из блочных домов на электрогитарах заиграли композиции Маккартни и Леннона, и скоро в разговорах стало выясняться, что если бы сегодняшнее не произошло, то через день-через два Георгия Николаевича из собрания бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они этого консерватора Георгия Николаевича рассчитывали завтра же отправить в плавание по системе канализации двадцать пятого дома. Жизнерадостный нахал Василий Михайлович тот прям заявил «Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж сейчас же бы, через две минуты, этого неверного друга под зад бы коленом, сменную обувь бы на месяц послал его протирать в соседнюю школу». Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич, стаганки, домовой в собрании случайный, но как бы и свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он с них кружевной перчаткой, как клопа, снял ответственность. Сам же Данилов был опечален от того, что взволновался и не смог сдержать себя. И само по себе это было нехорошо, но, главное, даже мелкий жест его должен был принести теперь беды ни в чем не повинным существам, а приостановить что-либо Данилов был уже не в силах. С ним это случалось. Не так давно Муравлевы отправились на выходные дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в Планерской Муравлеву не понравилось. Он ругал жену, заманившую его за город редкими путевками, ругал местную кухню, а ночью, почувствовав сердечным боком пружину матраца, пробормотал в полудреме, чтоб он сгорел этот дом отдыха. Данилов находился далеко, но он был вольный сын эфира и принимал любую звуковую и душевную волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него мольбой приятеля освободить его от незаслуженных мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от одного лишь его сострадания Муравлеву флигель Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал припасенную на завтра бутылку экстры, сын его Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена Тамара мужественно швыряла в чемодан семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы провели на снегу. Теперь Муравлев ругал не только жену, но и пьяных электриков, работавших днем на чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель восстановить уже не мог. Вот и теперь он не ждал добра. И точно, австралийский вирус, возникший в Георгии Николаевича, оказался таким сильным, что весь 25-й дом на завтра заболел. И гипсовая Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под мышкой предмет тайной страсти Георгия Николаевича, стала чихать, распугивая публику. Да так, что в шашлычной напротив шампуры подпрыгивали в электромангалах и гнулись. Домовые в собрание на Оргуновскую приходили уже в повязках и, смазав носы пирокселиновой мазью, усиленной порохом. Белизарий же Аркадьевич по мнительности и начитавшись газет, решил месяца на два под видом степной черепахи впасть в спячку и переждать эпидемию. Данилов опять страдал и не знал, что делать. К Муравлевым после пожара в Планерской он стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали. Звали его, но он отказывался, находил причины. Думал, нет, все, это в последний раз. Неужели я не умею властвовать с собой? Ну, осадил бы Георгия Николаевича. А зачем устраивать? Чихо, кашель. Он даже подбросил ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли помешать австралийскому вирусу. А это было противоправил. Но и когда грипп стих, Данилов не успокоился. И тут в собрании на Аргуновской появился новый домовой, присланный в 21-й дом, напустовавший три месяца после улета Ивана Афанасьевича место. Глава третья. Звали его Валентин Сергеевич. Он носил пенсне на платиновой цепочке. В разговоре, удивляясь каким-либо словам собеседника, например, о том, что рыба протоперус, выйдя из аквариума, может зарезать среднюю кошку, откидывал голову назад и произносил пронзительно «цик-цик-цик-цик». В звуках этих действительно было удивление. Но имелось и еще нечто, что пугало или, по крайней мере, настораживало. Шалопаи, получавшие телевизионное образование, поначалу из-за пенсне прозвали его меньшевиком, но потом отчего-то стали попридерживать язык. Старожилы Валентину Сергеевичу указывали на то, что приходить в собрание должно в клубном кафтане, а не в немодной куртке. Но Валентин Сергеевич будто бы этих слов не слышал. И разговоры про его куртку затихли. Валентин Сергеевич оказался ягозой. Мелким скоком он перебегал от одной компании к другой, играя в карты или шашки, все время ерзал и смущал противника напористым своим «цик-цик-цик-цик». Да и вообще садиться с ним за стол или за доску выходило делом скверным. Все он выигрывал. История жизни Валентина Сергеевича Останкинским старожилам была неизвестна. Выяснили только из личного дела, что новичок раньше служил где-то возле колхозной площади. А там был дом Брюса. Генерал-фельдмаршал Петра Великого Брюс Яков Велимович числился же, как известно, чернокнижником и алхимиком. У него и в июльскую жару гости катались на коньках, а запахи и флюиды от брюсовых тиглей и посудин могли протушить на долгие века ближайшие к его дому кварталы. Как бы и от Валентина Сергеевича не пришлось увидеть странностей, а вдруг чего и похуже. Может, и цепочка-то к пенсне досталась Валентину Сергеевичу от тех алхимий. Призадумались на Аргуновской умные головы. Неспроста решили, появился Валентин Сергеевич в их мирном собрании. Данилов долго не ходил в собрание домовых, ему хватало людских забот, но однажды зашел и сразу почувствовал, что между ним и Валентином Сергеевичем возникла некая связь. «А ведь он имеет что-то ко мне», — сказал себе Данилов. Он не подходил к Валентину Сергеевичу, полагая, что тот сам не выдержит и обнаружит себя. Но Валентин Сергеевич, видно, был натурой терпеливой и волевой. А может, и не сам он управлял своими поступками. Он вертелся, скакал невдалеке от Данилова, но к Данилову будто бы приблизиться не смел, как титулярный советник генеральской дочери. Однако в его взгляде Данилов иногда замечал и уверенность в себе, и чуть ли не сознание превосходства. «Экигусь», — думал Данилов. Теперь он уже считал, что Георгию Николаевичу указал на дверь не зря. Теперь, пожалуй, Данилов был сердит, и не то чтобы азарт, а некое будоражащее душу ожидание приключения поселилось в нем. Наконец Валентин Сергеевич подошел к нему, предложил сыграть в шахматы. «Это меня почему-то все стали побаиваться», — сказал он, как бы смущаясь. Данилов сел с ним за стол и скоро понял, что игрок Валентин Сергеевич сильный. Данилов даже засомневался, играть ли ему против Валентина Сергеевича в силу домового или взять разрядом выше. И все же он решил играть в силу домового, посчитав, что иначе они с Валентином Сергеевичем будут не на равных. Но ходов через десять Данилов понял, что Валентин Сергеевич может выступать и лигой выше. Данилов поднял голову и посмотрел на соперника внимательно, стеклышки пенсне Валентина Сергеевича излучали удивительный зеленоватый свет, отчего в голове у Данилова начиналось выпадение мыслей. «Ах, вот ты как!» — подумал он. «Да тебе эдак против Фишера играть, а я вот против твоих световых фокусов включу контрсистему». Он включил контрсистему и двинул белопольного слона вперед. Раздался электрический треск. Валентин Сергеевич запрыгал на стуле, ладонями застучал по краю стола, и Данилов понял, что поставит мат ястреба Останкинских шахматных досок на тридцать шестом ходу. «Здесь принято играть в силу дымовых», — сказал Данилов. «Нарушение вами правил может быть превратно истолковано». «Вы, вы, — нервно заговорил Валентин Сергеевич, — вы только и можете играть в шахматы и на альте. Да и то от того, что купили за три тысячи хороший инструмент Альбани. С плохим инструментом вас бы из театра-то выгнали, а на виоль-да-мур хотите играть, да у вас не выходит». Данилов улыбнулся. Все-таки вывел Валентина Сергеевича из себя, но тут же и нахмурился. Какая наглость со стороны Валентина Сергеевича. Хоть бы и мизинцем касаться запретных для него людских дел. «Что вы понимаете, в виоль-да-мур», — сказал Данилов. «И не можете вы говорить о том, чего вы не знаете и о чем не имеете права говорить». «Значит, имею!» — взвизгнул Валентин Сергеевич. Он тут же обернулся, но домовые давно уже забились в углы невеселой нынче залы, давая понять, что они и знать не знают о беседе Данилова и Валентина Сергеевича. «Вы нервничаете», — сказал Данилов. «Так вы получите мат раньше, чем заслуживаете по игре». Он и сам сидел злой. «Стало быть, только из-за хорошего инструмента меня и держат при музыке». Думал, «и выоль-да-мур, стало быть, меня не слушается. Ах ты, негодяй!» Но на вид был спокойный. «Значит, вы сочувствующий Георгию Николаевичу», — сказал Данилов, забирая белую пешку. «Не угадали, Владимир Алексеевич», — рассмеялся Валентин Сергеевич. «Известно, что вы легкомысленные. Но что-то могли бы понять. Что нам с вами, Георгий Николаевич? Он правильный, дымовой, но он мелочь. Так, тьфу! Заболел, ну и пусть болеет. Из-за другого к вам интерес. Если это можно назвать интересом». «А вы-то что, суетитесь?» «Я давно о вас слышал. Раздражаете вы меня, мучите. Невысокий вы рангом, да и незаконный родом. А позволяет себе такое. Я о вас слушал и чуть ли не плакал. Да и есть ли порядок?» — думал. «Ну и как? Есть?» «Есть, Владимир Алексеевич, есть. Вот он». И тут Валентин Сергеевич чуть ли не к лицу Данилова поднес руку, разжал пальцы, и на его ладони Данилов увидел прямоугольник лаковой бумаги, похожий на визитную карточку, с маленькими, но красивыми словами, отпечатанными типографским способом. Прямоугольник был повесткой, и Данилов ее взял. «Прямо как пираты», — сказал Данилов. «Еще бы нарисовали череп с костями, была бы черная метка». «Не в последний ли раз вы смеетесь?» «А вы что, карателем, что ли, сюда прибыли?» «Нет», — словно бы испугавшись чего-то, быстро сказал Валентин Сергеевич. «Я курьер». «Вот и знаете свое место», — сказал Данилов. «Какой вы высокомерный!» — снова взвизгнул Валентин Сергеевич. «Я личность, может, и маленькая, но я при исполнении служебных обязанностей. Да и вам ли нынче кому-либо дерзить? Вам ведь назначено время Че!» Багровыми знаками проступило на лаковом прямоугольнике объявление времени Че. И Данилову, как он не храбрился, стало не по себе. Но, наверное, это ни сегодня, ни завтра, и даже не через месяц, успокаивал он себя, глядя на повестку. Однако не было в нем уже прежней беспечности. «Ваш ход», — сказал Валентин Сергеевич. «Да-да», — спохватился Данилов. Он поглядел на доску и увидел, что у Валентина Сергеевича слева появилась ладья, какую он, Данилов, семью ходами раньше взял. Он взглянул на записи ходов и там обнаружил собственным его почерком сделанную запись хода, совершенно не имевшего места в действительности, но оставлявшего ладью белых на доске. Данилов забыл о повестке. Стерпеть такое жульничество он не мог. И спепелить он готов был этого ловкача, смелевшего от служебной удачи. Но тут Данилов на мгновение вспомнил о пожаре в Планерской и эпидемии гриппа. Подумал, что Валентин Сергеевич может быть нарочно, вызывает его на скандал, и употребил по отношению к чувствам власть. Не то вдоль Аргуновской улицы тянулись бы теперь черные и пустые места с обугленными пнями. Лукавая мысль явилась к Данилову. «А дай-ка я ему еще и слона отдам. Просто так», — решил он. «А там посмотрим». Валентин Сергеевич схватил с жадностью подставленного ему слона, как троллейбусная касса медную монету. Но тут же он спохватился, поглядел на Данилова растерянно и жалко, захлопал ресницами, крашенными фосфорическими смесями. «Вы совсем меня не боитесь, да? Вы меня презираете? Зачем вы опять мучаете-то меня?» «Что это он?» — удивился Данилов. «Нет у меня никакой плодотворной эндшпильной идеи и слона я отдаю ни за что». «Не выигрывайте у меня!» — взмолился Валентин Сергеевич. «Не губите, батюшка. Я ведь вернуться не смогу. Я на колени перед вами встану. Помилуйте, сироту!» Данилову стало жалко Валентин Сергеевич. Он сказал, «Ну, хорошо. Принимаю ваше предложение ничьей». «Батюшка, благодетель!» — бросился к нему Валентин Сергеевич. Руки хотел целовать, но Данилов, поморщившись, брезгливо отступил назад. Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые на ночь в соседнем заведении на улице Королева. «Жди своего часа!» Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза. Видно, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ. «Ну и вкус у него», — думал Данилов, глядя на опаленные обои. «И чего он так испугался жертвы слона?» «Странно». «А ведь бас-то этот кажется мне знакомым». Он опять ощутил на ладони лаковый прямоугольник повестки. И опять проступили багровые знаки. «Скверная история», — вздохнул Данилов. «Хуже придумать было нельзя». Глава четвертая Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил. Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий. Под ним, подчиняясь вращению земли, плыло Останкино, и серая башня, похожая на шампур с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову. Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать. Просто курил, закрыв глаза и ждал, когда с севера-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча. В Москве было тепло. Мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову. Колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду. Крики протеста звучали вслед нахалом таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Темиртаусской метеостанции, в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студенами. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкина, что оно испокон веков было самым грозовым местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молнией. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкиным. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое. Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то. Не было в нем ни просьбы, ни вызова, ни земных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от 36-летнего мужчины внутриевой шапки, стоявшего у входа в Останкинский парк, подле палатки Пончики. Мужчина был виден плохо. Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий, мнущийся Пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти, спасти его может только операция, и то, если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию, с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел три часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его било нервное дрожь и тошнило. Тогда он подумал, сейчас бы стакан водки и все. Мысль эту Данилов понял. Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине внутри его и шапки он решился подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова. — Холодно, — сказал Данилов, улыбаясь от смущения. — Да, ябко, — кивнул мужчина. — Помолчали. — Не кажется ли вам, — сказал Данилов, — что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более с Шереметьевским дворцом? Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал, — Это еще одни из самых худших дома. — Не уверен, — сказал Данилов, и, помолчав, опять начал скороговоркой, рабея и от робости заикаясь. — Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба. Вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня. У меня тяжело на душе. Мне сейчас выпить надо, а один я не могу. — Не могли бы вы составить мне компанию? — То есть как? — растерялся мужчина. — У меня все есть, — сказал Данилов, и достал из кармана пальто, начатую бутылку водки и стакан. — Вы, если не желаете, хоть только постойте рядом со мной. — Ну, что ж, — неуверенно сказал мужчина. — Если вам нужно, чтобы я постоял. — Вот и спасибо, — обрадовался Данилов. — Только давайте отойдем отсюда, вон за тот забор, а то не равен час милиция или женщины-дружинницы и по десятке сразу возьмут и письма отправят на работу. Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского или коньяка или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля. Водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы, но что ему оставалось делать? Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине. Вот, пожалуйста, примите. Я больше не могу. Но не пропадать же добро. Нет, 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 что вы... Заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил. Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал, А больше стакана вы и не хотели. И что? Как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно. Нет, нет, это я так, быстро сказал Данилов. Тут Данилов почувствовал, что самая пора им расстаться. Мужчина сейчас мог пуститься в откровение, и в этом ничего плохого не было бы, но на завтра мужчина этот сам стал бы каяться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в Останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи. Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из хорошо темперированного клавира Баха. Туча проплывала уже над клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог. Он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу тучи. Над станцией Крюкова он врезался в темную влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо. Он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в неме над Останкиным генеральное сражение. Минут через двадцать они уже были над Останкиным. Тут и началось. Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило. Сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым. И вот, наконец, движение дошло до льдистого покрывала тучи. А стало быть, и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там внизу превратиться в водяные пары. Ринулся без оглядки, отчаянно теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как!» думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. «Ах, как хорошо!» Но он помнил, что это только начало. И тут он не удержался, а махнув на всю рукой, позволил себе созорничать. Противуправил, отделил себя еще и положительным зарядом, и теперь два заряда жили в нем, никак по воле Данилова, друг с другом не взаимодействуя, и Данилов в суете электрического движения несся, блаженствуя, но и рискуя потерять навсегда душевные свойства. А свободные электроны уже стекали из тучи со скоростью 150 км в секунду на землю, пробивая в воздухе канал для молнии и для Данилова. Данилов почувствовал, что рисковать хватит, и спустил из себя положительный заряд. Как только канал для молнии был пробит, туча совсем задрожала. Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга, и с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громотвода Останкинского дворца, но не ушел в землю, не нейтрализовался и не исчез, а оттолкнувшись от иглы, словно бы отброшенный ею с артиллерийским грохотом, взвился в небо да так бурно, что сразу же был бы неизвестно где, если бы не обуздал себя, не опрокинул обратно в тучу. Данилов и теперь мог лететь, куда собрался, но он знал, что в туче есть еще силы на два или три разряда, и он не смог отказать себе в удовольствии еще три раза искупаться в молнии. И вот он опять и опять падал с молнией на землю, кувыркаясь и расплескивая искры, а однажды в безрассудстве упоения бурей ради гибельных и сладких ощущений нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды опять он попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки, тут и опомнился. — Хватит, — сказал себе Данилов. — Все, надо остановиться. Дубу-то зачем страдать? И отскочил в небо, оставив внизу выстуженную теперь Москву, что, впрочем, и было предопределено прогнозом Тимиртаусской метеостанции. Скорость его была уже хороша, даже слишком хороша для нынешнего столь ближнего полета. Да и сам Данилов чувствовал себя сейчас опьяненным. Он захотел перевести дух. Собственно говоря, в грозе, как в подсобном для разгона средстве, не было у Данилова никакой необходимости. Он и так мог улететь, куда хотел. Но вот привык к купаниям в молниях. Да еще не в шаровых и не в ленточных, а именно в линейных. Да еще с раскатистым громом. Стыдил иногда себя, упрекал в непростительном пижонстве, но вот не мог, да и не хотел отказаться от давней своей слабости, как, впрочем, и от многих иных слабостей. Но если раньше в юношескую пору Данилов сам устраивал грозы и, блаженствуя в их буйствах, ощущал себя неким Бонапартом, командовавшим сражением стихий, то нынешнему Данилову быть причиной жертв и бедствий натура не позволяла. Теперь он поджидал гроз естественных, дарованных ему и людям природой, и не был в них уже Бонапартом, а был кристаллами льда и водяными парами, оставаясь, впрочем, и самим собой. Отдышавшись, Данилов показал себе рукой направление. И куда показал, туда и полетел. Был у него в вандах место успокоения. Но в движении он почувствовал некий стеклянный зуд во всем теле. Да и слуху его что-то мешало и хотелось чихать. Данилов остановился, выковырнул из ушей серую мерзость, включил пылесосы и очистители, вытряс из себя песок, мелко истолченное в ступе стекло и капитанский трубочный табак. Кто-то нарочно и со зла напихал в тучу стекла и табаку. А Данилов в своих купаниях ничего и не заметил. Неужели это Валентин Сергеевич постарался? Но тогда выходило, что Валентин Сергеевич вхож в атмосферу. Ну и пусть, — подумал Данилов. Однако он почувствовал, что ему было бы неприятно, если это так. Неужели и такие теперь вхожи? Кто же он есть-то? И он полетел дальше. Лететь он имел право со скоростью мысли. Вот он в Москве, вот он подумал, что ему надо в верхний Уфалей, и вот сейчас же он в верхнем Уфалее на базаре. Но так летать Данилову было скучно, и со скоростью мысли он передвигался только по рассеянности и выпивши. Обычно же он позволял себе от мыслей отставать. Вернее, перебивать мысль главную мыслями и интересами случайными, а порой и бестолковыми, которые, однако, доставляли Данилову удовольствие. Мог он и в единое мгновение увидеть и понять все, что лежало на его дороге, любую людскую судьбу, любое происшествие, любую букашку и любую пылинку, и это, по мнению Данилова, было бы все равно, что пробежать эрмитажные залы за полчаса и смешать в себе все краски и лица. Ничто бы он тогда не принял близко к сердцу, ни один бы нерв в нем не зазвенел, а только бы голова разболелась. Оттого он по дороге все и не рассматривал, а о чем хотел, о том и узнавал. Вот отправиться бывало в Японию к своей знакомой Химеко на остров Хонсю, а сам вдруг услышит звон каких-то особенных колокольцев, обернется по неволе на звон и сейчас же пронесется в Тирольских горах над овечьим стадом, дотрагиваясь на лету пальцами до колокольцев. И тут же вспомнит, что хотел узнать, бросил ли писать Сименон, как о том сообщили по радио, или не бросил, и вот, не упуская из виду желанную Химеко, он заглянет в лозанский дом Сименона, благо тут рядом. Потом его привлекут запахи жареной баранины в Ровалпинде, стычки демонстрантов на Соборной площади в Сан-Доминго и плач ребенка в пригороде Манилы. Ребенку этому Данилов тихонечко подложит конфету и слезу утрет, и полетит к Химеко, но и теперь он не сразу окажется возле нее, а приключений через пять. Сегодня Данилов летел строго по курсу, не спешил, но и не снижался. Все системы работали в нем нормально, ничто не барахлило, под ним была Европа. Справа впереди мерцал Париж, и окна светились в известных Данилову квартирах. В самом Париже и в Пятидесятилие от него в галантном городе Со. А чуть дальше и слева Данилов разглядел мрачный ларец Эскариала. Сколько раз он собирался заглянуть в его залы и подземелья, и самшитовым веником вымести, наконец, оттуда черные мысли Филиппа II, да все никак не выходило. И сегодня он сказал себе непременно в следующий раз. Однако тут же вспомнил, что следующего раза может и не быть. А под ним уже плескалась атлантическая вода. Летел он, прижав руки к туловищу, вытянув ноги, но и без особых напряжений мышц. Никаких крыльев у него, естественно, не было, да и кто нынче осмелился бы их надеть. Мода на них давно прошла. Даже тяжелые алюминиевые крылья от реактивных самолетов, из-за которых страдали и плели интриги всего лишь 15 лет назад, никто в эфире уже не носил. А Данилов был не из тех, кто в обществе, хоть и в мороз, мог появиться в валенках. Он был щеголем. Когда принято было летать с рулем и ветрилами, он летал с рулем и ветрилами. Но уж какие это были ветрила! Потом увлеклись крыльями, и Данилов одним из первых пошил себе крылья, глазеть на них являлись многие. Каркасы из дамасской стали Данилов обтянул прорезиненной материей. Материю же эту он обложил сверху павлиниями-перьями, а снизу обшил черным бархатом. И по бархату пустил дорожки из мязинских жемчугов. Крыльев он пошил восемь. Два запасных и шесть для полетов, чтобы было как у серафимов. Крылья были замечательные. Теперь они валяются где-то в кладовке. Данилов не выбросил их совсем. Старые вещи трогает иногда до слез его чувствительную душу. Потом были в моде дизельные двигатели, резиновые игруши-клаксоны со скандальными звуками, мотоциклетные очки, ветровые гнутые стекла, выхлопные трубы с анодированными русалками и еще что-то, все не упомнишь. Потом кто-то нацепил на себя алюминиевые плоскости и начался бум! Что тут творилось? Многие знакомцы Данилова доставали себе удивительные крылья и от Боингов, и от допотопных фарманов по четыре каждый, и даже от несуществовавших тогда конкордов. Тьфу, сказал себе Данилов. Он был щеголем, порой и рискованным, но маклаковскую моду принять не желал. Мода ведь только создается в Париже или там в Москве, а живет-то она в Фате же, в Маклакове. А пока дойдет она до Маклакова, через голову десять раз перевернется и сама себя узнавать перестанет. Вот с приходом ее и начинают юноши в Маклакове носить расклешенные на метр штаны с бубенцами и лампочками на батарейках возле туфель. Нет, Данилов тогда не суетился. Он скромно достал крылья от Ил-18, ими и был доволен. И теперь, когда знакомые его увлеклись космическим снаряжением, Данилов не стал добывать ни скафандров, ни капсул. То ли постарел, то ли надоели ему обновки, и не нужны были ни ему, ни его знакомым, ни крылья, ни двигатели, ни скафандры. Все ведь это было так, по брякушке, цветные стеклышки для папуасов. Однако и теперь, может, по старой привычке, а может, ради баловства, Данилов приобрел для полета в кое-какие приборы и технические приспособления. Не захотел отставать от других. Но давно уже пора было появиться Андам. Они и появились. Данилов увидел свое заветное место и стал снижаться. Место было тихое, в горах у моря, а здешние жители его чего-то не любили. Прямо под Даниловым тянулась теперь посадочная полоса километров в пять длиной, а вокруг нее, там и тут, на пустынном каменистом плато в зеленом мху кустарников виднелись изображения странных животных и птиц. Данилов произвел посадку и пошел к своей пещере. Посадочная полоса была его хороша, не хуже иных бетонированных, камень пока не искрошился. Полосу эту Данилов устроил в пору ложного увлечения алюминиевыми крыльями. И с крыльями-то этими совсем она была не нужна ему для посадки. А вот спижонил, наволок камней, уложил их, да сверху еще их и вылезал. И раза три, теперь-то об этом стыдно вспоминать, садился на полосу, как самолет с ревом, с ветром, выпуская из подмышек шасси. А потом он и плато вокруг изрисовал всякими диковинными фигурами и мордами, да еще и оплел их орнаментом, дорожек. Нравились тогда Данилову индейские примитивы. Вскоре явились на плато ученые и с шумом открыли работы инков. Другие же ученые с ними не согласились и доказали, что полосу с рисунками создали пришельцы. Данилов с увлечением читал их исследования. Страницы с жадностью перелистывал, до того было интересно. Однако охотников за пришельцами в пух и прах разнес проницательный профессор Деревенькин, за что был проклят детьми, в числе их и Мишей Муравлевым. Миша вместе с другими юными умами устно объявил этому профессору кислых щей кровную месть, уроки уже не делал, а точил нож. Профессор теперь нервно вздрагивал, на работу ходил в черной маске, но Данилов считал, что дети правы. Данилов подошел к пещере. Вход в нее был прикрыт. Гранитный тесанный камень в 40 тонн весом Данилов сдвинул плечом. В пещере было темно, сыро, пахло пометом летучих мышей. Данилов погнал летучих мышей палкой, смахнул с каменной лежанки пыль и всякую дрянь, застелил лежанку шкурой древесного ягуара, на шкуре и разлегся. Надо было что-то решать. Необходимость этого решения мучила Данилова. «Эх, отложить бы сейчас», — думал Данилов, «все это на когда-нибудь потом, да и забыть обо всем». Но нельзя. Данилов достал лаковый прямоугольник повестки, и багровые знаки тут же проявились на ней, мрачно осветили пещеру, напоминая Данилову о времени Че. Данилов убрал повестку в карман жилета, вздохнул и закрыл глаза. Ему стало жалко себя. И чего они к нему пристали? Ведь хуже его есть личности и живут себе, и никто их не трогает. Понять бы, чем он вызвал назначение времени Чея, и кто ему это время назначил? А, что гадать-то, подумал Данилов с чувством обреченности, гадай-не гадай, а исход один. Он был нервен, печален. Купание в молнии и полет, успокоившие немного его, были теперь в далеком далеке. Жалел он свою молодую, неисчерпанную жизнь. Но, оплакивая себя, Данилов все же краешком мыслей старался предположить, какой ему припишут состав преступления. Это и само по себе было интересно. Но, главное, зная про этот самый состав, можно было бы предпринять что-нибудь, что-нибудь придумать, да как-нибудь и судей, и исполнителей, и пусть и всесильных, обвести вокруг пальца. Какие же статьи договора они мне припомнят? – думал Данилов. Между ним и канцелярией от порядка был заключен договор. Начальник канцелярии поставил свою подпись желтыми несгораемыми чернилами. Данилов по закону расписался кровью из вертикальной голубой вены. В договоре было 103 статьи, и все без шарниров. Туда-сюда их повернуть считалось невозможным. Главным образом там перечислялись обязанности Данилова, признанного отныне демоном на договоре, но гарантировались и кое-какие его права. Когда вышло решение подписать договор, Данилов, да и многие его знакомые, посчитали это решение либеральным и великодушным. Данилов кувыркался от радости в воздушном океане, да что там говорить. За своего ли я Данилова и шалости его и тогда уже могли покарать крепче? А вот все обошлось договором. Тут следует сказать, что Данилов был демоном лишь по отцовской линии. По-материнской же он происходил из людей, а именно из окающих людей верхневолжского города Данилова. Отца Данилов не знал. Данилов был грудным ребенком, когда отца его за греховную земную любовь и за определенное своеобразие личных свойств на вечно отослали на Юпитер. Там ему положили раздувать газовые бури. Да и мать Данилова тогда же изгинула. С отцом Данилов в переписке не состоял и никогда не встречался. Они и узнавать друг о друге ни словечко не имели права. Пунктом Б 17-й статьи договора Данилову было установлено пролетать мимо Юпитера, лишь закрыв глаза и заткнув уши ватой. Сам же Данилов мог всю жизнь провести в своем городке, разводить в огороде Ярославский репчатый лук, а теперь уж упокоиться смиренным мещанином под тополями и березами на Даниловском кладбище. Ведь по людским понятиям он родился в конце XVIII столетия. Однако влиятельные приятели его отца из жалости к невинному младенцу выхлопотали ему иную судьбу и перенесли Данилова прямо в мокрых пеленках из Ярославской земли в небесные ясли. А потом пристроили его в лицей-канцелярии от познаний. Лицей был с техническим уклоном, и дальше Данилов двигался укатанной дорогой молодого демона, срывая на ходу цветы удовольствий. Жизнь он вел рассеянную и блестящую, но между тем положение его было сомнительным. Во всех документах он числился незаконно рожденным. Иные ретрограды, не имевшие понятия о правилах приличия, принюхивались иногда в присутствии Данилова к атмосфере и шептали раздраженно «Фу ты, человеком пахнет!» Одна беззубая старушка с клюкой, несчастная и немытая, заявила об этом громко. Потом, в седьмом слое удовольствия, перекинувшись юной красавицей, она, заискивая перед Даниловым, крутилась возле него, надеясь обольстить, но Данилов нарочно поел лука, и луком дышал юной старушке в лицо. А один гусь из мелких духов долго шантажировал Данилова, но потом этот гусь был разоблачен как буддийский разведчик и со строгим конвоем отправлен в обменный фонд. Ну, ладно гусь и старушка, дело в том, что и серьезные личности подозревали в Данилове человека. Доверия к нему у них не было, а значит, не могло быть у Данилова и особого продвижения. Впрочем, и сам Данилов давал поводы для подозрений. По окончании лицея канцелярии и отпознаний он должен был бы все знать, все чувствовать, все видеть и все людское в этой связи презирать и ненавидеть. Но это были идеальные требования. А далеко не все лицеисты получали дипломы с отличием. Иным лодырям и тупицам дипломы выдавали, махнув рукой, жалко было затрат на их воспитание, да и не хватало кадров. Вот и Данилов считался не лишним, но легкомысленным и бестолковым учеником, какому вершины демонических наук были недоступны. На самом же деле Данилов был лицеистом способным и сразу же научился все знать, все чувствовать, все видеть в пространстве и во времени, и в глубинах душ, все и прошлое, и настоящее, и вечно, и вдоль, и поперек, и все это в единое мгновение. Но от этой возможности ему стало тоскливо, скучно, и начались мигрени. Куда правильнее показалось Данилову возможностью этой не пользоваться, а открывать все заново и самому, как это делали люди. С любопытством, дотошностью и учением удивляться любой мелочи, да и что за тоска была бы, жить, зная наперед все. Вот Данилов и прикинулся простаком, с малым количеством чувствительных линий, да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл, иные из высших сфер, иные на уровне Даниловской средней школы, а чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лицея на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы, еще в лицее на него стали указывать со словами «наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться. Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать, как он все ненавидел. Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине чувство ненависти к человечеству, то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, сорвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился, но в животе кололо все сильнее и к горлу что-то подступало, да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорошим, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда тот даже пригрозил Данилова отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда. Это было унизительно. То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилова на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья с привинчивающимися к колбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило. Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно. Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы. А что уж хуже и позорнее этого. Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в группу борьбы за женские души. Данилов и раньше тянуло к красивым женщинам. Теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, иначе не иметь ему стипендии, Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы восемнадцать теплых и страстных женских душ. А ему и еще во след с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц. Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопа, ему завидовали. — Как это ты их? — спрашивали. — Да уж чего проще, — говорил Данилов небрежно. — Сны-то им золотые навевать. — На шелковые ресницы, что ли? — Ну, если желаете, то и на шелковые. Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из канцелярии от улавливания душ из управления женских грез. Однако его забрали во внутреннюю канцелярию от наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в седьмом слое удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютни и вуз не дул. Времени свободно выимел много, вел вполне светский образ жизни, влиятельные дамы ласково глядели на Данилова и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно балованием судьбы, и вдруг раз жизнь его круто изменилась и порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось и помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем девяти слоям так Данилов называл теперь тот мир. Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. Ба-ба-ба! раздалось в комиссии и давние подозрения всхолыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерианец, и вышло решение, среди многих прочих, Данилова, как неполноценного демона, отправить на вечное поселение, на землю, в люди. Данилову земной возраст определили в семь лет, и по людскому календарю в 1943 году он был опущен в Москву, в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом оркестр на радио, потом театр. От того, что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в девять слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго, да и то с особого разрешения. Данилова в девяти слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах земля так и называлась «Тот свет», а иногда и «Тот еще свет». Данилов теперь и был в ведении канцелярии от того света. Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из канцелярии. Сонные чиновники там наверху Даниловым были недовольны. Ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям стал быть вреда. Данилов, скрепя сердце, вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов. При этом он устраивал неприятности лишь дурным по его понятиям людям, а ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от канцелярии молока за вредность. Из канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду, свою ли собственную внутреннюю вредность или же ощущаемую людьми в его присутствии или же вредность окружающей среды. Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности и потребовал, чтобы ему прислали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. Четыре года шла переписка о молоке, и четыре года Данилов ничего не делал. Наконец, в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако, в связи с вредностью окружающей среды, Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бурь и скандалы. Они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник канцелярии принял слова Данилова на свой счет, бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра земли. Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодечества. Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор. Данилов не верил, думал, что над ним издеваются, а его вызвали в канцелярию от порядка и прямо в белые руки вложили три экземпляра договора. Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны ничем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился, как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он, то ли демон, то ли человек, то ли неведомо зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу естественно не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демоны же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы, ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой. Заключить с Даниловым договор с сохранением Данилова демонического стажа и считать его отныне демоном на договоре. Но мало ли, что могли предложить теоретики, не всякая глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины, но в девяти слоях о нем сложилось мнение не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходится без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих девять слоев, не делал. Критик не наводил, арий не пел, не то, что его отец вольтериенец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны. Но Данилову все это не было сказано. Его бронили и унижали, брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении канцелярии от того света. Третья статья договора категорически требовалась, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится, в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы небо-земля. Часы Данилову были не нужны, вместо часов Данилов и носил теперь браслет, никогда и нигде даже и в парной в сандунах его не снимал, а если бы какой грабитель в темном переулке, хоть и с пистолетом, пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось. На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква Н, на соседней буква З. Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой Н чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой З возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений. Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи и документы, но ему их напоминали. Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в канцелярии ломали головы, не вытерпел, решил опередить чиновников и сам нашел себе дело не очень к тому же противное. Он потихоньку стал отсылать в управление умственных развлечений земные шутки, очень ценимые в девяти слоях. Шутки передавали в канцелярию от наслаждений. Однажды он забыл отправить в управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток от того, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе. Тогда они становятся особенно хороши. Это открытие Данилов сделал недавно. Данилов и действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил из управления теплое письмо. В нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них. Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат. Рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов несколько баночек горчицы для особой крепости раствора. Он ждал муравлевых на пельмени. Горчицу Данилов шиш получил, у них и у самих ее не было, но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчишников в аптеках и их опустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный, чудо какое-то явилось ему сверкающее и прозрачное, с ракушками, камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом. Все шло ничего. Вроде бы, Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте, но оказалось, что только канцелярия от наслаждений довольна им. С точки же зрения его канцелярии от того света он бездействовал, слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали, куда следует, тыкали носом в статье договора, уговаривали не позорить честь непорочной канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал исправиться. Однако не менялся. Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к остаткинским домовым по месту жительства. Другой бы демон ночей не спал от бесчестия. Это демона-то и к домовым. А Данилов ничего, поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то ночью в собрание и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и пальцем о палец не ударил, чтобы изменить унизительное свое положение. Впрочем, теперь он бывал у домовых редко, но это из-за занятости музыкой. Суета человечей жизни опять захватила его. Он махнул рукой на угрозы и предостережение и решил, что пусть все идет как идет. И вот дождался. Явился порученец Валентин Сергеевич или кто он там на самом деле и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени ничья. Данилов лежал теперь в сырой пещере вандах под шкурой древесного ягуара и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог. А ведь они мне дают срок что-то предпринять, думал Данилов. Последний срок, но дают, иначе бы они меня немедленно вызвали в судилище. Хотят, чтобы я сделал выбор. Это еще не конец. Время есть, что-нибудь опридумаю. Правда, не сейчас, а потом, потом, потом. Соображения эти немного успокоили Данилова, и он, дав себе решительное обещание, в ближайшие же часы продумать план действий, на каменной лежанке и задремал. Но вскоре его разбудило хриплое знакомое мурлыканье. Данилов открыл глаза и увидел перед собой кота Бастера. Кот был старый, полуслепой и облезший, и хороший скорняк вряд ли бы взялся пошить из него кроличьи шапки. Да что там скорняк? Не всякая живодерня согласилась бы принять такого кота. Впрочем, служащих живодерни Бастер, наверное, бы удивил. Он был ростом стеленка. Когда-то Бастера признавали красивым, даже великолепным, но до того он устал жить, что внешность его теперь совершенно не заботила. И то ведь завелся он в Египте во времена Изиды и Азириса и очень скоро без всяких рекомендательных писем, а только благодаря своим трудам и талантам стал священным покровителем музыки и танцев. Вокруг стояла тьма египетская, но и в той тьме стараниями Бастера кое-что делалось. Кое-что звучало и подпрыгивало, «Сейчас он уже нигде не служил, а находился на заслуженном отдыхе. Он был добр, в нем еще тлел интерес к музыке, потому-то Данилов и любил кота и позволял ему появляться в своей пещере, а в пещеру он допускал немногих». «Здравствуй, Володя», сказал Бастер. «Я бы не помешал». «Здравствуйте», кивнул Данилов. «Я рад вас видеть, я так вздремнул». «Хорошо», сказал Бастер. «Я посижу, молчу». Данилов закрыл глаза, говорить ему не хотелось, но он знал, что кот сейчас же начнет расспрашивать его о новостях московской музыкальной жизни. И тут кота можно понять, но вот отвечать ему будет не в моготу. «А чего же мне потом-то искать выход?» подумал Данилов. «Надо решить, теперь же, непременно теперь». Но тут, как бы игрой бликов на перламутре жемчужной раковины, как дуновение эола, лишь чуть всколыхнув сырой воздух пещеры, с цветами анимонами в руках явилась нежная Химеко, вечная жрица и пророчица, тончайшее создание природы, давняя подруга Данилова. Шелком фисташкового кимоно, проведя по щербатым камням пещеры, Химеко поклонилась Данилову и цветы анимоны положила к его изголовью. Данилов привстал в смущении, ноги свесил с лежанки, кот бастер поднял хвост трубой и сейчас же деликатным дымком рассеялся в сумраке пещеры. Химеко стояла молча, голову кротко наклонив, а Данилов любовался ею. Однако он тут же осознал, что теперешнее явление Химеко вовсе не кстати. Когда-то между ними была страсть. От страсти той таял лед в Гималаях и вспухали великие реки, острова поднимались в океане, лава клокотала в безумных кратерах курил. И теперь Химеко иногда волновало Данилова, но страсти прежней, увы, в нем не было больше. Бывало, Данилов весь дрожал, спеша на свидание с Химеко, а теперь он был с ней спокоен. Когда-то он желал навсегда поселиться рядом с Химеко в туманных горах острова Хонсю, но Химеко прижала тогда палец губам и покачала головой, и Данилов, смирясь со своим печальным жеребием, принял ее обычай, называемый Цумадой, а значит, и стал приходящим другом Химеко. Прилетать к ней на крыльях любви он имел право лишь по ее вызову. А каково было мечтательному в ту пору Данилову с его нетерпеливой натурой видеть в мыслях мягкие округлые плечи Химеко, ее безукоризненно верную грудь, томительный танец ее тонких гибких рук, думать о Химеко и сидеть дурак дураком ожидая ее вызова. Как давно это было, как бы вернуть тех мильные полеты юных лет. Химеко все стояла молча и глядела, на Данилова была покорна, словно его раба. Чувство жалости шевельнулось в Данилове, и правая нога его сама собой стала нащупывать камень пола. Но тут же Данилов сказал себе «Нет, ни в коем случае, нынче нет баб». «Разве примешь с ними важное решение?» Данилов так и застыл в глупейшей позе правой ногой касаясь пола. А во взгляде Химеко появилось нечто новое, тревога какая-то или даже испуг. Что-то угадала она в судьбе Данилова, всплеснула птичьими руками камано и вскрикнула. Сразу же, руки вытянув прямо перед собой, она отступила на несколько шагов вглубь пещеры, там и замерла в запытье. Потом, вернувшись из ниоткуда, она тихонько ударила ладошкой о ладошку, и в руках ее оказалась лопатка оленя. У ног Химеко вспыхнул ровный синий огонь, а чуть поодаль возникла большая каменная чаша с ледяной водой. Химеко осторожно опустила лопатку оленя в синий огонь, а сама встала перед костром на колени. Некий таинственный, но мелодичный звук возник в пещере. Данилов так и застыл, свесив ноги с лежанки, придерживал дыхание, не шевелился, боясь помешать гаданию Химеко. Но вот лопатка оленя раскалилась, нежными своими пальцами Химеко подняла ее, задержала на мгновение в воздухе и тут же шипение и новых таинственных звуках, теперь уже не мелодичных, а нервных, пещеру заволокло паром. У Данилова потекли слезы и уши защипало, но Химеко бросила в чашу лепешку кагаминоти вместе со змеей, менявшей кожу. Шипение стихло, пар исчез, оставив камни пещеры влажными. Молча смотрела теперь Химеко на лопатку оленя, в извилиных возникших на ней трещин, читала судьбу Данилова и вдруг пошатнулась, швырнула кость на камни, в ужасе взглянула, на Данилова вскричала «Дзисай!» и исчезла. «Постой, не надо, не делай этого!» Данилов, вскочив в слежанки, крикнул во след Химеко. Данилов и прежде с иронией относился ко многим предрассудкам Химеко, к ее наивным приемам. Уж больно не вязались они с нынешним веком, но вслух ей ничего не говорил. И нежная Химеко была упряма и сам он уважал чужие заблуждения. Но сейчас-то из-за него Данилова мог погибнуть его Дзисай или несущий печаль. По древнему обычаю Химеко одного из своих родственников, находившихся у нее в услужении, чтобы оградить любезного ей Данилова от бета напастей, сделала Дзисаем Данилова. Все печали Данилова по мысли Химеко обязаны были теперь стекать в него. Этот бедный Дзисай, как, впрочем, и Дзисай по иным поводам, не должен бы уже ходить в баню и парикмахерскую. Отобрали у него и электрическую бритву Филлипс, было ему категорически запрещено ловить на себе насекомых, не ел ничего он мясного даже и из консервных банок, а на женщин глядеть он и вовсе не имел права, но худшее его ждало впереди. Если какая беда свалилась бы на Данилова, или бы он опасно за ним мог, сейчас же Химека должна была бы объявить Дзисай виноватым и убить его, полагая, что тем самым она облегчит участь Данилова. Значит, теперь Химека унеслась убивать кривым самурайским мечом его Дзисая, а он, Данилов, как бы не желал воспрепятствовать этому варварскому обычаю, ничего изменить не мог. Он слишком ясно знал это и сидел в пещере печальной. Дела мои стало быть плохи, пришло ему на ум, может и выхода нет. Но снова послышалось хриплое мурлыканье и возник кот Бастер, покровитель музыки и танцев. Я потихоньку посижу, сказал Бастер. Сидите, кивнул Данилов. Но тут произошло сотрясение воздуха, все в пещере осветилось, запрыгало, заходило ходуном, вежливый кот Бастер, не дожидаясь, когда бурное движение воздуха обернется видимой и плотной материей, истек тихим фиолетовым дымом, а перед очами Данилова предстала и сама по себе сверкающая, но и вся в дорогих камнях демоническая женщина Анастасия смоленских кровей, роскошная и отважная прям кавалерист девица, схожая с Даниловым судьбой, однако удачливее его, предстала, засмеялась от удовольствия теперешнего или будущего, сказала красивым низким своим сопрано, вот ты где, ненаглядный мой Данилов, что же ты теперь со своим браслетом прячешься-то от меня? И, не дожидаясь ответных слов Данилова, крепкими полными руками обняла его и прижалась к нему рабея. Данилов хотел было отстранить от себя Анастасии, но, взглянув в ее счастливые и верные оранжевые глаза, ощутив ее сладкое жаркое тело, понял, что не прогонит Анастасию, да и глупо было бы делать это, пошло бы все прахом рассудил он и в тот же миг забыл обо всем на свете. А вскоре в районе Карибского моря, несмотря на все предосторожности Данилова, возник непредсказанный учеными ураган. Он стремительно пронесся на Флориды и двинулся на запад, срывая на ходу железные крыши, катя изящных форм автофургоны по хлопковым полям Луизианы. От службы погоды он тут же получил акварельное имя Памела. Среди знакомых Данилова, случайных и далеких, действительно была Памела, но к нынешнему урагану она не имела никакого отношения. Глава пятая. В дверь позвонили. То есть звонок у Муравлёвых был музыкальный за семь рублей и он закулыкал по-журавлиному. Муравлёв, ворчая, подтягивая мятые польские джинсы, пошёл открывать. На пороге стояла жена его, Тамара, держала в руках авоськи, тяжёлые, как блины от штанги Алексеева. — Ну, проходи, сердито буркнул Муравлёв. Любишь ты эти магазины, часами готова в них бродить. — Что ж делать? — вздохнула Тамара. Муравлёв рассмотрел покупки. Пиво было жигулёвское и с сегодняшней пробкой, и был кефир. Жена ни о чём не забыла, но Муравлёв сказал на всякий случай, пиво могла бы взять и больше. Он проследовал за женой, тащившей сумки на кухню, на ходу извлёк из авоськи круглую булочку за три копейки и, откусив футбулочки и половину, сказал. — Данилов звонил. — Он каждый день звонит, сказала Тамара, да всё, заехать нет времени. — Сегодня заедет. — Надо же, обрадовалась Тамара, я точно предчувствовала, фасоли зелёной давно не было, а сегодня захожу в кулинарию и смотрю, стоит. И я подумала, вот бы Данилов пришёл к нам на лоббио. — Придёт, придёт, дожёвывая булочку, сказал Муравлёв. — Ты хозяйничай, а у меня работы много. Отдышавшись, Тамара заглянула в комнату своего сына Миши, склонного к глубоким раздумьям, с намерением увидеть страдания пятиклассника над домашними заданиями. Но Миша спал прямо за столом, положив голову и руки на лист ватманской бумаги. Вскоре Миша был разбужен, и пока он тёр глаза, Тамара разглядела, что на ватман наклеена вырезка со статьёй проницательного профессора Деревенькина, громившего легенда о пришельцах, а вокруг статьи были нарисованы ножи, пушки и кулаки, грозившие и профессору и статье. — Да, Витя, а как у Данилова с деньгами? — вспомнила Тамара. Муравлёв, лежавший с журналом «Спортивные игры» на диване, отозвался не сразу. — С деньгами? Да всё так же, даже хуже, по-моему. — Он сказал? — Ничего он не скажет, ты же знаешь, Данилова. — Что же нам делать? — Я не знаю, сказал Муравлёв. — У меня будет приработок, и ты хотела решать с шубой. — Да, вздохнула Тамара. — С шубой надо решать. Шуба у Муравлёвых была роскошная, колонковая, с чёрными полосками судьбы на коричневой глади, купленная за шестьсот трудовых рублей у Тамариной сослуживицы Инны Яковлевны Ольгиной. Деятельность семьи Муравлёвых в последние полгода оправдала покупку шубы. Муравлёвы гордились ею, сам Виктор Михайлович Муравлёв даже в жаркие дни с охотой выгуливал шубу на балконе, проветривая и её, и себя. Однако скоро шуба стала трещать, греметь, словно жестяная, и как бы взрываться мездрой. Скорняки сказали, что дело гиблое, и надо было глядеть раньше. Шуба досталась Муравлёвым гнилая. Выслушали Муравлёва и совет теперь же и нести шубу в комиссионный магазин, чтобы вернуть хоть кое-какие деньги. Знакомый художник Н. Д. Ерёмченко предложил поделать из шубы колонковые кисточки и торговать ими за рубль штуку, охотников на них нашлось бы много, в художественных салонах нынче предлагалась одна щетина. Вот Муравлёва на поприще искусства 600 рублей, а и всю тысячу. Но жалко было Муравлёвым шубу. Чуть ли не со слезами смотрели они на неё, понимали, что, может быть, такой шубы у них и не будет больше никогда. Однако теперь денежное положение Данилова стало острее, и надо было действительно с шубой что-то решать. Данилов платил за два кооператива и за инструмент. Инструмент обошёлся ему в три тысячи, собранные у приятелей и у знакомых приятелей. Купил он его четыре года назад. Но это был истинный альт, возрастом в двести с лишним лет, сотворённый певучими руками самого Альбани. Себя Данилов построил однокомнатную квартиру, а бывший своей жене Клавдии Петровне отдал кооперативную двухкомнатную квартиру с хорошей кухней и чёрной ванной, и за то, и за другое жильё он посчитал нужным платить. Да и как же не платить-то? Женщина, что ли, слабое существо, обязана была тратиться на условия существования? Данилов был музыкант, а музыка и есть сама душевность. Когда жена Клавдия Петровна ушла от Данилова, он догнал её, взял под руку, вернул в квартиру и ушёл сам. С женой ему было тошно, он чувствовал, что ошибся, что не любит её, как, впрочем, и она его, и обоим им стало легче от того, что они разошлись. Клавдия Петровна накануне развода вела с Даниловым гремучую войну, но когда она узнала, что Данилов уступил ей квартиру и вызвался платить за неё, она сейчас же пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. Ах, какая вещь, какая вещь, радовалась она и добавляла. Ну, зачем она тебе? Скажи мне, Данилов. Данилов сто раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи. Новая его квартира в останке не походила на шкатулку, но в ней вполне было место, где Данилов мог держать свой инструмент. Он оставил себе и прежний инструмент ценой в 300 рублей, таких и сейчас лежало в магазинах сотни. Данилов хотел было продать его, но потом посчитал, а вдруг пригодится. Звук у Альта Альбани был волшебный, полный, мягкий, грустный, добрый, как голос близкого Данилову человека. Шесть лет Данилов охотился за этим инструментом, вымаливал его у вдовы Альтиста Гонцовского, вел неистовую, только что нерукопашную борьбу с соперниками, ночей не спал и вымалил свой чудесный Альт за три тысячи. Как он любил его заранее, как нес он его домой, будто грудное дитя, появление которого ни один доктор, ни одна выражая уже и не обещали. А принеся домой и открыв старый футляр, отданный Данилову вдовой Гонцовского даром, в минуту прощания с великим инструментом, Данилов замер в умилении, готов был опуститься перед ним на колени, но не опустился, а долго и тихо стоял над ним, все глядел на него, как глядел недавно в Париже на Венеру Бурделя. Он и прикоснуться к нему часа два не мог, рабел, чуть ли не уверен был в том, что, когда он проведет смычком по струнам, никакого звука не возникнет, а будет тишина. И она убьет его, бывшего музыканта Данилова. И все же он решился, дерзнул, нервно и как бы судорожно прикоснулся смычком к струнам, чуть ли не дернул их, но звук возник. И тогда Данилов, усмиряя в себе и страх, и любовь, стал спокойнее и умелее управлять смычком, и возникли уже не просто звуки, а возникла мелодия. Данилов сыграл небольшую пьесу «Дарью саме ее», и она вышла. Тогда Данилов положил смычок. Больше он в тот вечер не хотел играть. Он боялся спугнуть и первую музыку инструмента. Он и так был счастлив. Все, говорил он себе, все. Теперь он уже ощущал себя истинным хозяином Альта Альбани. Да что там хозяином? Он ощущал себя его повелителем. Это были великие мгновения. Он плясать был готов от радостей. Потом, будучи повелителем инструмента, он уже без прежней робости, хотя и с волнением, рассмотрел все пленительные мелочи чудесного Альта, ощупал его черные колки, нежно, словно лаская, их провел пальцами по всем четырем струнам, тайные пылинки пытался выискать в морщинах завитка, убедился в том, что и верхний, и нижний порожек, и гриф, и подставка, и склена крепятся ладно, а после сухой ладонью прикоснулся к декам из горной ели, покрытым в больца, но нежно-коричневым лаком. Ощутил безукоризненную ровность обегающего верхнюю деку уса, сладкие выпуклости, обечайки и крепкие изгибы боковых вырезов. Все было прекрасно, во всем была гармония, как в музыке. Данилов закрыл глаза и теперь прикасался пальцами к инструменту, как слепой к лицу любимого человека. Все он узнавал, все он помнил. Данилов опять сыграл пьесу «Миё». А потом достал из шкафа большой кашмирский платок. Платок этот был куплен в Токио на всякий случай, чтобы ублажить им бывшую жену, однако она, разбирая чемоданы Данилова, отчего-то проглядела его. Данилов завернул инструмент в платок, уложил его в футляр, позже именно в кашмирском платке он и держал инструмент. Но радость радостью, искусство искусством, а инструмент был еще и материальной ценностью. Данилов сразу же застраховал его. Он и представить себе не мог, что когда-либо расстанется с инструментом, но надо было иметь и какие-то гарантии. К бумажке страхового полиса он относился с презрением, чуть ли не с брезгливостью, однако взносы платил исправно. А ведь весь был в долгах. Велика ли зарплата оркестранта, хоть и из хорошего театра? Причем деньги Данилову приходилось отдавать приятелям по эстафетной системе. У одних он брал и тут же нес казначейские знаки, поджидавшим их кредиторам. Иногда в движении долго случались заминки. С трудом Данилов добивался у знакомых пролонгаться из суд. Теперь же он срочно должен был вернуть Дробкиным 700 рублей, а раздобыть их нигде не мог. Как не мучил его стыд за пожар в Планерской, а сегодня он уж точно собирался зайти к Муравлевым, и чтобы просто отдохнуть у них в доме, и чтобы обсудить с ними, как быть дальше, благо, что вечернего спектакля у него не было. Однако Муравлевы ждали его в тот день напрасно, и Лобио напрасно жарилось на газовой плите. С утра Данилов заскочил в сберегательную кассу, и, выстояв очередь, произвел коммунальные платежи. В кассе было душно, неграмотные старушки именно Данилова просили заполнить вместо них бланки и квитанции. Такое доверие он рождал в их душах. Данилов выпачкал пальцы чернилами, а, подымая от бланка в глаза, упирался взглядом в грудастую даму на плакате с жековскими книжками в руках. Над дамой медными тарелками били слова «Красна! Избани кутежами, а коммунальными платежами!» Данилов сам платил, укоряя себя. Уж больно много он нажег за месяц электричества. Потом Данилов пошел сдавать стеклянную посуду, а возле пункта приема стояла очередь с колясками и мешками. Однако тут Данилову повезло. Приемщица, важная как императрица на марсовом поле, ткнула в него пальцем и сказала «Парень, ну-ка, иди, нагрузи машину ящиками, а то мы закроем точку! Пальтишко сними, не порть!» Данилов исполнил справедливое распоряжение приемщицы и меньше чем через сорок минут заслуженно сдал свои бутылки с черного хода. В химчистку за брюками он не успел забежать, решив, что уж ладно с ней и с химчисткой, да и с брюками тоже, к ним ведь еще и пуговицы следовало пришивать. В 11 Данилов появился на улице Качалова в студии звукозаписи, там он с чужим оркестром исполнил для третьей программы радио симфонию Хиндемита. И музыка была интересна, и платили на радио сносно. Когда Данилов уже укутывал инструмент в кашмирский платок, к нему подошел габаист Стрекалов и что-то начал рассказывать про хоккеиста Мальцева. Данилов болел за Динамо, слушать про Мальцева ему было интересно, однако он нашел в себе силы произнести «Извини, Костя, опаздываю в театр». На ходу он успел перекусить лишь фруктовым мороженым, но в театр не опоздал. Репетировали балет славянского хроникопикирующего бомбардировщика. Дважды Данилову приходилось играть поперек мелодии, а то и прямо против нее, но и сам он собой и дирижеры остались довольны. В перерыве Данилов стал отыскивать габаиста Стрекалова, однако тут же вспомнил, что играл со Стрекаловым в другом оркестре. Фу ты, расстроился Данилов, ведь мог же дослушать про Мальцева и успел бы. Он побежал в буфет, но по дороге встретил Марию Алексеевну из книжного киоска, он был ее любимец, она шепнула Данилову, что достала ему монографию Седовой о Гои и пропущенную Даниловым Лондонскую галерею. Мария Алексеевна, волшебница вы наша, шумно обрадовался Данилов, сейчас же к нему подошла в костюме Зибеля женщина-боец Галина Ветровна Николаева, отвечавшая за вечернюю сеть. А вот, Володя, сказала Николаева, план шефских концертов, это не наш сектор, но и для тебя сочли тут есть работа. Хорошо, сказал Данилов, взяв бумагу, я с охотой. Он совсем уж было приблизился к буфету, но тут его подхватил под руку Санин, один из летучих администраторов. Пойдем, придем, сказал Санин, тебе звонят, звонят, а я должен бегать за тобой по всему театру. Звонил Сергей Михайлович Мелехин, старый знакомый Данилова. Володенькая, нервно заговорил Мелехин, я тебя редко о чем-то прошу, но сегодня не прошу, умоляю. Мелехин заведовал клубной работой в богатом НИИ и умолял Данилова часто. Что надо-то, спросил Данилов, устный журнал, сыграть-то всего несколько опусов. У нас платят, ты знаешь, хорошо, нынче вечером. Сегодня вечером не могу, меня люди ждут. У тебя нет спектакля, а тут все в это сыграть, ты к людям успеешь. У нас платят, хорошо, у нас же наука, не то, что у вас искусство. Выступающие без тебя зазря приедут. Профессора, искусствоведы, десять персон, а ты пьесы сыграешь и человеческие, и какие машины написала. Для сравнения, тебе же самому интересно сыграть будет опса-то, написанное специально для Альта. Для Альта, удивился Данилов, для Альта, почуяв, что клюет, воодушевился Мелехин. Машина для Альта писала, ты представь себе, десять персон, профессоров явятся, из-за одного Альта, а не будет музыканта, выйдет скандал, меня выгонят, и будешь ты жить с мыслью, что из-за тебя человеку судьбу порушили. А каково это тебе с твоей-то совестливостью? Вручай, милый, а деньги я тебе прямо в белом конверте вручу. Я подумаю, сказал Данилов неуверенно, что думать-то, ровно в семь будь у меня, но ты посмотришь, сыграешь и успеешь к своим людям. Ну, ладно, вот и хорошо, ты меня спас, а то уж я хотел было голову на трамвайные рельсы класть. Этот негодяй, кстати, твой знакомец, Мишка Коренев, неделю обещал, а в последние минуты мерзавец отказался. В семь жду. Мелехин энергично положил трубку, не дав Данилову ни опомниться, ни засомневаться в чем-либо. А Данилов стоял у телефона и думал, при чем тут Миша-то, Коренев? Миша и альтата в руки не берет. Миша Коренев, скрипач, из эстрадного оркестра. Однако соображения эти были уже лишние. В семь Данилов, кляня свою слабохарактерность, подъехал к стеклянному с алюминиевой плесеровкой под козырьком крыши клубу НИИ. Народ уже гудел в зале и фойе, в конце устного журнала обещали показать серенаду «Солнечной долины», взятую в фильмофонде. В комнатах за сценой дымили участники журнала, люди все солидные и уверенные в своих мыслях. Один из них был в черной маске, чуть-чуть дрожал, все оглядывался. Среди прочих Данилов увидел и Кудасова. Кудасов наседал на Мелехина, говорил, что опаздывает и требовал начинать, однако заметил Данилова и чуть ли не застыл Лотовой с женой. Придя в себя, подплыл к Данилову, сказал «И вы этот? А у Муравлевых еда станет? Ну и чудесно, поедем вместе!» И он втянул в ноздри воздух, приманивая запахи далекой волнующей душу кухни. Мелехин взглянул на Данилова косо, будто не он тремя часами раньше стоял на коленях возле телефона, а Данилов напросился к нему в устный журнал. Мелехин подошел к Данилову, взял его под руку, отвел в пустую комнату, вручил ноты и сказал, глядя сквозь стены куда-то в служебные хлопоты, «У тебя, Володя, есть часок, тут всего-то шестнадцать пьес, восемь от людей композиторов, восемь от машины, можешь их посмотреть, а можешь и вздремнуть, ты у нас из Травинского играешь с листа, а Мишка-то корень, какой стервец!» Тут дверь в комнату открылась, вошли две барышни, и сейчас же хрустальная стрела судьбы тихо и сладостно вонзилась Данилову под левую лопатку. «Вот, Володя, знакомься», обрадованно сказал Мелехин, «знакомься, Екатерина Ивановна Ковалевская, активистка нашего журнала, а я побегу». Екатерину Ивановну Данилов знал хорошо, она была приятельницей Муравлевых, и к тому же, сама того не ведая, огненным столбом ворвалась в жизнь домового Ивана Афанасьевича. Екатерина Ивановна обрадовалась Данилову, но в глазах ее Данилов уловил непривычную для Екатерины Ивановны печаль. «А это, Володя, моя подруга по работе», сказала Екатерина Ивановна, «Наташей зовут». Володя протянул Данилов руку, и прикосновение Наташиной руки обожгло его, будто восьмиклассника, явившегося на первое свидание под часы. Глаза у Наташи были серые и глубокие, а смотрела она на Данилова удивленно, с трепетом, как садко на рыбу золотое перо. Данилов хотел было сказать легкие лукавые слова, какие он обычно говорил женщинам, но он произнес смущенно и даже резко «Извините меня, я ноты вижу в первый раз, и надо бы их прочитать». «Хорошо, хорошо», сказала Екатерина Ивановна, «мы не будем тебе мешать». А Наташа ничего не сказала, а только поглядела на Данилова, и у Данилова вновь забилось ретевое». «Что это со мной?» думал Данилов. «Отчего я так смущен и взволнован? Неужели явилась эта тонкая женщина с прекрасными серыми глазами, и все в моей жизни изменилось? Ведь выпадает же иным людям чудное мгновение. Отчего же и мне чудное мгновение не испытать?» Она ей не сказала ни слова, и я ничего не знаю, и у нее вот вошла, она и стала легко и торжественно, и грустно, будто я уже где-то высоко. «Нет-нет, хватит, нечего думать о ней». Данилов запретил себе думать о Наташе, однако все вспоминал ее глаза, и то, как она смотрела на него, вспоминал еще нечто неуловленное им сразу в ее облике. Однако ноты не ждали. Данилов с усилием воли развернул поданные Мелехиным бумаги и обомлел. Схватил инструмент и выбежал в большую артистическую. Мелехин был тут и исчезнуть не имел возможности. «Сергей Михайлович, что это?» воскликнул Данилов. «А что, где?» искренне удивился Мелехин. «Вот это, ноты!» «Это ноты, Володенька!» «Я и сам вижу, что...» «Это ноты!» вскричал Данилов. «Но написано-то! Эти пьесы не для альта, для скрипки! Что же вы меня дурачили-то?» «Тише, тише, Володенька!» взмолился шепотом Мелехин. «Ну, виноват!» «А еще больше виноват свести ревец. Мишка Кореньев неделю обещал, а сегодня утром прислал какое-то нервное письмо, мол, не может еще черт знает что...» «Ну, я не могу, сказал Данилов. У меня альт, а не скрипка». «Сможешь, Володенька, ты все сможешь. Ты же у меня единственный знакомый музыкант высокого класса. Я тебе двадцать рублей лишних дам. Ты возьми квинты выше, а тем-то, которые в зале сидят, им-то ведь все равно, на чем ты станешь играть. На альте, на скрипке или на пожарном бронспойке...» «Все это мне, как музыканту», сказал Данилов. «Слушать оскорбительно и противно. Я ухожу сейчас же». «Нет, нет, я, может, не так, что сказал. Я открытая душа. Прости, но ты не уйдешь. Неужели тебе, альтисту, слабо, сыграть то, что написано для какой-то скрипки?» И тут Данилов опять увидел Наташу. Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил в огневе с альтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина, да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом. Еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы для скрипки, хоть бы для тромбона или даже для ударных. «Ну, хорошо», сказал Данилов, «но я в последний раз терплю ваши обманы». «Ты же интеллигентный человек, Владенька», умилился Сергей Михайлович. Данилов вернулся в комнату ему отведенную, развернул ноты и подумал, «А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку?» Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего и вообще было подымать шум, и инструмент его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, но какую и скрипка, пусть даже из страдивариевых рук взлететь не могла. Что ж теперь, робеть? Да и созерничать никогда не лишнее. Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый и даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали. Важные персоны из ученых и говрунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного шестеро электрических гитаристов, блестели перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, потому что жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на облачке посудной телеги, но потом разглядели инструмент в кашмирском платке, притихли и заскучали. Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Данилова, и в случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин. Потом вышли замоскворецкие шоколадницы и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники прожевали конфеты, оживились, стали хвалить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чащарин, только что вернувшийся из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, а стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой, а то пришли бы, стали бы теперь подкидывать тарелки, он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из мейсонского сервиза, покрутилась над первыми рядами, подлетела к сцене и метрах в десяти над Чащариным прямо и застыла. Чащарин ошалел, уставился на тарелку, вскинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, лишь покачалась в воздухе, будто танцую минуэт. Опустилась еще метров на пять, Чащарин выстрелил снова и опять пуля вызвала лишь кружение, взблескивающие в беспечных огнях тарелки. Но нет, хватит, отругал себя Данилов. Такое мальчищество. Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на старый арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой З. Минуты раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. Шутник какой нашелся, никак не мог успокоиться Данилов, будто юнец безрассудный. Ведь это я из-за Наташи, пришло вдруг Данилову в голову. Оттого я юнец, что Наташа здесь? Сконфуженный стрелок Чащарин сказал, что в Уругвай климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению. Оттого и нет у него в руках прежней силы. Он сел, а встал худой, подвижный человек в сатиновых нарукавниках по виду бухгалтер, но на самом же деле конструктор машины, писавшей музыку. Лещев. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами способами, уже готовы писать сложные сочинения на 10-15 минут звучания, не говоря уже о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся нескучнее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии, а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачей. «А теперь мы попросим, сказал конструктор Лещев, солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича, сыграть нам на скрипке 16 пьес, 8 из них написала машина, 8 люди с консерваторским образованием, а потом пусть уважаемые публика и ученые умы определят, что писала машина, а что люди, и давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше». Данилов вышел на сцену с намерением сразу же поправить конструктора. Не был он солистом, а был артистом оркестра. И вовсе не скрипку нес в руке, однако что-то удержало его от первого признания, он лишь поклонившись публике, учтиво сказал, извините, но это не скрипка, это альт. «Альт?» удивился Лещев. «Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука». «Ничего», успокоил его Данилов. Когда он усаживался на высокий стул, обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пюпитре, он подумал, а вдруг Наташа ушла из зала, и он ее никогда больше не увидит. Но нет. Он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него и смотрит не из пустого любопытства, а ожидает от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не сфальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен. Недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью и бахвальством. В третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него верно все пошло легко, родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пипитре, а от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой!» думал Данилов. «Как хорошо-то! Так бы всегда было!» И когда умер звук, Данилов, словно бы не желая расставаться с ним, долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок, и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после китренных прыжков в Плесецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить. «Зачем вы? Не надо, не надо! Посидите тихо! Не распугивайте мои звуки! Они еще где-то здесь, они еще не отлетели!» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Миляхин, тотчас же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно «Ты гений! Ты спас меня! Я и не думал, что ты сыграешь после трехи пьесы. Я хотел сбежать. Мишка у корень его клял, негодяя и предателя, но тут ты начал. Как ты играл! Ты всю душу мне вывернул, ведь в нотах дрянь была, мура собачья!» «Мура!» кивнул Данилов, «мура!» «Вот, держи!» сунул Миляхин Данилову конверт. «Увидишь, мы не скупые». «Что это?» «Деньги». «Какие деньги?» Не понял, Данилов, при чем тут деньги? «Ну, бери, бери!» Сказал Миляхин. «Не валей, дурака!» Тем временем конструктор Лещов выспрашивал у публики, какие, по ее мнению, восемь пьес написала машина. Люди посмелее выкрикивали с места, что первые три, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что напротив все сочинила машина. И она же все сыграла, а солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборанта стали срамить, обозвали дураком, технократом, козлом нечесанным. Хотели запретить ему смотреть серию «Наду солнечной долины». Ученые, умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещов с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки гибельные для ее женихов, сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую Зал затих пристыженный. Но началась дискуссия. Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. С дрожью в голосе говорил человек в черной маске, скорее всего, проницательный профессор Дивинген. Судили о музыке и другие умы, а Данилов их не слушал. Какие-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел усталый, опустошенный. Сила, тонкая, серебряная, из него и зашла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы две кружки пива. Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортане и его легких рождался звук. Как играл-то я хорошо, опять удивился Данилов. А чего это? И тут он испугался, подумал, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние. Но нет, пластинки были на месте. Пьесы Данилов исполнял, оставаясь человеком. — Нет, молодец, — сказал он себе. — Скотина-то, Данилов, можешь ведь. Раз я такую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стал быть, имеешь. Только ведь тут одного умения мало и таланта мало. Тут ведь еще нужно нечто. Вдохновение, что ли, нынче снизошло. — Наверное, — согласился Данилов сам с собой, — снизошло. А чего же ему и не снизойти? — А ведь я для Наташи играл, — подумал Данилов. — Попросим теперь солиста театра, — услышал он голос конструктора Лещева, — поделиться мыслями о музыке, написанной машиной. — Да при чем тут машина, — хотел было сказать Данилов. — Дура ваша машина. — В душе моей музыка была. — Однако, — вымолвил неуверенно, — что же, ну, в общем, спасибо ей, машине. — Ну вот, — обрадовался Лещев, — вот и музыканты начинают здраво судить о будущем не первый уже. — Кончили бы они. — Это был тавню, — взмолился Данилов. — А я бы нашел Наташу. Тот же же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул. — Ну что, едем сейчас к Муравлевым, а? — А то ведь стынет там. — Они вас пригласили? — спросил Данилов строго. — Ну, замялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия. — Вот и поезжайте, — сказал Данилов, — и передайте им мои извинения, а я не могу. Я давно не видел Серенаду Солнечной долины. Это ведь музыкальный фильм. — Ну да, поезжайте, — засопел с тоской Кудасов. — Без вас они выставят на стол всякую дрянь. Обиженный, он отсел от Данилова, двигался неуклюже. Карманы его пиджака распирали образцы шоколадных конфет волки и овцы. Потихоньку не дожидаясь конца дискуссии, явно ведшей к посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном, если не считать очереди у буфета фойе, он уложил укутанный платком инструмент в футляр, обернулся и увидел Наташу. — Это вы? — растерялся Данилов. — А где же Екатерина Ивановна? — Она в зале, — сказала Наташа. — А мне показалось, что вы сейчас уйдете, я вас больше никогда не увижу, я и вышла. — Спасибо вам за музыку. — И вам понравилось? — Очень. Я давно так не чувствовала музыку. — Вы знаете, застенчиво улыбнулся Данилов, что-то у меня сегодня получилось. — А мы вам с Катей место держим. Вдруг вы решите остаться на серенаду? Помолчав, Наташа вдруг спросила. — А Миша Коренев, отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышал. — Вы знаете, Миша Коренева, удивился Данилов. Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви. Двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал. Кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас, Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей, милый сердцу инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хороший, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно, и даже громкие счастливые мелодии Гленна Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей, и это главное. — Что происходит со мной? — думал Данилов. — Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легкие, беспечные и азартные, как игры. Если же случалось мне робеть, так это в первое мгновение, а сейчас все во мне трепещет, и вон, уже целый вечер, и не видно этому трепетанию конца, и хорошо, что не видно. Неужели это наваждение? А вдруг интрига какая? Ну нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил. Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила и возвращается именно с левой сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа. Кончился фильм, Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выглянул из-за угла последней надежды кудасов и, все поняв, скрылся в досаде, а Данилов остался в тишине черно-белой улицы с Наташей. Я живу у Покровки, сказала Наташа, в Хохловском переулке. Это же мои любимые московские места, честно обрадовался Данилов. Переулки в старых садах, а уж ночью взглянуть на них одна радость. Вы проводите меня, подняла голову Наташа. За честь сочту, если разрешите. Шли они берегом Яузы, а потом пересекли бульвар и голым асфальтовым полем хитрого рынка добрели до Подкопаевского переулка и у Никола в Подкопае свернули к хохлам. Справа от них тихо темнели палаты шуйских и выше длинный голубой днем штаб эсеров, разгромленный в августе восемнадцатого и ставший нынче детским садом, а в кривом колене Хохловского переулка их встретила ночным гулом ноты печатная Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова память о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала. Данилов ничего не говорил ей о своих любимых местах, а путаница горбатых переулков он отчего-то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. Утроица в хохлах, блестевшие в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в колпачный переулок к палатам Гетмана Мазепе. В том большом доме я и живу, сказала Наташа. Вот ведь судьба, сказал Данилов, а я часто тут бываю, брожу по холмам, когда устану. Вы не знаете, спросила вдруг Наташа, отчего Миша Коренев отказался играть? Я не знаю. Вы из-за него пришли? Нет. Я и так бы пришла, но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня, что-то о погонении и еще. Вы с ним дружите? спросил Данилов. Он уже испытывал ревнивое чувство Кореневу. Да, мы дружили, замялась Наташа. Я его давно знаю, мы с ним были в Перми. Я тогда сбежала из дома, из Москвы, с любимым в ту пору человеком, в театр. Девчонка была, мечтала стать актрисой. Теперь вы актриса? Нет, я лаборантка. Мы с Катей в одном НИИ. Как все это давно было и как все это грустно кончилось. Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней и думал, что же нравится мне в ней? Да все, и волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос. Я не знаю ее совсем. Я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна, добрая душой или мелочна, я не знаю. Да и все мне равно. Разве могу я теперь исследовать свое чувство? Тогда и чувство то исчезнет. Нет, я знаю уже, она хороший, добрый человек. Она по мне человек. А впрочем, какое это имеет сейчас значение? Вот все, вот мой подъезд. Я теперь буду искать встречи с вами, выдохнул Данилов. И я серьезно сказала Наташа. Данилов правой рукой, левый он удерживал инструмент, коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и рабея, но и решительно привлек к себе Наташу, поцеловал ее. Она ответила ему, и не было холода в ее, ответьте. Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец, Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми, прекрасными своими глазами, пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула. А так и голову потерять можно, подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет. Он бросился по лестнице вниз, оглядывая тщательным образом, будто собака-карацупы все марши и площадки. Нигде инструмента не было. Он выскочил на улицу, осматривал чуть ли не руками, ощупывал все места, где они шли и стояли с Наташей и где, как он помнил. Инструмент еще был с ним, однако поиски его были счетными. Инструмент исчез. Глава шестая. Утром Данилову позвонил флейтист Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев. Панихида завтра в 12 на улице Качалова, а похороны в бабушкине в два. То есть как? Прошептал в трубку Данилов. Флейтист Бочаров сказал, что он сам толком ничего не знает, его дело обзвонить теперь знакомых. Известно ему лишь только то, что Миша Коренев выбросился из окна своей квартиры, а она на пятом этаже кооперативного дома возле метро Щербаковская. Оставил он записку, прошу никого не винить на обрывке газеты. Смычок его валялся на полу, скрипка лежала на столе, на пипитре же были ноты двадцать первого каприса Паганини. У тех, кто вошел в квартиру, первыми создалось впечатление, что Миша играл, а потом отшвырнул скрипку и бросился прямо к окну. Он вроде женат был, спросил Данилов. Да, сказал Бочаров, у него жена и две девочки. Если сможешь, завтра приходи. Хорошо, сказал Данилов, я отпрошусь. Долго он не мог подняться, потом вздохнул и встал, рубашку надел. Ему надо было идти теперь в милицию, а затем в страховое учреждение. Он и Наташе написал что-то о Паганини, вспомнил Данилов, но тут же подумал, а была ли Наташа-то? Он и раньше хотел было позвонить Екатерине Ивановне и справиться о Наташе, но что-то удержало его. Да ведь Екатерина Ивановна могла появиться вчера поддельная. В милицию он подал заявление о пропаже Альта, попросил инструмент отыскать, и страховое учреждение он поставил в известность о своей беде. Был он в бюро находок, осматривал вещи, найденные в метрополитене, но инструмента нигде не обнаружилось. В театре Данилова сразу же вызвали к телефону и он услышал голос Муравлева. Вова, сказал Муравлев, мы снесли шубу в комиссионной, так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт. Спасибо, Витя. И Томи передай, пожалуйста, мою благодарность, растроганно сказал Данилов. Вы уж извините, что я вчера вас так подвел. Да ладно, сказал Муравлев великодушно. В оркестровой яме явление Данилова с дешевым, разжалованным было альтом, вызвало удивление. В яме Данилова любили, и муки его при осаде вдовы альтиста Гонцовского принимали близко к сердцу. В звуках настраиваемых теперь инструментов внимательное ухо могло заметить некую нервозность и лишь иногда легкую высокую дрожь иронии. Данилову было скверно. Ему хотелось рассказать коллегам об исчезновении Альбани, но он смолчал, боясь назвать правду и ею спугнуть надежду на то, что инструмент вот-вот вернется к нему. Надежда это и так уж трепетала последним осиновым листом. В милицию Данилов подал заявление на всякий случай для душевного успокоения, да и страховые люди послали бы его подальше, как бы он им сказал, что в милицию не ходил. Иногда ему все же казалось, что какие-то тени мелькали в тот вечер в Хохловском переулке, и будто кто-то следил за ним и Наташей из-за угла. В одно мгновение Данилов подумал, а вдруг это электрические гитаристы, разглядев его альт, потеряли голову. Но нет, Данилов отогнал это подозрение как нелепое и мелкое. Ведь и парни с кружевными манжетами были музыканты. Эх, если бы действительно какой жулик украл мой альт, мечтал Данилов, уж тут-то бы альт сыскался. В милицию Данилов верил. Однако мечта о жулике была хоть сладостной, но ложной, и Данилов это понимал. Он почти наверняка знал, что если случился тут жулик, то уж жулик особенный. Нечисто любивому ли шахматисту Валентину Сергеевичу, неделю назад вручившему ему Данилову лаковую повестку с багровыми знаками, опять выпало деликатное поручение. Если снова его дразнили или испытывали в приближении времени Че, то Данилову следовало проявить теперь выдержку и терпение. В этом Данилов убедил себя с большим трудом. Что-что, а уж терпение всегда было для него делом мучительным. Конечно, окунись сейчас Данилов в демоническое состояние, он бы сумел, используя свои связи и способности отыскать следы инструмента, но Валентину Сергеевичу, а главное тем, кто за ним и над ним стоял, это только и надо было. Уж они-то теперь, наверное, и к служебным занятиям своим относились рассеянно и все ждали, когда Данилов отчаится и проявит свою нервозность. Не хотел Данилов теперь переводить себя в демоническое состояние еще и потому, что он постановил быть в музыке на земле только человеком. А то ведь мало ли какие чудеса он мог явить миру. Явить-то он бы явил, но оказался бы с людьми не на равных, а таких условий игры, хотя бы и на альте, Данилов принять не желал. Ни в одной мелочи не был он намерен отступать от своего решения. А может, он и к лучшему, подумал вдруг Данилов, что Альбань мой исчез. На Альбане ты и дурак сыграет хорошо, а уж если я теперь отважился стать большим музыкантом, то мне и на простом инструменте надо будет зазвучать, как на великом. Он даже несколько успокоился, уверив себя в том, что непременно и скоро сыграет замечательно и на своем альте за 300 рублей. А ведь мелким делом занялись они, подумал Данилов. Хотя, если Наташа была вчера не сотканная из флюидов, то и дело тут не мелкое. Сыграли Дон Карлоса, расходились усталые, запасной альт дурных слов от хозяина не услышал. Прозвучал он нынче сносно, да и в чем он был виноват. О Миши Куренев, думал Данилов, при мудрой загадке Паганини пытался одолеть без помощи Страдивари. Не было у него Страдиварии, а была простая фабричная скрипка. Ему-то теперь все равно, а для нас все его муки остались. В оркестре сегодня тоже говорили о самоубийстве Коренева, и тут сыскались люди, как и Данилов, знавшие Мишу. Да и всех взволновала гибель музыканта. Что с Кореневым стряслось, об этом только гадали. В консерватории Данилов с Кореневым особо не дружил. Последние годы виделся с ним раза три. Однажды в концерте, а как-то в мариинских банях, сначала в парной, потом в очереди за пивом. Был между ними разговор, удививший Данилова, но тут же им и забытый. Теперь открылось, что Коренев дружил с Наташей, при условии, что Наташа существовала. На завтра на панихиду он не поехал, а идти ли на кладбище колебался, он не любил похорон. Однако пошел. Мишу на могилу он отыскал не сразу, увидел, наконец, скопление людей в холодной березовой роще, свернул туда и не ошибся. Народу было много, все больше молодые. Миша лежал спокойный, не искаженный ни мукой, ни болью, будто умер в полете к земле, а жестоких камней тротуара не коснулся. Кудой остроносый человек читал над Мишей чьи-то стихи. У гроба стояла женщина лет тридцати в черном и две испуганные девочки. Вокруг было много знакомых музыкантов, кто-то из них молча кивнул Данилова, а кто-то просто скользнул по нему взглядом. Данилова сразу же что-то заставило оглянуться, и он за собой в отдалении у зеленой скамейки увидел заплаканную Наташу. Данилов растерялся. Подойти к Наташе теперь он посчитал неприличным. Так и стоял к ней спиной. Видение, думал, она или земная. Сейчас он был почти уверен, что земная. Остроносый человек кончил читать стихи, стало тихо, только перекликались зимние птицы. Они вот поют, думал Данилов. Им все равно, есть ли у них талант, гений, зря ли они живут птицами или не зря. Они поют и все. Тут всем все равно. И место-то какое ровное, под тополями и березами, всюду равенство. Прежде вчера и сегодня утром Данилов ощущал смерть Миши Коренева скорее умозрительно. И Данилова волновало даже не то, что Миша ушел из жизни, а то, как он ушел из жизни. Теперь Данилов смотрел в успокоенное лицо Коренева, видно решившего в последние мгновения все, что он не мог решить за 36 лет. И для Данилова смерть из вчерашней холодной отдаленности подступала злой, обжигающей реальностью. Слезы были на глазах Данилова. Он жалел Мишу, жалел его жену и двух испуганных девочек. Жалел Наташу, жалел жизнь, жалел себя. Он думал о том, что и ему самому очень скоро может наступить конец. Прежде он обманывал себя или размывал трезвые мысли о будущем сладкой беспечностью надежд. Теперь над гробом Миши Коренева обманы рассеивались. Тем временем пятер молодых людей со скрипками подошли к Кореневу и вскинули смычки. Возникла музыка, печальная, всех желающие примирить. Трое могильщиков застыли, облокотившись на заступы, смотрели на музыкантов с интересом и без иронии. Чья это музыка Данилов отгадать не смог, слышал он ее впервые. Кто-то сказал рядом «Это Мишина композиция». То, что Коренев писал музыку, было для Данилова новостью. И сейчас он помимо своей воли стал прислушиваться к ней так, будто сидел в концертном зале и хотел определить, хорошая эта музыка или плохая. И он понял, что в концертном зале он посчитал бы эту музыку посредственной. Теперь же и здесь она была сильной. Рыдания стали сопровождать ее. Но только лишь стихла музыка, стихла и все. И прощались с Кореневым тихо, могильщики и те молчали. А когда гроб стали заколачивать, вдова Коренева вдруг вскричала, обращаясь куда-то ввысь, «Будь проклята ты музыка!» Ее принялись успокаивать. Одна из девочек прижалась к матери со словами «Не надо, не надо, мама!» Но вдова все кричала «Будь проклята ты музыка!» Данилову стало жутко. И тут вдова ослабела, опустилась на принесенный кем-то табурет и застыла. Бросив ком мерзлой глины на крышку гроба, Данилов подумал, что все они тут как язычники, насыпающие курган. А вокруг уже возникла житейская суета, стучали лопаты о ледяную землю, люди хлопотали свинками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие выспрашивали, что и как было. Данилов решился подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы, видимо, недавно окрашена ядовито-зеленой масляной краской. И люди, проходя в суете, мимо нее то и дело пачкают пальто, брюки, платья. Данилов встал возле ограды, говорил всем проходившим, будьте осторожнее, прошу вас, свежая краска. Ах, махали руками иные, до этого ли теперь? Тут вечное, а это сиюминутное. Однако и философы старались не запачкаться. Данилов стоял на посту у ограды со всей серьезностью, но успевал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась и никаких намерений не проявляла подойти ни к Данилову, ни к могиле, держала в руках красные и белые розы. Данилов стоял и слышал «Венки-то, венки-то, влево заносите, не знаю, по три рубля, что ли?» Ни дирижер не пришел, ни первая скрипка, ни тормосян, даже и на панихиде не были. Кабы естественным образом ушел, тогда пришли, а так еще неизвестно, что он имел в виду, выбросившись из окна. Вон там, под липой на могиле, руль от грузовика вместо памятника. Неужели Миша скрипку положит? Вряд ли. Он ведь от нее бежал-то от скрипки, испугался, что ли, ее. Не болел он разумом? Да нет, тих был в последнее время, в себе что-то таил. Но ничего и такого не было. Только выпивший иногда говорил «Посредственности все мы, посредственности, так и умрем, посредственностями. Неужели Паганини был такой же человек, как я, как ты? Или он и вправду душу дьяволу заложил?» «Видишь, ведь и позавчера хотел одолеть двадцать первой каприсовым, погонениями». Накануне он мне что-то твердил про машину. Мол, скоро машина будет писать музыку, исполнять ее не хуже любого гения. Я смеялся над ним. На поминки пойдешь? Нет, я вечером день-нибудь напьюсь. В ресторане или дома. Сейчас мне на запись в Останкино. Пойдем, вон, автобусы у входа. Подняли и вдову повели с кладбища. Тут Наташа подошла к могиле, положила на холмик чуть присыпанный снегом розы. Вдова уловила ее движение, остановилась было и даже будто бы хотела пойти назад, но опять утихла. Подруги повели ее к воротам. Данилов подождал Наташу. «Вы со мной сегодня не говорите ни о чем», сказала Наташа. «И не провожайте меня. Но если завтра захотите позвонить мне, вот мой телефон». И, протянув Данилову клочок бумаги, она повернулась быстро и пошла мимо оград и крестов тропинкой влево, видно, не желая быть замеченной вдовой Коренева. У ворот кладбища Данилов решился подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелехина. «Что это?» растерянно спросила вдова. «Не здесь она была и неизвестно, что видела перед собой теперь». «Это, знаете ли, смутился Данилов. «Ваш муж выступал в нашем НИИ и это деньги, какие мы ему остались должны». «Кто вы?» спросила вдова. «Я Мишин знакомый», сказал Данилов. «Я работаю в НИИ в клубе». «Спасибо», сказала вдова. «Вы садитесь с нами в автобус. У нас дома мы помянем Мишу». Делать Данилову было нечего, он поднялся в автобус. Но хотя там уже и сидело много знакомых, желания ехать на поминки не было. «Лишний я там буду», думал Данилов. Но он был рад, что вдова приняла деньги и что дело, необходимость исполнения которого мучила его весь день, вышло просто и без неловкостей. Автобус свернул с проспекта Мира, не доезжая до станции Щербаковской, остановился возле известного Данилова белого дома с лоджиями и тут Данилов незаметно от знакомых ускользнул. «Пойду-ка я сейчас в марьинские бани», решил Данилов. «Благо они, напротив, выпью пиво, если повезет». Именно в марьинских банях он и разговаривал в последний раз с Мишей Кореневым. Пиво в банях было. В темном буфете с мочалками, мылом на прилавке и пивным краном над всем царившим народу набилось множество, как, впрочем, и всегда в будние дни. Стояли строители в мазаных робах, продавцы из бытовой химии, тогда еще не сгоревшей, мастера с калибра, кого-то только не было. Морщинистая, седая продавщица, известная как баба Зина, отстоя пена не ждала, усмиряла инвалидов, лезших без очереди, то и дело выкрикивала «Кружки, кружки, мальчики, не держите кружки! Кто с бидонами, тем буду наливать!» Данилов пробился в угол буфета, не расплескав пиво на спины любителей, две кружки поставил на доску стойку, обегавшую помещение, сдвинув газетную бумагу с огрызками колбасы и сыра, а одну кружку выпил сразу же и порожнюю пустил обратно к бабе Зине. «Парень, аршин есть?» толкнули Данилова в бок. «Что?» растерялся Данилов. «Ну, аршин, я спрашиваю, есть?» «Нет, стакан я с собой не ношу», сказал Данилов сердито и отвернулся к стене. «Вот так же мы и стояли здесь с Мишей год назад», подумал Данилов, «и стакан у нас спрашивали. Может, тот же самый человек спрашивал. А Миша ему тогда сказал, заведи складной». Миша в тот день был грустен. Пиво пил кружку за кружкой, но как-то без аппетита и словно бы не понимая, что пьет. А Данилов в облах его угощал, и в облах-то была с икрой. Но Миша то и дело застывал взором, и усы роскошные, д'артаньяновские, щипал, да так яростно, будто и в самом деле желал вырвать из усов клок. Разговор поначалу шел тихий и вечный, какие случаются между московскими знакомыми, долго не видевшими друг друга. Как жизнь? Где и кем работаешь? Сколько получаешь? Есть ли дети? О женах вопросов не возникает. Да и к чему они? Какая квартира? Как с машиной? Миша спрашивал и сам отвечал. А Данилов тянул свое пиво и узнавал, что дела у Миши крепкие. Денег он добывает вдоволь, несколько лет подряд ездил на гастроли на восток и на север с ансамблями и певицей. Играл и пел сам в биг-битовом манере. В иные месяцы имел за это и по две тысячи. Стало быть, есть и жигули, и квартиры, и две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку он от себя отодвинул. Резко пиво расплескал, заговорил жадно зло. Неважно было ему, Данилов перед ним стоял или какой иной посетитель буфета маринских бань. Хватит, 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 говорил Миша, хватит мне всего. И денег, и женщин, и развлечений, и комфорт. Это все шелуха-целлофан. Это все средства существования. А само-то существование где? Где оно? Рано или поздно мы всем оказываемся наедине с жизненной сутью. И что мы тогда? Ничто. Жизнь проиграна, Данилов. Что есть жизнь? Жизнь есть страсть. Жизнь есть жажда. Страсть и жажда к тому, что ты принял за свою земную суть. Ты-то, Данилов, знаешь, в чем моя земная суть? А я трусил, трусил, боялся рисковать, боялся нести ношу не по плечу, боялся, что от этой ноши мне не станет лучше, боялся жертвовать собой и потому предавал. Все. Я не верующий человек, но слова Иоанна Богослова меня поразили. Любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви. Ты понял? А я боялся. Легко оправдывая свою боязнь и жил, легко. Я боялся и был несовершенен в любви и к музыке, и к женщине, и к самой жизни. И теперь я не то, что не люблю, я просто ненавижу себя, жизнь, музыку. Хотя нет, музыку я еще совсем не разлюбил. Тут у меня остался единственный шанс. Я еще смогу. Ты помнишь, что говорил о моих способностях профессор Владимирский? Данилов не помнил, но кивнул на всякий случай. А Миша и кивка не надо было. Он сразу же стал говорить о том, что ходит теперь к тренеру-культуристу. Тот задает ему особые упражнения для мышц и сухожилий плеча, предплечий, кистей рук и пальцев. И он, Миша, в последние месяцы почти добился того, что задумал. Вот смотри, сказал Миша, у Паганини руки и пальцы были длиннее. Но я теперь компенсирую это тем, что у меня... Однако Миша не докончил, а взглянул на Данилова с подозрением, как на лазутчика. В глазах его появилось трезвое выражение испуга, будто он выдавал теперь государственную тайну. Ну, ладно, сказал Миша, мне надо идти. И он быстро, с неким жужжанием, словно изображая полет шмеля, покинул пивной буфет Мариинских бань. Лишь с последней ступеньки крутого порога, как с пьедестала или кафедры, бросил Данилову, минуя звуком кружки и запретные стаканы. Помни, боящийся несовершенен в любви. И исчез. Нервные Мишины излияния тогда расстроили Данилова. Но, если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке. Мишу он мог только сочувствовать, но что тому его сочувствия. А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишиных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, из бездарного проигрыша Динамо на последних минутах Спартаку. Теперь Данилов вспомнил слова Коренева, и они озарились для него иным светом. — Скрипка! Никому не нужна! Немытый опухший инвалид в мятом кителе железнодорожного проводника расталкивал занятых пивом людей и раздражал их ущербным предложением. Небритый волос его был бел и мягок, лежал на щеках пивной пеной. Инвалиды гнали тычками, оберегая свои драгоценные кружки, без всякого к нему сочувствия, как и полчаса назад, когда он, крича, что в его вагоне Геринга везли на процесс лес без очереди к пивному крану. — Скрипка! Никому не нужна, а? За бутылек отдам. — Какая еще скрипка? — А почем знаю, какая скрипка и все. — Со струнами? — Футляре. Большая скрипка. — Футляр-дрянь, а скрипка вся лаком покрытая. — Четыре рублей больше не надо. — А на кой дед мне скрипка-то или ему. Сыну купи, о детях-то думай, не все пей. Бантики ему на шею надень и пусти в школу. Или можешь этой скрипкой гвозди в стены выхолачивать. Она крепкая, а то можешь на струнах сушить платки или кольцо ным. — Дед, сознаешься, спертая скрипка-то. — Упаси бог! Я Геринга на процесс вагоне возил. Никогда не ворую. В своем дворе нашел. На цандера, на угольной куче так и лежал. Я во дворе обошел всех музыкантов. Кто на баяне играет, кто на губной гармонии, кто на электричестве. А скрипка никому не нужна. Я ведь недорого прошу, пол-литра и все. Но уже не уступлю ни рюмки. Лучше разобью дрыну-то эту с флером. Иди-ка где-то отсюда, здесь не подают. Простите, сказал Данилов. А где, собственно, ваша скрипка? Инвалид осмотрел Данилова, оценил, видимо, его тихую интеллигентную натуру и сказал, за дверью. Здесь с ней не протолкаешься. Только что Данилов был в воспоминаниях о Кореневе, и разговоры инвалида воспринимал рассеянно краем уха. Теперь он шел за ним в волнении, почти наверняка знал, что ему покажет инвалид. На воздухе инвалид поманил Данилова за угол бани, тут на мерзлой земле, дурно к тому же пахнущей, Данилов увидел свой альт. То есть сначала он увидел старый потертый футляр, но инвалид неловко открыл футляр альт и обнаружился. А платок где? заикаясь, спросил Данилов. Какой платок? Какой еще платок? Удивился инвалид, но отвел глаза. Там платок был, сказал Данилов, стараясь говорить спокойнее. Ни ху платка, ни ху платка, сердито забормотал инвалид. Не хочешь скрипку брать, не бери. Было ясно, что инвалид завладел платком, но теперь он ворча стал закрывать футляр, да и о платке ли стоило беспокоиться Данилову. А он не знал, что ему делать. Заявить инвалиду, что это его, Даниловый инструмент, и, выхватив альт из рук отставного проводника уйти с ним или убежать, инвалид сейчас бы поднял крик, и публика из пивного буфета, не разобравшись, в чем дело, бросилась бы с удовольствием за Даниловым. И его самого, несомненно, помяла бы, и альт уж точно искалечила бы до потери звука. Вести же инвалидов в милицию в 58-ое отделение, что возле магазина диета, тоже было предприятием неверным. Инвалид с альтом мог утечь по дороге, оставалось альт выкупать. Сколько вы за него просите, сказал Данилов. За кого за него? Ну, за нее. Сколько, сколько, сколько стоит? Пол-литру. Ладно, сказал Данилов. Он стал в карманах и нашел рубль с мелочью. У меня же были деньги, растерянно думал Данилов. Я же с деньгами вышел. И тут он вспомнил, да, деньги у него были, но он и ход до вдове Миши Коренева. Вы знаете, в волнении сказал Данилов, четыре рубля у меня не набираются. Ну, хорошо, сжарился инвалид. Гони три шестьдесят две и ни копейки меньше. И так без закуся остаюсь. У меня всего рубль с мелочью. Ну, нет, взмутился инвалид, поднял инструмент и держал его теперь под мышкой. За такую большую скрипку это на самый дерьмовый портвень, самый пей. Данилов взял инвалида под руку, заговорил ласково. Знаете что, поедемте ко мне домой. Тут всего-то дороги на полчаса. Я вам на десять пол-литр дам. Подозрения, возникшие видны в инвалиде, теперь укрепились и разрослись. Он отодвинулся от Данилова подальше в уверенности, что этот хитрый бородач заманивает его в гибельную ловушку. Другого дурач, зло сказал инвалид. Нету четырех рублей, ну иди гуляй. Я вам через сорок минут привезу, взмолился Данилов. Вы только подождите, если я через десять минут стакан не приму, меня врачи не поправят. Организм ослаблен после вчерашнего. Я эту скрипку через десять минут крушить стану. И инвалид, повернувшись, пошел с инструментом к двери в пивной буфет. постойте, скричал ему вслед Данилов, но инвалид был непреклонен. Что же делать, что же делать, судорожно думал Данилов. Не хотел он, ох, как не хотел нарушать свой принцип и демоническим образом возвращать Альт. Знал, что потом долго будет корить себя за слабость, и теперь чуть ли не кричал на себя малодушного, чуть ли не топал на себя ногами. Но услужливое соображение, на мелочь нарушишь, только на четыре рубля и нарушишь-то. Все же осилило. Данилов, закрыв глаза, перевел на браслете пластинку со знаком Н вперед, поймал в воздухе две мятые бумажки, кинулся вдогонку за инвалидом, нашел его в буфете, инвалид пил пиво. Вот, держите, закричал Данилов. А я же я загнал, рассмеялся инвалид, разжал левый кулак, и на его ладони Данилов увидел трешку и рубль. Кому? Ужаснулся Данилов. Олеша его знает. Маленький такой, в кроликовой шапке. Он мне сразу четыре рубля отвалил и на кружку дал, а ты же мотничал, деньги прятал. Куда он пошел? Куда пошел? Туда и пошел. Нет, что, хоть бы и в Африку, а вот в магазин. Кинулся Данилов на улицу, в одну сторону пробежал в другую, нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от маринских бань. Тот уж человек с покупкой сел, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. Одно лишь было у него приобретение. На некий туманный след он мог указать уголовному розыску. И тут из-за кирпичного угла маринских бань высунулась радостная и мерзкая рожа честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками. Высунулась, показала Данилову красный язык и исчезла. Вот оно что, понял Данилов, дразнят меня. И дразнят-то глупо, а вот провели как ребенка. Им только и надо, чтоб я ответил. Терпи, Данилов, терпи, как друга прошу, терпи. И так уже вляпался, хоть и на мелочь, хоть и на 4 рубля, а все втравился в их развлечения. И не то плохо, что они получили удовольствие, пусть их тешатся, а то плохо, что я в нетерпении изменил принципу. Нет, все, Альт для меня должен перестать существовать. Нет, Альбани, и все, и не было, и не будет. Однако Данилов посчитал, что все же не лишним будет зайти к следователю в милицию, и рассказать ему про инвалида и про покупателя в кроличьей шапке. А вдруг Останкинская милиция окажется сильнее и расторопнее порученца Валентина Сергеевича? Вечером играли лебединые. Данилов думал о Наташе. Были мгновения, когда душа его так сливалась с музыкой Петра Ильича, что Данилов чувствовал себя принцем Зигфридом, а Наташа виделась ему бедной, заколдованной лебедью. И Данилову хотелось пойти разрушить в прибрежных камышах злые чары. Когда партия альта в партитуре по желанию Петра Ильича отсутствовала, Данилов доставал из кармана клочок с телефоном Наташи и рассматривал его. Но вот злой гений был сломлен, утих перьями на подметенном в антракте полу. Музыка воссияла финалом, зажглись и электрические огни. Чуткий на ухо дирижер за сценой подошел к Данилову и сказал ему спасибо. Данилов удивился. Он был смущен, он чувствовал, что играл хорошо, но от дирижера одобрения не ожидал. Ваш инструмент сегодня украшал наш оркестр. Добавил дирижер, поклонился и пошел по коридору. Он-то, наверное, думает, что при мне Альбаани пришло в голову Данилову. Отрадно было то, что слов дирижера никто не слышал. Банное явление все вернуло на свои места. Что Данилову было дорого, потому и били. Пока были довольны альтом, а узнали бы про близкого человека и человека этого тут же бы смяли ради своих холодных забав. Даже если сейчас Наташе плохо, даже если он ей нужен, все равно от того, что он окажется рядом с ней, ей же в конце станет хуже. Он, Данилов, человек, но он еще и демон на договоре. И рисковать будущим Наташ, а то и жизнью ее он не имеет права. Ему уже сообщено о времени ничем. Оно ему еще не названо, но где-то определено с точностью до микросекунд и может быть объявлено ему в любое мгновение. Судьба его взвешена и просеяна в ситах. Что же ему теперь-то морочить Наташе голову и ранить душу, или завтра он станет вдруг никем, утеряет свою сущность и даже не перейдет ни в какое вещество, но это ладно, это его жизнь. Как бы ни пострадала Наташа от того, что он, Данилов, был теперь влюблен в нее, как бы ни сгубила ее его земная любовь. Данилов в троллейбусе разорвал клочок с телефоном Наташи и сунул бумажки в ящик для использованных билетов. Однако облегчения не испытал. Номер телефона он помнил. Обычно после Лебединова Данилов успокоенный, просветленный, засыпал быстро, а теперь все ворочался, как будто бы и не Наташа его беспокоила. С Наташей дело было решено. Данилов выпил барбамил, но барбамил не помог. Старанием барбамила явно препятствовало нечто постороннее, и тут пластинка с буквой Н на его браслете сама собой сдвинулась вперед, подтолкнув Данилова в демоническое состояние. Вот оно, вызывают. Сейчас и назначат уточненное время Че, подумал Данилов, хотя и знал, что время Че объявляется иным способом. Примите депешу, ощутил Данилов деликатный сигнал. Депеша была короткой. Данилов расшифровал ее сразу же и уяснил, что на землю по премиальной путевке канцелярии от наслаждений. На две недели каникул направляется однокашник Данилова полицею Кармадон. Данилов понял из депеша, что Кармадон в последние годы провел блестящие операции в созвездии Валапас, теперь примирован отдыхом на земле, и Данилов обязан взять на себя хлопоты об его ночлеге и развлечениях. «Что же, они не знают, что ли, что мне назначено время че?» подумал Данилов. «Если не знают, то и пусть». Данилов перевел себя в человеческое состояние и скоро заснул. Засыпая, опять вспомнил слова Миши Коренева. «Помни, Данилов, боящийся несовершенен в любви». Глава седьмая Утром в половине шестого Данилова разбудил телефон. «Неужто Наташа?» скачал с постели Данилов. Звонила его бывшая жена Клавдия Петровна. «Слушай, Данилов, сказала она, я собираюсь выйти замуж за профессора Войнова». «Я слышал», сказал Данилов, задерживая зевок, который по экономике Турции я рад за тебя. «У меня сегодня очень важный день. При профессоре начинается самоиспытательный срок. Ты должен освободить меня от всех забот. Я прошу тебя как друга». Решительно сказала Клавдия. «То есть каких забот?» взволновался Данилов. «Ты должен выполнить уйму моих дел и домашних, и служебных. Мне надо развязать руки. Ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет мне поначалу при таком серьезном человеке, как Войнов». «Но я-то тут при чем?» тенором взвился Данилов. «Я же тебе давно не муж, мы разведены судом». «Ну, Данилов, милый, ах, какой ты несносный, ты же обещал быть мне другом. Ну, смилуйся, государыня, рыбка, ну!» «А, Данилов!» «И потом, наконец, прости, что я тебе об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка и даже отцом многих моих детей». Последние слова Клавдия произнесла с прежней лаской, но и с угрозой, словно давая Данилову понять, что имеет все права на «Хотя это крайний случай дурной тон». «Помилуй», начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла говорить умирающая лебедь Сенсанса Плесецкой, уже затрепетавшей ослабшим крылом, «Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь». «Ну, ладно», вздохнул Данилов, «но я могу только по утрам». «Вот и прекрасно», воскликнула Клавдия, «На неделю». Сразу же она продиктовала Данилову список своих забот. Было в нем 16 пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки. Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж на крайний случай совершенно необыкновенного скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. «А жаль», думал Данилов. Теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее в сердцах. Но, видно, отпускные задержали Кармадону, а то и премиальные. Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть, помимо всего прочего, напоминать о себе, однако он вступил. В связи с прибытием Кармадона он потребовал у канцелярии от наслаждений индикатор на манер счетчика Гейгера, который бы тут же фиксировал наличие вблизи Данилова демонических сил. «Для удобства сопровождения Кармадона в пространстве», объяснил Данилов. «Ще, как мне дадут», думал он, зажмурившись, однако индикатор ему тут же прислали. «Что же, они в самом деле, что ли, не знают о времени, че», удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы Рейнольдс. На самом верху его, при наличии вблизи демонических сил, должна была высветляться изнутри голая рубенцевская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно, «Но, Валентин Сергеевич, держитесь». Настроение у него улучшилось. Был он самонадеян, смел, полагал, что Валентин Сергеевич теперь где-то далеко и внизу. Утром по списку забот Клавдии Петровны Данилову следовало отправиться в Настасьинский переулок в дом номер восемь. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано «Зайти и отметиться в очереди хлопа Буды, Будохлопы». Дом крепкий, когда-то доходный, Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался на втором этаже, он отвык от старых лестниц. В своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно бумаге, Данилов позвонил в квартиру номер три. На двери была медная табличка, на ней изображение куриного яйца с пасхальным рисунком и курчавые слова «Юрий Ростовцев окончил два института, они же в скобках меленько дверь приоткрылась и высокий мужчина в очках лет тридцати пяти с лицом веселого и кормленого ребенка выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал или слов каких-ли пароля. «Клопобуды», сказал на всякий случай Данилов. «Будохлопы», кивнул Ростовцев, а это был он, то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль, но дверь тут же распахнул и Данилову улыбнулся. Каким Данилов ни был в то мгновение деловым, все же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С эдаким не пропадешь», подумал Данилов. «С эдаким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют, и если в ресторане чистую скатерть попросят официантка в такого салатницу не швырнет». Впрочем, у самого Данилова обаяние было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов, и не всегда. «Мне отметиться в очереди», сказал Данилов. «Сюда проходите, пожалуйста», поманил его ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатушке. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку, несомненно, федоровской работы. Прихожая в квартире была огромная. В доме Данилова в ней обязательно бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто, на всякий случай, забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей или в коридоре, где виднелись, между прочим, детская коляска, вешалки, велосипеды и оцинкованная корыта, повешенная на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная. Все люди были исключительно приличные, прекрасно одетые, не курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили в полголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались, как-то на себя не походили, не хамили, видно было, что они кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относилось к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли сорока и тридцатилетние люди в самом соку, а им и еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший два института, был, пожалуй, из них самый бедный и несолидный, пусть и имел федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела здесь бы неплохо. Данилов вспомнил, личных машин, все больше «Волк», а то и каких-нибудь там изумительных «Опелей» и «Пежо» с московскими номерами, не иначе, как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди. Данилов, и вы тут? Данилов обернулся. Кудасов стоял перед ним. Я не за себя, сказал Данилов. Номер-то у вас какой? спросил Кудасов. У меня никакого. Ну, а у того-то вместо кого вы, если не секрет? Сейчас посмотрю, сказал Данилов. У меня где-то есть бумажка. 217-й, что ли? Я чуть впереди, сказал Кудасов. Это вы за Клавдией Петровны, наверное? Да. Номер-то на ладони чернилами напишите. Зачем на ладони? Ну, как же, для верности. Здесь все так делают. Вот мою ручку, возьмите. Чернилы хорошие. Данилов поневоле вывел на ладони 217, ручку вернул с благодарностью, сказал, давно я не писал номеров на ладони. А то как же? Здесь ведь такая публика. Палец в рот не клади. Я вот на двух написал. На одной арабскими, на другой римскими. Да и покрупнее, чем вы. Было душно, и Данилов распахнул пальто. Ба! Да у вас у самого ручка-то есть, сказал тут же Кудасов, углядев известный нам индикатор. Она не пишет, поспешно сказал Данилов. Шведская? Шведская, согласился Данилов. Каб заглянуть? Да пожалуйста, жалобно сказал Данилов. Он протянул Кудасову ручку, опасаясь при этом, как бы не засветилась грешным делом голая рубенцевская женщина в красных сапогах. Женщина не засветилась, ничего демонического в квартире Ростовцева не было. Умеют же, сказал Кудасов, возвращая индикатор. Умеют, вздохнул Данилов. Ну, видно, дешевая она, недорогая, а вот умеют. Зная Кудасова, Данилов чувствовал, что очень скоро Кудасов поставит его, Данилова, в такое положение, в каком ему ничего не останется делать, как подарить Кудасову шведскую недорогую ручку, а Кудасов еще и ломаться станет. Но нет уж, шиш, подумал Данилов. Но тут индикатору воспасения дверь одной из комнат открылась, и в прихожую стремительно вышли люди, явно те, которых ждали. Были они чрезвычайно озабоченные и значительные, ни на кого не глядели, ни с кем не здоровались, спешили куда-то в другую комнату, словно в преддверии великих событий с очередного заседания на внеочередное. Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и делаясь плоскими, а тоже были, видно, люди непростые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж там идет-то. В передешествии Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого и решительного. Он и придавал движению ритм и важность. То был известный социолог облаков, доктор наук. Данилова в какой-то компании знакомились с ним, у Добкиных, что ли, к удивлению своему Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову вся возбужденная и пылкая. А вон тот-то, тот, кто в сером костюме. Комментатор-международник по телевизору выступает, обиженно сказал Кудасов. И сюда просочился. Да нет, не тот в сером костюме, а который в сером костюме сзади шел. Врач. Косметолог? Диетолог. А гинеколог где же? А я почем знаю? Сердитый Кудасов отвернулся от дамы. Прохождение комментатора-международника в числе распорядителей видно поубавило в Кудасове куртуазности. Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно. В очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То, из-за чего не выспались и не курили в коридоре начиналось. А вы что же не сумели сюда пробиться, сказал Кудасов? Или проспали? Да как-то недосуг было. Вот и зря. А впрочем, я вас знаю, покачал головой Кудасов. Вы человек беспечный, живете только нынешним днем. Думать о будущем вам и в голову не приходит. И детей у вас нет. Да уж куда тут вздохнул Данилов. Номер первый деловито прозвучало в прихожей. И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией. Или как там ее называть. А оттуда возвращались вскоре и теперь уже довольные шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку. Данилов расстегнул все пуговицы пальто, а лохматую нутриевую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за двадцать рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. Ну, Клавдия, погрозил он подруге профессора Войнова. Впрочем, и сам он был хорош. Но вот отметился Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаемный карман пиджака, прошел мимо Данилова, а через четверть часа вызвали и номер двести семнадцатый. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутриевую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять. А тут еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь видно на кухню румяный тридцатилетний отрок ростовцев, и Данилов отметил, что обаятельный тон обаятельный, но в сущности пират, и, наверное, где-то прячет клад. Номер двести семнадцать, сказали опять. Ну, ладно, подумал Данилов, шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет, и он пошел в большую комнату, видно, столовую. Номер двести семнадцать? Да, улыбнулся Данилов, двести семнадцатый, и он предъявил ладонь с чернильными цифрами. Спрашивал не облаков, социолог и доктор наук, хотя Данилов сидевший на три стула левее облакова. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал. Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек, походили на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в балясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомойником и немецкими ковриками на стенах. Гуси на них паслись и прыгали кролики возле склонившейся к ручу Гретхен, видимо, дочери Мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими, значительными и большими, что Данилов сразу же почувствовал расстояние между ними и собой. Он даже зарабил на мгновение, будто он стоял теперь у подножия А эти люди глядели на него с последних великаньих камней пирамиды. — Ваше фамилия? — спросил Пегий человек. — Данилов, — ответил Данилов. — У нас таких нет, — сказал Пегий человек. — Я засоблю Кладе Петровну, — сказал Данилов. — Отчего она доверила вам? — Я ее бывший муж, сказал Данилов. Пегий человек с сомнением поглядел на облако, тот наклонил голову и сказал, — Бывшим мужьям доверять можно. — Все же покажите какой-нибудь документ, сказал Пегий человек. Он изучил театральное удостоверение Данилова и его паспорт, а данные паспорта, серию, номер, каким отделением милиции выданной, когда, записал в зеленую тетрадь. — Хорошо, мы отмечаем Соболеву. — Я могу идти? — спросил Данилов. — А взнос? — Какой взнос? — Пятнадцати рублей. — Она мне ничего не говорила, сказал Данилов. — При мне нет пятнадцати рублей. Она попросила отметиться и все. Придет в следующий раз и заплатит. Она прекрасно помнила об этих пятнадцати рублях, мрачно заявил человек в красивых очках. Именно его Кудасов назвал международником. Данилов ему явно не нравился. — Вы займите пятнадцать рублей, доброжелательно сказал Облаков. Наверное, в очереди у вас есть знакомые. При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов милый Грэдхин. — У меня здесь нет знакомых, сказал Данилов. Он был рад тому, что Галкин отвернулся. — Ну, развел руками Облаков. — Придется соблю Клавдии Петровну строго сказал пегий человек перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса. — Как же так? — растерялся Данилов. — Она забежит сегодня и уплатит. Правила очереди серьезные и незыблемые. Мы исключений не делали и делать не намерены. — И вообще, сказал международник в красивых очках на Данилову неглядя, я полагаю, у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем. В тишине Данилов с некой надеждой посмотрел на Облакова, но и тот был незыблем. — Спасибо, сказал Данилов, до свидания. Ему даже не ответили. — Серьезные люди, подумал Данилов. Нутриевая шапка благополучно висела на неровном загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. — Цела шапка-то, подумал он, растроганно. — И верно, серьезные люди, с такими можно иметь дело. И опять в прихожей появился румяный ростовцев, окончивший два института. Махорочный дымок исходил из его федоровской трубки, а на плечо ростовцева сидел зеленый попугай. — Нет, точно злодей, рассудил Данилов. На воздухе Данилов подумал, ну вот будет Клавдия наука за ее скупердяйство. Однако тут же нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию упрекнули в забывчивости и легкомысли и перенесли в конец очереди. Он видел теперь в истории с лишением номера попрания справедливости. — Какое они имеют право? — взмотился Данилов. — Нет, это дело так оставить нельзя. — Да их разнесу. — Тоже мне бюрократы. Он позвонил из автомата Клавдии. — Данилов, слушай, горным ручьем зазвенело в трубке Клавдия. — Я тебе звоню-звоню вот и вот где. Я тебе сейчас все расскажу, как у нас идут дела с Войновым. Ты порадуешься за меня сейчас, скажи, ты отметился? — Я ты отметился, сказал Данилов. — И прекрасно, я всегда знала, что ты чудесный милый человек. Слушай, я вчера вязала Войнову шерстяные носки. Ты знаешь, чего мне это стоит? Ну, я связала пятку и при этом поддерживала с ним светский разговор. Данилов и сказал сурово, уволь меня, меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов, ни твоя у него стажировка. Ну, Данилов, я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди. Я так и знала, так и знала, ты пожадничал. Не надо было ставить меня в глупое положение, могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги. Ах, наказание какое, ты просто бессердечный человек, ну, свои бы дал, или занял у кого. Спасибо за совет. Что же делать-то теперь? Не знаю. И кто эти будохлопы, хлопобуды эти? Тише, тише, это тайна. Вот и хорошо. И все твои заботы будут для меня теперь тайной. Список я тебе перешлю по почте. Погоди, это не для телефона? Ты где? На Горького. Сейчас зайду в кулинарию. Хорошо, через двадцать минут я буду там. Нужна ты мне, думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина Украина и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить любительской колбасой. Как все было нелепо. Сам он, Данилов, стоял на краю жизни. Вихри внутренней музыки и предчувствие того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души. Альт, может быть, исчез навсегда и каково от сознания этого было Данилову, а он занимался какой-то чепухой, будто бы опять был связан с совершенно чужой, неприятной ему женщиной, пустой и взбалмошной бабой. Ведь она ему совсем не была нужна. Да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как багор палубному матросу или банка для червей Невскому рыболову. Нет, я сейчас же встану и уйду, сказал себе Данилов. Но сейчас же возникла красивая, бисквитная с шоколадом и цукатами Клавдия. Была она в лисьей шубе и лисьей же рыжей шапке. Ну вот, сказала Клавдия Петровна, насчет войнов это успокойся, там у меня все идет хорошо, постучи по деревяшке, я успокоился. Теперь про очередь. Как же это ты? Неужели у тебя не было пятнадцати рублей? Действительно, сказал Данилов. Какая вдруг со мной оплошность произошла. Ну хорошо, сдалась Клавдия, я виноватая. Но ты сам понимаешь, про очередь никому ни слова, это эксперимент. И его можно сглазить, понимаешь? Нет, признался Данилов. Ну какой ты? Помнишь, как современник получился? Бедные, голодные, никому неизвестные актеры после работы по ночам, по утрам, за чашкой кофе, что-то там, репетировали, кричали, ругались, а что-то верили, и вдруг бац! Вечно живые. Современник, билеты с рук, собственный буфет, а теперь их еще и Лона Мхата приняла в свои объятия. Вот и наши. Внеурочные часы на общественных началах. Прости, но пятнадцать рублей — это уже иные начала. А, махнула рукой Клавдия, но зато они у нас и не бедные, и не неизвестные, а наоборот, и все с будущим, а стало быть, с гарантией для нас. Кто они, кто эти будохлопота? Хлопобуды, поправила Клавдия. Научная инициативная группа хлопот о будущем. Хлопобуды, тростовцев придумал. Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом. То есть не то чтобы страшным, а скорее зловещим. Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшно и зловеще, она заговорила шелестящим таинственным шепотом. Медные застежки лисьей и шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу хлопот о будущем, понял Данилов, сошлись замечательные умы. Люди ключевых на сегодняшний день профессий, те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, из института Лужкова, понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой, высшей и низшей. А так, ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, двочастных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам, и бог весть еще кто. Для того, чтобы править протоколы и ведомости и, если возникнет нужда, простыми словами описывать удачные дела холопобудов. А на вторых ролях для консультации и практических действий группа предполагала использовать и использовала уже людей любых профессий и начальников ЖЭКов, и агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов, лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и дизайнеров, и аквариумистов, и председателей месткомов до кого хочешь. Лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные и не старые, лучше до сорока, и могли протянуть на своем посту еще, по крайней мере, два десятка лет. — Ну, хорошо, сказал Данилов. А ты чего ждешь от хлопобудов? Нежными, чуть полными пальцами в двух изумительных перстнях с сердоликом и бриллиантом Клавдия Петровна донесла сигарету Уинстон к чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаянс. — Это сложный вопрос, сказала она. — Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страждать. Да, страждать. И особая интуиция тут нужна. Ты можешь не понять. Или понять не так. — И все же, сказал Данилов, вдруг и пойму. — Каждый порядочный человек, уважающий себя, сказал Клавдия Петровна, желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо, и желает занять положение, какое ему под душе, перейти из последних в первые. Ну, не в первые, а в восьмые, какая разница. — Ты со мной, что ли, была в последних? — Не в самых последних, мило улыбнулась Клавдия Петровна. — Но Володенька, увы, близко к ним, не обессудь. Ей хватит об этом. Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с войновым, я и совсем на время успокоюсь. Но на время. Ведь жить-то надо страстями. — Страстями? спросил Данилов. — Да, сказала Клавдия Петровна. — Страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно страстями. Это не я придумал, это нынче стиль такой. — Я знаю, что это не ты придумала. А теперь у меня все есть или с войновым будет. Я женщина заурядная, но своего стою, я в саку, я красивая. — Я красивая, а, Данилов? — Красивая, согласился Данилов. — Что нужно женщине? Слава? — Удача в общественной деятельности? — Я проживу без них. Я и так эмансипированная. — Слава деловой, мне и задаром не надо. Она не по мне. Я смотрю на работу как на свободу от домашних дел, унизительных для женщины, отупляющих ее. Вон, взгляни на свою знакомую Муравлеву. Она вся погрязла в бездуховности, однако коса оттуда торчит. И то натуральная. И перегрузки мне не нужны. Они вообще для любителей. Славы иной, увы, я уже не получу. Мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой. — А если бы ты вовремя постаралась, спросил Данилов, ты что же, стала бы ими? — Ах, отстань. Слушай серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги, остается любовь. Остается вечная и, главное, мелодия женщины. И здесь для меня первое правило не быть в любви несчастной, но и не делать несчастным мужчину или мужчин. — Естественно, не таких мужчин, как я, сказал Данилов. — Сам по сути, Володенька, ты человек неустойчивый и легкий. Ты можешь увлечь неопытную и доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен. Ты вот даже 15 рублей, хотя я не жалею о прошлом, и за квартиру я тебе благодарна, но, профессор, Войнов сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все. То есть, я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану. На другие места мы станем садиться, и уж с этих мест на худшие меня не пересадят. Я и салон заведу. Прости, но, скажем, Волконская Зинаида была интересна гостям. Умела и музыку писать, и стихи, и играла неплохо. Какой ты, Данилов, бестактный. Твоя Волконская была бездельница, а я работаю для народа. Сорок часов в неделю. Но это одно про Войнова, а другое у меня теперь будет машина. И не Жигули, а Волга. Дача. Не садово, огородный сарай, а приличная профессорская дача в Загорянке. Квартиры будет две. Две, встрепенулся Данилов. Что? Взглянула на него Клавдия Петровна, и, сообразив, что разговор может принять неловкий для нее оборот, заторопилась. И надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывезти меня хотя бы года на три, и ему нужно для работы. Но, конечно, не в Турцию. Что там в Турции? Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы. Есть же и другие страны. Италия, Франция, Англия, наконец. И оттуда Войнов сможет взглянуть на турецкие проблемы. Сможет, кивнул Данилов. Но я увлеклась. Я же про другое тебе хочу сказать. Про хлопобудов. И сейчас я всем довольна. А через десять лет? Или через двадцать? Или тридцать? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три. Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют? Да не торгуют. Как они могут торговать? Странный ты человек, Данилов. Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в восьмидесятом, девяностом, двухтысячном году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводство своего простипоголовья. Или вот лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через пять, десять, двадцать лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромой, а теперь бумбараж. И на тот век лесу было да ой-ой-ой. А уж футурологи те вообще все знают наперед. У них движение каждой пылинки в истории определено. И так, и в процентах, и травки каждой, прозябание. Неужто и гад морских подводный ход? Спросил Данилов. Насчет морских не знаю. Но у нас там есть человек из фирмы «Океан». Он разберется с морской рыбой, если надо. Я тебе азы объясняю. Ты понял? «Угу», кивнул Данилов. «А наши-то умы из хлопобудов тоже не последние. Главные в группе системные аналитики. Их бог облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь, они меня всю разумом и чувствами просветят. Ну и медицинской аппаратурой просветят. Представят меня в 80-м, 90-м и 2000-м году и скажут, что мне будет нужно и что теперь и тогда мне следует предпринять. При условии, что ты будешь жить страстями. Возможно. Хотя не исключено, что страсти возьмут и выйдут из моды. Аналитики все должны определить с точностью до сезона и участь. Но и мы должны умно, по-научному сформулировать нынешние свои запросы, чтобы не сбить аналитиков с толку. Нечасто они берут по 15 рублей. Нередко. По графику. Чтобы мы сознавали свою ответственность. Да и что теперь жалеть мелочи? Ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать. За что? Ну как за что? Удивилась Клавдия Петровна. Хорошо, сказал Данилов. Ладно. Получишь, положим ты справку на три десятилетия. Но ты измучаешь себя откровением хлопобудов. Себя нет, других да. К счастью, сказал Данилов, я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу. Кто знает. Нет, нет, ни в коем случае, испугался Данилов. Эту неделю от дежурю, как обещал, и все. Подумаешь, 15 рублей, сказала Клавдия Петровна. Многие в очереди даже и не ради себя стоят, а ради детей. Хотя и не все рожали. Что же экономить на детях, потом репетитором втрое дорож заплатишь. Я в высшем образовании детишкам хлопочут. Кто о высшем, кто о среднем обязательном, скажем, как частный вопрос выясняют и правильно делают. В школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через 10 лет? Может, тогда самым стоящим станет исландский язык или там ямайский диалект? Слушай, а вдруг через 10 лет можно будет иметь по трое детей, подумал Данилов. Ты что же родишь? Рожу, сказала Клавдия Петровна. А пока будешь терпеть? Я и терплю, ты сам знаешь. Впрочем, это все частности. Частности, согласилась Клавдия Петровна. Для меня частности. Я буду знать главное, а частности сами откроются. Но многие-то именно из-за частностей в очереди и стоят. Дуры есть замечательные, ну и дураки тем более. Уж раз по 15 рублей платишь, что и... А они... некоторые думают, что через очередь пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости. Ждут и туфли на воздушной платформе. Одного типа видишь лидный монет «Магический кристалл». А Кудасов, он-то что ходит? Не знаю. Наверное, ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю, если мне его припрогнозируют. Или прифутуруют. Или прифутуруют. А может, Кудасов печется о службе? Тут многие со служебными болями. Ну вот, получишь ты прогноз. И что дальше? Дальше. В группе, кроме системных аналитиков, есть конструктивисты. Вот известный тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я, в частности, что в 86-м году мне понадобится пальто из моржовой кожи. И сейчас же запишусь к нему в очередь. И 10 лет будешь отмечаться. И буду. Зато вовремя, даже чуть раньше, получу вещь. Конструктивисты, они у нас от того конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать. Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очередь и встанет. Кто к косметологу, кто к начальнику Жека, но все это в частности. Что же главное? Это тайна. Но я... Тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии. А я уже знаю кое-что. То есть у меня есть уже сведения. Я не все знаю, но я догадываюсь. Я не скажу, как я узнал и через кого, но поверь мне, у меня есть одна сумасшедшая идея. Достаточно сумасшедшая. Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея. Стало быть, и тебе нужны три карты. Ах, Данилов! Нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив. Если бы ты был Сан-Жермен. Нет, я уж сама все устроил. Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь. Я и сама не знаю, зачем. Может быть, зачем-то. Ну, хотя бы ты поможешь восстановить потерянный номер. Скажешь им, что это ты был виноват с пятнадцатью рублями. Мои деньги хотел себе присвоить, мы вместе пойдем, и ты им что-нибудь скажешь. А к чему тебе номер, если ты и так все узнаешь? Нет, я обязательно должна получить официальную справку. И потом в очереди интересно, разговоры, люди, знакомства очень полезные. Через три дня мы с тобой пойдем и восстановим номер. Но нет, раз уж ты виноват, раз уж пожадничал, и потом вдруг я тебя в свою безумную идею посвящу, а? Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоеные пирожки, подпрыгнув с буфетной стойки, посыпались Данилову с Клавдией на столик. Кармандон, что ли, подумал Данилов. Но вот машины проехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот. Глаза Данилова двинулись последуя ее, и Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина неспеша прошел румяный ростовцев с федоровской трубкой во рту. Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову, я тебе позвоню, действую по списку, извини. Глава восьмая Данилов вернулся домой за инструментом, чтобы ехать с ним в театр, и лифтерша привратница, а их товарищество тратилось на привратницу, сказала Данилову, что его дожидается какой-то молодой человек, но она его наверх не пускает ни лифтом, ни ногами, он подозрительный и не самостоятельно одетый. Подозрительный человек тем временем встал с третьей ступеньки лестницы и сделал шаг в сторону Данилова. Шаг робкий, неловкий, при этом человек пошатнулся, был он лет двадцати семи, худ и высок, хорошо выбрит, серую кепку держал в руке, а пальтишко имел действительно незавидное осеннее. Якобы по причине теплого воздуха возле лифта Данилов распахнул пальто и поглядел на индикатор. Нет, а теперь голая рубинсовская женщина в красных сапогах не осветилась внутренним светом, а озорник Кармадон, лицейский однокашник Данилова, мог ведь именно с серой кепкой возникнуть из эфира и в непохожем на себя виде, хотя бы и по горельцам с ребенком в руке. Владимир Алексеевич, сказал молодой человек, я отниму у вас минуту, не больше. Фамилия моя Переслегин, но это не имеет никакого значения. Я пишу музыку, то есть я неизвестно, что пишу, но я хотел бы писать музыку, то есть это я все зря, вы меня поймите, вы меня не знаете, я кончил консерваторию лет через десять после вас, у меня есть одна мысль, то есть не мысль, а надежда, одно предложение к вам, один разговор, я был на вашем концерте в НИИ, я оказался там случайно, я две ночи потом не спал, но я не решусь на разговор с вами, пока вы не посмотрите это. Переслегин выдернул из-под мышки папку, на которую Данилов вначале не обратил внимания, папку конторскую с коричневыми тесемками, тесемки разошлись сами собой, и Переслегин протянул Данилову стопку нотных листков. Хорошо, сказал Данилов растерянно, я посмотрю, сделайте одолжение, сказал Переслегин, если найдете эти бумаги хоть в чем-то интересными вам, если почитаете, что я могу быть вам полезен, вызовите меня открыткой, я вложил ее, она с адресом, а телефона меня нет, если же, прочитав ноты, вы разведете руками, разорвите листочки, киньте в мусоропровод. Переслегин, воротник подняв, двинулся к двери, привратница Полина Терентьевна движением души удлинив шею глядела ему вслед, Данилов чуть было не пустился за Переслегиным вдогонку, постойте, куда вы, если у вас есть ко мне разговор, так зачем предварительные условия, нет, нет, вы сначала посмотрите, и дверь за Переслегиным закрылась. Этот неподозрительный, сказала Полина Терентьевна, этот хуже, вы так думаете, спросил Данилов, я не думаю, я вижу, сказала Полина Терентьевна. В лифте Данилов посмотрел, что это за листки, на титульном было написано Переслегин, симфония номер один, нет, подумал Данилов, что же я так на ходу, потом будет время, потом и посмотрю, его обрадовала мысль о том, что вот хоть один музыкант, а посчитал его игру на устном журнале в ней хороший. Хороший? Ну, наверное, если бы посчитал дренной, подумал Данилов, то разве стал бы он узнавать его адрес, да и рисковать достоинством, или еще чем, догадываясь о Полине Терентьевне. Не мог же он не догадываться о Полине Терентьевне, а вот пришел. Данилов даже решил, что несколько дней он вообще не будет смотреть ноты. Вдруг музыка Переслегина окажется бездарной, сразу же и его радость развеется, вот значит, кому нравится его игра. Чернила Кудасова были хорошие. Данилов долго оттирал номер 217, применял пемзу и наждачную бумагу. Данилов был домашний умелец, не раз открывал двери соседям, когда у тех ломались ключи, или в замках естественно английских коварно заскакивали собачки, а в хозяйстве своем имел много полезных вещей. Так, а я вляпался с Клавдией, подумал Данилов, до душевных откровений дело дошло. Наверняка она в связи со своей достаточно сумасшедшей идеей имеет виды и на меня. На двадцатую роль посыльным быть, или подставным лицом, или на шухере стоять, но имеет. Нет, следует решительно послать эту даму подальше. И все же Данилов думал с любопытством, что же это за идея такая замечательная. Клавдия ведь прям вся дрожала, когда говорила о ней. Теперь она небоскребы будет сдвигать на новом арбате, коль они ей помешают. А идея даст ход. Дама неугомонная. С запасным альтом в руке Данилов направился было к двери, но тут зазвонил телефон. Данилов поднял трубку и услышал Екатерину Ивановну. Володя, вы, наверное, меня не узнали, спросил Екатерина Ивановна. Ну, как же, Катенька, обрадовался Данилов. Неужели я могу с ней узнать? И хотя он уже опаздывал и понимал, что ему придется теперь ловить такси, он действительно обрадовался звонку Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна Данилова всегда была приятна. К тому же Данилов сразу почувствовал, отчего она ему позвонила. Сначала поговорили о том о Семе, о Муравлевых, о сыне Екатерины Ивановны Саше, страдальце художественной задорант, о том, что муж Екатерины Ивановны, также приятный Данилову Михаил Анатольевич, опять находился в отъезде, посетовали на недостаток времени. Закрылась выставка коллекций Зильберштейна, а они на ней не были. И тут Екатерина Ивановна сказала все еще шутливым тоном. А вы, Володенька, хороши были в нашем НИИ, хороши, и играли замечательно, и вообще. Меня потом все расспрашивали, откуда я вас знаю? Вы на нее произвели большое впечатление. Кать, я понимаю, о ком вы говорите. И Наташа произвела на меня большое впечатление. Теперь Данилов уже не знал, как ему продолжать разговор. Прежними ли легкими словами или же словами серьезными. На всякий случай он поднес к трубке индикатор. Сейчас в беседе с Екатериной Ивановной это движение показалось ему неприятным, чуть ли не подлым, но рисковать Наташиной судьбой он не имел права. Мало ли на какие шутки были способны порученец Валентин Сергеевич и его наставники. Индикатор и по звуку, пусть и дальнему, мог учуять демонические усилия. Однако рубинцевская женщина и теперь не ожила. «Вы знаете, Володя», сказала Екатерина Ивановна, и Данилов почувствовал, что сейчас она говорит серьезно. «Может быть, я все это зря, и, может быть, вы посчитаете меня дурным человеком, но я решилась вам позвонить и сказать, что Наташе теперь плохо». Екатерина Ивановна замолчала, но и Данилов молчал. «Нет, она не больна», опять отважилась Екатерина Ивановна, «но я чувствую, что ей очень плохо, и я не знаю, чем ей помочь. Володя, я понимаю, что мой звонок глупый, наверное, бестактный, я не вправе вмешиваться во что-либо подобное и вас, Володя, к чему-то будто бы обязывать, но вот я не удержалась и позвонила». «Я вас понимаю, Катя», сказал Данилов и тут же спросил, «а что же с Наташей?» «Просто плохо ей», сказала Екатерина Ивановна, «я и сама не знаю, от чего. Она гордая, она ничего не скажет ни мне, ни вам, и как будто бы она боится чего-то, словно бы ей что-то угрожает». «Сейчас моя беда, Катя, состоит в том, сказал Данилов, что свободен я бываю либо рано утром, либо ночью, после одиннадцати». Не успела Екатерина Ивановна ему ответить, а Данилов уже ругал себя в отчаянии. Ему бы сейчас же, забыв обо всем на свете, о театре, об альте, о музыке, о тихой необходимости сидения в оркестровой яме, забыв о собственной жизни и собственной погибели, забыв, забыв, забыв нестись к Наташе и быть возле нее». А он мямлил в трубку жалкие слова. «Такий подлец», говорил себе Данилов. «Но, с другой стороны, что он мог сказать теперь Екатерине Ивановне? Плохо ли, мерзко ли было сегодня Наташе, а уж он-то, Данилов, завтра принес бы ей беду куда большую? Так что же было ему делать сейчас? Отречься от Наташи, раз и навсегда закончить их отношения, заявив Екатерине Ивановне решительно, что он тут ни при чем, мало ли у него подобных знакомых, так что ли? Он и себя старался уверить в попыхах, что его чувство к Наташе Блаш возникло под влиянием минуты и, наверное, уже улетучилось, оставив в душе его некую тень или пусть даже боль. На все эти мысли ушли мгновения. Екатерина Ивановна ждала от него слов и Данилов. Вместо решительной фразы сам себя, упрекая в безволии, произнес, «Ладно, Катя, я бы что-нибудь придумываю». А что же он мог придумать? Повесив трубку, одетый в шапке и пальто, сидел он у телефонного столика, бороду теребил. «Нет», — думал Данилов, «обманываю я себя». Не улетучилось чувство, бельем не поросло, наоборот, стало оно очевидней. Вся его натура рвалась к Наташе. Свои-то мысли и желания он мог смирить. Да и должен был смирить их. Но вот и впрямь, может быть, сейчас и следовало отвести от Наташи печаль и напасти. Вдруг в сие же мгновение требовалась Наташе помощь, а потом было бы поздно. Может, теперь, как к кольту несколько дней назад и к Наташе подбирался бочком-бочком и на цыпочках пронырливый порученец Валентин Сергеевич, а за ним и незримые его хозяева. Данилов вскочил, нервно стал ходить по комнате. Теперь он уже знал, что нарушит правила договора, хоть это и будет мгновенно учтено. А, пусть, — махнул рукой Данилов, было не было. Иных возможностей он не имел. Он перевел себя в демоническое состояние, настроился на Наташину душевную волну, перенестись в Наташину жизнь невидимым существом или хотя бы заметно глазу пылинкой он не захотел. То есть такое ему и в голову не пришло, иначе случилась бы гадость, словно бы он тайно стал подглядывать за Наташей. Он жаждал ее видеть, но не мог. Он остался дома у телефонного столика и возбудил аппарат познания. Он мог теперь увидеть всю Наташину жизнь насквозь, вглубь и ввысь. Но и это было бы дурно, он не имел никакого права знать Наташину сокровенное без ее нужды, а уж открывать для себя ее будущее он и вовсе боялся. Оттого Данилов в аппарате познания взвинтил лишь систему избирательных точек, надеясь получить верные сведения только о том, что касалось его нынешней заботы. И он получил их, но не тотчас же, как полагалось бы, а минуты через две. Данилов был нетерпелив, рассчитывал почти всегда на себя, аппаратом познания пользовался редко, и он в Данилове не то чтобы заржавел, но, наверное, был плохо смазан, чуть поскрипывал, а Данилов и забыл, каким маслом смазывать его в условиях земли касторовым или репейным. Добытые Даниловым сведения несколько его успокоили. Пока Валентин Сергеевич и его командиры Наташу не осадили, то ли пожалели, то ли оставили ее про запас, причины сегодняшнего состояния Наташи были внутренние, человеческие, а потому Данилов и не стал в них вникать. Теперь, зная главное, Данилов задним числом даже отругал себя. Разве можно было ему в ожидании времени ничьи нарушать правила договора? Впрочем, он часто ругал себя задним числом. Данилов вздохнул. Что теперь жалеть-то? Он уверил себя в том, что пока опасность со стороны Валентины Сергеевича Наташи не грозит. Они, враги его, видно, не слишком верят в серьезность его чувств к Наташе, не то что к кольту, держа его за ветренника. А если и верят, то ждут, чтобы он вовсе увяз в этих чувствах и себе на горе наделал дел, значит, время у них с Наташей пока было и следовало им воспользоваться. А там будь что будет, решил Данилов. А там что-нибудь придумаю, как-нибудь выкручусь и уж не поставлю Наташу под удар. После днепешек к Армадоне Данилов опять стал беспечным и гулял, как с воздушными шарами в майский день, с надеждами на то, что его дружба с Кармадоном и вовсе отменит время че. Да и без Кармадона, полагал Данилов, он сам обязательно придумает выход из гибельного тупика, сядет как-нибудь и придумает. Однако время шло, и он обязательно опоздал бы в театр, если бы попытался остановить такси человеческим способом. А нарушать так нарушать, лихо сказал Данилов, нисколько не жалея забубенную головушку, будто в порыве удали. Тотчас же в дверь ему позвонил таксист и спросил, не он ли Данилов заказывал машину из третьего парка. Да я, сухо ответил Данилов. Вернувшись домой, Данилов настроен был, несмотря на позднее время, звонить Наташе. Пошли бы, забота Клавдия, подальше, опять сказал себе Данилов. Но, подсев к телефону, он разволновался и никак не мог взять трубку. Раздался стук. Били в дверь металлическим телом. Данилов приоткрыл дверь, не освобождая цепочки, и увидел парня в мазаном ватнике с чемоданчиком в правой руке и с гаечным ключом в левой. Вам кого? спросил Данилов. Мозгаз. Простуженно сказал парень. Глава девятая. Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бронил себя. Спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его. Наташа была спокойна, звонок словно бы и не тронул ее. Сейчас она уже спешила на работу, а вечер у нее был свободен. Вот и хорошо, обрадовался Данилов. Сегодня у нас Кармен с Погасян. Я вам, Наташа, оставлю билет в кассе администратора и найду вас в антракте, если вы, конечно, захотите прийти. Кармен Наташу манила. Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. А пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синий суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей у вешалки стоял чемоданчик вчерашнего газовщика. Рядом на полу покоился гаечный ключ. В кладовку, что ли, их пока сунуть, подумал Данилов, или вовсе выкинуть. Они уж теперь ему и не нужны. Ночной газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией и ждал, когда Данилов откроет ему дверь. — А что так поздно? — спросил Данилов. — И именно ко мне. — Мы всех обходим, — сказал парень из мозгаза. — Есть необходимость предотвратить аварию. Данилов снял цепочку и открыл дверь. Данилову было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из мозгаза. Утром вышел по поводу аварии и теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученый, а потому и приветливый. — Сюда, сюда, — сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню. — Я уже давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются, и газ еле идет. Попав на кухню, газовщик к полетене пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул. — Вот поглядите, — Данилов стал крутить ручки кранов, с какой натуго идут. Еще не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный белый, а то некрасиво. Я заплачу гаечным ключом, что ли, я заменю. У вас, наверное, в чемоданчике техника есть. — И пошутить нельзя, — сказал газовщик теперь уже непростуженным голосом. — Ты своих не узнаешь. Тут Данилов поглядел на парня внимательнее. — Кармадон! Данилов бросился к Кармадону, не обнялись. В лицейской юности Данилов с Кармадоном особыми друзьями не были. Данилов имел посредственное происхождение, а Кармадон с братом напротив прекрасное. Однако Данилов среди золотой демонической молодежи считался шалопаем куда более удачливым и замечательным, и Кармадон с братом новым Маргаритом глядели на него, как кольцо Сатурна на сам Сатурн. И уж каждый раз на контрольных в лице и смолящими глазами списывали у него гороскопы. Другой бы на месте Данилова держал Кармадона у себя в свите на побегушках. Но Данилов гусарить гусареву, однако, ко всем в отношениях был ровен и великодушен. Никого ниже себя не ставил. Разве только фискалов. Теперь Данилов искренне обрадовался лицейскому приятелю, хотя и жил последние двадцать лет без всякой нужды в Кармадоне. Кармадон снял грязную шапку и мазанный ватник выпрямился, как бы подрос, изменился в лице, стал походить на самого себя. Данилов разглядел его и как ни старался, улыбки сдержать не мог. — Ты что? — спросил Кармадон. — А день, что ли, я не так? — На улице ты, пожалуй, выделялся бы, сказал Данилов. — Это мне ни к чему, сказал Кармадон. Последний раз Кармадон был на земле и в Москве в пятьдесят четвертом году и теперь напомнил Данилову посетителей блаженной памяти коктейль-холла на улице Горького, давно уже превращенного в мороженный дворец. Имел Кармадон витой кок набриолининый и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой порочной обезьяной, брюки в обтяжку и туфли на отчаянной самодельной подошве, оранжевой с рубцами. Лицо вот только у Кармадона было уже не юное. Нынче по-иному одевается, выяснил Данилов. Я не образец, но ты можешь воспользоваться моим платьем. Спасибо, сказал Кармадон. Зачем мне разорять тебя? Ты мне покажешь, что носит, я преобразуюсь. Данилов пошел в комнату, стал искать журнал и потом заглянул в бар. Коньяка в бутылке было на донышке. Он расстроился, но тут же вспомнил, что имеет право перейти в демоническое состояние. И воспользоваться средствами на представительство. Данилов в демоны перешел. Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых кудрях до плеч. Приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны с замечательным ремнем. Однако казалось, что он не рад свежему наряду. Он опять зевнул. «Да что мы тут, на кухне!» воскликнул Данилов. «Пойдем в комнату или куда хочешь. Лучший стол накроют. Ты голоден с дороги. Пожелай все, что есть и чего нет. Я тебе тут же любой напиток, любой продукт сыщу. Демоническое тебе, небось, надоело. Нашу экзотику, небось, подать». «Мне много не надо», сказал Кармадон. «И никуда не пойдем. Здесь и посидим». Мысленный заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского. Однако он гостю ничего не сказал, а на кухонном столике возникла бутылка ликера «Северное сияние». По мнению Данилова, подкрашенного глицерина с сахаром, давно уже засохшие в черных критических точках, корейка из железнодорожного буфета и из того же, видно, буфета две порции шпрот на блюдечках с локомотивом. Единственное, что Данилова обрадовало, это бутылки минеральной воды Кармадон. Отца нынешнего гостя не раз умиляли воспоминания о климатическом и лечебном курорте Кармадон, что в Осетии, в горах, вблизи Казбека. То ли папаша пролетал там и веки разлепив, любовался кавказскими видами, то ли купался он в теплых источниках с игривыми пузырьками, то ли смывал в них земные болезни, то ли напротив имел на фоне вершин приключения с красавицей горянкой. Одним словом, в памяти снегах и минеральных водах Осетии он и назвал младенца Кармадоном. Откупоривая северное сияние, Данилов взглянул на столик и улыбнулся. — Может, и теперь ты боишься меня разорить? — Нет, — сказал Кармадон, — у меня ни аппетита, ни жажды с дороги. — Я и плохо запомнил ваши деликатасы. В последние годы я ел и пил все молебденовое. — А ты что хочешь, то и бери, меня не стесняйся. Данилов ощутил в руке бокал коньяка и рядом обозначился цыпленок табака из Арагвии. — Не желаешь для начала? — спросил Данилов. Кармадон даже поморщился, взглянув на приобретение. — Нет, я серьезно, ты меня, извини, я устал. Меня и на разговор с тобой теперь не хватит. Сидел в канцеляриях, писал отчеты о трудах, потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел, ты знаешь, наших крючкотворов. — Ты ванну с дороги примей, сказал Данилов. — Пожалуй, приму. Кивнул Кармадон, выглотал северное сияние из горлышка и шпроту, рыбку дохлую, давно уже бестелесную, приложил к губам. Вода шумела в ванной, а Данилов на кухне, разделавшись цыпленком табака, покусился на седло барашка, вызванное его волей из Софии. Из самой Софии, а не с площади Маяковского, где даже и воля Данилова не могла бы помешать седлу барашка возникнуть из вареной говядины, а то и пришкольного кролика. Всю неделю Данилов держался на пирожках и бутербродах, теперь в охотку тратил представительские средства. В ванной все стихло, Данилов забеспокоился, как бы Кармадон грешным делом не затопил нижние квартиры. Он ведь мог углубить ванну километра на два, а то и насколько захотел бы, и резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами. — Кармадон! — крикнул Данилов. Кармадон не отозвался. — Уж не утопли он, — испугался Данилов. — Кармадон! — Что? — услышал Данилов. — А-а-а! — Прости, я задремал. Ты что? — Да я, — смутился Данилов. — Спину тебе потереть? — Ну, подри, — вяло ответил Кармадон. — Странный он какой-то, — подумал Данилов. Данилов вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут, стало быть, и на бессмертных действуют годы. Из воды виднелась лишь голова Кармадона, и Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал. Тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был по школьным понятиям Данилова лишь определенным духовным выражением материи, и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией, или никак не выглядеть. По давней моде, или в результате поисков оптимального варианта, а может и по договоренности, чтобы легче было общаться, демоны в своем кругу предпочитали заключать себя в человечие тела. А на земле-то уж Кармадон и подавно должен был бы смотреться человеком. Он и имел теперь в основном человеческое тело. На правом плече даже с татуировкой и девизом «Ничто не слишком». Но сквозь тело это там и тут в самых неожиданных местах проступало нечто металлическое, а может и неметаллическое. На теле Кармадона Данилов видел предметы и органы. Некоторые из них были неподвижны и как бы с наростом мха. Другие же с щупальцами и пересосками двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал странный пруд, словно обломок шпаги. Он качался, издавая тонкий ухающий звук. Данилов спросил «Что с тобой? Я не потревожу это губкой?» «Что?» сказал Кармадон и оглядел себя. Некая досада отразилась на его лице, он покачал головой. «А-а-а! Опять это! Никак не могу отделаться от всего волопасного!» Задремал и опять оно возникло во мне. Он проглотил что-то белое, задрожал, поморщился, как от боли и стал вполне человеком. При этом вода в ванне поднялась столбами, а когда опала, была уже синей. Данилов от души натер Кармадону спину, усердствовал губкой возле лопаток и вдоль позвоночника, обещал отвезти в ближайшие дни Кармадона в хорошую парную с пивом, в шайках, и Кармадон, казалось, был доволен. Когда Кармадон красный и тихий в банном халате сидел опять на кухне и пил минеральную воду, столь любезную его отцу, Данилов грыз миндальные орехи, присыпанные солью, и ни о чем Кармадона не спрашивал. Кармадон больше молчал, но иногда и говорил, и все об условиях своих трудов в созвездии Валопаса. Данилов, как известно, к сложностям технических знаний не стремился, а Кармадон в лицейскую пору и тем более. И теперь понял Данилов, в экспедиции Кармадона не было особых научных целей. В созвездии Валопаса Кармадона послали на планету Бета-Мол, или, как ее называли на жаргоне служебных отчетов, Сонную Моль. Планета размером побольше земли собственным населением, именовавшаяся Глирой, была исключительно молебденовая, и духовные ценности имелись на ней молебденовые, а уж материальные тем более. Кармадон не мог объяснить Данилову почему, а Данилов все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там газообразные, текучие, плакучие, висящие, тающие, танцующие вещества, все они на глире были производными из молебдена. Живых существ, братьев-землян по разуму, узнал Данилов, имеется там видимо-невидимо, но все они существуют, передвигаются, трудятся, плодятся, размножаются не в какой-либо покатой тверди, а внутри тягучего мира и пути их неисповедимы. Землянину, его братьев-вселенной Валапасы, сами себя они называют глирами, показались бы похожими на металлические болванки, а они-то глиры при виде его и вовсе бы сплюнули. Рельсы, не рельсы, но вроде рельсов, только пошире и попросторнее. Однако и на болванках этих есть удобные места для всяких необходимых органов и приспособлений. Шарообразное тягучее состояние планеты имеет и общий дух или общий дух и этот разум-дух в отчетах Кармадона назывался не иначе как сон. Да, болванки Валапасы движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют, но все это происходит с ними в беспробудном молебдановом сне. Болванки имеют возможность сплетаться одна с другой, вплывать одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы, так их цивилизация дальше и идет. Кармадон получил особое задание нравственного порядка, только и сообщил он Данилову, и каково было ему внедриться в сновидение Валапасов. Сам-то он спать не имел права. Долго мучился Кармадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молебденовое разумное существо. Потом придумал, намазал себя мылом, и аристократ, ты знаешь, а тут эти вонючие снабдители из экономии прислали мне диктярные. Намазал и кое-как втиснулся в сновидение одного наивного Валапаса Глира. А потом пошло. Кармадон даже имел и любовные приключения, и депутатам его сделали, и хотели назначить пенсию, и вручили молебденовый кристалл первой степени. Но ведь все эти годы он не спал. Просматривал сновидения и путал их, а сам не спал. А днями назад уже дома сидел в своей канцелярии от нравственных переустройств и писал отчеты о проделанной работе. И тут не мог позволить себе зевнуть хоть бы разок, не желал искажать репутацию аса со спецзаданием, да и себе хотел доказать, что он способен и на большее. Тут Данилов не удержался и задал вопрос, какой непременно задал бы Миша Муравлев и мой сын тоже. А они эти Валапаса и Теглира и землей этот контакт не хотят установить. — Они, может, хотели бы. — Да у них ничего не выйдет, — сказал Кармадон. — Да и на кой вам контакты с ними, с беспробудными, а им с вами? Я им теперь таких сновидений насочинил. И Кармадон опять зевнул. А левый глаз его стал туманиться. — Нет, он здорово изменился, — подумал Данилов. Постоял или действительно смертельно устал, осунулся. Серьезный, даже утрученный какой-то, а был тоже шалопай. — Я тебе сейчас постелю, — сказал Данилов. Ты у нас, это, спишься. Хоть обе недели спи. — Нет, Данилов, Кармадон встал. Я не могу расслабиться. Я уже и так, иначе какой я? Какой же я иначе ас? Ты прости меня, но я тебя покину. Мне нужно побыть синим быком. — Тебе со мной скучно? Или я... — Ты не обижайся и не предполагай плохого. Просто последние годы на этой сонной моле я только и думал, вот выпрошу премиальную прогулку на землю и побуду там синим быком. Хоть неделю. А потом вернусь. — Где же ты собираешься им побыть? — Где-нибудь, где тепло. Но я отвечаю за твою безопасность. — Данилов. Кармадон улыбнулся даже несколько по отношению к Данилову снисходительно. — Я теперь стал сильный и жестокий. Я не собираюсь опекать тебя, но я хорошо знаю землю и мог бы советом уберечь тебя от неловких ситуаций. Тепло сейчас в Африке, но там тебя попробуют заставить пахать землю. А гуляющие свободно ты будешь странен. Быков любят в Испании и в Южной Америке, но любят их любовью особенной. И вдруг эта любовь на Кариде тебе не понравится? Разве все это важно? Ну, смотри. Давай выпьем на пассажок, а я пойду. Опять в руке Кармадона появилась бутылка глицеринового ликера «Северное сияние», и раскрошенная шпрота стала плавать в воздухе возле его рта. Данилов поднял бокал с коньяком, выпили, закусили. Кармадон был в банном халате и тапочках на босу ногу, так и пошел к двери. Верен он был старой наивной привычке дедов исчезать через те же отверстия, в какие и появился. Ну, будь здоров, Кармадоша, сказал Данилов растроганно. Ни пух тебе, ни пера. Черт, сказал Кармадон, вышел на лестничную площадку и рассыпался в воздухе. Глава десятая Данилов вернулся тогда на кухню и в задумчивости отпил глоток коньяка. — Что же я его Кармадошей-то назвал? — расстроился Данилов. — Нехорошо вышло. — Разве он мне теперь Кармадоша? Данилову стало стыдно. Слабость свою в момент расставания он склонен был приписать действию на голодный желудок алкоголя, а потом и софийского седла барашка, от которого Данилова чуть ли не разморила. Но все равно чувство стыда и неловкости не прошло. Бедным, жалким провинциалом, пустившим слезу умиления перед влиятельным гостем, ощущал себя Данилов, хотя слезу и не пускал. Не раз подмывало Данилова сказать Кармадону о времени, чея, попросить совет о той поддержке, но неприлично было бы сразу же заводить с гостем разговор о делах. А вдруг Кармадон знал о времени, че? Данилов вспомнил все его слова и посчитал, что вряд ли. Да и стал бы тогда Кармадон шутить с мус-газом. А впрочем, кто знает, но как изменился Кармадон, остепенился, осунулся от серьезного отношения к жизни, даже вышел в асы со спецзаданием. Но ведь и сам Данилов изменился, но и в иную, и правду, сторону. Ни советчикам, ни приятелям не мог теперь Кармадон прийти с Данилову, в крайнем случае знатным покровителем. Но Данилова ли просить о подачках? Но как быть дальше? Нынешний Кармадон мог и на каникулах наделать на земле дел. К этому все шло. Прежде Данилов полагал, что сумеет хитростью или особыми развлечениями направить энергию Кармадона в мирное русло, как бы теперь ни вышло кровопролитие и массовых драм. Хоть бы я его на хунту какую натравил, сокрушался Данилов. Желание Кармадона побыть синим быком не показалось ему странным. Сам он, однажды находясь на летних офицерских сборах, возымел пустое на первый взгляд мечтание. Во второй месяц службы только и думал, вот вернусь и сразу же съем десять порций чебуреков. И что ему дались эти чебуреки? Не очень раньше страдал он по ним. А еще раньше, после первого курса консерватории, в романтическом порыве, он ушел с геологами коллектором в якутские тундры. И там пристало к нему неистребимое «увижу по возвращении первый рояль, сразу же сыграя на нем котисобачий вальс». И сыграл. Вот и Кармадон сочинял валопасом или глиром сновидения, а сам рвался в синий быки. «Эх, как бы нам теперь кровопролитиев избежать!» вздохнул Данилов. Наутро он и позвонил Наташе, с волнением услышал ее милые голосы, пригласил Наташу на Кармен с Погасян. Собравшись в путь по заботам Клавдии, Данилов чемоданчик кармадона, ватник, шапку и гаечный ключ, все же решил сунуть в кладовку, вещи были не его и не он им годился в суде. Имелось у Данилова минут десять. Данилов японским транзистором нащупал маяк и не бестрепет взял папку с нотами композитора Переслегина. Однако занимательная информация, звучавшая по маяку, не позволила Данилову настроиться на серьезное чтение нот. «Ладно, ночью посмотрю», решил Данилов. Сначала передали новость о шахматах, потом о фигурном катании, и тут диктор сообщил, что в трехстах километрах от побережья Центральной Африки, на острове Принципи, входящем во владение Португалии Сантоме и Принципи, тут я должен заметить, что рассказываю о событиях, какие происходили, а скорее всего не происходили в 1972 году. Тогда еще можно было париться в маоринских банях, а теперь нет маоринских бань. Ижак номер двадцать один перевели из дома с башенкой, а дом за ветхостью снесли, и острова Сантоме Принципи находились тогда во владении Португалии, еще не подозревавшей на 25 апреля 1974 года. Прошу принять этого внимания. В рощах хинного дерева обнаружен и пойман синий бык необыкновенных размеров. Профессор из Оксфорда Чиверс, немедленно вылетевший из Принципи, назвал поимку быка принципскими крестьянами подвигом для науки и заявил, что мифические, но, возможные, снежный человек и чудовище из озера Лохнес существа менее сенсационные, нежели исполинский бык. По сообщениям западных агентств, продолжил диктор, синий бык сегодня утром самолетом прибыл в Мадрид. Данилов так и похолодел. А тем временем слово для комментария было предоставлено обозревателю по внешнеполитическим вопросам Юрию Странникову. Тот рассказал об условиях труда принципских крестьян в уходах за хинным деревом и выразил восхищение мужеством и талантом тех же простых крестьян, поймавших исполинского синего быка. И это в то время, отметил Странников, когда знаменитые экспедиции, снаряженные на доллары и фунты, экипированные новейшей техникой и пищевыми тюбиками, сплошь и рядом не могут отловить ни снежного человека, ни плавающего дракона Несси, ни хоть кого-нибудь другого. И тут же перешел к испанскому миллионеру Бурнабито. Этот владелец фабрик подтяжек считается еще и спортивным меценатом, на его деньги содержатся футбольные клубы, на его деньги естественно не без выгоды для Бурнабито, скупаются лучшие профессиональные футболисты Европы и Южной Америки, но организованная Бурнабито утечка ног в последние годы оборачивается топтанием продажного спорта на месте. Реал опять выбит из европейского кубка. И вот ненасытный Бурнабито решился еще на одну авантюру. За три миллиона долларов он приобрел исполинского синего быка. Бык, который, кстати сказать, ведет себя мирно и доверчиво по отношению к простым людям, представляет колоссальный интерес для науки, но бессовестные рыцари наживы не считаются ни с наукой, ни с протестами общественных сил. В Мадриде, а что касается Мадрида, то учтите, что и там 72-й год. У Калибра еще стоят Мариинские бани, а в Мадриде живет Каудильо. Понятно, что дельцы типа Бурнабито процветают. Это я так, к слову. В Мадриде объявлено, что сегодня вечером состоится грандиозная коррида с участием принципского быка. Коррида ловко разрекламирована, билеты стоят в десять раз дороже обычного. Так-так-так, подумал Данилов. Стало быть, Кармадон объявился. По расчетам Даниловы выходило, что объявился он и стал предметом внимания принципских крестьян и профессора Чиверса не иначе, как два дня назад, хотя и прибыл на землю нынче ночью. Значит, Кармадон, как, впрочем, и сам Данилов, вполне владел профессиональным искусством, без усилий заскочил за условные черту времени, тем самым продлив себе земной отдых. Данилов был уверен, что потом бытие на землю именно первым часом нынешней ночи. Ну и пусть себе, решил Данилов, отмечу и печать поставлю. Только что же он не предупредил меня ни о чем, это даже неприятно. Однако амбиция амбицией о людей Данилову стало жалко. За Кармадон его безопасность он теперь не беспокоился, тот был уже не мальчик, но одно дело забитые принципские крестьяне и тихий, к тому же, наверное, и рассеянный профессор из Оксфорда. Другое дело ребята на кориде, как бы они своим специфическим отношением к быкам не лишили Кармадона мирных и доверчивых настроений. А может, у Кармадона был свой расчет, с ним он и вышел на ненасытного бурнобита. Так или иначе, но Данилов решил все узнать и перевел себя в демоническое состояние. Да, с него бы иначе потом спросили, куда он глядел. В то несуществующее для людей мгновение, когда чувства Данилова переносились на Пиренейский полуостров, Данилов слышал множество радиосообщений о Кармадоне. Но Данилову информация из вторых рук была не нужна. Не выходя из своего дома в Останкине, он уже грелся в Мадриде на площади Пуэрто-дель-Соль. Тот, ихний город, недавно проснулся, но был взбодоражен. Синий бык уже звал на вечернюю кориду с кровавых афиш. Морда его была зловеща, вся в пене, а рога пугали публику, как обструганные колы в эпоху романтизма турецких пленников. По улицам ходили толпы с лозунгами и просто так. На полдороге к арене у фонтана Кибелы Данилов увидел цыганок под кастаньеты приятеля плясавших гитану в честь принципского быка. Данилов засмотрелся на них и чуть было не забыл к Рамадоне. Но тут по направлению к арене прошли дорогие американские старухи с сувенирными рогами на париках. Возле арены жуть, что творилось. Билеты продали вчера. До корида было еще полдня, а публика тут так и кипела. Ветер от гвадорамы трепал гигантское полотнище с заключением мадридских ученых светил. Заключение утверждало, что бык не поддельный, а истинный, принципский. Шкура и мех его действительно синие от природы. Никаких искусственных красителей экспертиза не обнаружила. С гормонами и гипофизом у быка все в порядке. Стало быть, он не продукт всеобщей акселерации и не ошибка принципской фауны, а такой родился. Объявлялись размеры и вес быка, несколько Данилова разочаровавшие. Зато Данилова обрадовали предположения ученых светил о производительных возможностях принципского быка. Это не бык, подумал Данилов с уважением, а зверь. На самой арене было пусто, несколько служителей милиметлами суетилась администрация, но герои, ториадоры, мотодоры, пикадоры и прочие эскамильо, пока где-то гуляли. Данилов пошарил взглядом в комнатах для отдыха животных и в отдельной зале на сенной подстилке обнаружил принципского быка. Залу или вольер или стойло держали под наблюдением солдаты со станковыми пулеметами и ружьями базука. Имелись тут же и цирковые укротители с пожарными трубами. На решетке возле принципского быка была укреплена позолоченная табличка «Доктор Бурнабито, бык Мигуэль». Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет. Пахло лишь железнодорожным буфетом станции Маршанск-2. Но самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или там зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности. Спитль притворяется, засомневался Данилов. Из-под стилки выскочила соломинка и стала щекотать быку Мигуэлю Ноздрю. Ноздрю и бык Мигуэль не повел. Данилов пригнал с африканских просторов овода, но и овод, хоть и хищный, не растревожил быка. На складе арены Данилов отыскал бандерилью, испытал быка бандерильей, бык только губами пошевелил. Ну и наудивился Данилов, ведь и вправду спит. Вот тебе и попробовал Кармадон закалить волю, вот тебе и ас. Крепился, крепился, а видно, чуть расслабился и его и сморило. Да и как же иначе-то после стольких лет бессонных сновидений? Данилову стало жалко Кармадона. Он сыскал на складе арены хорошую попону и быка Мигуэля ее старательно прикрыл. Ну а теперь Данилов успокоился. Кармадон проснуться сразу явно не мог, пусть отсыпается, значит и бед от него пока никаких не будет. А вечером посмотрим, решил Данилов и перевел себя в человеческое состояние. Глава одиннадцатая Времени в Москве не прошло ни секунды. Данилова ждали заботы Клавдии. Но что Данилову были ее заботы, когда вернувшись из Мадрида, он вспомнил о Наташе и об их свидании нынче вечером. Да и возле быка Мигуэля казалось теперь Данилову он скучал о Наташе. Клавдия Петровна просила Данилова съездить сегодня к ней на службу и посмотреть австралийский пеньюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Сама Клавдия иногда платила Василию Федоровичу, суровому бойцу в гимнастерке хранителю табельных мгновений по рублю за день. Он отмечал ее присутствие, она же работала на дэм. Впрочем, каждый день сидит дома было скучно, однако сегодня, как, впрочем, и вчера Войнов требовал испытательных хлопот. Пропуск Данилову заказали сослуживцы Клавдии Петровны. Данилов с уважением предъявил его вахтеру и поднялся на четвертый этаж учреждение. Дверь в комнату Клавдии была заперта, на ней висела бумажка со словами «Тише, идет совещание». Данилов постоял-постоял и все же решился постучать в дверь. Выглянувшая в коридор строгая дама сразу спросила «Вы от Клавы?» и впустила Данилова в комнату. Совещались по поводу пеньюара и еще каких-то вещей близких к телу. Привезла их одна знакомая, прожившая три года в Австралии. В Москве они показались ей лишними. Среди совещавшихся было и двое мужчин, видно, что хозяйственных. Данилову как свежему человеку обрадовались. Кто-то сразу сказал «Как хорошо, что вы пришли. Клава хвалила ваш художественный вкус. Вы взгляните и оцените». Данилову показали австралийские вещи. Вещи были впрямь хороши, но Данилов выразил сомнение, а вдруг пеньюар не подойдет Клавдии по размеру. «А вы поглядите на мне», сказала старший экономист Теребенева. «Мы ведь с Клавой одинаковые». В начале переодевания Теребенева и Данилова смутило. Однако Данилов понял, что здесь нет мужчин и женщин, а есть сослуживцы и сослуживицы, и для них особенности пола не имеют значения. Стало быть, его Даниловы признавали за своего. Пеньюар на Теребеневой сидел прекрасно. Данилов согласился, что и на Клавдии он будет хорош. Принял Данилов участие в обсуждении и примерке и других вещей. Ему было жалко Клавдию, она теряла такой рабочий день. Из автомата он ей сказал об этом. Сообщил также, что пеньюар оставлен ей и цена его шестьдесят рублей. «А париков там не было?» спросила Клавдия Петровна. «Значит, до тебя расторговали. Стоит не явиться на день, ты уже в ущербе. Такие у нас травы». «Ладно, я рада за тебя, хоть пеньюар тебе понравился. Спасибо, я спешу, варю для войны во флотский борщ. Ты не забыл? Завтра нам идти к хлопобудам восстанавливать номер». «Не забыл», вздохнул Данилов. «Ну, до завтра». «А до Наташи еще восемь часов», подумал Данилов, то ли радуясь, то ли печалясь. В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты и в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там?» забеспокоился Данилов спит или проснулся. Он тихонько передвинул пластинку на браслете и опять чувствами попал в Мадрид. Бык Мигуэль спал укрытой попоной, а вокруг арены продолжалось столпотворение. Подтягивались и армейские части. Среди новостей была такая. Час назад самолетом прибыл в Мадрид известный боксер Фил Килиус. Этот Фил прямо в аэропорту заявил, что убьет при публике синего принципского быка одним ударом кулака. О своих финансовых претензиях он говорить пока отказался. Профсоюз Тореадоров выступил с протестом по поводу прилета и заявления Фила Килиуса. Профсоюз осудил попытку Фила вмешаться не в свое дело и потребовал не допустить варварских действий Фила Килиуса по отношению к животным, а именно к принципскому быку Мигуэлю. Вокруг арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнобито ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Назывались суммы в долларах и беседах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнобито никаких официальных заявлений не делал. Данилов поправил попону на быке Мигуэля и решил, что вечером он еще заглянет в Мадрид, сдвинул пластинку на браслете, пошел в буфет, взял бутылку воды Байкал и бутерброд с жесткой колбасой. Тут же его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции освобожден. Данилов вместе с Никулиным и другими членами редколлегии должен был пером Данилов вывел заголовки, приклеил заметки, отпечатанные на машинке из литературной части, в том числе и две свои про балерин. В оценках их искусства Данилов был справедлив и тонок. Ни одна звезда кланялась ему теперь в оркестровую яму. Героиню сегодняшней заметки впервые в Сильфиде звали Наталья Алексеевна. Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок Наташа. Без двадцати семь Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташи были оставлены на правую сторону. Данилов у правых билетершей хотел ждать, но Наташа с программкой в руке уже поднималась на билетаж. «Наташенька, здравствуйте!» воскликнул Данилов. «Здравствуйте, Володя!» улыбнулась Наташа. «Вы уж не обессудьте, что я вам достал в билетаж. Главное, что ложе ваше ближе к середине!» Как уж он играл, Данилов не помнил, но, наверное, хорошо играл, только в музыке его не было ни Хозе, ни Кармен, ни работниц сивильской табачной фабрики, ни мальчишек с ружьями, а была Наташа и был он. И альт его получалось будто бы обладал той же красотой звука, какая была у Альбани. Или это Данилов чувствовал, что музыка его так же красива, как и с Альбани. В антрактах Данилов туда, где возле стеклянного футляра со знаменем победителю соревнования его ждала Наташа зимняя, тонкая, в коричневом брючном костюме. И они впадали в хоровод главного фойе или шли к пирожным в буфет. А то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы из альтовой группы взмывал звуком сладкое под небесье музыки к хрустальному саду большой люства и даже выше его. И только возникавшая в опере время от времени тема Ториадора тревожила Данилова. Тогда он думал о Кармадоне и о своем намерении не допустить на кориде бед. Однако он считал, что не может теперь при Наташе хоть и на мгновение выйти из человеческого состояния. Да и не только теперь, но и никогда. Он уверил себя в том, что Кармадон нынче не проснется и бед не будет. Тем более, что прилетел Фил Кириус. А потом Данилов забыл о Кармадоне. После спектакля дирижер опять похвалил Данилова. Он даже сказал «Вы обязательно поедете на гастроли в Италию!» А ведь прежде эта поездка была для Данилова под сомнением. «Подождите», думал Данилов, «я еще не так сыграю». Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени ничем. Пустынными переулками шли они с Наташей к хохлам. Сначала Китай-городом, потом Солянкой, а там Большим Ивановским свернули в Колпачный, к палатам Гетмана Мазепы. Холодный воздух Данилова несколько отрезвил, и Данилов тихоньку сунул индикатор в карман пальто. Прошлый поход был слишком памятен Данилову. За инструмент он теперь не боялся, а боялся за Наташу и намерен был чисто любивого шахматиста Валентина Сергеевича в усердиях упредить. Но соображение о Валентине Сергеевиче было коротким и как бы нейтральным, чтобы за нами никто не подглядывал. Даже и в мыслях сейчас рядом с Наташей Данилов не во всем человек. Тут по Колпачному, сказал Данилов, когда-то с холма бежал ручей и рачка, а вокруг сады были Василия Третьего. От того палата Гетмана к Колпачному стоят торцовой стеной, и видите, наличники тут скромные, а вся красота во дворе. Палаты Гетмана были в лесах, реставраторы с левого бока вели уступчатый карниз с большимерным кирпичом, а на первом этаже справа большимером уже обозначили два давно уже сбитых наличника палаткой. Наташа непременно захотела увидеть здание со двора, и они прошли с Даниловым подарку. Луна и фонари от студии Диафильм, а прежде польского костела, высветляли двор, однако Наташа споткнулась об брусы тесаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее под руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался, как отрок, и во дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов все же показал Наташе первые полуколонки, недавно выведенные реставраторами, и роскошные, с разорванными фронтонами наличники верхних окон. На временной двери, обитой войлоком, виднелась табличка. Посторонним вход запрещен строительной работы. Наташа дернула дверь, она открылась. «Сейчас я спички достану», сказал Данилов. Он зажег к газету и осветил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз по дощатым мосткам, и там, где быть полу, возле носилок с застывшим раствором остановилась. «Чудо-то какое», сказала Наташа. «Вот и Мазепа спускался сюда со свечой в руке. Тут было, где прятать тайные мысли или вызывать их, или смотреть добро в ларцах». «Гетман! Мазепа! где ты?» — крикнула на всякий случай Наташа. Данилов осторожно ступал по мосткам, хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, и никогда не жил в этих палатах, вопрос тут спорный. Еще хотел похвалить Петра Ильича за ариозу Мазепы из второго акта «О, Мария!» Однако сейчас же отругал себя. Ну и зануда я сегодня. Газета догорала, тесанные белые камни стен, теряли очертания, покачивались, кривились. «Вон, вон, Мазепа спускается, словно сейчас нам скажет, как Кочубею!» воскликнула Наташа. «Где?» «Уже исчез», рассмеялась Наташа, и стек позором в Полтаву. Данилов отбросил из сливающей остаток газеты, в черноте обнял Наташу, и опять, как неделю назад, губы ее были добрыми и не отошли в сторону. «Ничего не говорите, Володя, теперь», прошептала Наташа, «Ничего». От палат к Наташиному дому дворовой тропинкой идти было минуты две. А они еще час, может быть, и два, побродили переулками у покровки. «Наташ», сказал Данилов, «Вы, наверное, обиделись, что я не позвонил вам после похорон Коренева». «Я не обиделась», сказала Наташа, «Просто мне было скверно и хотелось на кого-то опереться. По слабости, наверное, и от дурных чувств. Это я вам не вупрек, вы же ни о чем не знали». «Должен был бы знать», сказал Данилов. «И я обещал позвонить вам. Нет у меня никаких оправданий, одна суета». «Вот вы, Володя, не знали, а Мишу Коренева я любила. Восемь лет назад это было. А любила». «Я вам тогда сказала, что я из дома убежала в Пермь с любимым человеком и там познакомилась с Мишей. Это неправда». «Я убежала с Мишей. Он и был любимым человеком». «Вы все же на устный журнал, сказал Данилов осторожно, пришли из-за Миши?» «Нет, Володя, то все прошло и с болью прошло. А Мишу мне было жалко. Не думала, что он сможет убить себя. Для этого ведь сила нужна, а у него силы не было. Я закурю, Володя». Инструмент положив на тротуар, Данилов ладонями задержал ветер у Наташи на щек. Он тогда из дома ушел, из оркестра, все хотел бросить и все начать сначала. Уехал в Пермь, стал работать в театре в музыкальной части, комнату снимал на Мотовилихе в деревянном доме. Я у него и жила. Но он не из-за театра уехал. Была возможность создать молодежный ансамбль старинной музыки, струнные деревянные духовые и клавесин. Хотели они играть музыку барокко и даже Монтеверди, наших забытых композиторов. Мишу прочили в руководители, а мне было 17, я дуреха мечтал о театре. Провалилась в Щепкинское, Миша сказал, что там он устроит меня в театр, а дальше пойдет. Он устроил, да не пошло. Ансамбль у них получался, но было много мэтажств, вхождений по инстанциям, недоумений, к чему бы тут барокко и Монтеверди и прочего, сами можете представить. Миша маялся, страдал, полтора года жил надеждой, а он ведь горячий, нетерпеливый. И вот после одного разговора в отделе культуры или еще где-то он все ходил, ходил по комнате и повторял тупик, тупик, ужас, провинция и уехал ночным в Москву. А я не поехал. Я уж чувствовал, что я ему в тягость, хоть он и не разлюбил, хозяйка смотрела на меня как на брошенную содержанку. Мне ребенок должен был быть, но вот нет его. На сцене я уж не играла, актриса из меня плохая, но за театр я держалась или он держал меня. Работала в костюмерном и хорошо шила с удовольствием. А потом, когда Миша уехал, как-то все стало мне безразлично. Опустила я руки и надолго, если не навсегда. Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там за углом и налево опять был колпачный. Миша мне однажды сказал, заговорил Данилов, помни, боящийся несовершенен в любви. Он и мне написал это. Еще написал что-то странное. Я только догадываюсь, что он имел в виду. Что-то мучило его в последнее время, какая-то тайна. Данилов и не сомневался, что в Мишиной истории было нечто странное и тайное. В последние дни Коренев не раз приходил ему на ум, и Данилов, хоть и впустую, но силился отгадать причину Мишиного порыва. Да где же был ему? Теперь он подумал, что потом, когда-нибудь непременно, расспросит Наташу о последнем письме Коренева. Вот как все вышло, сказала Наташа. Вот ведь я тогда была готова броситься в каму. Я и могла. Он в Москве часто слал мне письма, уверял, что любит. Но во мне все прошло. А ансамбль тот получился хороший, его даже посылали за границу, но получился без Миши. Не, слышал, кивнул Данилов. Потом я вернулась в Москву, сказала Наташа. Со стариками у меня вышло нехорошо. Вроде бы и не говорили они ничего, а вот молчком осуждали. В НИИ устроили лаборанткой, чтобы хоть пределе было. Чужая я им стал непонятной. Я уж в НИИ комнату получила в коммунальной квартире, одна и живу. А Мишу мне жалко и нехорошо на душе, будто еще должно случиться что-то дурное. Данилов ничего не сказал, хотя в одном случае он бы нашел какие-нибудь невесомые, успокоительные слова, от которых о Наташи ему стало бы легче. Он просто молча шел с Наташей. Теперь они направлялись к ее дому. После Наташиных слов отчуждение возникло между нею и Даниловым. Они даже шли сейчас на расстоянии друг от друга. И в той пустоте отчуждения был вовсе не Миша Коренев, нет? Нечто иное разделило их на мгновение или навсегда. У каждого из них была своя судьба и своя жизнь. Эти жизни находились сейчас так же далеко одна от другой, как месяц назад, когда Данилов не подозревал о Наташином существовании. Что это я? Идут с ней зачем? Сейчас провожу ее до подъезда, думал Данилов. И домой, на такси. Может, высплюсь. Однако уже возле дома Наташа предложила Данилову зайти к ней. И Данилов, хотя из вежливости и упомянул про поздний час, приглашение Наташи принял. До того, просто и с полным к нему доверием она позвала. Дом спал. Спали Наташины соседи. Раздевшись, Данилов в прихожей возле вешалки оставил альт. В Наташиной комнате было тепло и чисто. По привычке, как всегда, в чужих домах Данилов первым делом подошел к книжным полкам. Книг Наташи имело немного, но все они были Данилову знакомые и приятные. А двум, Сомову и Грюнвальду, Данилов позавидовал. Он их ловил уже год. На столе стояла швейная машинка. «Я много шью», сказала Наташа. «Есть хорошие модельерши, даже художницы из дома модели с именами. Им ведь тоже нужен приработок. Они своим заказчицам сочиняют платья или костюмы и краят. Им нужна швея, чтобы сшить вещи. Вот я и шью с удовольствием. У меня выходит». Смешно называют мастером. «Я сейчас чай поставлю. А может кофе?» «Пожалуй, лучше чай», сказал Данилов. Отчуждение, черной пустотой разделившей их в Старосадском переулке, теперь исчезло. Данилов не мог и представить себе, что Наташа когда-то жила далеким, посторонним для него человеком. Прошлого не было, не было коренево, ничего не было в судьбе Данилова, а была Наташа. И была всегда. Он смотрел сейчас на нее, на легкие движения ее тонкого музыкального тела. Каждое это движение волновало Данилова. А потом, когда Наташа принесла с кухни чай, Данилов взял ее руки в свои и не выпустил их более. Глава двенадцатая Утром Данилов с ужасом вспомнил о Клавдии и Хлопобудах. Телефон в Наташиной квартире стоял в коридоре. Звонить оттуда Клавдии Данилов постеснялся. Про Клавдию Наташу он все же сказал. Тут же он поспешно и как бы себе в оправдании произнес слова о том, что видно в детдомовском и интернатском детстве он до того истосковался по простой домашней жизни с родственниками и близкими, что сразу же глаза закрыв кинулся в Клавдию фуют. Данилову стало стыдно. «Нет, я ни о чем не жалею», быстро добавил он. «Клавдию ни в чем не виню. Мы с ней до сих пор находимся в приятельских отношениях». Помимо всего прочего, Наташа могла подумать, что он дает ей понять, что и теперь его тоска по семейной жизни не прошла. Как все дурно получилось. Но Наташа будто и не услышала его слов, и Данилов был ей за это благодарен. Он ей за все был теперь благодарен. За счастье нынешнее и за спокойствие в особенности и за музыку, какая звучала в нем сейчас. Как трудно было Данилову на Покровском бульваре выйти из своего счастливого состояния и войти в телефонную будку. Вместо Клавдии ему ответил профессор Войнов. Кладю Петровна, заикнулся Данилов. Сейчас, сейчас. Клава, тебя! Данилов, это ты? У меня нет времени, энергично сказал Клавдия, но и как бы снисходя к просьбе Данилова. Через час на квартире Ростовцева. И прошу тебя, прими жалкий вид или зловещий. Вроде ты проходимец. Фу ты, с досадой подумал Данилов. Скоро, что ли, я развяжусь со всей этой хлопобудией. И тут он вспомнил о Кармадоне. Вот уже часов четырнадцать он не имел Кармадона в виду. Данилов прошел в сквер и сел на холодную лавочку. Альт положил рядом. На той же лавочке двое пенсионеров играли в шахматы. Было еще темно, лишь фонари светили, а в партии уже стоял полдневный час. Притрусили сюда с позаранку, подумал Данилов, или сидят со вчерашнего? Индикатором он проверил пенсионеров старики оказались непорченые. Дальний от Данилова игрок двинул ладью вперед, перенося ее в жертву. Ближний старик ойкнул, ладони потер, но при этом поглядел на Данилова, ища поддержки или подсказки. Он подмигнул Данилову, мол, нас с тобой не проведешь, а потом протянул руку к наиболее хищной своей пешке. В это мгновение Данилов сдвинул пластинку браслета и увидел Мадрид. Синего быка Мигуэля в городе не было. Были в Мадриде волнения, но уже без быка. Бурнобито Данилов отыскал голым в загородной вилле на берегу Мано-Санареса. Бурнобито сидел в мраморном бассейне, бил кулаками по воде. То и дело к краю бассейна подходил секретарь и деликатно напоминал Бурнобито о течении времени и о необходимости платить выкуп. Усилием воли Данилов спустился во вчерашний день. Увидел арену и публику на ней. На площади армейские части еще сдерживали натиск жаждущих зрелища знатоков, увы, безбилетных. А на арене шумел народ и тут быка Мигуэля вывезли из туннеля на орудийном лафете. Коридом был не сезон. Но мало того, что нынешняя корида проводилась и в зимнюю пору, Бурнобито еще отважился распорядиться и о неких новшествах. Вот и вывезли Мигуэля в нарушении вечных правил. Быка предъявили народу и как бы предоставили ему круг почета. Разряженные скамилью знаменитые и герои уже красиво стояли на поле. Туда же для полного эффекта были выведены и все боевые быки. Матадоры, среди них и красавица Ангелита, уравнявшая женщину Тореро в правах, при виде быка Мигуэля как стояли, так и остались стоять, словно давая понять, что видели они этого быка в гробу. Зато выведенные на парад боевые животные разнервничались, чуть ли не рассверепели. Что касается быка Мигуэля, то он, проезжая на лафете, даже не привстал. Публике не поклонился, чем вызвал ее особое уважение. Мигуэля увезли и началась корида. Сперва вытолкали быков пословее и подешевле, а заслуженных и уж, конечно, Мигуэля оставили напоследок. Что тут было? Танцы плащей, эмулет, мелькание рогов, пыль из-под копыт, одно слово товаромахия. Данилов не мог смотреть без боли на жестокую потеху толпы, на страдания невинных животных, однако при этом он был увлечен красотой костюмов и необыкновенной пластикой варварского представления. Словом, многих быков загубили, пока добрались до Мигуэля. Им бы быкам-то объединиться до принципского брата позвать на помощь. Может, тогда у них что-то и вышло. Публика все ревела, все рвала дымовые шашки, а уж, казалось, должна была бы устать от чувств. Мигуэля требовали дамы, в том числе и американские старухи. Мигуэля! Все понимали, что настало время Мигуэля. Знаменитые Матадоры Гонзалес Родригес и Резниковьес в проходе уже явили публике свои стройные ноги и расшитые плечи. Но тут вышла заминка. Ритм праздника, очарование которого вечно, явно нарушился. Было очевидно, что под трибунами скандалили. С трибуны раздался свист. И тут в нарушение всех правил и приличий бык Мигуэль вышел не сам, а опять был вывезен на орудийном лафете. Служители тоже празднично одеты, с лафета попытались Мигуэля согнать, но вышло так, что они его сгрузили. Никто не заметил момента, когда бык Мигуэль стоял на ногах, однако все его увидели лежащим на земле. Пикадоры в ярости двинулись на быка Мигуэля, и праздник продолжился. Данилов, хотя и не мог уже ни во что вмешаться, был теперь в азарте. Но сейчас вам Кармадон покажет, думал Данилов, заступьтесь за бедных животных. Однако атака мастеров Корриды не произвела на Мигуэля никакого впечатления. Уж они и пиками его кололи, и плясали перед ним, и дразнили его, и ногами пинали, и взывали к его мужскому достоинству, между прочим, и к совести, и показывали на публику, анатомал в чем виноват, и цветы швыряла, и транзисторы, и деньги платила задаром, что ли, и манили его куда-то, а он все не поднимался. Мастера менялись и ничего. В рядах заманивавших и стращавших возникла растерянность. Тут, как из засады, дождавшись своей минуты, вышли на дело великие Гонзалес, Родригес и Резниковьес. Впервые вышли вместе, а за ними и красавица Ангелита. Однако и великих ждал конфуз. Их движением и их душ бык Мигуэль остался глух. Часа полтора маялись короли Арены со своей ратью все без толку. На трибунах брали под сомнение и быка. Да он ненастоящий, что ли? Кричали. Эй, ты бык! Кричали. Не крути динаму! Ну, естественно, по-ихнему, по-испански. И тут, поддавшись секундному и южному настроению, вся толпа коридных бойцов в неистовстве с холодным оружием бросилась на принцепского быка Мигуэля. Публика вскочила в восторге. Наконец-то до Мигуэля что-то дошло. Он то ли зевнул, то ли чихнул, то ли именно повел Ноздрёй и все мастера, какие были на нем и возле него, среди прочих Гонзалес, Родригес, красавица Ангелита и Резниковьес, все они отлетели от быка далеко. Некоторые попали в публику. Бык Мигуэль поднялся, публика так и ахнула. Все увидели, какой он красавец, атлет и бык. Мигуэль, лениво, но с достоинством, повернулся задом к наиболее дорогой трибуне и опять лег. При этом подложил передние ноги под голову неловко, словно был не семилетний бугай, а телёнок. Тут и объявился отчаянный смельчак Фил Киллиус. Все думали, что он уехал в Америку, а он не уехал. Он возник у самого барьера, расталкивал полицейских и размахивал кулаками. Ясно было, что он рвётся к быку. Публика о быке забыла, она глядела лишь на Фила Киллиуса. Она верила в него, как в спасителя её собственной чести. Однако взволнованный бурнобита бросился со своих почётных мест вниз криком «Задержите его, не пускайте!» Сразу многие подумали, что бурнобита беспокоит теперь не здоровье и счастье быка Мигуэля, а, видимо, не улаженный с Филом финансовый вопрос. Вдруг Филу будет удача? Он и разорит несчастного бурнобита. Полицейские и ещё какие-то молодцы схватили Фила Киллиуса. Полицейские и молодцы были крепки. Но и Фил выходило, что не слаб. Он то и дело вырывался, кричал странные слова, грозил, что жуть, что сейчас сделает с принципским быком. Он требовал, чтобы жюри теперь же присудило ему от быка ухо, копыта и хвост. Вырваться-то он вырывался, но вырвавшись никуда не бежал, а как бы застывал и давал полицейским себя схватить. Схватенный же он опять начинал вырываться и страшно быку угрожать. Пустите, кричал Фил Киллиус, не пускайте, кричал бурнобита, пустите, не пускайте, пустите, не пускайте, пустите, взревел Фил, я его бесплатно. Взревел так, то ли раскалившись жаждой победы, то ли по молодости лет. Полицейские поглядели на бурнобита, тот не сразу нашёлся, но всё же обессиленный дал полицейским знак. Добровольца пропустить. Освобождённый Фил тут же затих, то ли удивился, то ли потерял интерес к быку. Однако назад ему путей не было. Публика не истовствовала, требовала обещанного удара кулаком. Фил запрыгал перед полицейскими, надеясь, что те опять схватят его, а к быку не пустят. Но они не схватили. Бедовый Фил закинул в отчаянии голову, но потом собрался, принял правостороннюю стойку и танцующий своей походкой двинулся к жертве. Стало тихо. Попрыгав возле быка Мигуэля, Фил подскочил к нему вплотную и как дал кулаком быку в морду промеж рогов. Мигуэлю бы копытами вверх, а он не шелохнулся. И было видно, что не помер. Бока его по-прежнему уходили. Объезженный Фил ударил ещё, ещё! Бык ему навстречу не шёл. Тогда Фил отбежал метров на тридцать и, словно пробивая пенальти, с разгона бросился на Мигуэля, но и разгон не помог. А уж Фил вошёл в раж и стал бить быка как грушу. Состоялось мгновение, когда бык Мигуэль поднял голову, взглянул на Фила удивлённо и, словно бы сплюнув, голову опять опустил. Фил кинулся вновь в рукопашную, но вскоре руки его повисли как плети. Видимо, он их отбил. Тут Фил покачнулся и рухнул вблизи быка. Служители еле подняли его, увели к трибунам. Арена ревела выступление. Наверное, никаких распоряжений и не прозвучало, а, само собой, словно из чрева арены выражение моё яростного чувства, выкатился на поле, сверкая блеском стали тяжёлый танк с зенитным пулемётом и двинулся на быка Мигуэля. Данилов задержал дыхание. Гусеницы танка, энергично надвинувшись, вызвали в принципском быке свежее ощущение. Бык вскочил. Ошарашен он глядел секунды-две на танк, потом крутанул хвостом, прижал подбородок к груди, подцепил рогами танк, перевернул его и покатил машину, словно степное растение. Зенитный пулемёт отлетел тут же. Скорострельная пушка погнулась, а что ощущал теперь экипаж, никто не знал. Никто и не думал об экипаже, все были в панике. Скачили с мест, бежали к выходам, пропуская вперёд женщин и детей. Однако у самого барьера бык Мигуэль успокоился, оставил танк, потянулся и тихо пошёл в туннель. Данилов понял, что и сейчас он не проснулся, а движется в полной дреме, ноги его несут туда, где ему было хорошо. Бык Мигуэль вернулся к своей подстилке, улёгся, прикрыл себя попоной, раздобытой Даниловым, и опять затих. Зато город был по-прежнему взбудоражен. Но Данилов, оценив ущерб, нанесённый принципским быком, несколько успокоился. Ущерб был, скорее, моральный. Многие приобрели теперь печальный комплекс принципского быка. Не исключалось, что сегодняшний позор мог вызвать появление странствующих рыцарей. Что касается ущерба материального, то он был привычным. Разбитые стёкла, опрокинутые автомобили, разорённые гнёзда любви. Были ушибы, переломы, инфаркты, но они случились бы и без быка. Был покалечен экипаж танка, но кто просил этих неуравновешенных смельчаков идти в наступление? В общем, состояние особых усилий для охраны населения Мадрида от него не потребовалось бы. Ну и ладно. Однако после кориды события двинулись дальше. В половине двенадцатого ночи принципский бык Мигуэль был похищен пятью террористами, среди них одним японцем или филиппинцем, посажен в украденный ими большой самолёт и увезён в неизвестном направлении. Через полтора часа Бурнобита получил телеграмму Кшота, что в Мавритании. Террористы или кто там они делились с Бурнобита ультиматумом. Или в одиннадцать дня Бурнобита кладёт пять миллионов на бочку и возвращает семье левого крайнего Чумпиноса, купленного им в Санто-Фе. Или в пять минут двенадцатого принципский бык Мигуэль отбывает в воздух вместе с обломками самолёта. При этом похитители поздравляли доктора Бурнобита со вчерашними десятью миллионами долларов, полученными им за кориду и за продажу телевидению права на показ быка. Власти Нуакшота заявили, что они не имеют никакого отношения к террористам, просили Бурнобита пожалеть быка, просили пожалеть и Нуакшот. У террористов лазерные пистолеты, они ими всех пугают. В Нуакшот Данилов даже и не стал заглядывать. Там вблизи была сахара, пыль и переносить самолет с Мигуэлем обратно в Мадрид Данилов не захотел, и Бурнобита был ему не симпатичен, да и мало ли, какие намерения имел Кармадон, Данилову стало жалко террористов. В это мгновение на глазах Данилова секретарь принес доктору Бурнобита новую телеграмму. Похитители в связи с упрямым молчанием Бурнобита сокращали условия действия ультиматума. Ежели через час применены необходимые меры. Жить он, возможно, и останется, но вряд ли от него появится телята. Бурнобита чуть ли не всю воду выплеснул из бассейна, а Данилов усмехнулся. Однако тут же и призадумался, а что, если Кармадон так разнежился, что все защитные системы в нем погасли? Мало ли, какие неприятности могли тогда причинить ему лазерные пистолеты. Вдруг попортят шкуру или еще что. Дело было не таким уж и спокойным. Через час я туда загляну, решил Данилов. А за час вряд ли, что они ему сделают. Он сдвинул пластинку браслета и вернулся к людям. Ближний пенсионер еще не дотянул руку с пешкой до жертвенной ладьи. Что-то будто кольнуло его, и он обернулся в сторону Данилова. Он все ждал, подмигнет ему Данилов или нет, и, видно, ему показалось, что подмигнул. Игрок обрадовался, вернул пешку на место со словами «Э, нет, ты меня не одурачишь». Противник его надулся и заявил «Да тронулся до фигуры, ходи». Они заспорили. Данилова пытались вовлечь в спор, причем ближний игрок смотрел на него как на друга, а дальний как на врага. Данилов смутился, сказал, что шахматы видит в первый раз, и бульваром пошел к стоянке маршрутного такси. Глава тринадцатая Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасьинского. Была недовольна тем, что Данилов явился позже ее. «Пошли», сказала она энергично, «прошу тебя, прими виноватый вид и глупый, мне во всем поддакивай, какие ты сегодня. Даю голову на отсечение, но дома ты не ночевал, а? Я ж вижу, другая женщина на моем месте тебе знаешь, что бы сделала?» «Хорошо, я молчу. Ты читал сегодня про синего быка?» «Чего?» удивился Данилов. «Я говорю, ты про синего быка сегодня в труде читал? Хорошо, я тебе потом расскажу». Все обошлось быстро и без волнений. Правда, дверь опять открыл обаятельный пират ростовцев, окончивший два института. Ручку Клавдии поцеловал, убрав на мгновение из арта федоровскую трубку с махорочным табаком. Попугай на его плече сидел нынче не зеленый, а синий. Клювом был крючковатее и злее прежнего, да и сам ростовцев, казалось, осунулся в ночных злодейских делах. Народу в прихожей стояло мало. День сегодня был назначен не регистрационный, а конфликтный. На этот раз нутриевую шапку Данилов к корыту не пристроил, а с ней в руках подошел к столу Хлопобудов. У передвижников вроде бы все просители имели шапки в руках. Тут Данилов увидел, что Хлопобуды и Облаков в их числе Клавдию Петровну не то чтобы бояться, но уважают. И было заметно, что она для них человек свой. Ей тут же бы восстановили очередь, но надо было соблюсти формальности. Клавдия Петровна, показав на Данилова, заявила, что он человек рассеянный, корыстный, своего рода артист, хотя и глубоко порядочный. Он-то и прикарманил ее 15 рублей, произведя затор в очереди. Данилов написал заявление, в нем слова Клавдии подтвердил. На Данилова сразу стали смотреть с сочувствием, и даже международник в красивых очках уж на что был суров каскалом и гримасом, а и тот, казалось, потеплел. Тут Клавдия Петровна, уловив в Хлопобудах слабинку, деликатно спросила, в нарушение правил очереди, долго ли ей ждать своих прогнозов. Облаков взволновался, маленький, быстрый, корсиканец Фонтенбло прошелся вдоль стола, сказал, что этого он пока сообщить не может. Я понимаю, понимаю, смиренно кивнула Клавдия Петровна, а в глазах ее Данилов прочел. Болтайте, болтайте, я тушь свой прогноз знаю. Тут бы и уйти. Но Пегий, человек с вахтенным журналом, обратился к Данилову с просьбой дать инициативной группе подписку о неразглашении. «Зачем?» удивился Данилов. «А затем, чтобы были соблюдены все условия чистоты проводимого опыта». «Пожалуйста», сказал Данилов. Когда он опустил ручку, все притихли, и у Данилова возникло ощущение, будто отныне он будет связан с хлопобудами чем-то важным, пусть не кровью, но и не чернилами. Расстались хлопобуды с Даниловым хорошо. У ростовцева вблизи дверей на плече сидел вместе с попугаем, теперь еще и хомяк. Данилов хотел пройти от ростовцева подальше, а Клавдию к румяному пирату так и потянуло. Данилов чувствовал, что он Клавдии мешает, но куда же ему было деваться? «Все», сказал он на улице, «я с ними закончил». «Ну нет», возразила Клавдия, «не думаю, они к тебе хорошо отнеслись». «А если плохо отнеслись, мне-то что?» «Не храбрись, они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке. Если что, не по ним, они тебя в порошок». «Ты меня напугал. Я и вовсе буду от них подальше». «Нет, Данилов», сказала Клавдия, «ты будешь пристегнут к моей сумасшедшей идее». Данилов хотел было возразить Клавдии, но подумал, что лучше саботировать идею молча. «Когда же ты мне идею-то откроешь?» спросил он. «Тише». «Молчи. В ближайшие дни я открою». Тут Клавдия Петровна вспомнила. «Слушай, ты не знаешь, кто такие голографы?» «Что-то читал, но не помню». «Зачем они тебе?» «Идешь ли, сказала Клавдия Петровна печально, по побочным прогнозам выходит, что через десять лет мне не так войнов будет нужен, как голограф». «Какой голограф?» «Какой-нибудь, стоящий, с умом. И мужчина». «Да бросьте». «Тебе-то и какие-то голографы». «Это не теперь голографы», возразила Клавдия Петровна. «А через десять лет, говорят, они будут более других, одетые». «Ну, смотри, а что же, войну в побоку?» «Нет, отчего же?» В голосе Клавдии вместе с печалью возникла и нежность, явно вызванная мыслью о войнове. «У нас с войновым еще есть время. но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести». «Впрочем, это частности». «Частности», явно Данилов. «Ты взяла пеньюар?» Он теперь испытывал к австралийскому пеньюару чуть ли не симпатию. И судьба его Данилова беспокоила. «Ну, конечно, спасибо тебе. Я передала твои рекомендации Войнову, он тут же велел брать. А с париками они нас с тобой обвели вокруг пальца». Они попрощались с Клавдией, однако Данилов крикнул ей вдогонку. «Слушай, а что ты говорила насчет быка?» «Ты прочти», обернулась Клавдия. «Это очень интересно. Я бы много отдала, чтобы побыть с ним рядом. Я потом расскажу». «Ну, все», подумал Данилов. «Еще два дня и все». Конец Клавдии и ехала по будам. Однако в Москве прошел час. В Мадриде стало быть тоже. Данилов приблизился к Пушкину, сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движение часов. Пластинка браслета сместилась, Мадрид предстал перед Даниловым во всей своей утренней красе. В провинцию, в народ уже двигались на лошадях Пржевальского, взятых из частных заповедников, первые странствующие рыцари, пораженные комплексом Принсипского быка. Правда, без оруженосцев. Один лишь бывший резниковьес ехал при официанте. Как Данилов и ожидал, Бурнабита сдался. Пять миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинес освобожден от условий контракта и мог вернуться к семье в Санто-Фе. Журналистов Бурнабита принял у себя на вилле, пребывая в полотняных плавках в проточной морской воде. Он выглядел утомленным, но и довольным. Своё решение он объяснил гуманными упованиями. Ему было жалко быка Мигуэля, жалко авиакомпанию, жалко служителей аэропорта Нуакшота, жалко семью этой левой крайней скотины Чумпинеса. Город ночью не спал и чего-то ждал. Решение Бурнабита не то, чтобы всех расстроило, а как-то опечалило. В том исходе было благоразумие, но не было страстей. И теперь все, даже и тихие люди, жалели, что ничего не взорвалось и не лопнуло. Это разочарование душ обернулось шумным протестом против уступки негодяям-террористам и сантофевской негодяйки женелевого крайнего Чумпинеса. Назревал скандал. Бурнабита улыбнувшись заявил, что Чумпинеса заменит куда более яркая звезда. Он, Бурнабита, не пожалеет денег. Может быть, Мюллер? Может быть, Ревеллино? А может быть... Тут доктор Бурнабита сделал театральную паузу. А может быть и сам Виктор Папаев из московского Спартака. Папаеву уже сделано предложение. Имя Папаева произвело фурор. Журналисты остолбенели. Как? Сам Папаев? Не может быть! Экстра-экстра-экстра класс! Грандиозно! Три корнера! Пенальти! Стало ясно, что проныр лукавый Бурнабита и на этот раз себя не укусит за локоть. Тем временем принципский бык Мигуэль самолетом прибыл в Мадрид. Уж на что он вчера стал неприятен местным жителям, а теперь после ночных переплетов и на Акшотского сидения его встречали как родного. С гитарами, с кастанетами. Бык опять лежал. Лишь иногда поднимал голову и смотрел на публику мутным глазом. Однако теперь в его позе и взгляде виделось нечто царственное. Вынесли его из самолета на специальных носилках человек 20, все атлеты. Данилов при этом опять пожалел бедняк террористов, в особенности японцы или филиппинцы. Тут же Бык Мигуэль был снова выдружен на орудийный лафет и в сопровождении мотоциклистов мадридскими пластами и авенидами отправлен в предназначенную ему резиденцию. Прямо в аэропорту доктор Бурнабита устроил пресс-конференцию. Во вчерашней кариде не было у него с быком ни сговора, ни какого-либо тайного соглашения. Только бессовестные люди могут теперь требовать деньги назад. Медицинские светила признали сегодня, что Бык Мигуэль находится в заторможенном, если не сказать, сонном состоянии. Видимо, он утомился в хинной роще или не доспал, или укушен принципской мухой цц, или еще не прошел акклиматизацию, но уже в ближайшие часы заверил Бурнабита. Бык Мигуэль будет бодрым и беспечным и сделает это любовь. Лучший особи женского пола типа коровы, томный, страстный, собранный сейчас в ожидании Мигуэля. Кого он выберет, дело его. Найдутся и другие трогательные натуры. Кстати, заметил Бурнабита и улыбнулся с неким большим смыслом, получена телеграмма от суперзвезды Синтии Кьюкомб. Синтия летит в Мадрид. Она готова отдать сто тысяч долларов только за то, чтобы провести час в компании с принципским быком. Ну, что же Бурнабита и ученые-консультанты обсудят просьбу Синтии? Главное, чтобы в итоге всех мер закончил Бурнабита сделать добродетель ощутительную. Еще и Синтия Кьюкомб. Синтия давно уж заткнула за пояс и Мэрилин, и Бриджит, и Элизабет. Одни камни, в оправах, какие на ней иногда висели, стоили далеко не один миллион долларов. Синтия на экране умела быть не только секс-бомбой, но и секс-облаком. Подкупало и то, что Синтия в наиболее лирических сценах перед кинокамерой не играла, а жила. Фильмы ее, в числе их сентиментальное танго, даже и в скандинавских странах шли из-под полы, да и то порезанные ханжеской скандинавской цензурой. И вот Синтия Кьюкомб летит к принципскому быку. Тут не один Мадрид, тут и Данилов взволновался. Он взглянул на Мигуэля. Бык спал в отведенной ему резиденции на львиной шкуре. Данилов зевнул. Зевнул он в Мадриде, а губы свел возле Пушкина, вернувшись в человеческое состояние. Кабы мне поспать сейчас, возмечтал Данилов. Но где уж было ему поспать? Глава четырнадцатая. Он хотел уверить себя в том, что Кармадон заразил его зевотой, но это было бы ложью. Данилов и сам не досыпал. Сегодня ладно, сегодня он не выспался, известно почему, сегодня была радость, а не досыпал он изо дня в день. И все из-за суеты, из-за долгов, из-за того, что для себя мог заниматься музыкой чаще всего ночью. По ночам он играл, но в полголоса, щадя людей. Не то, что сосед Клементьев, деревянный духовик из детской оперы, для души поместивший прямо у Данилова за стеной электроорган. Как слабосильный школьник Данилов ждал выходных дней, чтобы отоспаться. Как бы в яме сегодня не заснуть, обеспокоился Данилов. Однажды он заснул, был случай, пульт свалил. Однако смычок его и тогда не отпустил струн. Теперь Данилов усердно пил кофе в буфете и возбуждал себя хоккейными разговорами. В один из перерывов он позвонил Наташе просто так, чтобы услышать ее голос, но Данилову сказали, что Наташа ушла на склад за химической посудой. Вечером играли Настасью Филипповну. Настасья кончилась в десятом часу, а спящая с ее пятью актами в одиннадцать. После спящей Данилов мог поднимать гири, а после Настасьи лишь опускал голову под струю холодной воды. И Настасью то он любил. Это была прекрасная музыка, сочиненная мастером, нервная, высокая, как диалог Достоевского, с пронзительным смешением голосов, с точными по звуку и мелодии ответами на движение душ, страдающих на сцене, или и не ответами, а наоборот, предвосхищениями этих движений душ. Музыка Настасьи была сродни Данилову. Он знал, что и его дорога музыканта рядом или хотя бы ведет в ту же сторону, но здесь, в яме, он был не творец, а исполнитель, работник, и, помимо всего прочего, должен был хорошо считать. Данилов считать музыки любил и умел, но в Настасье именно из-за мгновенного отражения музыкой метущихся и быстрых чувств счет был сложный, как ни в какой другой вещи, только весна священная Настасье не уступала. Счет не давал Данилову в Настасье передышек. Вот и вставал Данилов в десятом часу с места измочаренный. Нынче кофе не помогал. Глаза у Данилова слепались, были эпизоды, когда он играл в полудремотном состоянии, вздрагивал, будто очнувшись, а счет в нем словно ввело некое устройство, не умевшее ошибаться. Дотянуть бы до конца да и наморозиться, мечтал Данилов. Рядом с ним сидел усатый Чесноков, молодой альтист, введенный Настасью после пяти репетиций. Чесноков все делал как надо и перелистывал ноты, и уж, конечно, производил смычком точно такие же движения, как и Данилов, однако звука его инструмента Данилов не слышал. Видно, Чесноков рабел, сбивался со счета и боялся, как бы ошибкой не вызвать гневных или язвительных слов дирижера. Оттого его смычук и летал, не достигая струн. Чесноков понимал, что Данилов не мог не заметить его хитрости, и смущался, отводил глаза. Данилов уловил мгновение и, естественно, не прерывая в уме счета, шепнул ему, не расстраивайтесь, это действительно сложная вещь, привыкните к ней и у вас пойдет, поверьте мне. В антракте Данилов поспешил в буфет в надежде, что тонизирующий напиток Байкала долеет его зевоту. За столик к Данилову и скрипач Николай Борисович Земский. Взяли пиво. Красивая девушка была с вами вчера, Володя, сказал Садовников. Красивая, согласился Данилов. Данилов, а ведь ты демон, гукер смеялся скрипач Земский. Я вас не понял, Николай Борисович, сказал Данилов. Да я насчет баб. Земский при этом наклонился к уху Данилова, а сам же загоготал на весь буфет, а в буфете были иностранцы и школьники. Ты ведь с бабами-то демон. Николай Борисович Земский был обилен телом, басом в Максима Дормедонтовича Михайлова, стаканы уже пустые, наспор раскалывал звуком лыс, зато с кустистыми вровями имел прозвище Людоед и Карабас, в коллективе слылка кахальник и бузатер, и дирижеры боялись его азарства. Николаю Бу Борисовичу с его комплекцией раздетому выступать в цирке вместо Новака, а уж в оркестре дышать могучей грудью хотя бы в гигантскую медную трубу, делать фу-пу-ф в страшных местах. А он был скрипач, причем искусный, нежнейший. Правда, последние полгода он не играл, то есть он играл, но, как сегодняшний сосед Данилова Чесноков, лишь изображает движение смычка, делал он это куда более артистично, нежели Чесноков. Из струн он не касался не из боязни совершить ошибку, а из творческого принципа. Если бы его попросили для проверки сыграть любую партию, он бы ее сыграл не хуже первой скрипки. Но с такой просьбой к нему никто не обращался. При наличии тридцати шести скрипок молчание одной из них в оркестре, пусть и нежнейшей, можно было и не заметить. Ближайшие же к Земскому скрипачи сидели робкие, знавшие, что он потом их все равно перекричит. Впрочем, может быть, они уважали его принципы. А принципы эти не позволяли Земскому создавать звук. Он принял в творчестве новую веру. По ней сочиненные им звуки должны были возникать лишь внутри предполагаемых слушателей. Он бы и вовсе бросил старую музыку, однако ему оставалось два года до пенсии, а пенсию Николай Борисович получать намеревался. В быту он был бесцеремонен, что, видно, объяснялось незащищенностью его натуры, но к Данилову относился уважительно. Во-первых, потому что видел в нем музыканта, пусть и старой школы, а во-вторых, он был членом кооператива, в котором Данилов входил в правление. У Данилова Николай Борисович и узнавал всякие домовые новости. Обижался он на Данилова, лишь когда тот, забывшись, называл его Земским. «Я не Земский. Земский были соборы и врачи», ворчал он. «Я Земской». «Миш, ты корень его хоронил?» спросил Земский. «Хоронил», кивнул Данилов. «Я вот не смог пойти». «Да». «А он ведь мои мысли о музыке почти принял», сказал Земский. «Да испугался их в суете-то». «Какие же у вас такие мысли, Николай Борисович?» спросил флейтист-садовник. «Это не за пивом», сказал Земский. «У нас с ним, с Мишей-то, были долгие беседы, но робость его взяла». «Не из-за нее ли он и прыгнул в окно?» «Думаю, что не из-за нее», сказал Данилов. «Кто знает. Я тебе, Володе, как-нибудь расскажу о наших разговорах». «Это брат...» «Да...» Тут прозвенел первый звонок. Настасью Данилов доиграл. Веки его так и не слиплись, однако он очень устал от спектакля. «Стало быть, Миша Коренев, думал Данилов, ходил к Земскому. Надо будет обязательно расспросить Земского. Теории его ладно, хотя и они любопытны, главное выяснить про Мишу». Дома Данилов, не раздеваясь, рухнул на диван. Однако нашел в себе силы подняться и сварить кофе. Подошел к телефону, постоял возле него в раздумье. Отошел. Утром они с Наташей расстались, никак не назвав то, что с ними произошло или происходило, и потому, что любое слово было бы здесь неточным, а может и ложным, и потому, что вовсе не хотели навязывать себя друг другу обручами условных понятий и укреплять то, чего, возможно, еще и не было. Она даже не сказала «я тебе позвоню или ты мне позвони», она просто закрыла дверь и все. Данилов был за это благодарен Наташе, и как бы его теперь не подмывало желание позвонить ей, он не поднял трубку. Не надо было торопить жизнь, а следовало ей самой доверить и свои чувства, и свою свободу. Однако Данилов сам-то не позвонив опечалился от того, что не позвонила Наташе. А как там Кармадон, вспомнил он. Он перевел себя в демоническое состояние, но не сразу окунулся в мадридскую жизнь. На излете своих земных мыслей он вспомнил, что так и не посмотрел ноты композитора Переслегина. «Якая безответственная скотина», отругал себя Данилов. Но сдвигать пластинку браслета обратно и хвататься за ноты Переслегина было бы теперь неприлично. Данилов сам себя изъял из людского времени. Если бы Кармадон отдыхал теперь в Москве и веселился бы с Даниловым на глазах у всех, скажем, в буфете дома композиторов, то Данилов, даже и переходя в демона, оставался бы в людском времени. Но Кармадон был теперь в отъезде. Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы. Вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке на ходу разжимал закрытые двери и оказывался между ними. То есть, на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери и времени, они сжимались опять, и Данилов возвращался в то самое мгновение, из которого по необходимости вышел. Но теперь, пока Данилов еще не очутился чувствами в Мадриде, в его кооперативной обители могли появиться известные Данилову личности. В обычные мгновения по условиям договора путь сюда им был заказан. Данилов уже слышал за стеной некое шуршание и мурлыканье, то, наверное, пробирался к Данилову на беседу египетский кот Бастер, бывший покровитель музыки и танцев, полуслепой добряк, и на заслуженном отдыхе, не потерявший интереса к событиям культурной жизни. Но сейчас же в квартире Данилова произошло знакомое ему сотрясение воздуха, передвещавшее обычно сладкие мгновения удовольствий. Все завертелось, запрыгало, кота Бастера воздушной волной отнесло обратно в египетские земли, мебель, посуда, книги, в их числе и философские, документы Данилова, страховые листки, связанные с альтом Альбании. Все было вовлечено в сумасшедшее вращение с нарастающим свистящим звуком и оранжевым свечением. Тут что-то грохнуло, зазвенело, все вернулось на свои места и на письменном столе Данилова возникла демоническая женщина Анастасия, смоленских кровей, кавалерист, девица, жаркая, ликующая, готовая утолить любовную жажду, поправшая теперь конспекты занятий вечерней сети прекрасными босыми ногами. — Здравствуй, Данилов, — сказала Анастасия и спрыгнула на пол. — Ах ты, миллионок мой, Данилов, что же ты прячешься-то от меня? Аль другую полюбил. Она смеялась, но в оранжевых глазах ее Данилов уловил и у коризну. — Да все, ну, дела, — пробормотал Данилов, — вот теперь с Кармадоном — Ах, брось, Данилов, какие дела? — махнула рукой Анастасия и сверкающими камнями, видно инопланетными, устроила в воздухе секундный фейерверк. — Что это орет-то у тебя? — спросила Анастасия. — Что? — А, это сосед. За стеной деревянный духовик Клементьева из детской оперы, как и всегда в последние три года, разучивал на электрооргане песню «Ромашки спрятались, опали лютики». Данилов до того привык к его ночной учебе, что и перестал слышать ее. — Это голову проломит, — возмутилась Анастасия и за стеной в электрооргане что-то взорвалось. — Ну вот, расстроился Данилов на ремонт, ему ведь тратится. — Не будет ночью играть, — сказала Анастасия. — Есть же постановление. — Ну, иди ко мне, Данилов, ведь я так редко вижу, теперь иди скорее. Однако она сама двинулась к Данилову, не дожидаясь его порыва, обняла его, влекущие оранжевые глаза ее были рядом. Данилов ощущал ее упоительное тело, понимал, что сейчас все опять может пойти прахом, но прахом ничто не пошло. — То есть как? — отстранилась от него Анастасия. — Ты не рад мне? В тебе и желания ко мне никакого нет. Стало быть, и вправду у тебя другая. — Мне гадали, да я не верила. Она замолчала, видно, ожидая от Данилова каких-то слов, но не дождалась. — Прощай, Данилов, сказала Анастасия в гневе. — Прощай, ненаглядный. Уже я тебе припомню измену. Ты еще пожалеешь. Она ногой топнула, прекрасная, буйная, хорошо, что пол не проломила, и тут же исчезла в гордыне, воздух сотряся и как бы дверью хлопнув, отчего электроорган Клементьева снова заиграл за стеной. Данилову стало жалко Анастасию. Впрочем, он знал, что Анастасия унывать и страдать долго не будет. Да и вряд ли он один у нее ненаглядный. — Но отчего я был холоден с ней, — думал Данилов, — из-за Крамадона. — У меня дела с Крамадоном, и я не имел права, — объяснил он себе, но тут же посчитал это объяснение наивным и фальшивым. Нет, вот почему. Прежние его жаркие свидания с Анастасией на земле происходили в местах отдаленных, безлюдных. Оттого-то стихийные явления, бывшие следствием их любви, приносили жителям не столь уж много бета-неожиданностей. Здесь же была область столичная, густонаселенная, к тому же и обильная памятниками архитектуры Данилову милыми. Вот он и забоялся. Но и это объяснение его не устроило. Соблюдая меры предосторожности, можно было и памятники не разрушить. — Нет, все из-за Наташи. Понял Данилов? Это было странно. Прежде Данилову земные женщины вовсе не служили препятствием в демонических отношениях. Явились сейчас же Данилову мысли о том, что с ними случилось. Однако он их отогнал, решив, что раздумья следует отложить до лучших времен. Но что же это за лучшие времена? Откуда они? Их у него или вообще не будет, посчитал Данилов. Или они наступили уже теперь. Может, и время чьи отменено? А что, подумал Данилов, вот ведь и Кармадона к нему прислали на отдых, и Валентин Сергеевич исчез. Может, и вправду произошло нечто. Скажем, подействовала искупительная жертва химека. Данилов взбодрился. Он уже верил в химека и в облегчение своей судьбы. Ему показалось даже, что в комнате его запахло цветами-анимонами из нежных рук химекко. Может, насчет Альтаги намекнуть, подумал Данилов, но тут же он вспомнил, что его инструмент, его музыка к демоническим силам не могут иметь никакого отношения. Вот вернется Кармадон, я с ним поговорю при случае насчет времени чей Валентина Сергеевича, в благодушии рассуждал Данилов. Вдруг Альт и объявится сам собой. А что Анастасия грозила, так это она в сердцах. Глава пятнадцатая «Батюшки!» — спохватился Данилов. Я забыл про Кармадона, и он отлетел в Мадрид. Данилов сразу же узнал, что Бурнабита взял у Синтии Кьюкомп сто тысяч долларов. При этом он, Бурнабита, заявил, что свидание с Синтией вряд ли будет полезно быку Мигуэлю, однако отказать прелестной даме он не может. Ну и наглец, — возмутился Данилов. Бурнабита улыбался, а внутренне был расстроен. Ничто не пробуждало в Мигуэле каридного бойца. Десятки отборных коров, кровь с молоком, пылких и отзывчивых, пытались увлечь принципского быка, но ни одна из них не смогла стать его подругой. В гневе жестокий Бурнабит опустил этих ни в чем не повинных существ. На мясной фарш для консервов завтрак странствующего рыцаря кормили быка лекарствами, показывали ему редкие фильмы, от каких и слепой бы почувствовал муки любви. Ничто не помогало. Дышал принципский бык ровно, а сенажную массу, пахнувшую росой, жевал машинально. — Фу ты! — Лучше б тебя взорвали в Накшоте! — свирепел Бурнабита. Впрочем, он полюбил быка Мигуэля. В Синтии Бурнабита видел теперь чуть ли не последнюю надежду. Да и Мадрид верил в Синтию. Десятки тысяч взволнованных людей пришли к особняку быка Мигуэля. Люди облепили ограду в чугунных узорах, повисли на створках ворот со сестными припасами в руках, заняли плоские крыши соседних домов, уплотив хозяевам умеренную мзду. — Ну как, как? Вошла она к нему? — спрашивали опоздавшие. — Вошла, вошла! — отвечали им с тихой радостью. Возле ворот было установлено электрическое табло фирмы «Ролекс», отмечавшее доли секунды. Бурнабита как бы держал собравшихся в напряжении и призывал их в освидетели. Если она, Синтия, продлит свои удовольствия хоть на мгновение, пусть, если честно, выкладывает еще сто тысяч. Среди публики присутствовал и переживал на лошади проживальского странствующий рыцарь Алонсо Виталио Резняковьес, вернувшийся из провинции со странствующим же официантом. Копью недавнего Тореро была привязана проволокой металлическая тарелка с портретом Синтии Кьюкомб и словами «Синтия» и «более никакая». Было известно, что рыцарь объявил Синтию дамой своего сердца и пообещал проткнуть копьем с электронаконечником каждого, кто усомнится в Синтии иных совершенствах. Пришли к особняку и любители шахмат, привыкшие узнавать о ходе партии в фойе и на улицах. Чем ближе было к контрольному времени, тем тише становилось на площади. Когда на табло Ролекс вспыхнули нули, дверь особняка распахнулась и роскошная Синтия, не подарив бурнобита ни мгновения, вышла на воздух. Она сердито обвела взглядом безмолвную толпу и сказала, устала, но зло. — Бык импотент! Толпа так ахнула. — Отмщение, сеньоры! Отмщение! — скричал странствующий рыцарь резниковьец и потряс копьем с тарелкой. Все поняли, что оскорбитель Синтии погибнет. Скорее всего, сегодня же. Официант протянул рыцарю печеное яблоко в слоеном тесте, присыпанное сахарной пудрой. Рыцарь яблоко проглотил, обдав пудрой соседних дам, но не успокоился. — Такое наделает дело, — печерился Данилов. — Изверг порожи, видно, хотя рыцарь. Да и Синтия, бедолага, наверное, в обиде. — Что они привязались к Мигуэлю? Не дают животному поспать. Данилов понял, за Мадридом нужен глаз да глаз. — Принципский бык Мигуэль никому не был теперь безразличен. Следовало ждать событий, а каких — неизвестно. — Будем глядеть, — вздохнул Данилов. Вернувшись в люди, Данилов стал стелить постель, и тут остро захотел сыграть одну из песен для сумасшедшего короля Майкла Дэвиса, шестую. Сыграл один раз и еще. — Кабы на Альбании, — подумал Данилов. Ну и без Альбании вышло хорошо. Кабы Наташа тут сидела и слушала. Ну и для самого себя сыграть было приятно. Данилов потянулся, представил Наташу спящей, нежность возникла в нем, однако он тут же вспомнил Анастасию, снова пошалел ее. А ведь она грозила, как бы Наташа не сделала худого. — Нет, Анастасия не сделает. Она земную женщину в расчет не возьмет. Вот мне что-нибудь доустроит. Данилов взял ноты Переслегину, думая пробежать их хоть наискосок. Одолел первый лист и впился в бумагу глазами. Скоро он понял, что перед ним музыка. В симфонии было семь частей. Альт вел сольную партию, но не так, как у Берлеза в Гарольде, а находясь почти всегда в состоянии любви, ненависти или усталого безразличия к ларнету и волторне. Причем волторна показалась Данилову выражением прошлого Альта. Может быть, даже и не пережитого Альта, но только пригрезившегося ему. В семи частях симфонии Данилов не увидел претензий автора. Он посчитал, что семь частей тут необходимы. Хотя я не понял пока, в чем эта необходимость. Он вообще не стал теперь вникать в замысел Переслегина. И во все случаи его партитуры, отложив это на свежую голову. Он просто понял, что перед ним вещь. Он захотел сыграть одну тему из третьей части, но не смог. А тут устала и заснул. Глава шестнадцатая Утром опять был звонок. Опять ожидание услышать голос Наташи и опять в трубке напор неугомонной Клавдии. Клавдия в канун окончания хлопот Данилова по ее списку желала напомнить о временной своей власти. Помню, помню, с досадой пробормотал Данилов. И снятый Клавдия из постели раньше звуков будильника не смог отказать себе в мелкой мести. Ну как достала книги по голографии? Пока мне хватит войного, сказала Клавдия. Он уже мой. Взят. Сегодня салют? Сегодня и ежедневно. С голографией успеется. А то еще к сроку все позабуду, если сейчас прочту. Да помнишь, я говорил о тебе насчет синего быка? Ну. Что ну? Тот был в Мадриде, а теперь у нас свой объявился. В Костромских землях, в Панкратевском районе. Кто объявился? Бык. Какой бык? Такой же, как у них. То есть, конечно, выделка у них, наверное, лучше, и рога небось не те. Но такой же гигантский, и синий, как у них, только у них был Принципский, а у нас Панкратевский. Какой Панкратевский? Данилов, с тобой говорить? У меня маска на лице питательной из томатов, и та стечет. Ты ведь газет не читаешь? Я этого Принципского быка две ночи во сне видела. Сегодня, нате вам, у нас нашли. Данилов быстро закончил разговор, натянул джинсы, накинул на голое тело пальто и в шлепанцах бросился на первый этаж. Вынул газеты, и в лифте прочел интересная находка на скотном дворе артели Прогресс Панкратевского района. Найден удивительный бык, он весь синий, а ростом выше членов артели и выше несгораемого шкафа, установленного в конторе. Это сильное и неприхотливое животное, представителей его породы еще не было на наших скотных дворах, необыкновенный бык смирный и откликается на поэтическое имя Васька. На взгляд зоотехника В. Широкова, он ни в чем не уступает знаменитому принципскому быку Мигуэлю, виденному Широковым в телепрограмме «Время». Наверное, не уступает, вздохнул Данилов. Дома он перечитал заметку, помещенную под рубрикой «Удивительное рядом», будто в ней могли объявиться новые слова. Так, значит, еще и Панкратевский. Что же я тут сижу-то, спохватился вдруг Данилов, когда мне надо в Мадрид. Вдруг этот Панкратевский-то самозванец. А очень могло быть, что и самозванец. Тотчас же Данилов ткнулся носом в изумительные ворота стиля Чуригереско. В иные дни он непременно бы исследовал их линии. Теперь же он прошел сквозь них и обнаружил, что быка Мигуэля в особняке нет. И в Мадриде быка не было. Минут двадцать назад люди бурнобиты имели его в виду, сейчас же из виду его потеряли. Переполох еще не начался, в Мадриде было тихо. Странствующий рыцарь Резниковьес, сломавший вчера копье при попытке вытащить кость Хека из зубов, спал на сырой брусчатке возле ворот особняка, а верная его кобыла Пржевальского по кличке Конкордия стояла привязанная к столбу. Данилов перенесся в северные земли. Артель Прогресс была уже на ногах. Данилов оглядел шкаф, установленный в конторе, учуял некое волнение в кабинете председателя. Причиной волнения была высоких свойств бумага, прибывшая вертолетом. Бумага указывала немедленно в сопровождении представителей отправить в Москву на выставку достижений выведенного в колхозе, это подчеркивалось, племенного быка в осле, для показа гостям столицы и обмена опытом. Правлению было жалко теперь не быка, а представителей. То, что бык у них не жилец, понимали все. Большому кораблю большое плавание. Данилов заглянул на скотный двор. Бык, интересовавший его, спал. Здесь было прохладнее, нежели в особняке Мигуэля. Дыхание панкратсиевского быка отлетало паром, но он спал. Это Данилова успокоило. История панкратсиевской находки, выяснил Данилов, была простая. Три дня назад в утренних сумерках животноводы колхоза Кукушкин А.А.И. Кулешов А.В. возле скотного двора наткнулись на незнакомый предмет. Когда они встали и осветили предмет фонарями с жужжанием, то увидели, что перед ними на снегу лежит то ли бык, то ли корова, то ли зверь. — Какая глупая скотина! — сказал Кукушкин, но другими словами. Стоял мороз. Мужики, хоть и были в досаде, все же пожалели животное и, растолкав его подшитыми валенками, повели в помещение. Там при электрическом свете животноводы поняли, что вчера у этой стервой любки приняли лишнего, да и самогон ее, видно, был дурной. Первым их движением было сейчас же бежать и похмелиться, но ноги не понесли. Тем временем бык, а животноводы уже поняли, что это не корова, тихо прошел к свободному стойлу и устроился там на соломе. — А это ведь не наш, сказал Кукушкин. — Не наш, согласился Кулешов. — А чей же? Кулешов объяснил, кто знает чей. — Может, из луча прибрел, предположил Кукушкин. — У них в луче жизнь. Сам знаешь, не то, что быки телевизоры те не принимают. — Да откуда же он в луче? Вырос бы такой, сказал Кулешов. — Это не от людей, этот из лесу. Кукушкин усомнился, но Кулешов стоял на своем. Было известно, что где-то рядом бродит медведь-шатун. Видно, этот медведь и выгнал быка из леса. Странно, но и зав фермой, а потом и другие удивленные колхозники тоже склонились к тому, что бык вышел из лесу. Быком любовались, жалели его, окликали «Васька!» и ухо у быка дергалось, будто он все понимал. Тогда и решили принять животное на артельный баланс. Случившийся в деревне командированный человек решение похвалил, он даже сказал «Это будет бык-рекордист». Однако теперь быка вызвали в Москву. «Ну и нечего мне в Панкратевском районе делать», — решил Данилов. «Выставка от моего дома в двух шагах, значит, Кармадон еще три дня выгодал. Ловок, приятель». Но вовсе не исключалось, что это и не Кармадон. Может, Кармадона растревожили, и он затеял там нечто новое с исчезновениями, сюрпризами и бенгальскими огнями, а здесь, в Панкратеве, сразу же проклюнулись Данилова недруги. Накинули на плечи шкуру принципского быка, и тут как тут. На всякий случай Данилов опять поискал следы Кармадона в Испании, но ничего не нашел. «Ладно», — сказал себе Данилов, «поживем, увидим. Сегодня же, небось, быка в Москву и привезут. Однако ни сегодня, ни завтра, ни на третий день быка в Москву не привезли». Данилов в списке забот Клавдии Петровны поставил последнюю галочку, счастливо вздохнул, «Свободу!» — вскричал он и сыграл на альте одуг радости. Галочка, ликующая от волнения, подпрыгнувшая, возникла возле пункта «Купить моющиеся обои под парчу под сатин, под вельвет, под кирпич, под дворянское гнездо, или на колхозный, или у спекулянтов, где хочешь». Вежливо Данилов дал понять Клавдии, что подобные предприятия имели место в последний раз. Хотел было и вовсе перейти на заочные с ней отношения, однако душевные слова Клавдии опять смягчили Данилова. Он понял, что ему еще придется встретиться с хлопобудами, а может и с Ростовцевым. «И все же свобода», — подумал Данилов. «Теперь я хоть брюки возьму из химчистки». «Ну, а с быком-то твоим Васькой что же?» — спросил Данилов у Клавдии на прощание. «Где он?» «Он еще два дня назад должен был прибыть на выставку». «Я туда звонила». «Говорят, все в порядке, корм выделен, но быка нет. Ты же знаешь наши скорости». «А зачем тебе бык-то?» «Как зачем?» удивилась Клавдия Петровна. «Такой бык-то!» Композитору Переслегину Данилов отправил открытку. Хотел было сам сгоряча съездить, к нему, но понял, что не хватит времени. Да и надо было почитать ноты внимательнее. Открытка вышла сухим предложением позвонить в указанное время. Но и бык, и Клавдия, и Хлопобуды, и Альтальбани, и композитор Переслегин и собственные старания в музыке были теперь Данилову словно бы и не важны. А лаковая бумажка с багровыми знаками времени Че казалась и вовсе привидевшейся. Да и что они? Данилов при людях в троллейбусе на обледеневшем стекле монеткой выводил Наташа. Наташа была всюду и всегда и в нотах, и в полетах дирижерской палочки на сцене, не только в движениях жезели или трепетной одетты, но и в шуршании занавеса, в звуках падающих цветов, пусть даже брошенных сырами артиста Володина, и дома в мечтаниях Данилова при жареве яичницы, и на улицах в торопливой схваченной морозом толпе. Данилов всюду, даже в оркестровой яме, то и дело оборачивался, не появилась ли Наташа. Однако она не появлялась и не звонила. И он ей не звонил. Теперь ему казалось, что он напрасно в последний раз не сказал Наташе, что любит ее. Он как бы забыл, что тогда эти слова сами ему не явились. Это сейчас, по прошествии трех дней, они в нем созрели. Да что я? Вот как она? Может, я и вовсе ей не нужен? Однажды он все-таки позвонил ей на работу. Ему отчего-то казалось, что с работы Наташе будет легче говорить с ним. Если он для нее чужой, то служебный телефон сделает естественной сухостью ее ответов. Но, как и днями раньше, Наташа была в походе за химической посудой. Оно и к лучшему, решил Данилов. Хоть на неделю надо успокоиться, а там, может, все пройдет, и само собой. Неделю чуть больше оставалось еще гулять на каникулах к Армадону, и Данилов полагал, что лучше держать Наташу подальше от отпускника. В последние дни Данилов много играл и в театре, и в чужих оркестрах, куда приглашали. Много играл и дома. Он уставал, и, как ни звали его Муравлевы, не мог выбраться даже к ним. Лишь однажды встретился с Муравлевым на Страстном бульваре, принял от него в долг пятьсот рублей, вырученные от продажи колонковой шубы. Деньги эти Данилов тут же отнес Добкиным, он у них брал на Альбане. В собрании домовых на Ругуновскую Данилов последние недели не заглядывал. Далеки ему стали его прежние приятели. Глава семнадцатая Наташа Данилову не звонила, а вот Клавдия по утрам звонила. Об услугах она его не просила, что сама по себе Данилова пугала, а говорила о всякой чепухе, будто с министерской приятельницею, какую купила пенер. Данилов понимал, что эти звонки неспроста, а имеют непременную дальнюю цель. Придет день, Клавдия свое решение ему и объявит. А теперь она как бы приучает его к своей ежедневной дружбе, чтобы потом его забывшего об осторожности, размягченного, застигнуть врасплох и проглотить. Нет уж дудки, опять храбрился Данилов. Между прочим, Клавдия говорила о синем быке. Она побывала на выставке и даже справа от фонтана каменный цветок видела помещение для панкратевского быка. А бык все не ехал. Клавдия ворчала, говорила, может, они его уморили? Данилов однажды чуть было не успокоил ее насчет быка. Сам не понял, как удержался. Он такое, что знал про панкратевского быка Ваську. Москва метала грома и молнии, а бык никак не мог расстаться с заснеженными просторами галической возвышенности. Но и в провинции жизнь его текла интересно. В первый день после вызова быка в столицу в артели никак не могли решить, кого посылать представителями и в каком виде. Надо сказать, охотников быть при Ваське, хоть и в Москве находилось мало. Наконец, к ночи определили в поездку для обмена опытом животноводов Кукушкина А.А. и Кулешова А.В. В сопроводительной было сказано, что они племенного быка Ваську воспитывали с грудных мгновений. При Кукушкине и Кулешове послали непьющего агронома Василькову. На тракторных санях бык Васька доставлен был к станции железной дороги. И здесь народ, стекшийся к саням, уж на что приученный ко всяким чудесам, удивлялся быку. Василькова отчего-то краснела, Кукушкин молчал задумчиво, говорил лишь Кулешов, поскольку был кучерявый, но и то одни и те же слова. Да, как бы сдох, пусть здоров вымахал. На станции долго думали, в какой вагон быка сажать. Не в товарном же ехать быку на выставку по приглашению. Потом решили, Москва Москвой, а у них и своих дел много. В Испании Данилов так и не смог обнаружить ни быка Мигуэля, ни иных следов Кармадона. Ни один Данилов искал там теперь принципского быка. Бурнобит оклокотал, вначале он предъявил иск ни в чем не повинной девице Синтии Кьюкомб, будто она очаровала Мигуэля и уговорила его скрыться. При этом Синтия никак не опровергла его слов. Адвокаты Бурнобита послали бумаги в международный суд. Бурнобита пригрозил многим странам. Если их правительство не помогут ему вызволить быка, он устроит глубокий подтяжечный кризис. Панкратевский бык Васька тем временем сидел на станции. То агроном Василькова ушла в магазин за щелками и архангельский поезд проехал дальше. То животноводы Кукушкин и Кулешов зачитались газет и забыли о представительстве. Начальник станции Курнев мучился мучился с ними наконец пошел домой к семье, поручив отправку гостей столицы диспетчеру Соломатину. — Ты этого быка-то, сказал он напоследок, грузи в багажный вагон. С северной стороны прибыл скорый. Диспетчер Соломатин подсадил животноводов и агроном шов купейный вагон, руки им пожал на прощание, а когда скорый ушел, он увидел, что бык Васька как лежал на тракторных санях, так и теперь лежит. — Что же это ты, сказал Соломатин бригадюру Первушину сукаризной, он же остался. — Ну, остался, согласился Первушин. — Как же это ты, Николай Иванович? — А ты его попробуй, подыми, сказал Первушин. — Да вон ведь у вас целая бригада. — Бригада, хмыкнул Первушин и сплюнул. — Ну, бригада. А может он буйный, бык-то, легче его разберет. — Как же быть-то теперь, покачал головой Соломатин, ведь его Москва ждет. — Эк и дел Москва, сказал Первушин. — Что они там без быка подохнут, что ли? — Ты это прекрати, скричал Соломатин, ты эти глупости из головы выкинь. Закурили, помолчали минут пять. — Я ведь что, сказал Первушин, я ведь не против. — Ну, поднимем мы этого быка, не беспокойся. Какая важность быка. — Да сколько мы таких быков? — Ну, я ведь что думаю, тут ведь другой вопрос. Если взглянуть по-хозяйски, взять бы сейчас какой-нибудь кран, как в порту, с цыплялкой, и этого быка легонько так по воздуху и перенести. Илья, вот что думает, сетку такую большую сделать, как сумку, с мотором и пропеллером, и чтобы она сама этого быка подхватила и доставила. Или вот тележку на воздушные подушки у нас пустить, а потом и на всех станциях. — Так я же тебе такую сетку-то возьму, простроился Соломатин, и подушки. — А-а-а-а, раздумчиво протянул Первушин, потом сказал великодушно, ну, ладно, можно в багажные вагоны пустить. — Ну и возьми транспортер, обрадовался Соломатин. — Возьми, Первушин шапку сдвинул на затылок. — Легко сказать возьми, он же сломанный. Соломатин был тихий человек, а тут опять вскричал. — Так что ж, ты мне голову морочишь, все, хватит, чтоб на Красноярском он у меня был в багаже. — Ну, ладно, на Красноярском, согласился Первушин, а то ведь он тут на морозе кашлять начнет. Первушину и бригаде стало жалко животное, мерзло оно ни за что, и, когда через час показался поезд, пусть и не Красноярский, бригада с помощниками из пассажиров как могла сдала быка в багаж. Уплывали, уменьшаясь последние огни поезда, взмокший Первушин глядел им вслед довольный, вышел Соломатин, спросил, — Готово бригаде-то? — Да, мы его уже посадили, счастливо улыбнулся Первушин. — О, да. — Да он на тот поезд. — Он же в Хабаровск, охнул Соломатин. — Ну, в Хабаровск, сказал Первушин, а то он тут замерз бы. Да и не все ли ему равно, что Москва, что Хабаровск, везде свои люди. Если надо, так они его и обратно отправят, а то коченил бы. — Дубина ты еловая, — только сказал Соломатин, прежде чем осесть на шпалы. Лишь на четвертый день бык прибыл в Москву. В первый день быка смотрели эксперты и только руками разводили. На утро был назначен закрытый просмотр быка для специалистов и передовиков. И лишь на третий день было обещано вывести быка на большой круг выставочного ипподрома, чтобы и широкая публика могла на него взглянуть. Было известно, что в Москву уже прилетел профессор из Оксфорда Чиверс и один из адвокатов ненасытного бурнобита. Профессор Чиверс получил возможность обследовать животное вместе с московскими экспертами. Поздним вечером он сообщил, что панкратевский бык похож на принципского, однако он выше его на 7 сантиметров, опасней рогами, желудок имеет напротив объемом меньше, а шерсть у него куда более густая и длинная, что вызвано суровым климатом севера. Объяснить одновременное появление гигантских быков в дальних точках земли профессор был не в силах, он сказал, что перед нами одна из загадок века. Адвокат бурнобита к быку не был допущен, ему лишь вручили справку, где удостоверялось, что бык Василий имелся в колхозе 5 дней назад, то есть еще до встречи быка Мигуэля с Синтией. Клавдия Петровна естественно достала приглашение и попала на закрытый просмотр быка. Взволнованная Клавдия сообщила Данилову, что взглянуть на быка явился самый свет. Клавдия перечислила, кто явился и что на ком было. И как только отстерва Драницына достала приглашение, она куда хочешь пролезть, и вся в бриллиантах, но а бык-то что, спросил Данилов, ну, бык-то, это потрясающе, это бык, там хоть давали что-нибудь задаром-то, нет, и бутербродов не было, да и пахло там, я тебе скажу, но зато бык, как он стоял, стоял, удивился Данилов. На закрытые просмотры Данилов не стал проникать из принципа, а вот на выставочный ипподром он пошел с большим удовольствием. Его звали днем сыграть в оркестре Козадоева, он отказался. Мороз был крепок, сияло солнце, Данилов легким, но праздным шагом двинулся на выставку, идти-то ему было 15 минут, уже указ, он увидел очереди. Данилов посчитал, что в этих очередях можно замерзнуть. Он решительно прошел к служебному входу, вынул удостоверение театра, взмахнул им и прошел. Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратевского быка. Цифрами были помечены все стадии быка, и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и скакательный сустав, и это самое. И все-все. Они же шли данные в сантиметрах и килограммах. По всем статьям выходило, что принципскому быку куда до нашего панкратевского. Однако время шло, первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уж должен был бы окончиться, публика волновалась, а быка все не было. Данилова толкали, лица вокруг из любопытствующих становились нервными и обиженными. Многие сокрушались, что шашлыки возле фонтана кончились, а вот теперь еще задерживают и быка. Все громче слышалось бурление людей за оградой и конницей. Чего всех этот бык взволновал, удивился Данилов. Ну, пришло бы сюда человек десять любителей, и ладно, а тут ходынка. Неспокойно стало у Данилова на душе. Вдруг крики утихли, все принялись шептать «Он от ведут». Данилов увидел «Вели Василия». Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка с адовских лет вскрикнула в восторге «Мамонт! Мамонт! Саблезубый!» Но тут бык остановился, лег на снег и, как понял Данилов, забылся во сне. Публика, восхищенная им, стала подзадоривать быка, требовать от него обещанной прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка, каково ему на снегу-то. Потом прошла и жалость, ропот возник в толпе, животноводы принялись толкать быка, но не растолкали. Усилия администрации к успеху не привели, публика стала стучать обувью по мерзлой земле, недоеденные продукты полетели в животное, публика ревела «Давайте прогулку! За что платили? Халтура!» Данилов почувствовал, если сейчас бык не встанет, будет смертоубийство. Начнется здесь, а потом прорвется народ из-за ограда, смяв конницу. Взволнованный Данилов стал пробираться к выходу на ипподромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто, шарф чуть не остался на одном из зрителей, и все же Данилов вышел на быка. Тут его попридержали милиционеры. Данилов расстроенно отошел в сторонку, народ ревел, недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Что же это я забыл, что ли?» подумал Данилов. «Что же я действую таким дурацким способом?» Он проник в помещение, где держали выставочную скотину, и там за углом сдвинул пластинку браслета. Через секунду он был уже быком, ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти. Шерсть его вышла зеленая, с белыми полосками, отчасти напоминавшая от тельняшки. Данилов четырьмя ногами пошел прямо на лейтенанта, тот поглядел на него с уважением и пропустил и опять притихло, а животноводы Кукушкин и Кулешов на всякий случай отошли от воспитанного ими быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок. «Кармадон, это ты, что ли?» «Ну...» не сразу прохрепел бык Василий. «Это я, Данилов. Вставай!» «Не хочу!» буркнул Кармадон. «Отстань!» «А я тебе говорю, вставай!» Данилов знал теперь точно, что это не самозванец. Он еще раз уже сильнее ткнул Кармадона рогом. «Отстань!» «Я говорю, вставай!» Бык Василий встал. «Теперь иди за мной!» приказал Данилов «И не зевай!» «Иди, иди, я тебе говорю!» Сначала Данилов подталкивал Кармадона, потом тот пошел сам и хорошо пошел. Они с Даниловым сделали большой круг, вызвав аплодисменты. Данилов искренне жалел, что принял такой гигантский вид с дурацкой шкурой, проявили интерес эксперты. В помещении он шепнул Кармадону «У меня больше нет времени, мне в театр. Увидимся завтра. Ты должен еще три раза пройтись по кругу, еще три сеанса, иначе с тебя публика снимет шкуру, понял?» Бык Василий кивнул, но и зевнул при этом. Данилов на всякий случай сам запрограммировал ему еще три большие прогулки. Тут же он вышел в пустынный коридор, превратился сам в себя и покинул выставку достижений. «А сон его уже не такой глубокий», отметил Данилов. «Впрочем, мне-то что? Бык этот мне порядком надоел». Тем не менее, ему и днем, и вечером пришлось слушать про быка. И чем дальше он находился от выставки достижений, тем интереснее были новости. Говорили, что уже сейчас на выставку везут еще и мамонта, или соблезубого тигра, или снежного человека, и их взяли. В троллейбусе дамы на инвалидных местах были уверены, что синий бык явился не к добру. «Вот увидите», сокрушалась одна из дам, «сильное наводнение случится в Африке. Или у нас творог подорожает». И дама эта в троллейбусе раздражала Данилова, и Кармадон вот уж устроил цирк. Все это брожение вокруг быка было Данилову противно. «Ну, ладно, там, в Испании, а у нас-то что голову терять из-за быка, пусть и особенного?» думал он, как патриот. Час ночи его разбудил звонок. «Наташа!» опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же и испугался. Кармадон был в Москве. В любое мгновение мог явиться к Данилову на постой. Наташа не должна была знать о нем, а он о ней. Но звонила опять Клавдия. «Данилов», сказала она, «ты ведь, небось, не спишь. А я тебя видела возле быка. А о чем это ты милиционера просил?» Я искал туалет. Мура сказал Данилов. «Это на тебя похоже, ты хоть видел, как бык-то прошел?» «Нет». Данилов готов был трубкой ударить по аппарату. «Я был в туалете. Значит, и главного не видел. Как наши подпустили к Василию грамотного бычка, нарочно выкрашенного в зеленый цвет, с белыми полосками, чтобы Василий принял его за своего и послушался. И этот переодетый бычок, жалкий довольно, взял и... «Хватит, прощаю, у меня зуб болит», резко сказал Данилов и повесил трубку. Зуб у него не болел, но от Клавдии мог заболеть. «Действительно, зачем я выбрал какую-то идиотскую шкуру?» отругал себя Данилов. «Но отчего же бычок? Да еще жалкий!» Засыпая, он вспомнил, что пройтись быком по заснеженному ипподрому ему было приятно. Глава восемнадцатая Утром он пошел на Ярославский рынок за овощами и у ворот рынка увидел бойкую торговлю леденцами на палочке. Данилов и сам с детства любил прозрачные, тающие во рту петушки и слоники, но сейчас очередь была уж больно длинная. «Синий бык на палочке! Синий бык на палочке!» по привычке повторял мужик смешком, хотя зазывать кого-либо и не было нужды. «Синий бык кончился!» услышал Данилов. «Остались петушки и пришельцы в скафандрах!» «Мистика какая-то!» подумал Данилов. Днем, чуть где рядом возникали разговоры о быке, Данилов отходил подальше. Флейтист Садовников признался, что был вчера на выставке и теперь чувствует себя одураченным. «Подумаешь, показали какого-то... А я-то ждал!» Скрипач Земский заметил, что следовало на ипподроме просто выставить слова «Прогулка гигантского синего быка!» В мозгу каждого из зрителей возник бы бык и его прогулка, и это было бы настоящее искусство, а не шарлатанство, как теперь. Многие сходились на том, что сейчас в Москве, видимо, в связи с синим быком, ощущается явный подъем мужской силы. В антракте «Спящий» Данилов попал к телевизору на программу «Время» и после показа «Семян, готовых к весне» увидел на экране известного комментатора Евгения Синицына. Он сказал, что наш панкратевский бык вызвал интерес и за рубежом, сегодня не один автобус привозил к его вольеру туристов, прибыл в Москву взглянуть на быка и популярный странствующий рыцарь Резниковьес на кобыле Конкорде и с официантом. «Пусть взглянут», подумал Данилов. «И это неудивительно», отметил Синицын. «Дружба сближает континенты, и вот сегодня ночью наш бык Василий посланцем сотрудничеству улетит в Канаду». Данилов вперед подался. «Да», сказал Синицын, «сегодня бык Василий подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Ришару». О канадском миллионере Ришаре из Принц-Оперта Данилов слышал. Ришар не раз прилетал в Москву. Он был знаменит и как собиратель, имел прославленные коллекции животных, фарфора и мебели XVI века. В честь сделки он подарил торговой палате манеристское кресло работы ломбардских мастеров с часами над спинкой. Теперь в ответ ему преподнесли Василия. «Неправильно сделали», сказал Данилов и пошел доигрывать спящую. Он знал, что Ришар человек деловой, поэтому завтра к утру бык Василий будет в Канаде, а там пусть спит себе до конца каникул. И все же вечером Данилов Наташе звонить не стал. Мало ли что. Он опять взял ноты Переслегина. Переслегин мог уже и получить его открытку, однако пока не откликнулся. И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. Ему показалось, что жизнь Альта в этой симфонии отражение его, Данилова, жизни. И изгибы чувств Альта это изгибы его чувств. Будто себя он ощутил в нервном движении Альта по страницам партитуры. Свои мучения и свои надежды, свою любовь и свои долги. В четвертой части он обнаружил даже летучее место, где Альт или он, Данилов, останавливается возле химчистки с намерением получить брюки, но сейчас же набежавшая волна жизни подхватывает его и несет дальше, оставив брюки висеть. Лишь изредка Альту, как и ему, Данилову, выпадали мгновения для раздумий или просто для тихих чувств, но мгновения эти были недолгие, они тут же срывались в бурю или в суету. Впрочем, все это были мысли литературные. Подобного рода мысли возникали у Данилова обычно лишь при чтении нот. Когда же он играл или слушал чужое исполнение, ему было уже не до видений и слов. Тут жила музыка, она значила для Данилова больше, нежели видение, слова, а порой и сама жизнь. Нет, это можно сыграть, воодушевлялся Данилов. Я сыграю это. Однако тут же он обдавал себя холодной водой. Где он сыграет? С кем? Неважно, где с кем, а симфонию я приготовлю, решил Данилов. При этом Альт в его душе уже вел тему из пятой части партитуры Переслегина. Хотя Данилов и положил себе о Кармадоне не думать, он думал о нем. И по привычке, и просто из беспокойства. И еще он все же рассчитывал на один серьезный разговор с Кармадоном. Надо было рассказать ему о времени чей посоветоваться. А может кое-чем и попросить. О Кармадоне он узнал вот что. Деловой человек Ришар обещал пополнить быком Василием свою галерею редких животных. Однако сразу же по прибытии Василия в принц-урперт, как Данилов и предполагал, зоологи Ришара взяли быка в оборот. Опять быка хотели усовестить и заставить его обзавестись потомством. И, наверное, Ришару еще в самолете виделись тучной стада синей масти в долине Фрейзера. Бык отогнал настойчивых зоологов Ришара движением ног и покинул галерею редких животных, как понял Данилов навсегда. Сутки Данилов провел в тревоге, все сигналы и шумы принимал в напряжении чувств, в 11 вечера услышал новость. На севере Канады, на берегу Гудзонова залива охотникам Кенноном замечено странное явление. Изо льда на тонком стебле торчал невиданный цветок, светившийся в полярной ночи. Кеннон цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в диковинном растении было установлено большое содержание молибдена. Ну все, вздохнул Данилов. Без промедления маршрутом Чкалова Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шансовый инструмент. На месте цветения он понял, что ломом ему не обойтись. Лом заменил отбойным молотком. Подо льдом земля была схвачена черной мерзлотой. Раз на Кормадоне появились волопасные растения, значит Кормадон отключился. Себе не хозяин. И как бы он не замерз на вечные времена. Долго Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица стирал, наконец в состоянии замороженного. И был он уже не бык, а то странное существо с присосками, проволоками и неизвестно с чем, какое плавало у Данилова в ванне. Данилов пытался разбудить Кормадона, но где уж тут. Данилов выргался, поволок Кормадона в Останкино к себе на квартиру. Там он сунул Кормадона в ванну и пустил горячую воду. Идея, поднял веки Кормадон. У меня, жестко сказал Данилов. Каникул тебе осталось пять дней. Считай, что быком ты побыл. Опять я оброс в опасном, увидел Кормадон. Он выпил свои пилюли, скривился, окрасил воду в синий цвет и вернул себе человечье тело. Так и не выспался, спросил Данилов. А я спал? Кормадон ошалел, уставился на Данилов. Нет, ты разгуливал с гитарой по Испаниям, сказал Данилов. Ты ведь ас! Это я зря, подумал Данилов. Да и чего я злюсь на него? Ну, возился я с ним, но я и должен был с ним возиться. Спал он, и хорошо, что спал. По крайней мере, ничего дурного не учинил. Ведь действительно устал он у волопаса, что же ему не отсыпаться. Я спал, отчаянно ударил рукой, поводя Кормадон. Я раскис! Не расстраивайся, сказал Данилов уже с некой жалостью к Кормадону. Ну, подумаешь, спал. Нет, позор, стыд ты какой. Разве я ас? Я слаб! Кормадон чуть ли не стонал. Так был расстроен. Что было, то было, но я не думаю, что теперь, заметил Данилов, ты проявляешь сильные стороны своей натуры. Ты прав, утихнув, сказал Кормадон. Теперь я его в синюю не распустил. Вот полотенце, вот пижама. Неужели ты ничего не чувствовал и ничего не помнишь? Смутно припоминаю что-то. Точно грезы водили меня куда-то, что-то заставляли делать, а я от них шарахался в разные углы земли. Я тебе потом дам газеты. Из них ты узнаешь о некоторых своих приключениях. Какой позор! Утром ему пришлось будить Кормадона. Тот хоть накануне и отказывался прилечь и просил Данилова пожалеть чистое белье, сейчас тихо спал на диване. Разбуженный он смутился, опять корил себя, спрашивал Данилова, не знает ли тот средств, чтобы вовсе истребить в организме сон. Данилов средств не знал, зазвонил телефон, Данилов услышал Наташу. Какая была досада. Хоть бы Кормадон вышел куда на секунду, за сигаретами, что ли, или за почтой, так нет. Вялый и сонный он сидел в кресле. Данилов слушал милый Наташин голос, а сам боялся назвать Наташу по имени. Говорил невнятно и коротко, будто хотел отделаться от Наташи. — Что с тобой, Володя? — спросила Наташа. — Тебе неприятен мой звонок? — Нет, я так ждал его, сказал Данилов, но тут же оглянулся «Подожди!» — чуть ли не вскричал Данилов. — Это — спросил Кармадон. — Ах! — Тумура махнул рукой Данилов. — Так. А впрочем, может быть, оно и к лучшему, что Наташа теперь позвонила, подумал Данилов. Через пять дней я ее найду и извинюсь. — Кофе готов, сказал Данилов. Вот бутерброды с сыром. Что ты намерен делать нынче? — Не знаю, протянул Кармадон. — Ну, смотри, сказал Данилов. — Посиди дома. Включи телевизор, почитай газеты со статьями о тебе. — Что ж, давай, поморщился Кармадон. Данилов, как всегда, поутру гладил электрическим утюгом черную бабочку для ямы. Из кухни он услышал громкие стинания Кармадона над ежедневными газетами. Данилов зашел в комнату. — Мало того, что я спал, поднял голову Кармадон и сказал печально, но мне еще такое нам только снится. — Это кто тебе сказал? — Сам понял. — Знаешь что, предложил Данилов, если ты более не намерен отдыхать, может быть, ты сходишь в парную, в Сандуны или в Маринские бани. Сам я сегодня не могу, но я тебе адрес дам. — Какую уж тут парную, вздохнул Кармадон. Он чуть ли не плакал. Такой ли он прибыл на землю своей волоопасной, далекой и бурной жизни? Тогда он был устал, но могуч. Тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, рискованные, но уж и со страстями. Тогда он был вулкан, а теперь он пластмассовая пепельница с угасшими окурками. Тогда он имел своим девизом слова «Ничто не слишком», а теперь ему, наверное, было бы стыдно вспомнить о них. Тогда он был бас, а теперь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь в Трике, да и то в народной опере мукомолов. У Катали Кармадона вал опасное бдение, видно, и асом со спецзаданием он уже не мог себя ощутить. Восемь дней назад при явлении Кармадона вышло само собой, что Данилов почувствовал себя станционным смотрителем, принявшего влиятельного камергера, когда-то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутное, но ощутил. Теперь же Данилов готов был стать чуть ли не опекуном Кармадону. Так все в гости изменилось за неделю. Данилов погладил брюки. Тут он услышал возглас Кармадона. — Это уж слишком. Синий бык имп... — Данилов, разве такое могло быть? Даже и во сне? — Как тебе сказать? — осторожно начал Данилов. Кармадон швырнул на пол газету с заметкой о странном поведении принципского синего быка. — Так швыряют рецензии, — отметил Данилов, разобрав только что рецензия ругательная и не желая вдаваться в подробности. Из чувства протеста и самосохранения Кармадон смотрел теперь на Данилова и Данилов знал. Кармадон надеется, что он Данилов сейчас назовет газету бессовестной. — Значит, было что-то, сказал Данилов. — Они превратил газету в туалетную бумагу. — Что же, и это Синтия входила ко мне и заявила, что быком патент? — Да как она посмела? Я разощу ее теперь. Она входила и так сказала и была возмущена быковым Мигуэлем не меньше, чем ты теперь ею. — Ужас, ужас! Кармадон закрыв глаза и откинул голову. — Я так мечтал побыть синим быком. Я ведь был синий бык. — Да, ты был бык. — Согласился Данилов. — Нет, после такого позора мне надо проситься куда-нибудь на последнее дело. Пыль какую-нибудь пересыпать в канавах на Сатурне, чтобы дурачить звездочетов. И Кармадон затих. — Оставь эти мрачные мысли, сказал Данилов. — У тебя еще все впереди, успокойся. — Нет, после этой газеты я не успокоюсь, иначе мне хоть и не возвращаться с каникул. — У тебя есть гантели? — Есть, сказал Данилов. — Пятикилограммовый. — Хорошо, я начну с зарядки. — Начни. — Потом сходи в партноле. — И схожу. Я себя пересилю. — А что, подумал Данилов, и пересилит. — Тоже мне синтия, — покачал головой Кармадон. — И коровы этого бурнобита, небось, какие-нибудь дохлые, забитые. Однако вечером, вернувшись с исполнения барабанщицы, Данилов опять увидел Кармадона унылым. На кухонном столике он обнаружил чужую газету, грязную, мятую, и на ней следы закуски, и запахи на кухне стояли чужие. — Пил с кем-нибудь? — спросил Данилов. — Да, в бане познакомился с двумя. — Кто такие? — Из вашего дома. Один водопроводчик Коли, другой из твоего театра, скрипач, Земский Николай Борисович. — Да, кивнул Данилов. — Земский у нас сегодня на больничном. Люмбагу. — Зад, что ли, он в бане-то грел? — Нет, выше. — И кем же ты им назвался? — Твой детский друг. Содержались вместе в детском доме. Теперь живу в Сибири. Специалист по молебдену. — Сибирь большая. — Мне старуха, которая у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоем месте я давно бы эту старуху превратил растение. Я ей объяснил, что я из Иркутска. — Что же, Иркутск — хороший город, — сказал Данилов. — Ну, ты опять не в духе. — А-а-а, махнул рукой Кармадон. — А может, это все от познания? — Что от познания? — Ну, — еще она сказал Кармадон, — странный случай с Синтией и другие странные случаи. Не понял. — Может быть, бессилие мое от излишнего познания? В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. — Ведь он кроткий сегодня, — подумал Данилов. — Прежде он непременно бы привратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами, а нынче был деликатным и с ней, и с земским, и с водопроводчиком колей. Тихая жалость Кармадона опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону повешенную Наташей трубку. — Чему же именно от познания? — спросил Данилов. Спросил не для себя, а как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни. — Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, беззубые, бессильны, от познания. — Зубы-то тут при чем? — искренне удивился Данилов. — Потом ты, точно такие, как мы с тобой, и не слишком удручали себя познанием. — Да нам и не надо. Мы практики. У нас дела, катаклизмы, чувства, нам в этой суете некогда. Теоретики, мыслители, знатоки, они оттого и теоретики, что они изначально бессильны и успели обессилить, вот и пошли в мыслители. Об облысении я не говорю, это другой вопрос. Наконец, мыслителям и знатокам нужно познавать и мыслить по дому службы. Им отведено время и пространство, все мгновения для них остановлено. А тут Данилов чуть было не добавил, что эти теоретики, мыслители, наверное, и обедать с горячими блюдами успевают каждый день. Но удержался. Ты не прав, сказал Крамадон и опять с печалью. Это в нас уже не истребить, это в нас профессиональное, демоническое. Мы ведь к несчастью духи познания. Ты что, забыл? Да, я практик, демон действия, я реалист и презираю мыслителей и знатоков, но я жаден, да всего жаден и сам того не желая, впитывая в себя чувственные и деловые познания, они, может, меня и погубят. Может быть, они для меня окажутся больнее откровений аналитических натур. Ты прав. Те и начинали с того, что были бессильны. А если я бессилию, я? Если я иссякну? Потому что это не спал у Лопасов. Вот и вся причина. Нет, Данилов, это отпознание, отпознание. Данилов понял, что Крамадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой и отчаянный, спорить мог о всяких предметах, в том числе и ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра. Но сейчас он не хотел спорить. То ли устал на барабанщице, то ли еще отчего. Он догадывался, отчего. Много в его жизни скопилось больного, важного, такого, что Данилов обещал себя обдумать или решить. Однако в житейской суете он то и дело откладывал обдумывание и решение до лучших времен, посчитав, что уж пусть пока все идет, как идет. И сегодня Данилов не желал раздувать спор, который мог привести неизвестно к чему. И было еще одно обстоятельство. Данилову вдруг показалось, что он холоден к волнениям Кармадона, что эти демонические сомнения его Данилова как будто бы и не касаются, словно сетывание москвичей на толкотню в троллейбусах погонщика оленей. Данилов принес коньяк и ликер «Северное сияние», купленный им в бенефисный день синего быка на мадридской карьере. На всякий случай предложил Кармадону коньяк, но вкус у того не изменился. Да, Данилов, сказал Кармадон, мы с тобой жили чувствами. Мы не из тех, кто обожает точные науки и умствование сухих голов любомудров, кто готов с лупой оползывать взглядом все закоулки изловленных душ. «Вы знаешь, я люблю вихри на вождение, спирали того, что люди называют злом, напасти, буйное и лихо. Тут моя стихия, тут я деятель решительный и рисковый, тут я жаден, оттого взял девизом «Ничто не слишком». Данилов чуть было не признался, что у него свои взгляды на зло, на вождение, лихо, но промолчал. «Но действовать», сказал Кармадон, «Это ведь не стекла бить, не кровь высасывать на манер вурдалака, не править бал». Да и стал бы я уважать себя, если бы к валопасам меня послали пробки выкручивать в подворотнях. Там нет пробок и нет подворотин, это я так, для земной ясности. Нет, мне поручили всю цивилизацию. Я должен был смутить цивилизацию, и я ее смутил. Я повернул ее ход и сам не понял еще куда. Повернул мягко и даже изящно. Ничто не скрипнуло и не сломалось. Как мастер я был доволен. Но чего мне это стоило? Тут Данила чуть было не дал Кармадону понять, что он забылся и говорит о вещах, которые ему следовало бы держать за зубами. В дружеской беседе тем более. Я вынужден был изучить всю их цивилизацию, насквозь, понять ее. А у них ведь и философии есть, да объемостей, рискованней, земных, и привычки покрепче, философии. Я путал их сновидения, но ни с наскок и не подпуская соблазнов, они от них устали. Нет, я должен был как бы создать свежую философию, оснастив ее новейшими данными точных наук, чтобы глиры ей поверили и этой философией пропитать их сны. Каково? Но ведь я и сам отравлял сознанием. Я от него уставал и мучился, от него, а не от бессонницы. А что дальше? Ведь я так такое узнаю, что не только бессилишь навсегда и обретешь равнодушие, но и спросишь, а зачем? Зачем? Я путал волопасом сны. Зачем мы? Зачем я? Зачем мне бессмертие? Кармадон замолчал. Данилов тут же хотел опять сказать Кармадону, что усталость пройдет, что кому-кому, а именно им с Кармадоном беды от познания не грозят. Какие уж, мол, у них такие познания. Но смолчал, понял, что слукавит. Да, из лишних знаний сам он Данилов избегал, но каких? Тех, что могли бы войти в него, словно программа с перфокартой в математическую машину, сами собой и без его, Данилова, усилий и мучений. Кому что? Данилов говорил себе, что если он будет знать все вширь и вглубь до бесконечности, жить ему станет скучно. Все о прошлом знать он, пожалуй, был согласен. Однако тут не все архивы были ему доступны. Ну, ладно. Иному человеку, прилежному подписчику журнала «Здоровье», доставляет удовольствие ежесекундно чувствовать, в какой из его кишок и в каком виде находится сейчас пища, и какая из костей его скелета куда движется. Данилову однажды любопытно было изучить, что у человека внутри, но помнить всегда о своих капиллярах, брыжейке, артериях, венах, седалищном нерве ему было бы противно. Тогда он был бы не Данилов, а мешок с кровеносными сосудами и костями. Он знал, что музыка любит счет. Он жил этим, он брал ноты и в каждой вещи первым делом видел свою арматуру, свои опорные балки, свои перекрытия и ложные своды. Но это его профессиональное знание тут же уходило, куда-то далеко-далеко. Было таким же естественным, как и умение пальцев Данилова иметь дело со смычком и струнами. Если вся математика была для него главным в музыке, Данилов давно бы разбил инструмент. Не Альбания, конечно. Музыка была его любовь. Любовь он мог принять только по вдохновению, а не по расчету. И жизнь его была любовь. Любовь же требует тайн, преувеличение, фантазии, удивления, считал Данилов. На кой ему нужна любовь холодного ума. Холодный ум чаще всего и обманывается. И уж, как правило, своего не получает. Что-то получает, но не свое. Как известно, Данилов еще в лицейские годы имел возможность все знать, все чувствовать, все видеть. Возможностью этой он пренебрег. От скуки демонических откровений его стали мучить мигрени и колики в желудке. Он прикинулся легкомысленным простаком с малым числом чувствительных линий. Медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от большого откровения. Освобожден без намительных волокит. В ту пору вышел циркуляр, не писанный, но разъясненный. Не всех лицеистов одаривать откровением, дабы не принести вреда ни им, ни делу. Данилов, если б захотел, мог тайно, в единое мгновение, все знать, все чувствовать, все видеть. Он сохранил себе это умение, но он и специальным-то аппаратом познания средних возможностей по СВ-20, врученным ему с лицейским дипломом, пользовался редко. И то в служебных целях, а не для себя. Для себя он все открывал сам, будто человек. Но уж зато какую радость доставляли ему эти открытия. Сейчас он вдруг подумал, что Кармадон, наверное, прав. Ведь в самом деле разумом и чувствами и он, Данилов, впитал в себя столько знаний, что и представить трудно. И чужие открытия вошли в него, мелодией, словом, линией, цветом, знаком припинания, но вошли в него не сами собой, а словно бы притянутые его натурой. И пока они нисколько не пугали его. Напротив, они входили в его радости, в его страдания, в его любовь и его музыку. Они делали их звучнее и ярче. Однако теперь слова Кармадона расстроили Данилова. А вдруг печали Кармадона имеют основания? И наступит время, когда он, Данилов, устанет от жизни и музыки, как скрипач земский. Вдруг в познании погибель. — Новый Маргарит, сказал Кармадон, пошел в мыслители, и ты бы видел, на кого он стал похож. Кармадон поморщился. Новый Маргарит, брат Кармадона, прежде выглядел вполне спортсменом. Он мне жалок, а Новый Маргарит говорит, что ему сладкое ощущение вечности? Что по-твоему вечность? Ну, задумался Данилов, ощущение вечности, наверное, это когда для тебя свершившееся не исчезает, а будущее уже свершилось. — Ну, хотя бы. Сладкое ли тебе было бы это ощущение? — Свершившееся пусть не исчезает, сказал Данилов, а в том, чтобы будущее уже свершилось, для меня никакой нужды нет. — Так на кой нам с тобой ощущение вечности? — Что зарекаться заранее, сказал Данилов, а вдруг когда-нибудь захочется ощутить вечность? — Ну и ощущай, обиделся Кармадон. — О чем это я? — подумал Данилов, захочется вечность ощущать. В последнее мгновение перед временем Че Данилову стало ясно, что если направление разговора не изменится, толку будет мало. Кармадон думает сейчас о своем, он о своем, пусть он выговорится, решил Данилов, душу отведет, я уж потом как-нибудь вставлю словечко времени Че. Нечего мне пока разводить турусы на колесах. Точно же Данилову на ум пришла мысль, что он подумал безграмотно. Турусы на колесах — это древние осадные башни на колесах. И как их можно разводить? При этом Данилов не мог не отметить, что в его натуре на самом деле осело много мелкого знания, вроде как об этих турусах. А зачем оно ему неизвестно, если только помогать Муравлеву решать кроссворды? Но Муравлев подписан на энциклопедию с укороченным текстом уже выкупил четырнадцать томов. — Эх, Данилов, сказал Кармадон, что же мне теперь? И девиз менять — ничто не слишком. — Как бы так, вот тебе и ничто не слишком. А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова мои. Неужели я стану мелким? А может, крамола заведется у меня в голове? Ужас какой! — Пройдет все, махнул рукой Данила. — А это Синтия, спросил Кармадон, она хоть интересная женщина? — Она не в моем вкусе, но многим нравится. Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку северного сияния, опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась. Данилов, понимая, что улавливает мгновение небескорыстно, все же поддался слабости и, спеша, но и смущаясь, рассказал Кармадону о лаковой бумажке со временем Че и ловком порученце Валентине Сергеича. Инструмент работы Альбании в рассказ не вошел. При этом Данилов отдавал себе отчет в том, что если бы Кармадон сидел сейчас перед ним спелым асом со спецзаданием, каким явился в первый день каникул, он, Данилов, ни единого слова о времени че произнести бы не смог. — Что-что? — переспросил Кармадон, подняв голову. Данилов повторил. — Эк и тебя! — выговорил Кармадон. — Кто же этот Валентин Сергеич? Вошь, наверное, какая-нибудь. Удивленный новостью, он, естественно, думал прежде о мелочах, отставив суть дела пока в сторону. — Ты в ведомстве канцелярии от того света? — спросил Кармадон. — Да, кивнул Данилов. — Канцелярии от того света. Так, думал вслух Кармадон. — Там у меня... Он бровь сдвинул, обозначив напряжение мысли. Спросил, а ты часом ничего не натворил? — Да нет, пожалуй, плечами Данилов, ничего эдакого, если только мелочи какие. — Честно? — строго спросил Кармадон. — Честно, кивнул Данилов, но не слишком решительно. — Ладно, кивнул Кармадон, не отчаивайся, ведь ты же способный демон, я-то тебя знаю. Мы разберемся. И я, и новый Маргарит, он теперь на вершине. Кармадон опять откушал северное сияние. Он был сейчас добр к Данилову, он жалел его, как жалел себя, приняв Данилова за жертву познания. — Выручим! Ребром ладони Кармадон ударил по столу. Глава 19 Проснувшись, Данилов обнаружил Кармадона в занятиях с гантелями. Кармадон был гол до пояса. В шесть вечера, когда Данилов вернулся из театра, он и вовсе не узнал Кармадона. Данилов почувствовал, что Кармадон уже нуждается в присмотре. Вечернего спектакля у Данилова не было, завтра он имел выходной, это было кстати. Завтра каникулам Кармадона наступал конец. Данилов снова мог жить сам по себе. Естественно, при условии, что усердиями Кармадона время Че, ему Данилову будет отменено или отложено на долгие годы. Данилов верил в благополучный исход нынешней затеи. Хотел верить и верил. Кармадон выяснилось для бодрости духа утром не только упражнялся с гантелями, но и бегал трусцой в направлении дворца Шереметьевых, ныне музея творчества крепостных. Был он и в банях, уже не Марьинских, а Селезневских, опять со скрипачем Земским и водопроводчиком Колей, к которым привык. В бане ни зяб и ни зевал, парился от души и из шайки швырял на раскаленные камни исключительно пиво. И Земский и водопроводчик Коля, будучи в голом виде, очень хвалили Кармадону фильм «Семнадцать мгновений весны». Кармадон, выйдя в предбанник подышать тихим воздухом и накрывшись простыней, взятой у простынщика, тут же устроил себе просмотр всех двенадцати серий. Просмотр прошел сносно. Лишь соседи в мокрых простынях, спорившие о стерляде, помешали Кармадону внимательно выслушать музыку композитора Теревердиева. Впрочем, Земский музыку бронил, а слова песен Коля Кармадону напел в парной. Потом Кармадон вместе с Колей и Земским еще гуляли, имели и приключения, правда мелкие. Теперь же Коля и Земский сидели дома у Данилова и пили, разложив жареную рыбу хек на нотных листах. Данилов отправился прямо на кухню с намерением подать закуску на тарелках, однако остановился, охваченный колебаниями. В холодильнике он имел лишь банку скумбрии Курильской в собственном соку. Он хотел было угостить Кармадона в последние дни каникул, как следовало бы московскому хлебосолу, но вряд ли имел право тратить представительские средства на скрипача Земского и в особенности на водопроводчика Колю. Тут Кармадон явился на кухню, рассеял сомнения Данилова, сказав, «Что ты тут крутишься с тарелками? Сегодня угощаю я». «У нас так не делается», начал было Данилов «И молчи», заявил Кармадон. «Ну, смотри». «Я теперь знаю, кто ты», сказал Кармадон и пальцем ткнул Данилова в бок. «Я в театр к тебе заглянул, в яме твоей посидел за барабанами и тарелками. Еще кое-чем интересовался. Я справки запросил о тебе в канцеляриях и получил их. Вот и знаю, кто ты». Кармадон улыбался чуть ли не благодушно, но в благодушии его Данилов уловил и нечто металлическое, возможно, молибденовое. Стало быть, все проверил. «Ну и кто же я?» спросил Данилов. И он решил окрасить разговор улыбкой. «Как тебе сказать, ты вроде этого Штирлица, ты тот свой, туземец, ты думаешь по-здешнему и пеликаешь по-ихнему, ты здешний, ты земной». Тут Кармадон остановился, как бы желая подержать Данилова в напряжении, а уж потом либо одобрить его, либо разоблачить. Одобрил, похлопал Данилова по плечу. Так и надо. Кармадон включил на всякий случай все три программы приемника Аврора, стоявшего на кухне, разом, пустил воду в мойке на полный звук, он пододвинулся к Данилову и зашептал ему на ухо. «Нам такие нужны. Я устрою тебе перевод в нашу канцелярию от нравственных переустройств. Наша-то канцелярия примет тебя и отцепит от твоей теперешней. И уж они тебя достанут со временем, че. Только тебе придется подписать наши условия. Согласишься ли ты? А вдруг приемник и вода в мойке не помешают услышать Кармадон, подумал Данилов. Надо было еще в туалете воду спустить. Ладно, шепнул Данилов. Завтра все и решим. Ладно, кивнул Кармадон. Андрей Иванович, где вы? Крикнули из комнаты. Пошли к ним, сказал Кармадон. Тебе нужно будет еще подписать все мои каникулярные документы. И уж помоги мне приобрести сувениры. Как же мы с тобой раньше о сувенирах не вспомнили, сполошился Данилов. Завтра все магазины будут закрыты. Голова моя садовая сразу же подумал он. Я впрямь соображаю лишь по здешнему. Причем тут магазины. Но Кармадон, казалось, не заметил его оплошных слов. Впрочем, в магазинах одна дрянь, сказал Данилов. Придумаем что-нибудь. Он готов был сейчас угодить Кармадону. И из-за стечения обстоятельств и просто так от души знал он и какие сувениры будут иметь успех в каждом из девяти слоев. Андрей Иванович пробосил из комнаты Земский. Андрей Иванович это я, объяснил Кармадон. Андрей Иванович Самов из Иркутска. Твой гость. Пошли. Здоров, Данилов, обрадовался хозяин Земский, но тут же от чего-то и смутился. Здравствуй, Володя, сказал водопроводчик Коля. Он был одних с Даниловым лет, поэтому и называл его Володей. При встречах, даже и в трезвом виде, всегда улыбался Данилову, уважая его. Данилов ни разу не засорял туалета и сам спускал черный воздух из батарей, когда давали горячую воду. Николай Борисович обратился Данилов к Земскому, все еще пребывавшему на больничном листе. Как вы чувствуете себя? Спасибо. Ничего. У вас люмбага? Люмбага, хохотнул Земский. Вот сегодня хворый местовенчиком прорабатывал в бане. Но и музыку не забыл. Недавно твоему иркутскому приятелю Андрею Ивановичу исполнил свои новые сочинения. Ну и как, Андрей Иванович? Забавно, сказал Кармадон, забавно. Как это ваше направление в искусстве называется? Тишизм, сказал Земский. Тишизм. Что это краны течь хотят? Вставил водопроводчик Коля. Действительно, выхотнул Земский. Сейчас, сказал Кармадон. Он сходил на кухню и принес три запотевшие бутылки водки и две северного сияния. Кускам жареной рыбы хек добавились шпрота на черном хлебе, банка килек, и, Данилов обратил на это особое внимание, банка скумбрии курильской в собственном соку из его холодильника. Что это он, удивился Данилов, или все истратил в чистую? Данилов захотел улучшить стол. В воображении его тотчас возникли цыплята табака и седла барашка, однако Данилов подумал, что своими угощениями он будет неделикатен по отношению к Кармадону, и он вернул горячие блюда в рестораны, местные и балканские. Лишь некий аромат жареной баранины остался над рыбным столом, земский учуял его и насторожился, но Коля уже разлил. И понеслось, и покатилось. Данилов пить не хотел, однако пришлось. Улучив мгновение в бестолковой шумной беседе, Кармадон отозвал Данилова в прихожую, открыл встроенный шкаф, достал меховые ушанки и поинтересовался, сгодятся ли они в сувениры. Где-то их достал, спросил Данилов. Оказывается, белым днем, когда Кармадон с земским и водопроводчиком Колей шли из бани подземным переходом и беседовали, дурной подросток снял на ходу с Кармадона теплую шапку и побежал. Кармадон хотел было догнать подростка, но Земский с Колей сказали, что этого делать не надо, а надо идти в милицию. Кармадон и пошел, а Земский с Колей возле отделения сразу же вспомнили, что их дома ждут дела. Колю затопленная Герасимовыми квартира Головановых, Земского птица Феникс, о которой он собирался сочинять ораторию. Кармадон в милиции рассказал про шапку, предъявил иркутские документы, написал заявление и стал ждать. Ему удивились, спросили, что вы сидите тут, гражданин? Кармадон объяснил, что он ждет шапку, не резон ему с голой головой идти на мороз. Все сотрудники сошлись поглядеть на Кармадона. Кто-то сказал, что он верно пьяный, и сам нибудь более вежливый посоветовал Кармадон идти домой. Не пойду, сказал Кармадон. Куда же он мог идти? По возвращении с каникул ему бы пришлось отчитываться в хозяйственной части за шапку. Она ведь возникла на нем не из ничего, а из казенных флюидов. Кармадон рассердился, и через пять минут в отделении все задвигалось и напряглось. Просили Кармадона дать словесный портрет головного убора. Мех Кармадон назвать не смог, сказав лишь, что лохматый, не помнил он и своего размера. Сержантовым ремнем Кармадона обмерили голову. Через сорок минут Кармадону предъявили одиннадцать его шапок. Среди них, как увидел Данилов, были две пыжиковые, одна из андатры олимпийского фасона, четыре кроличьих, свежих, одна лисья, одна меха-сикача, одна каракулевая, одна из верблюжьей шерсти. Кармадон сказал, что не может точно определить, какая шапка его, а какая нет. Тогда ему предложили отвезти домой все шапки на опознание жене или знакомым, а после, когда представится случай, ложные шапки вернуть. Вот Кармадон, поколебавшись, забрал их и теперь думает, не сгодятся ли они в сувениры. Сувениры это прекрасные, сказал Данилов, но ты же обещал вернуть десять шапок. У меня нет времени, сказал Кармадон. Значит, кто-то будет ходить без шапок. Или родственники твоих спасителей, или еще кто. Ну и что, с меня-то вон, сняли шапку? Тут Кармадон взглянул на Данилова холодно. И потом ты говоришь странные вещи. Ты что, Данилов? Действительно, подумал Данилов, что это я... У меня своя роль, со значением, сказал Данилов. Ах, ну да, спохватился Кармадон. Но ты не беспокойся, следов я не оставил. Они не знают, где я гощу и к кому увез шапки на опознание. Ну, это хорошо, сказал Данилов. А завтра мы присмотрим другие сувениры. В дверь позвонили. Гостем явился Кудасов. Данилов Кудасова впустил, однако был удивлен его прибытием. Кудасов и сам чувствовал себя неловко, бормотал, что вот, мол, Данилов не раз приглашал его в гости, он все не мог, а тут шел мимо и подумал, да и заглянул. И прекрасно сделали, сказал Данилов. Хотя и готов был погнать этого Кудасова в шею. Однако, что это Кудасов-то припрел? И тут Данилов понял. Кудасову ехать из дома к Данилову было минут сорок. Сорок минут назад в воображении Данилова возникли цыплята табака и седла барашка с балканского полуострова, ароматом наполнив его холостяцкое жилье. Вот Кудасов и уловил то сладостное мгновение. Его можно было понять. Данилов не обедал у Муравлевых, и Кудасов три недели напрасно шевелил усами, ловившими запахи муравлевской кухни. Данилов и сам был не прочь поесть нынче сытно. Он шепнул Карамадону, «У меня есть на представительство, но все равно в бухгалтерии их потом спишут». «Наваляй», сказал Карамадон. Данилов ввел Кудасова в комнату, представил его гостям-ветеранам. «Кудасов, Валерий Степанович, лектор по существенным вопросам». Земский отчет хохотнул, а водопроводчик Коля Кудасов очень обрадовался. Данилов, наблюдавший за ноздрями и усами Кудасова, сострадал гостью. Кудасов учуял аромат жареной на углях баранины, а предположить мог одно, она уже съедена, он опоздал. Данилов пошел на кухню, получил заказ из двенадцати предметов, выписал по слабости и легкомыслию еще и ресторанный столик на колесиках. На этом столике привез закуски, напитки, горячие блюда в комнату. «Андрей Иванович угощает», сказал Данилов. Кудасов оборвал умные слова, усы его приняли стойку. Потом по кудасовским усам текло, но и в рот попадало. «А вот вались, Степанович», сказал водопроводчик Коля, закусывая жареным хеком. «Насчет синего быка что вы объясните?» «Насчет синего быка» кивнул Кудасов и подцепил вилкой новый кусок баранины. «Да, насчет синего быка», поддержал Коля Данилов. «Ну что же, сказал Кудасов, «сейчас ясно одно. Родиной исполинского быка являются скорее костромские леса, нежели принципские хинные рощи». «Да куда им хинным рощам-то?» сказал Земский. «А он нет пришельцев?» в упор спросил Коля. «Каких еще пришельцев?» снисходительно поглядел на Колю Кудасов. «Все говорят», сказал Коля, «это пришельцы их сюда завезли три тысячи лет назад, а когда уехали, законсервировали их до поры до времени в спячки. А эти две штуки из спячки вышли?» «Консервируют быков», засмеялся Земский, «на мяскомбинатах». Андрею Ивановичу из Иркутска слушать про быков такие слова было неприятно. Он поморщился и сказал «Ну что все про быков и про быков, про этого синего в Москве стали забывать, а вы вспомнили. Теперь в Москву стоматологи приехали, про них говорят». Андрей Иванович был прав. Два дня как отбыл бык Василий в Канаду, а оказалось, что прошла вечность. Панкратевские страсти и разговоры словно забылись, а о том быке в белую полоску в Москве совсем не помнили. О, быстротечность московской жизни, будто и нет в тебе неводов. Собрался в Москве конгресс стоматологов. Вот о нем теперь и видели. Кладия Петровна уже отсидела на открытии конгресса с гостевым билетом, теперь желала попасть на пленарное заседание. В публике шли слухи, что в последний день работы конгресс специальным решением запретит бормашины. Отныне зубы станут лечить без всякой боли технической водой и сжатым воздухом. Множество чудесных событий летело своей чередой, где уж тут было удержаться в центре внимания синему быку. А этот ихний бурно обито, опять вступил Коля. Я в транзисторе слышал, решил возле дома на лужайке своему быку поставить памятник из одной бронзы. Стоит, значит, бык и ногу переднюю держит на упавшем женском теле, на синтии этой. Вроде он ее победил. Ну, отведите, сказал Кудасов. При чем же здесь пришельцы? Точно, спросил Андрей Иванович. Такой памятник будет? Передавали так, сказал Коля. Или вот анекдот я про синего быка слышал. Анекдот был неприличный, для быка обидный, и Данилов, чтобы оберечь от него ранимую натуру кармадона, прервал анекдот тостом, посвященным съезду стоматологов. Дальше пили и закусывали. Данилов дважды прикатывал из кухни на столики сменные блюда с напитками. Не раз компания впадала в хоровое пение. Еще в бане водопроводчик Коля напомнил Андрею Ивановичу песню «Ромашек спрятались увели лютики». И теперь Андрей Иванович ее с удовольствием пел. Их с Колей поддерживал пока еще не уставший от угощения Кудасов и, что удивительно, тишист земский. И Данилов Духовиком из детской оперы Клементьевым тот сейчас же и зычно заиграл пролютики на электрооргане. «Да что он шумит-то? Этак рыбу в реке глушить можно!» рассердился Кармадон. «Он и ночью гремел!» И опять в электрооргане за стеной что-то взорвалось. В разгар застолья позвонила Клавдия. «Данилов, ты мне нужен!» сказала она. «Сейчас я за тобой заеду!» «Извини, сказал Данилов, у меня гости». «Бабы или мужики?» «Мужчины», сказал Данилов. «Сколько вас?» «Пятеро». «Вот и хорошо», сказала Клавдия. «Один лишний, а четырех я заберу». «Куда заберешь?» «Тяжести таскать!» «Надеюсь, настоящие мужчины не отхажут даме в помощи. При тебе есть Войнов». «Войнов!» «Войнов создан для науки!» «Турки у него!» «Ладно, жди меня», сказала Клавдия Петровна и повесила трубку. Через полчаса Клавдия прибыла. Она глядела гостей Данилова, осталась ими довольна, присела на минуту, давая мужчинам время на сборы. «Я вас моментально привезу обратно», сказала Клавдия. «Там дел всего минут на пятнадцать. Я бы и одна, но камни тяжелые». Николай Борисович Земский сейчас же сослался на больничный лист и люмбага, вызвался сторожить квартиру Данилова. «А вам и все равно не осталось бы места в машине», сказала Клавдия. «И потом, такие огромные мужчины, как вы, они ведь самые бесполезные», Земский кивнул, согласившись. Клавдия спешила к коридорам и на улице к машине шагала быстро, не оглядываясь, уверенная в своих помощниках, а те старались от нее не отставать. Данилов-то по привычке. В это проводчику Коле было все равно, где теперь исполнять песню «Прошу меня не узнавать, когда во сне я к вам приду». Но спешили, втянутые в движение Клавдии и вы энергии и кудасов, кому подобное движение прежде было бы чуждо, и Кармадон. Вот что примечательно. И потом ехали в воиновской Волге в некоем напряжении, куда неизвестно. Но все в готовности сейчас же исполнить просьбы Клавдии или требования. Она сидела за рулем, решительная, зловещая, как царица Тамара в холодном ищелье Дарьяла. Было темно, и Данилов не понял, куда их завезли. Выскочили из машины возле забора товарного двора какого-то вокзала, скорее всего, Ярославского. Клавдия раздвинула коричневые доски забора, пропихнула в щель водопроводчика Колю, Кармадона, Данилова, сама пролезла на товарный двор, а Кудасова оставила возле щели в дозоре. То с угробами, то по шпалам, то под товарными вагонами Клавдия долго вела помощников, будто группу диверсантов, и, наконец, вывела к кирпичной стене. Возле стены стояли сбитые из досок ящики, присыпанные снегом. — Два берем, сказала Клавдия. — Ты, Данилов, с этим, а я с этим. У Данилова этим был водопроводчик Коля, у Клавдии Кармадон. Ящики оказались тяжелыми, килограммов по семьдесят. Лишь добросовестные старания Клавдии вызвали в Данилове прилив сил, кое-как дотащил он с Колей ящик к охраняемой Кудасовым щели. А Клавдия с Кармадоном опередили их метров на десять. Пыхтя нервничая пропихнули ящик в щель, оторвали еще доску. Возле машины при свете фонарей Данилов разобрал на ящиках надписи «Камчатская экспедиция вулкан Шевелуч». За вагонами в тревоге, но и судалью засвистел сторож. Один из ящиков сунули в багажник, другой — на задние сидения, сами вмялись в машину и, словно бы чувствуя погоню, помчались в автомобили улицами с редкими фонарями. Коле опять стало тепло в машине, и он запел, хоть и был придавленный Кудасовым «Шапки прачь, в лесу поют дрозды, певчие избранники России». Подъехали не к Войновскому дому, а к дому Клавдии, когда-то и Даниловскому кооперативному. Клавдию с ящиками пустили лифтом, сами поднялись пешком. Кудасов дрожал, усы его дергались, но Клавдия успокоила лектора, сказав, что за эти ящики судить его никто не будет. Они забытые и, видно, никому не нужные. Но, впрочем, нынешней поездкой она попросила не хвастаться. Как и было обещано, Клавдия отвезла мужчин к Данилову и сама посидела с ними полчаса. Квартиру Данилова она, возможно, и украсила, но от чего-то прежней душевности в компании не возникло. Кудасов, обозрев пустые уже тарелки, нашел, что ему следует вернуться к конспектам. Было видно, что и при горячих вторых блюдах он бы теперь откланялся. Душа его была в смятении. Земский вблизи Клавдии затих, хотя и считался бузатером и ахальником. Водопроводчик Коля был весь в песнях. Один кармадон неожиданно для Данилова проявил интерес к даме. Нечто давнее знакомое Данилову зажглось в его глазах. Часом раньше при явлении Клавдии Данилов обеспокоился. Он знал, что кармадон женский пол после случая в Синтии и коровами Бурнобита был ненавистен и мерзок. Он ждал от кармадона поступка мстительного или грубого, но кармадон и в машину за Клавдией спустился, и под вагоны нырял, и ящик тащил. Теперь он смотрел на Клавдию мечтательным взором, поигрывая брелоком с костяной обезьяной. Эка все повернулось. Да ведь я не сам Данилов кинулся за Клавдией, волочил дурацкий ящик от вулкана шевелуч, на рождение какое-то. Вот ведь неистовая баба и неумная, к тому же. И как-то Войнов, автор книги о Турции, на ней женился, не пойму. Впрочем, он тут же вспомнил, что и сам был женат на Клавдии. Клавдия выпила кофе, поблагодарила Данилова за помощь и гостеприимство. Данилов хотел был ее из вежливости удержать, но не удержал. Галантный Кармадон вызвался проводить Клавдию. Та кавалером была довольна, на шутки Кармадона отвечала искренним громким смехом, в дверях Кармадон подмигнул Данилову со значением «Ну, проводи, проводи», подумал Данилов. Глава двадцатая К любезностям Клавдии с Кармадоном Данилов решил не проявлять интереса. Их дело. Чего от Кармадона он не ожидал, так это подмигивание в дверях. Кармадон был из рода с традициями, имел приличные манеры, а тут какое-то балаганное подмигивание и явная нагловатость во взгляде, будто Кармадон соблазнитель из мытищ. Данилов подумал, что Кармадон видно нервничает, во что бы то ни стало, желает истребить в себе синтиин комплекс, возродить веру в свои мужские свойства, да вот боится худшего. Что же у него выйдет с Клавдейта при робости? Водопроводчик Коля все еще пел, заняв диван, и требовал, чтобы Данилов подыгрывал ему на скрипке. Николай Борисович Земский поднялся, кряхтя и лелея люмбаго, потянул Колю на выход, а ведь еще и не вся жидкость изошла из сосудов, и Земский был в смущении. На прощание он сказал, что Данилов шалун, не прошло нескольких дней при нем новая красивая женщина. Неужели красивая? Спросил Данилов. Очень, очень эффектная дама, покачал головой Земский. Данилов вспомнил, что все его гости глядели на Клавдию ласково, с неким обожанием. Неужто она производит впечатление? удивился Данилов. Сам он давно уже перестал замечать в Клавдии женщину. Теперь образ сегодняшней Клавдии возник в его голове, и он, оглядев Клавдию как бы со стороны, подумал, что она и впрямь не дурна, и лицом, и телом, и что, можно понять. Не причинит ли отпускник ущерб Клавдии Петровне, беспокоиться Данилов не стал. Еще неизвестно, о ком следовало беспокоиться. Путешествие на товарный двор не выходило из головы Данилова. Он гадал, совершили они уголовные деяния или же нет. Или же проучили Камчатскую экспедицию, беззаботно оставившую мерзнуть у стены ящики от вулкана Шевелуч. Гадал Данилов, гадал, потом вздохнул, и на глазах сторожа, бдевшего в тулупе и со свистком во рту, возле кирпичной стены возникли исчезнувшие было ящики с присыпавшим их снежком. Сторож тут же кивнул и задремал, пустив слюну в свисток. В стараниях ради науки Данилов поспешил и в спешке забыл, какие ящики с содержимым подлинные, а какие дубликаты. То ли наука получила на товарном дворе свою собственность, то ли Клавдия осталась при истинных научных ценностях. А, ладно, потом разберемся, махнул рукой Данилов. Кармадон вернулся в полночь. Был он мрачен, не имел аппетита, молча разделся, лег на диван лицом к стене, притих. Упрямец Клементьев, починив к ночи электроорган, заиграл за стеной как бы с целым оркестром, зачем вы, девушки, красивых любите. Кармадон проскрепил зубами и инструмент Клементьева, похоже, рассыпался. День завтра будет не из легких, подумал Данилов. Встал Кармадон с утренними сигналами радио, сорок минут трудился с гантелями. Данилов нежиться себе не дал, а хотел бы понежиться. Только он вышел из ванной, как Кармадон предложил Данилову оформить его каникулярные бумаги, отпускное удостоверение и прогонные грамоты. Теперь же мы составим список сувениров, сказал Кармадон, чтобы потом не забыть. Ну, а сколько ты отбываешь? В двадцать четыре ноль ноль. Подпетухов, уточнил Данилов. Да, кивнул Кармадон, подпетухов. Говорил, Кармадон деловито и как пан писарю. А глаза у него стали холодные и уж точно металлические. На замшевой куртке Кармадона появился круглый с шоколадной медаль значок. Синий бык на черном фоне и слова ничто не слишком. Значок этот Кармадон, видимо, намеревался увезти с собой. За чашкой кофе Данилов, еще не привыкший к сегодняшнему Кармадону, спросил, не излечился ли Кармадон от ран, нанесенных ему по знаниям. Кармадон жестко сказал, что этот разговор следует оставить. И вообще он попросил Данилова о событиях последних двух недель забыть и забыть о его Кармадонной разговорах, вызванных минутной слабостью. «Хорошо», сказал Данилов, став серьезным. Тут Кармадон добавил, видно, для того, чтобы развеять все сомнения Данилова, каникулы для него Кармадона не прошли даром, он стал сильнее, переступил в себе через нечто важное и созрел для дел более значительных, нежели забавы с цивилизацией волопасов. «Да, я чувствую в себе явный прилив сил», сказал Кармадон. Было похоже, что на этом его откровения Данилову закончились. Данилов опять ощутил себя чуть ли не станционным смотрителем, какому шубу следовало накидывать на плечи заезжего сановника. Он теперь и не знал, был у них с Кармадоном разговор о времени ничья или не был. Данилов вдруг подумал, что Кармадон возможно приезжал и ни на какие ни каникулы, а инспектор по его Данилова делал. От этой мысли он поначалу затрепетал, но тут же стал воинственным. Данилов сел за письменный стол, принялся оформлять каникулярные бумаги Кармадона. Тут гость опять стал простым и даже несколько заискивая перед Даниловым попросил его все отметить как надо, а в кратком донесении о каникулах быть справедливым. Хорошо, сухо сказал Данилов. Кармадон сначала на островах Сан-Томей Принсипе, а затем в Панкратевском районе прихватил пять лишних земных суток. Теперь из документов со словами убыл-прибыл они исчезли. Синий бык вышел в донесении Данилова если не геройским, то во всяком случае достойным репутацией Кармадона животным. Расписался Данилов на бумагах школьной ручкой сороковых годов, деревянной, тонкой, с пером ронда, бухгалтерия, пасту и синий чернила не признавала. К местам для печати Данилов приложился разогретой над газовой плитой пластинкой браслета с буквой Н. В прогонных грамотах Данилов подчеркнул вид топлива и систему ускорения. Теперь бумаги Кармадона были в порядке. Кармадон завернул их в несгораемый платок и прикрепил к штанам английской булавкой. Плохо выправленные или потерянные отчетные документы ни одному из знакомых Данилова и Кармадона стоили карьеры. — А если ты решил перейти к нам, сказал Кармадон, то расписываться тебе придется не чернилами. — Я знаю. Данилов быстро взглянул на Кармадона. — Ты сегодня обещал объявить решение. Наш разговор расстается в силе. — Хорошо, сказал Данилов. — Ну, давай сначала закончим с твоими делами, а уж потом займемся моими. — Значит, о моем деле он не забыл, подумал Данилов. Значит, и не инспектор он, а и вправду был на каникулах. На душе у Данилова стало спокойнее. И чувства его к Кармадону потеплели. — Он ничего, решил Данилов, а мрачный и важный это потому, что с женщинами ему не ведет. Данилов чувствовал, что желает оттянуть решение своего дела, эти до вечера. Мало ли, какие условия будут ему предложены, что огорчаться заранее. — Теперь сувениры, сказал Данилов. — Да, сувениры. С сувенирами положили так. Много времени на выбор подарков не тратить, а сейчас же составить их список. Потом отобранные вещи и явления Данилов в упакованном виде брался отправить Кармадону в догонку или параллельным с Кармадоном курсом. Список открыли девять меховых шапок и одна из верблюжьей шерсти. Попросил гость восемь ящиков с бутылками минеральной воды осетинского курорта Кармадон для стариков. Затем в список внесли тепловоз Людиновского завода. Данилов хотел было выяснить, зачем он Кармадону, но тот замялся и покраснел. Ладно сказал Данилов Дальше пошли кинофильмы в том числе с участием Синти Кьюкомп Захотелось Кармадону увезти на память копье странствующего рыцаря Резниковьеса уже починенное Внесли в список пять тонн жевательной резинки Данилов прикинул в каких странах брать ему резинку подумал, что несколько пачек он непременно прикарманит и угостит Мишу Муравлева и еще кого-нибудь из детей Кармадон настаивал на том чтобы сувениром был отправлен полюбившийся ему комментатор фигурного катания Однако Данилов предположил что тот уцепится за микрофон и никуда не улетит Кармадон расстроился но тут Данилов уговорил его заменить комментатора простынщиком из маринских бань дядей Нариком подававшим Кармадону простыню однако вспомнил что дядя Нарик мусульманин а они с Кармадоном вовсе не джин В конце концов комментатор был компенсирован кометой Когоутека и леденцами на палочке Синий Бык Кармадон попросил записать что-нибудь для демонических дам и тут уж Данилов расстарался секциям любезным женскому глазу в парижских магазинах Самаритен Монопри Призюник предстояло оскудеть и сгореть Надо бы мне подумал Данилов при случае послать кое-что и кое-кому Химеку и Анастасии непременно Хотя Анастасия от меня теперь ничего и не примет Данилов вздохнул Еще в список вошли марки с олимпийским гашением извержение вулкана тятя лекции Кудасова распространенная в сети и с ответами на записки ломбардское кресло делового человека Ришара вызвавшее отъезд быка Василия веселый памятник Гоголю с бульвара морская капуста в банках четыре электрооргана очередь за коврами у москворецкого универмага ростокинский акведук список протянулся еще на пятнадцать пунктов Пока хватит сказал Данилов А к вечеру что-нибудь вспомним Наверное хватит Тут Данилов подумал что ростокинским акведуком он распорядился напрасно Его следует оставить на месте и вид он имеет красивый и заслуги перед городом Как-никак стоит двести лет Захотел он заменить акведук открытым бассейном Москва от коего мокнут и тухнут картины с книгами но и бассейн ему стало жалко Сувенирами Кармадон казалось был доволен Данилова это порадовало Однако опять Данилов уловил себе желание угодить Кармадон отчасти не бескорыстное А ладно подумал Данилов Последний день а там опять стану сам собой Тут он сообразил что не мешало бы в список сувениров вставить Альт-Альбани вставить и забыть его отправить вместе с Кармадоном Нет никогда Сейчас же остановил себя Данилов Ишь хитрец какой Пригрозил он себе пальцем А Кармадон опять стал серьезным и надменным Как и полагалось демону седьмой статьи Видно высокие мысли посетили его У нас день впереди сказал Данилов Как ты предполагаешь провести его В разгуле сказал Кармадон Но без предвкушения удовольствий сказал А холодно твердо Будто под разгулом понимал не персидские пляски и не битье зеркал а прием снадобий и чтение источников или земский и водопроводчик сказал Кармадон и мы двинемся Куда это спросил Данилов В Павелецкий вокзал Однако первым пришел не земский и Николя а Кудасов Данилов полагал что после вчерашнего происшествия Кудасов отсиживается где-нибудь в укрытии и уже его дом намерен обходить за пять верст Усы Кудасова шевелились было видно что Кудасов притянут на квартиру Данилова большими катисмутными надеждами вызванными сегодняшними затеями Кармадона Как он их почувствовал удивился Данилов Робок был Кудасов нервен что-то настораживало его и пугало и вот словно какая страсть помимо воли Кудасова подхватила его и принесла сюда Может Кармадон нарочно заврек Кудасова подумал с опаской Данилов чтобы взять над ним и покуражиться Уж больно пронзительные были глаза у Кармадона К двенадцати явились Земский и водопроводчик Коля Оказалось что они и договорились вчера о двенадцати часах Правда Коля все забыл но Земский помнил В ресторане Павелецкого вокзала взяли столик с шестью стульями распоряжался Кармадон Его как бы провожали пили за Иркутск и сибирские просторы хотя на этом вокзале пить полагалось бы за Тамбов и Саратов после первых рюмок приблудные друзья Кармадона захмелели быстрее чем следовало бы то ли от вчерашнего основания то ли от воздуха Павелецкого вокзала Данилов и вообще пить не желал а тут наблюдая некий неприятный холод в глазах Кармадона намерен был держать себя в руках Кармадон шепнул на ухо власно шепнул Данилов не передергивай карты не старайся быть поснее других или я посчитаю что ты мне не доверяешь и обижешься Данилов сейчас и вправду не доверял Кармадону однако и не хотел чтобы Кармадон был им недоволен наоборот хотел чтобы тот очень им был доволен ну и ладно думал Данилов ну в его последний нонешний денечек желание его исполню и ладно и условия их приму что мне эта канцелярия что та Данилов давно считал следует всегда оставаться самим собой в главном а в мелочах уступать мелочей много они на виду от того то и кажутся существенным главное же одно и в глубине уступки в мелочах и создают видимость подчинения и прилежности пусть считают что он послушный но он то как был Данилов так и будет им потом сидели в ресторане Рижского вокзала потом Курского когда и как увлекся Кармадон железнодорожной кухней Данилов не знал спросить же теперь об этом Кармадона было неудобно Рижский и ресторан оказалось ничего Курский же компанию возмутил только что скатерти в нем были чистые дальше отчего-то кушали стоя в желтом буфете при станции Бутова кушали много с каких-то сверкающих легких тарелочек из фольги все больше варенные вкрутую яйца и селедку на черном хлебе запивали северным сиянием и 3,62 бутылки Кармадон брал с пола и будто бы из-под штанин Будовские любители интересовались откуда водка в воскресный день Данилов объяснял что с платформы Катуар с Авеловской дороги там нынче торгуют любители тотчас сбежали к электричкам имея ввиду платформу Катуар и тут Данилов понял что они впятером жуют шпроты уже не в бутве а в буфете станции Львовская это мы скоро втуле пряниками станем угощаться потом были пряники в глазах Кармадона и в его губах когда он задумывался и не жевал было что-то разбойниче затаенное было и высокомерие и брезгливость была Данилов понимал следовало ждать от Кармадона какой-то выходки уже не ухарской а расчетливой и как бы эта выходка кого не погубила однако когда Кармадон кушал железнодорожные угощения пил сияние он делал это с удовольствием и таким аппетитом так вкусно что куда софушна что был гурман и привереда а и тот увлеченный азартом Андрея Ивановича одно за другим проглатывал яйца вкрутую пил Данилов по неволе пил но все же замечал какими глазами Кармадон нынче глядел на женщин голодные это были глаза жаждущие в иные мгновения особенно когда буфетчица плыла над пивной пеной положительной грудью глаза Кармадона отражали страсти волнение в кипучей крови многие женщины попадавшие в поле зрения Кармадона трогали его но пожалуй буфетчицы и официантки более всех все в натуре Кармадона видно так и требовало нынче упоения и реванша земский казалось был уже не здесь а неизвестно где но и то обратил на это внимание Андрей Иванович толкнул он в бок Кармадона в буфете платформы шарапова охота а вы не теряйте и она на вас глазищ пельт он же сыру лишний ломать вам на блюдце положил вы не робите а прям на штурм нет тихо сказал Кармадон она хороша но у меня нынче есть дама сердца она одна и более никто но это потом потом с той минуты он стал глядеть на женщин скромнее и прохладнее а Данилов почувствовал что слова земскому сказаны всерьез а впрочем может ему и впрямь с буфетчицы начать для разгона рассудил Данилов тут же он взволновался какая же это такая дама сердца неужели Клавдия что же Клавдия умела любить подумал Данилов с неожиданной нежностью к прежней жене отчего-то Данилову стало тревожно но не из-за Клавдии однако тут же в их прогулке началась такая кутерьма такая полька-кадриль такая катавасия что и мыслим о женщинах в голове Данилова места не осталось может именно это и был Кармадонов разгул опять пили опять кушали опять пели и то куда-то ехали а то стояли на месте ехали все больше в вагонных ресторанах а стояли опять в станционных буфетах возле пластмассовых столиков или просто у стен а что я решил Данилову давай-ка и напьюсь или хотя бы притворюсь пьяным если сегодня мне придется принимать условия и ставить подпись я потом всегда смогу сказать что был не трезв я и свидетелей приведу Земский и водопроводчик Коли были уже в блаженной невесомости но на ногах держались производили движения иногда участвовали в разговоре и уж конечно рты открывали по делу Кудасов все еще шевелил усами и был видимо чем-то удивлен неясные думы порой бродили в нем думы эти Кудасов гнал набрасываясь на пищу возникавшую вблизи него и пища-то была все одна все те же шпроты на черном хлебе ломтики селедки при вареных яйцах корейка в черных и рыжих точках куски вареной курицы с костями которые раньше в птицы не водились фигурные пряники подмосковные булыжные твердости сыры словно бы из сплошной корки правда с дырочками и пирожки с котлетой в вагонах и ресторанах было приятнее и сидели и куда-то ехали то в одну сторону то в другую к сырам и сельдии имели еще борщ в металлических мисках и рыбу хек с гречкой а то и зеленый горош при этом Андрей Иванович опять так набрасывался на угощение с такой жадностью уничтожал их что и все в компании проявляли жадность к железнодорожной еде словно выросли в будке путевого обходчика шла какая-то сладкая жизнь один вагон-ресторан прекратил прием гостей из-за их компании а продуктов в нем было захвачено до станции минеральные воды оказалось они в экспрессе Самара и там ресторан скоро вышел из строя закрылись и два голубых Дунай на Казанской дороге Данилову было удивительно куда же это в него-то да и в нас ну ладно кармадон пусть дорвался заяц до капусты ему и надо а мы-то что Данилов покачал головой но тут же проглотил вареное яйцо а куда-со в два мимо их буфета прошел приписанный к подольскому мясокомбинату состав со свиньями ну сейчас одного вагона не досчитаются подумал Данилов видно догадка его была справедливой в буфете тотчас же возникло множество тарелок с корейкой в черных и рыжих точках явно от прошедшего состава это кармадонов разгул задумался Данилов или он еще впереди и когда учудит-то кармадон что-нибудь Данилов был уверен что кармадон учудит но теперь он размышлял об этом без тревоги и дурных предчувствий а лениво и благодушно словно прикидывал когда же наконец кармадон дернет хлопушку за ниточку мне бы тут жить сказал ему кармадон где тут вот здесь сказал кармадон обвел взглядом стены буфета на земле хоть бы водопроводчиком Колей Коля поблизости тут же встрепенулся и запел березовым соком березовым соком то есть как удивился Данилов а так сказал кармадон и вздохнул был он прост теперь и печален и печаль то его совсем иная была нежели четыре дня назад тогда кармадон страдал от собственной слабости теперь же он был в силе а вот чуть ли не плакал Данилов глядел на кармадона растроган и жалел однокашника сказал ему брось ты из-за Синтии или из-за Клавдии это пройдет глупость сказал хотя и не совсем глупость но что он мог сказать теперь умного пьян был тут кармадон видимо спохватился и компания в бакинском поезде переехала через Аку неожиданно сельдь и яйца сменил тава-кебаб вызвавший нехорошие слова кармадона Данилов выпил что-то под тава-кебаб и совсем загудел воздуху ему свежего захотелось он вдруг почувствовал себя металлическим кругляком юбилейным рублем или памятным медалью приведенным во вращение на гладкой поверхности стола Данилова все крутило крутило он надеялся что движение вот-вот прекратится и кругляк затихнет однако движение не прекращалось не в Бакинском они уже ехали а сидели на вокзале станции Маршанск-2 и Маршанск-2 исчез утонул в снегах с тамбовскими волками или караками что там у них тамбовское и теперь уже минский поезд пустил в свой уют иркутского жителя Андрея Ивановича и его товарищей зачем мне Минск пробормотал Данилов как бы протестуя нет сейчас это вращение закончится закончится думал Данилов кругляк уже бил краями а поверхность стола и тут тишина ватой заткнула Данилову уши движение прекратилось Данилов на лыжах стоял в парке или в лесу далеко впереди виднелись под деревьями лыжники рядом возник Кармадон и он был на лыжах все сказал Кармадон трапеза закончена сыт я ненадолго ты то сыт сыт пробормотал Данилов голова его была тяжелой однако ноги могли двигать лыжами теперь пришла пора свидания сказал Кармадон здесь мы ее и увидим я поеду сказал Данилов я тебе и твоей даме сердце лишний подожди попросил Кармадон робеет что ли он подумал Данилов сыт ведь уже а все робеет теперь Данилов понял что они с Кармадоном в сокольниках Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые шел по лыжне скверно да и лыжня была нехороша обледенела ночью снег чуть присыпал ее но все равно лыжи скользили словно в ледяных желобах сейчас мы ее увидим прошептал Кармадон Данилов почувствовал что Кармадон волнуется Кармадон поначалу скользил решительно но потом взял и свернул влево пошел по насту не спеша и явно оттягивая мгновение встречи ты хоть свидание ты ей назначил спросил Данилов нет сказал Кармадон да это не суть важно кстати она твоя знакомая ты на меня не обижайся что что-то бежаться пробормотал Данилов в последние дни я ее вечерами то у театра видел то у твоего дома наверное она искала встречи с тобой сказал Кармадон что поднял голову Данилов речь шла не о какой Клавдии а вот и она Кармадон ткнул палкой вперед на горке на горке стояла Наташа представь меня ей сказал Кармадон сказал как приказал редко Данилов терялся а тут растерялся сердить Кармадона он никак не хотел Данилов неловко подъехал к Наташе стал говорить ей шутливые глупые слова и что удивительно она ответила на них с улыбкой и беспечно будто никаких недоразумений между нею Даниловым не было подкатил Андрей Иванович Сомов из Иркутска был представлен Наташа и ему Наташа улыбнулась Андрей Иванович выразил сомнение что вряд ли такая очаровательная девушка сумеет съехать с такой опасной горки и Наташа тут же съехала ловко съехала и красиво позволила себе сделать крутые виражи будто спускалась на горных лыжах эластичный костюм сидел на ней хорошо и было видно что тело у Наташи не только музыкальное но спортивное и сильное неужели и вправду подумал Данилов она искала встречи со мной у театра и в останкине что же я дурень ждал-то однако сегодняшняя Наташа Данилова удивляла он привык видеть ее серьезной порой печальной теперь же она была веселой даже озорной да Наташа ли это как не стыдно было Данилову он все же скосил глаза на индикатор выходило что Наташа и будто бы не играла она сейчас не дразнила его Данилова а находилась в состоянии естественном для себя неужели явление Кармадона так подействовало на нее Данилов нахмурился поддерживать светский разговор с Наташей Кармадоном он был не в силах и даже чуть-чуть отстал от них якобы для того чтобы поправить крепление она ведь кокетничает с ним на меня смотрит как на пустое место он мил ей думал Данилов с возмущением думал и с яростью будто был мавр а не останкинский житель тут ему явилась мысль а пусть Кармадон уходит с Наташей он же отстанет так будет лучше для всех и для Кармадона и для него Данилова и для Наташи давно следовало бы прекратить их с Наташей отношения лишь по слабости Данилов дружбу с Наташей оборвать не мог теперь был случай на мгновение Данилов подумал что он боится не угодить Кармадону вот и приняли его мысли редкое направление но опять он взглянул на лыжников и опять взъярился нет налюбезничать с ним до меня ей нет дела ну и пусть ну и хорошо я и отстану скажу что пойду кормить белок и все Данилов окликнул его Кармадон ты все отстаешь отдача сильная сказал Данилов ты в мазь не попал рассмеялся Кармадон и как показалось Данилову со значением что же вы так Володя с мазью-то лукаво улыбнулась Наташа вы говорили что лыжи любите что в Сокольнике часто ходили вот я и решила в Сокольнике приехать это я раньше сюда ходил когда у меня время было она уже со мной и на вы подумал Данилов однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то что Наташа возможно из-за него нынче здесь Наташа извините нас пожалуйста сказал Кармадон деловой разговор вам будет неинтересен а я сегодня уезжаю и мне кое-что нужно обсудить с Володей я отведу его на секунду в сторону вы не обижайтесь отошли я думаю сказал Кармадон и была в его голосе некая деликатность что теперь ты точно лишний нет сказал Данилов твердо ты ошибаешься неужели ты решил чинить мне препятствие удивился Кармадон ты должен понять как нужна мне теперь она именно она это исключено сказал Данилов это что я ведь серьезен сейчас я три дня как присмотрел ее а вышло будто она мне была нужна давно другие женщины мне теперь не нужны я уже не слаб я уверен в себе я серьезен сказал Данилов что же нам силы что ли придется мериться усмехнулся Кармадон как пожелаешь сказал Данилов я не отступлю глаза у Кармадона стали злые и зеленые только что он разговаривал с Даниловым как с приятелем чье упрямство раздражало но не давало поводов для ссоры теперь же Кармадон был холодным исполином такому что чувство в жизни мелких тварей все же Кармадон пока не буйствовал держал себя в руках а ведь соки в нем бурлили после трапез на вокзалах и в придорожных буфетах ты что Данилов сказал Кармадон забыл кто ты кто я забыл о своих обстоятельствах и ни о чем и забыл угрюмо сказал Данилов стало быть ты не думаешь о последствиях я обо всем помню насмотреем Данилов мог предположить что намерение Кармадона относительно Наташи искреннее но он подумал что помимо всего прочего Кармадону интересно теперь испытать его Данилова унизить его и подчинить себе от того то любопытства нет-нет а возникало в злых Кармадона в их глазах это было мерзко Данилов чуть было не ударил Кармадона но пощечина привела бы к поединку хорошо сказал Кармадон объяснение считаю законченным ты не отступишь но и я ее не уступлю если так тихо сказал Данилов то ты то вы бесчестный соблазнитель и просто скотина Данилов снял с правой руки перчатку насадил ее на алюминиевые острии лыжной полки и подал перчатку Кармадону собственно говоря это была и не перчатка а вязаная варежка но Кармадон подумав принял варежку он был бледен Данилов слышал скрежет зубов Кармадона хотя челюсти его и были сжаты а в глазах Кармадона то и дело возникало фиолетовое мерзание Данилов боялся теперь как бы Кармадон не бросил его перчатку каково там было ставить под угрозу не только свое существование но и свою карьеру однако жили все же в Кармадоне понятия о чести варежку Данилова он положил в карман завтра утром произнес Кармадон и указал вверх там условия обговорим с помощью секундантов теперь разрешите откланяться и покинуть землю и Данилов поклонился Кармадон Наташа спустилась с горки подъехала к Данилову с Кармадоном и поинтересовалась не кончили ли они секретничать кончили сказал Кармадон и выходит что мне следует отправляться домой и на вокзал иначе опоздаю прощайте а я провожу гостя сухо сказал Наташа Данилов молча отъехали они от Наташи метров на двести и тут Андрей Иванович приезжий из Иркутска не дождавшись петухов рассеялся в воздухе Данилов побрел к выходу из парка возле хоккейного дворца в группе пожилых лыжников он увидел честолюбивого порученца Валентина Сергеевич Валентин Сергеевич кушал мороженое Ихи Глава двадцать первая В четыре часа утра Данилов сел к письменному столу Он намерен был писать завещание Однако глядев стены и потолок понял что завещать кроме долгов нечего Тогда он собрался писать распоряжение но распоряжение звучало словно бы приказание или требование а приказывать он никому не мог да и не собирался Ночью на встрече секундантов было условлено что ежели не повезет Данилову и он в ходе поединка потеряет свою сущность его земное существование закончится как бы в результате несчастного случая Для людей Данилов то ли попадет под трамвай то ли большая сосулька свалится на него на проспекте мира Данилову было грустно Порой когда он глядел на книги на папки с нотами когда он думал о милых его сердцу людях о музыке глаза его становились влажными и Данилов тер переносицу Однако Данилов помнил что в поединке он может рассчитывать лишь на собственную волю а потому эллигические состояния кроме вреда ничего не принесут Он еще не остыл был сердит и воинствен и совсем не желал быть стрелой пронзенным но холодным умом он имел в виду и собственную гибель как одну из реальных возможностей сегодняшнего утра Он не хотел чтобы его исчезновение нанесло ущерб ком-либо из людей особенно тем кому он был должен Вот он и сел писать завещание или не завещание а неизвестно что Наличных денег у Данилова не было драгоценностей тоже не имел он ни машины ни дачи он рассчитывал на совесть страховых учреждений И Альбани был застрахован и жизнь Данилова была застрахована На бумажке Данилов написал теперь сколько он кому должен и что деньги эти тут Данилов обращался неизвестно куда следует из страховых сумм благодетелям возвратить Здесь же Данилов и расписался самым тщательным образом Он подумал а вдруг милиция отыщет Альт Альбани Кому его то оставить Если бы Муравлёва играли на Альте он бы им оставил Из Муравлёвых одна надежда была на пятиклассника Мишу Он и осетинский танец Симд на носках разучивал вместе с классом и исполнял в школьном хоре песню Пахмутова и пейте дети молоко будете здоровы Миша Данилов и решил определить инструмент Вдруг подарок проимет мальчика и обратит к музыке Если бы у самого Данилова был сын Данилов опять опечалился Но сейчас же не желая раскисать изгнал из себя грустные чувства А они вернулись Теперь из-за книг Данилов распределял кому-то идут какие книги Книги были редкие прекрасные книги Данилову сознание того что он может быть никогда уже не прикоснется к этим книгам причинило боль Часть своей страховки Данилов отписал на Клавдию Она привыкла к его взносам за кооперативную квартиру Данилов не хотел обижать ее Клавдия нисколько не была виновата в перемене его судьбы На всякий случай Данилов привел в порядок и демонические отчетные документы Сувениры Кармадона были заказаны и если бы Кармадон отказался теперь платить за них или не смог бы сделать это Данилов готов был принять траты на себя Вполне возможно что и вчерашние кутежи могли поставить вину Данилову Данилов постарался учесть расходы на них до копейки когда учел удивился сколько они съели то всего литры Данилова не изумили жидкость сейчас здесь и тут же ее нет но куда вместились десятки килограммов пищевых продуктов да что там десятки килограммов центнеры тонны тот вагон со свиньями приписанный к подольскому мясокомбинату точно отошел в пользу компании селедки в ломтях было принято кармадонам и товарищами 746 килограммов не считая невесомых хвостов яиц вкрутую и недоваренных 412 тысяч штук из них как выяснил Данилов 82 тысячи порченных на шпроты удовлетворившую компанию ушел улов двух сейнеров да и прочие вчерашние лакомства весили много узнал Данилов о продуктах о принятии которых он не помнил в частности выходило что Данилов вместе с другими скушал вчера 4 килограмма сушеного мотыля да и о 20 килограммах столового маргарина он думал теперь со свирепым урчанием в желудке это как кармадон нас увлек Данилов понимал что Валентин Сергеевич в сокольниках лишь физиономию показал почувствовал что дело его выгорает и показал в дни каникул кармадона на глаза он старался не попадаться но никуда не сбег а был тут как тут ждал свои минуты и дождался и к Наташу возможно кармадона вывел именно Валентин Сергеевич возможно ну и что из того в иной день Данилов непременно доказал бы себе что он погорячился что кармадон не виноват а Валентин Сергеевич его попутал и что Наташа любезничала с кармадоном опять же из-за происков Валентина Сергеевича теперь перед поединком Данилов отводил всякие оправдания Валентин Сергеевич наверное и думал своим явлением смутить Данилова вызвать в его душе сто голосов один виноват и другого тогда Данилов прибыл бы к месту поединка слабым и безвольным неуверенным в своей правоте мишенью попросту говоря теперь же он думал Валентин Сергеевич ладно но ведь кармадон не младенец не отрок у него своя голова на плечах что же он дает себя попутать да так уж и дает он ас он игрок он мог и сам ради игры учуяв Наташу пойти на риск он и пошел впрочем о Наташе Данилов запретил себя думать из чувства самосохранения он знал одно не вызове он кармадона на поединок случилось бы беда даже если Наташей было приятно пойти с кармадоном в беседу кончилось бы все для нее скверло как хотел Данилов обойтись без поединка однако не обошелся Данилов вздохнул и стал писать письма двум хорошим композиторам и одному хорошему альтисту альтиста он просил познакомиться с симфонией Переслегина и в случае если она ему понравится исполнить ее композиторам знавшим Данилова он рекомендовал Переслегина как человека талантливого но видимо робкого и неудачливого он хвалил симфонию и полагал что доброе отношение таких авторитетов к Переслегину могло бы принести пользу музыке тихо откуда-то снизу постучали по системе водяного отопления секундант обращал внимание Данилова на то что до поединка осталось два часа Данилов хотел было в записке скрипачу Коле Михайловскому отказаться от поездки в Калугу с молодежным секстетом и тенором Палладиным однако посчитал что если не сможет поехать в Калугу то Михайловский и без записки узнает об этом секундантом у Данилова были трудности откуда брать-то его а Кармадон желал соблюсти все требования протокола по правилам своего договора Данилов на земле ни с кем из демонов знаться не мог он был прикреплен к домовым ну что ж домовой так домовой передал на землю Кармадон при этом Данилов ощутил как Кармадон скривился а кого брать из домовых годились ли они в секунданты да у нас в строении тоже есть домовой вспомнил Данилов домовой этот называли его Беком Леонычем появлялся в собрании на Аргуновской улице редко вел себя тихо не задирался лампочек не выкручивал в умных разговорах его занимала судьба фанских гор иногда он играл в шашки по переписке а все больше молчал когда же в окно смотрела полная луна он вздыхал и говорил луна полная но отчего-то его считали личностью отчаянной было известно что Бек Леоныч восточного происхождения однако уже давно поменял веру прежнее имя свое он не помнил а теперешнее получил в 30-х годах в Останкине на выставке среди прочих построили павильон Южной Республики белый и голубой кружевной с фонтанами и колоннами стоять без домового естественно он не мог вот и был найден в Коканде во дворце худаяр хана местный дух согласившийся перебраться в Москву имя ему присудили Узбек Павильоныч Узбек Павильоныч был сознательный доброволец понимал куда ехал однако не смог удержаться и тайно привез с собой восемь жен или восемь поклонниц а может просто подруг любопытным он объяснял что они нужны в павильоне для колорита никто их не видел а только все говорили что они глиняные и из них можно пить чай или есть плов или еще что-то делать и что у них странный звук как от гусли только не здешних лет пятнадцать назад павильон перекрасили посвятили его культуре и Узбек Павильоныч оказался в нем лишним его перевели в жилой дом по соседству в Останкино потом в другой потом в третий этим третьим был дом Данилова кооперативный здесь Бек Леоныч был незаметен лишь сильно грустил по женам уходя с выставки из кружевного павильона забрать с собой он их не смог а замуровал в колоннах Данилов знал что Бек Леоныч по ночам бродит возле павильона культуры гладит колонны его подруги стонут зовут его а Бек Леоныч плачет чувства Бека Леоныча трогали Данилова к тому же Бек Леоныч был молчальником вот к нему и обратился Данилов с просьбой послужить секундантом Бек Леоныч зарабил просьбу Данилова расценил чуть ли не как приказание но сказал сочту за честь а Данилов ему на самом деле как бы приказал чтобы потом Бек Леоныча ни в чем не смогли счесть виновным будто его заставили силой но при этом Данилов почувствовал что рабить-то Бек Леоныч рабеет однако приключению как будто бы рад видно он и вправду был отчаянной личностью секундантом Кармадона стал Синезуд старый демон щеном мелкий но он славился как охотник и летун известен был также коллекцией значков разных миров часть коллекции в том числе и значок ворошиловского стрелка носил на груди домовому летать в пространствах не полагалось да и с непривычки у Бека Леоныча могла закружиться голова оттого Синезуд и прибыл для переговоров с Беком Леонычем в Останкинский парк при этом секунданты имели связь с Даниловым и Кармадоном и вышло так что переговоры вели Данилов с Кармадоном хотя и не сказали друг другу ни слова Дольше всего обсуждали вид оружия Поединок мог быть словесный на шпагах на кулаках на пистолетах на картах на карабинах Случались поединки когда противники швыряли друг в друга камни овощи бились костями вымерших крупных животных огненными струями всего и не припомнишь Данилов с Кармадоном уговорились вести поединок из ракетных установок средней мощности с радиусом действия до 600 километров Огневые рубежи секунданты обязаны были начертить мелом в пустынном месте подальше от земли куда и метеориты не заглядывали без нужды Карту звездного неба Бек Леоныч взял для практических действий со стола моего сына тогда еще морочившего головы родителям мечтой об астрономии В пять часов когда Данилов все еще сидел с деловыми посланиями зазвонил телефон Данилов оторопел Неужели Наташа учуяла беду? Хотя какая это для нее беда? Нет ее звонок был бы теперь лишним Звонил пайщик с четвертого этажа Подковыров солист танцевального ансамбля Молодя сказал Данилов Вот для рогов и копыт Объявление любителям автографов в городе Париже в соборе инвалидов в двенадцать часов по ночам из гроба встает император А? Каково? Смешно? А что смешного? Как же он ведь и вправду встает Кто? Император Когда? Двенадцать часов Где? В соборе инвалидов садится на воздушный корабль Вы шутите? Нет, не шучу Я сам встречал корабль Сказал Данилов и повесил ток Были бы у меня иные обстоятельства подумал Данилов Я этому болвану как-нибудь устроил и встречу с императором вставшим из гроба Хотя что было на Подковырова злиться Счастливые часов не наблюдают Так сказал себе Данилов Что нужно написал Неужели все дела сделаны? Он даже испугался У него была примета Отправляясь в какое-либо опасное путешествие он хоть одно хоть и маленькое дело но как бы не успевал исполнить чтобы чувствовать себя обязанным вернуться Я же брюки из химчистки не взял обрадовался Данилов Брюк брюками Однако он так ни разу не сыграл сочинение Переслегина от начала до конца а ведь хотел Данилов взял Альт Открыл ноты Переслегина И минуты через две забыл обо всем И звучала в нем музыка И была в ней воля И была в ней печаль И солнечные блики разбивались в невиданные цвета на гранях хрусталя И ветер бил оторванным куском железа по крыше и кружева вязались на коклюшках И кашель рвал грудь и тормоза скрипели дождь теплыми каплями скатывался за шиворот и женское лицо светилось и была гармония Сосед Клементьев духовик из детской оперы возмущенно забарабанил по стене разбуженный и злой Данилов опустил альт и смычок притих Он устал и был грустен Вдруг он вспомнил о времени и понял что играл сорок минут Духовику Клементьеву следовало сказать спасибо Надо было собираться и надо было истребить в себе слабость Впрочем от чего же слабость Неужто музыка дала ему одну слабость Нет посчитал Данилов Она дала ему и силу Хотя бы потому что он ощущал теперь необходимость исполнить музыку Переслегина и для себя и для публики А для этого следовало победить и вернуться То обстоятельство что и победив он мог не вернуться Данилов будто бы не принимал расчет Данилов перевел пластинку на браслете вызвал домового Бека Леоныч Бек Леоныч явился и был бледен Из Коканда в Москву когда-то он перебрался поездом на верблюдах и на ишаках Но теперь-то Данилов беря грех на себя вынуждал его лететь жутко куда? А если бы лететь подумал Данилов Если бы сейчас насладиться полетом как при прогулке О, земля О, жизнь О, любовь О, музыка Неужто все возникло в Данилове словно бы он находился еще в дороге Пальцы Бека Леоныча вцепившиеся в левую руку Данилова вернули его к заботам Успокойтесь Бек Леоныч сказал Данилов Вот мы и здесь Будьте как на третьей но в Останкинской Можете ходить можете парить можете плавать Глаза открыть Вот и все Было черно безвоздушно холодно но отчего-то сыро Бек Леоныч расцепил пальцы стал ходить рукой тыкаясь в пространство как в стену Потом он открыл глаза Их нет сказал Еще пять минут успокоил его Данилов Карта при вас? При мне сказал Бек Леоныч Имелось в виду карта звездного неба составленная моим сыном предмет зависти Миша Муравлева Данилов посмотрел на сплетение желтых синих и зеленых линий на кружочки звездных систем ткнул пальцем Мы вот здесь и добавил Может быть И имел захватили? спросил он Бек Леоныч Захватил А вот и фонерик В шесть Кармадон секундантом не явился Что-то было не так Данилов чувствовал что Кармадон где-то рядом но где А вдруг он перенесся невидимым Подумал Данилов Поединки вот уже как семьдесят лет были запрещены Дуэлянтов строго наказывали Может быть Кармадон в целях безопасности и затуманился Однако в шесть часов он обязан был явиться к барьеру воплоти Да и место они подыскали отдаленное на самой окраине бесконечного мира Данилов приложил ладонь ко лбу стараясь разглядеть нет ли где поблизости Кармадона с секундантом Потом взял телескоп Никого Осветил фонариком карту звездного неба Вон что Зеленая линия в их секторе наткнувшись на желтую пропадала вовсе Ох уж эти мне московские троечники В сердцах подумал Данилов А это что же растрепай смотрел раньше Конечно и Кармадона с секундантом по этой карте могло занести в желтую точку а то и в синюю Наконец Данилов обнаружил телескопом две мрачные фигуры в плащах стояли они далеко отсюда Данилов секундантом перенесся к ним Бек Леоныч робко шагнул к секунданту Кармадона с объяснениями при этом показывал карту фонарь был не нужен На небе тюльпаном висела угасающая звезда розовый свет ее был томен и зловещ Извинения Кармадон принял только нервно махнул рукой Быстрее секунданты взялись устраивать барьер Барьер вышел какой требовался световой и звуковой одновременно При этом он был обозначен и палашами На палашах синий зуд укрепил варежки Данилова связанные ему к прошлой зиме Муравлевой а между палашами Бек Леоныч провел мелом роковую черту Синий зуд был важен высокомерен значки разных миров в том числе и ворошиловского стрелка вынес на плащ и теперь они отражали зловещий и томный свет умирающей звезды Бек Леоныч мелом водил старательно и казалось забыл кто он и где Они с Синий зудом двинулись осматривать ракетные установки при этом Бек Леоныч вел себя достойно не дрожал и даже заметил огрех в системе наведения установки Кармадона Затем Синий зуд и Бек Леоныч проверили укрытие из которого им предстояло следить за поединком и тут Останкинский житель держался молодцом наконец все было проверено и устроено секунданты встали между палашами на меловой черте спинами друг к другу марш скомандовал Синий зуд тут же он и Бек Леоныч сделали каждые по 11 шагов и в местах где остановились воткнули в пространство еще по палашу при этом Синий зуду показалось что шаги Бека Леоныча были шире его шагов и стало быть интересы Кармадона ущемлены он сам сделал 11 шагов от черты до палаша Данилова вышло что пространство отмерено честно сходить сурово скомандовал Синий зуд Данилов и Кармадон каждый от своего палаша двинулись друг другу навстречу у меловой черты они встали барьер отделял их Данилов и Кармадон стояли молча взглядом пытаясь испепелить противника Кармадон был грозен и нетерпелив ни мира ни пощады ждать от него не следовало Данилов и не ждал ни мира ни пощады он чувствовал все в нем может сейчас вспыхнуть как березовая кора под огненным шилом увеличительного стекла до того свирепом был взгляд Кармадона но выдержал но выдержал еще и сам чуть было не вызвал свечения голубых углей однако от чего-то не отдал взгляду последней силы будто скучно ему было закончить поединок теперь же или самую малость но пожалел он Кармадона расходить услышал Данилов бег Леоныч дрожал на розовую угасающей звезде вспыхнули желтые волдыри то Кармадон скользнул по звезде взглядом горло у Данилова пересохло в кончиках пальцев кололо надо было успокоиться и свежим бойцом выйти на огневой рубеж Синезуд взмахнул рукой и они с Беком Леонычем отправились в укрытие Данилов и Кармадон прибыли к своим установкам еще раз оглядели системы и щиты включили экраны систем слежения и сообщили о готовности начинайте пожалуй прозвучало из укрытия команда Синезуда первым стрелять должен был Кармадон 600 километров отделяло его теперь от Данилова будь что будет отчаянно сказал Данилов кураж напуская на себя пальцы его так и вцепились в пластмассовые рукоятки пульта ни точки ни черточки не возникло на экране Данилов поднял голову что ж он медлит да и тут Данилов увидел что прямо перед ним стоит огромный Кармадон Данилову стало страшно и зябко нет Кармадон стоял не перед ним понял Данилов он был на своем огневом рубеже но он вырос он увеличил себя он стал верст в сто ростом глаза прикрыл мертвыми веками холодным великаном готов был раздавить любую мелкую тварь на что он пугает меня подумал Данилов что он ужасно рисует будто я младенец или трус какой Данилов возмутился и чувство возмущения чуть успокоило его разбудило в нем обиду а то после напряжения на меловой черте Данилов расслабился и чуть ли не стал благодушным белое пятно возникло на экране системы слежения ракета пошла в сторону Данилова Данилов устал и отчаялся сетью захватила ракету и унесла ее в сторону гасающей звезды вдали что-то зашипело и новый волдырь вздулся на розовом теле звезды ну и как кармадон подумал Данилов все еще великан или опять сравнялся со мной нет кармадон не уменьшился стоял голову гордо подняв глаза открыл и теперь с некой усмешкой смотрел на Данилова ну-ну рассердился Данилов гусарит пусть и пеняет на себя однако Данилов чувствовал что острого желания убивать кармадона у него нет важно было то что он Данилов не спустил кармадона пошлости уберег от него Наташу а вот гибели ему он уже не желал он знал что если он сейчас промахнется поединок продолжится до первой крови и очень может случиться что кровь это будет его кровью однако злость теперь словно бы вышла из Данилова Данилов уселся на жесткое зеленое сидение отвел глаза от кармадона включил систему наведения проверил не изъят ли из ракеты заряд и нажал на кнопку огненные вихри обдали Данилова Данилов тут же почувствовал как трудно лететь ракете как упирается и упорствует кармадон Данилов собственной волей толкал толкал ракету вперед шла ракета трудно как бур в гранитных породах и были мгновения когда ракета застревала в сопротивлении кармадона однако остались в Данилове еще силы остались в нем еще соки и он гнал гнал ракету толкал оберегая заряд и вдруг почувствовал что кармадон ослаб что он Данилов победил одолел кармадона что кармадон теперь висит над бездной вцепившись рукой в корень или камень и пальцы его вот-вот разожмутся следовало еще одним напряжением воли вмять вдавить ракету в сущность кармадона кончить все разом и тут Данилову стало жалко кармадона он выпрямился челюсть и разжал и позволил кармадону дрожащим щитом отвести ракету в сторону и опять на розовой звезде вздулся желтый валды взмокший расслабленный утих Данилов дышал он тяжело чувствовал кармадон понял что он Данилов пощадил его ему казалось что теперь поединок мог быть и прекращен он свои отношения с кармадоном выяснил и довольна кармадону же следовало вспомнить о порядочности или хотя бы проявить благоразумие естественно не обнимать кармадона не жать ему руку Данилов не стал бы но они могли разойтись честно и навсегда зашуршало в аппарате связи с секундантами и у них в укрытии видно возникли мысли о примирении раздался хохот страшный хохот словно орудий была бы розовая звезда планеты и имела бы жизнь стекла бы сейчас вылетели там из окон вода бы вскипела в реках и воздушные корабли потеряли бы управление Данилов увидел кармадон вырос еще вовсе стал гигантом волосы его посинели вещь он покрылся оранжевыми пятнами как струбьями когти отросли на руках у кармадона и десятью мечами висели в черно-розовом пространстве клыки кривые сверкающие торчали теперь у кармадона из пасти и пена падала с них да и весь кармадон находился в какой-то зеленоватой сфере из слизи и в слизи этой копошились дергались переплетались грозили Данилову уродливые щупальца тростки серебристые тела рога присоски молибденовые шпаги и антенны мяты и рыльца рыбы плавали или неизвестно что они повизгивали позванивали взвивались в истерике поддерживая жуткий хохот кармадона но страшнее всего был теперь взгляд кармадона надменный огненный мертвящий Данилов растерялся значит кармадон движение его души посчитал слабостью пощаду воспринял как оскорбление и был уверен что теперь его снаряд получит убойную силу за кого же он меня принимает думал Данилов что он вырядился монстром или вурдалаком но кармадон действовал не так уж и наивно имел некое представление о земных суевериях и поэтических чувствах смотреть на него было теперь Данилова неприятно жутко было смотреть и кармадон нажал на кнопку пуска еле-еле Данилов отвел от себя ракету кармадона жизнь его на этот раз висела на волоске об этом Данилов подумал мгновениями позже и похолодел Данилов расстегнул пуговицу воротника хотелось пить и не было никакого желания продолжать поединок но что оставалось Данилов чувствовал что и кармадон сейчас еле дышит клыки и когти его исчезли в зеленоватой сфере прекратилось копошение лишь что-то остывая еще дергалось там скрипело и клацало а потом кармадон вдруг стал металлический строгих линий будто броневик или робот на подготовку к выстрелу Данилов имел десять земных минут они стекли Данилов надавил пальцем на кнопку он думал что наверное не сможет поразить кармадона и нужно чуть-чуть расслабиться чтобы когда придет очередь соперника уберечься от его ракеты а потом может быть силой восстановится Данилов чуть ли не развалился на зеленом жестком сиденье ракета его шла тихо но ровно и вдруг Данилов скосил глаза на экран системы слежения белое пятно дрожало и увеличивалось на нем значит вот как прежде чем Данилов нажал на кнопку кармадон послал в него ракету не имея на это права и ракета его была с куда более страшным зарядом с куда более совершенной системой ускорения нежели полагалось по условиям поединка это же подлость в мыслях вскричал Данилов и опять жутко победителем захохотал кармадон Данилов понял что сейчас все кончится но и он доведет ракету до цели не простит подлости последнее усилие воли последнее усилие своей сущности вложит вместит в движение ракеты и ее удар и тут что-то оглушило Данилова стало взрываться в нем потекли цветные видения и чьи-то лица были и женские сначала будто бы Наташина а потом Анастасия музыка мучила Данилова болью или это была просто боль но тут все потеряло цвет и звук и исчезло глава 22 вторая Данилов извините пожалуйста это опять я вам звоню подковыров слушаю вздохнул Данилов а если мы изменим текст какой текст насчет императора и что ну а если он не в 12 будет вставать из гроба а в час ночи так смешнее смешнее сказал Данилов и повесил трубку он тут же ее поднял чтобы подковыров не смог пробиться к нему снова Данилов чувствовал себя скверно еле был жив болела голова ныло тело пальцы дрожали вдобавок ко всему была в Данилове на правом его плече черная дыра дыра потихоньку уменьшалась шелковые нитки оставленные ловкой иглой стягивали ее поначалу черная дыра была размером с будильник теперь же ее можно было закрыть и двугривенной монетой дыра не болела только тяготила Данилова она была в нем но и как бы сама по себе сверху дыру заклеили прозрачным пластырем Данилов на кухне задумав рассмотреть дыру осторожно оттянул пластырь тут все пришло в движение все потянулось в дыру Данилов быстро приклеил пластырь однако одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу рассыпалась в воздухе крошками со свистом исчезла в черной дыре туда же последовали и вилки не убранные со стола прочие вещи удалось сохранить ну ладно успокоил себя Данилов она сама превратится в точку а потом и вовсе затянется известное дело гравитационный коллапс все же ему было не по себе от того что на его плече начинался туннель во вселенную неизвестно какую на нашу непохожую но каков кармадон калит так постарался Данилову стало известно и то что исчезли совсем синий зуд и Бек Леоныч Данилов решил что кармадон прежде чем совершить подлость убрал свидетелей секундантов он был уверен что и Данилов исчезнет вот их и убрал погиб домовой Бек Леоныч и выходило что Данилов погубил его напрасно станут теперь ждать Бек Леоныч замурованные им жены и восточных подруг Данилов жалел но у них ли было дело эх кармадон кармадон однако как не слаб был теперь Данилов чтобы не ожидало его в ближайшие мгновения он понимал что ему следует приниматься за житейские дела Данилов сдвинул пластинку на браслете вернул себя в человеческое состояние он жив случай спас его случай вернул его в существование что ж надо было благодарить случай или Анастасию и жить дальше Данилов решил пересмотреть бумаги написанные им утром думал порвать их или придать огню но посчитал а зачем еще пригодятся все его распоряжения были уместны ни от чего он не желал отказываться даже от отписок в пользу Клавдии лишь письма о симфонии Переслегина Данилов положил задержать он мог и по телефону позвонить адресатам зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время ах как нелепо как нелепо как я виноват вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Бекелеоныч он казнил себя за то что был легкомыслен и не обеспечил безопасность Бекелеоныч а ведь обещал ему что все обойдется хорошо беды не случится как не бронил теперь Данилов Кармадон он знал что никогда не простит самому себе гибели Бекелеоныч он знал что и в собрании домовых на аргуновскую совесть ему теперь не позволит являться лучше бы уж меня думал Данилов а его бы и пальцем не тронули однако он то существовал и черная дыра затягивалась на его плече по вечным условиям поединков нынче пусть и запрещенных победитель мог не только ранить побежденного но и совсем погубить его бессмертную по положению натуру ни болезни ни стихия ни люди ни женщины погубить не могли а вот именно свои на поединке могли так уж повелось и Данилова разрушил предательский снаряд Кармадона он уж почти забылся и потерял свою сущность однако демоническая женщина Анастасия спасла его как она проведала поединки и где притаилась во время стрельбы Данилов не знал да и не старался узнать узнал он лишь что с ним произошло в последнее мгновение поединка ракета Кармадона совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова и его оболочку но караулившая поблизости Анастасия бросилась Данилова на помощь голыми руками не боясь ожогов гибельную для Данилова массу вещества сгребла в кучу остатки ее до микрочастиц выгнала из Данилова превратила всю эту массу в полную свою противоположность и сделала черной дырой вещества было так много что оно могло бы обернуться и звездой первой величины потому черная дыра вышла в Данилове большая Анастасия сразу же стала стягивать ее края шелковыми нитками тут Данилов очнулся и Анастасия тотчас отлетела видно все еще была сердита на него гордая и прекрасная Анастасия неизвестно с каким намерением она явилась к месту поединка разве теперь это было важно не имела она права оказывать помощь Данилову а Данилов не имел права эту помощь принимать однако Кармадон первым нарушил правила чести и стерпеть его подлость Анастасия не смогла отлетая от Данилова она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем а прежде смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем теперь черная дыра уменьшалась быстрее чем следовало бы и стекала веществом куда-то вдаль в пустые углы чужой вселенной доску-бабочку для вечернего спектакля. — Что мне с Переслегиным устроить? — думал Данилов. — Как исполнить его симфонию? Где и с кем? Надо сегодня же отыскать Переслегина. К нему, что ли, съездить? Левая рука Данилова опять словно нечаянно потянулась к черной дыре. — Брось, — сказал себе Данилов, — хватит. Ластырь был крепок. Позвонила Клавдия Петровна. — Данилов? Ну и как? — А что? — спросил Данилов. — Неужели тебе нечего мне сказать? — А что я должен сказать? — После того, что произошло? — А что произошло? — Ну, хорошо, — сказала Клавдия, помолчав. — А неужели тебе не о чем меня спросить? — О чем я должен тебя спросить? — Ладно, я сейчас приеду к тебе. И Клавдия повесила трубку. — Какая баба! — рассердился Данилов. Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время. Тут же телефон опять зазвонил. — Сейчас я и выскажу, — пообещал Данилов. Однако он услышал голос Наташи. — Олодя, вы извините, — сказала Наташа. — Мне показалось, что у вас неприятности. — Ну что, вчера между вами и вашим гостем что-то произошло? Вот я и отважилась вам позвонить. — Это все мелочь, — сказал Данилов мрачно. Он растерялся от того и сказал мрачно. — Я напрасно вам позвонила? — Нет, отчего же, — пробормотал Данилов. — Вы где? — Знаете, Володя, я ведь брожу в вашем районе. С утра взяла и поехала в Останкино. — А сейчас-то вы где? Наташа назвала место. Оказалось, это в двух минутах ходьбы от Данилова. — Я выхожу, — сказал Данилов. Уже в лифте он вспомнил о Клавдии. — Ах, пусть прокатится, — решил Данилов. Наташу он нашел на улице Цандера возле аптеки. — Здравствуйте, Наташ, — сказал Данилов. — Здравствуйте, Володя. — Вас интересует мой приятель? — спросил Данилов. — Нет, — сказала Наташа. — А что это мы на вы перешли? — Так надо? — Нет. — Ты вышла сама собой. — Но не я начал. — А если мне опять начать на ты? — Я согласен. — А я, Володя, испугалась за тебя. Что-то случилось вчера, да? — Было. Мелкое недоразумение. Все уж и забыто. — Ты не обиделся на меня? — За что? — Я не знаю. Я просто заснуть не могла, и все. Чего-то боялась. Мне казалось, что я должна от чего-то тебя спасти. Я даже приехала сюда утром, и все ходила возле твоего дома, будто у тебя во мне была нужда. Дурь какая-то. Нервная я, что ли, стала? — От такой, наверное, надо держаться подальше. — Что ты? — Расстроганно сказал Данилов. — Ты не выспалась? — По мне видно? — расстроилась Наташа. — Я страшная? — Нет-нет, что ты? — сказал Данилов. — Видно, ночью давление менялось. Вот не шел к тебе сон. Наташа как-то странно поглядела на Данилова, будто в словах его было нечто обидное для нее. Сказала тихо. — Нет, что у меня давление? — Ну да, что и давление, — подумал Данилов. — Ведь она из-за меня приходила и к театру, и в Сокольнике, и к дому моему. А я размышляю о чем-то. — Ну как быть? Анастасия, Наташа, этот дурак, Лавдия, все перемешалось. И как тут разобраться? Что истинное, необходимое, а что призрак, мираж, суета? То есть разобраться легко. Ну, что выбрать? Да так, чтобы никому не принести беды. В чем я волен? — Какая печаль. Час назад все мне было ясно. — Володя, я люблю тебя, — сказала Наташа. — Я тебя, Наташу, люблю, — сказал Данилов. И все. Шли вокруг люди. Их было пока мало, но они шли. Что еще надо было сказать? Ничего и не надо. Остановилась машина возле Данилова с Наташей. Машина Данилову знакомая, приобретенная на средства профессора Войнова, Клавдия Петровна распахнула дверцу. — Что ж ты, Данилов, — сказала Клавдия с обидой. — Я спешу к тебе домой, а ты гуляешь по улицам. — Здравствуй, Клавдия, — сказал Данилов. — Здравствуй, — кивнула Клавдия. — У тебя нет совести, а если бы я ехала не под Сандера? — Я тебя вовсе и не ждал. — То есть как? — Вот так. — Ты не поинтересовалась, есть ли у меня время для встречи с тобой. А у меня времени нет. — Ты что, Данилов? — удивилась Клавдия. И потом она словно бы заметила Наташу. — А это кто? — Это Наташа, — сказал Данилов. — Наташа, а это вот моя бывшая жена, Клавдия Петровна. Я тебя не рассказывал. Должна бы Клавдия была понять, что они с Наташей близки, брат с сестрой, муж с женой, а она тут чужая. — И все же, — сказала Клавдия, взглядом пытаясь удалить Наташу из здешних мест. — Ты мне нужен. — Да, возможно, я тебе и нужен, — сказал Данилов. — Но ты мне никак не нужна. — Данилов, — робко произнесла Клавдия, — ты всегда с уважением относился к женщинам. Данилов ощутил, что в отношении к нему Клавдии вместе с прежними чувствами превосходства и несомненной власти появилось и нечто новое. Тревога какая-то. Или догадка безумная, или подозрение, или даже страх. Данилов даже пожалел Клавдию. — У меня есть тайна, — тихо сказала Клавдия. — Хорошо, — кивнул Данилов, — но в другой раз. Обида опять придала Клавдии сил. — Наташа, — спросила Клавдия, — а вы у Данилова новая симпатия? Наташа посмотрела на Данилова. — Наташа моя вечная симпатия, — серьезно сказал Данилов. — Вы с ним будьте осмотрительней, он человек распущенный. Тут и Данилов не нашел слов. — А я вас где-то видела. Вы не портниха? — Я не портниха, — сказала Наташа. — Но я шью. — А Гавриловы не вышили по моделям Гагариной? — Шила. — Вот у Гавриловой я вас и видела. — И шапочки вы шьете? — И шапочки. Тут Клавдия Петровна выскочила из машины, захлопнула дверцу, а Данилове она забыла сразу же. — Не, непременно и быстро надо сшить шапочку из черного бархата. Знаете, челму. Чтобы на ней хорошо смотрелись и бриллианты, и жемчуга, мы с мужем, возможно, поедем на три года в Англию, а туда, без сил, мы лучше и не ездить совсем. На прием к королеве можно явиться только в вечернем наряде. Моя приятельница жила в Англии, получила однажды приглашение на прием к королеве, а ее без шапочки не пустили. Теперь она вернулась в Москву, места себе не находит. Подругам стыдится показаться. Жизнь испорчена, я ее понимаю. А уж если эту дуру королеве звали, то нас-то с Войновым позовут и не раз. Вы возьмитесь, у меня фасон есть, я заплачу как следует. — Сошью, — сказала Наташа. — Деньги ваши будут мне сейчас не лишние. Женщины тут же стали договариваться времени встречи, записывать адреса и телефоны, а Данилов чуть было не вскипел, до того он был на улице посторонний. Наташа почувствовала его досаду, обернулась тут же и глазами успокоила Данилова. — Одно дело сделано и ладно, — сказала Клавдия, открывая дверцу. — С тебя, Данилов, хоть шерсти, Клок. Однако в машину она все еще не садилась. Теперь, когда головной убор был обговорен, Клавдия Петровна смотрела на Наташу без приязни и без заискивания, а холодно, даже с презрением, как дама на швею. Что-то и Данилова она, видно, захотела заявить, чтобы показать и швеей, и самому Данилову, что имеет на него особенные права. Но и рабела. — Ладно, — сказала Клавдия, — я тебя разыщу. И укатила. Во все время суеты с Клавдией, Данилов с Наташей вели разговор между собой. В их разговоре не было слов, а было то, что они назвали четверть часа назад. Этот разговор шел как бы поверх разговора с Клавдией, от того в нем была игра, волновавшая Данилова и Наташу. Что им было теперь, Клавдия и ее тайн? Что им была улица Цандера с 85-м автобусом и аптекой? Однако, когда речь зашла о челме, Данилову показалось, что их с Наташей разговор прервался, и он, Данилов, остался один. Впрочем, нашел, к кому ревновать, подумал Данилов. Женщины, они и есть женщины. Он досадовал и на себя. Какие пошлые слова явились ему. Наташа моя вечная симпатия. Но теперь, когда Клавдия уехала, они с Наташей вернулись к своим главным словам, и Данилов почувствовал, что на сегодня их хватит. Дальнейшее может только испортить все. — Мне на работу, — сказала Наташа. — А мне скоро театр. — Данилов, хочешь, я тебе брюки сошью? Вот мерку сниму и сошью. Или джинсовый костюм, или куртку. — Ты с Клавдией сразу нашла понимание, — не утерпел Данилов. — Любопытный фасон, — сказала Наташа. — Мне захотелось сшить эту челму. — Ах, какие брюки я вижу для тебя. Разве ты брючный мастер? — Я все могу. — Я тебя одену. Тут Наташа отчего-то засмущалась, словно поняла, что обновками своими сделает Данилова чем-то обязанным ей, а ему, мужчине, может, и мысль об этом сейчас неприятна. Подошел автобус. — Счастливо, Наташа. Я позвоню тебе после спектакля. Ты приходи. Глава двадцать третья Дома Данилов расстегнул пуговицы рубашки, оголил плечо. Черной дыры не было. Данилов отклеил прозрачный пластырь и ножницами потихоньку высвободил шелковые нитки. Кожа стянулась, ничто не напоминало о гравитационном коллапсе. А ведь где-то, подумал Данилов, в соседней вселенной открылась нынче белая дыра. Все вещество, словленное кармадоном для гибельного снаряда, утекло туда. Да и табуретка Данилова и вилки с кухонного стола явились, видно, в ту вселенную подарком. Данилов вздохнул. Удивительно, что не ушли в черную дыру его кости и внутренности. Слаба, что ли, дыра была? Или что другое удержало их? Тут Данилов с некой надеждой подумал, что, может быть, он напрасно грешил на кармадона. Что вдруг и бег Леоныч с синезудом были затянуты в черную дыру, и сейчас пришельцами вынырнули из белой дыры и в неизвестной Данилову вселенной? Хорошо бы так. Уж потом Данилов нашел бы способ вызволить их и вернуть в очи места. Какой способ? Когда потом? Что Наташе морочит голову, если сам живет под домокловым мечом, и время его последними крупинками истекает в песочных часах? В особенности теперь, после запретного поединка, в дверь позвонили. На пороге стоял Переслегин. — Здравствуйте, — сказал Переслегин. — Извините, что надолго исчез, был в командировке в Горьком. Тут бы им сразу сказать друг другу о главном. А они замолчали. Данилов даже засуетился, будто давая Переслегину понять, что времени у него мало. — Я к вам ненадолго, — сказал Переслегин. — Да нет, что вы, — смутился Данилов. — Вы посмотрели, — спросил Переслегин. — Да, — кивнул Данилов. — И как? — Мне понравилось. — Я ведь вам так и написал. — Да-да, — согласился Переслегин. — Я очень благодарен. Он замолчал, смотрел на Данилова, ждал, видно, еще каких-то добрых слов о своем сочинении. А у Данилова все ощущения от музыки Переслегина будто пропали. — Я бы исполнил вашу симфонию, — сказал Данилов. — Вот и исполните, — обрадовался Переслегин. — Кто же меня выпустит на сцену? Где? И с каким оркестром? — Это все можно устроить, — махнул рукой Переслегин. — Главное, что вам понравилась партитура. Данилов посмотрел на Переслегина с удивлением. — Какий прыткий. Совсем иное мнение он составил о натуре композитора в прошлый раз. — А отчего вы дали главную партию в симфонии? Альту. — Я и сам не знаю, от чего, — сказал Переслегин. — Ведь когда начинаешь творить... Простите за пышное слово. Когда начинаешь сочинять музыку, разве делаешь это холодным умом? Уж потом, после можешь объяснять себе, как возник этот звук, эта мелодия, и как это. Со мной так, с другими, возможно, иначе. Значит, к альту лежала моя душа. В скрипке, уверен, женское начало. Озорная девчонка, печальная женщина, трагическая старуха. Это все для меня скрипка. А в альте больше твердости, больше драмы. Альт-мужчина. Я не знаю. Я стал писать музыку, и во мне зазвучал альт. Вот и все. Но альт-то, согласитесь, нынешний солист. Он инструмент вспомогательный. Он у скрипки, у голоса человеческого в слугах. Нет, нет и нет. Инструмента в слуг быть не должно. И не может быть. В музыке все велико, и все может прозвучать. Надо только дать звук. Надо уметь найти этот звук. А что до альта, то для него и Берлиоз писал симфонию. Берлиоз писал Гарольда для альта Паганини, воскликнул Данилов. — Как и что же? А теперь кто сыграет? — Вы сыграете, — сказал Переслегин. — Я? — Что выйдет? — Почему вы пришли ко мне? — Я слышал, как вы играли в НИИ машинные сочинения. Поэтому я к вам и пришел. Я знаю многих альтистов, а пришел к вам. — Каким рохлий и несчастным человеком показался он мне в прошлый раз, — подумал Данилов. — А в нем есть сила. Он упрямый и знает, чего хочет. А если знает, чего хочет и тем не менее верит в себя, значит, он и смелый. — Вам понравилось, как я играл? — спросил Данилов. — Да, — сказал Переслегин. — Я счастлив, если вы поняли мою музыку. Я хотел бы показать вам другие свои сочинения. Там вещи для небольших составов, квартеты есть, секстеты с темами для импровизации. Все великие музыканты прошлого были импровизаторами, ведь так. А нынче выходит, что музыканты могут свободно выражать себя лишь в джазе. Я написал вещи и для вашего альта. — Но его альта нет, — сказал Данилов. — То есть как? — Того альта, что вы слышали в ней, нет. Его украли. — Это грустно, — сказал Переслегин, печально взглянув на Данилова. И Данилов ощутил, что Переслегин понимает, какими были его муки. — Это грустно, — повторил Переслегин. — Но это ничего не меняет. Вы музыкант вовсе не потому, что имели альбану. Данилов от того, что он своими словами о пропавшем альте чуть было не разжалобил самого себя, стало неловко. Он поднялся и подошел к окну. Переслегин расценил движение Данилова как напоминание о ходе времени. Он тоже встал. А Данилову и вправду следовало отправляться в театр. — Принесите мне свои новые произведения, — сказал Данилов. — Я пока не столь уверен в себе, чтобы мечтать о сольных выступлениях, и не так молод, чтобы получить их. На ваши вещи я погляжу с удовольствием. — Вы говорите, где и с каким оркестром, — сказал Переслегин. — Есть один молодежный оркестр. Есть у меня и один дирижер. Я сведу вас с ним, если вы согласитесь. Переслегин ушел, а Данилов, проводив его к лифту, почувствовал досаду. Он ждал разговора с Переслегиным, готовился к нему. Бог весть, что возлагал на этот разговор, а все вышло так, будто они с Переслегиным дело обсудили, вроде покупки мебели или, на крайний случай, устройства левого концерта на клубных задворках. Он, Данилов, намерен был сказать Переслегину горячие и добрые слова, до того Переслегиных стоил. Сказал дурно и небрежно, будто подобные симфонии ему Данилову каждый день приносили с почтой. И его душа жаждала теперь высокой беседы о музыке. Не о бойкой шумной и пустячной даме, а об истинной музыке. О какой древней и говорили, что она второй разум человеческого естества, что она любовь и наука, познающая согласованность во всем, что она ненависть козлу, но ненависть, являющаяся благом для людей. Вот так бы сели они с Переслегиным друг против друга и согласились бы, что в мире все музыка и гармония или поиски гармонии, и что им вдвоем в этих поисках следует быть смелыми, идти рискуя и без оглядки. Но уже нужен был такой разговор Данилову. Нужно было ощущение поддержки собрата по искусству, умиление тем, что он Данилов не один, что его понимают. К малодушным Данилов отнести себя не мог, но не был он уверен в себе, не был, а ждал от себя в музыке многого. Наверное, Переслегин ушел от него расстроенный, не утоливший жажды. Вот всю жизнь так. И не поговоришь как следует с необходимым тебе человеком, не откроешь ему душу. Его душу не обрадуешь, не обогреешь, а в суете коснешься лишь случайным словом и унесешься дальше по пустячным делам. Все эти мысли посетили Данилова в мгновение, когда он спешно одевался на работу. Они были прерваны приходом водопроводчика Коли. Коля раскладывался в дверях и цепким взглядом, вытянув шею, попытался с порога обнаружить нечто в квартире Данилова. — Коля, я бегу, — сказал Данилов. — Случайно, Володя, инструменты мои у тебя не лежат? — Нет, — сказал Данилов. — Вы, Коля, их не приносили. — А я был у тебя вчера? — робко спросил Коля. — Были, но недолго. — А где же я еще-то был? — Не знаю. — А не на вокзале? — Да, были с нами и на вокзале, на Павелецком. — А не на Курском? — Не помню, — сказал Данилов. — Возможно, что и на Курском. — Вы у Земского спросите, вы с ним вместе держались. Но инструменты вы точно с собой не носили. — А я ел чего-нибудь? Отчего у меня дым изо рта идет? — Табачный. — Нет, паровозный. Коля дыхнул. И из его рта действительно повалил тяжелый антрацитовый дым. — Не знаю, — сказал Данилов. — Теперь и паровозов-то нет. — Вы, Коля, бесолол примите. У вас все и пройдет. — Я уж это принимал. А то бесолол. Глаза у Коли стали вдруг хитрые. — Знаешь что, Володя? — сказал Коля. — Дай мне два раза по четыре рубля. И я буду молчать. — Денег, Коля, у меня нет. — А о чем молчать-то? — Я приятель твоем, Андрей Иванович, из Иркутска. Договорением сколько хочешь. — Ну, смотри, — сказал Коля со значением. — А он мне шапку из белок обещал прислать. Он пришлет? — Раз обещал, жди. А я побегу. С этими словами Данилов вытолкал Колю в коридор, запер дверь и направился к лифту. Тут Коля закашлялся, и лестничную клетку заволокло дымом. Проезжая с рейтингу в троллейбусе, Данилов заметил, что по тротуару со скоростью машины, но и не спеша, за ним идет румяный Ростовцев. Круглыми глазами из-под очков Ростовцев поглядывал на Данилова, будто исследователь-натуралист. На голове его был черный котелок, каких уж лет восемьдесят не видели на Сретенке. В руке Ростовцев держал дорогую трость с желтой костяной ручкой, увенчанной фигуркой двугорбого верблюда Бактриана. А на левом боку его, там, где военные люди должны были бы иметь кобуру с пистолетом Макарова, прямо поверх пальто висел на ремне метровый турецкий кальян. Ростовцев шел, шел, а увидев, что Данилов заметил его, приподнял котелок и поклонился Данилову. Однако выражение лица у него при этом было самое злодейское. Глава двадцать четвертая Не успел Данилов в театре сдать пальто и шапку на вешалку, как его осторожно взял под руку скрипач Николай Борисович Земский. Данилов все еще думал о ростовцеве, что он следил за ним. А Земский непривычно для себя тихо поманил Данилова в буфет. Данилов взял бутылку Байкала, Земский три Жигулевского. — Ну как, Люмбага? — Николай Борисович спросил Данилов. — Вижу, выписали вас. — Люмбаг вчера, как рукой. Видно, после парилки. Вот смута какая-то в организме. — Что так? — Сам не знаю. Тут Николай Борисович в некоем беспокойстве посмотрел на Данилова. И надежда была в его взгляде, и была просьба, словно он облегчение душе желал теперь получить у Данилова. — Я не безобразничал вчера, — сказал Данилов. — А ничего вчера не случилось. Много пели, вот и все. — А разве не закусывали? — Закусывали, — сказал Данилов. — Но мало. — Странно все, — покачал головой Земский. — Странно. Какие-то сны дурные, какие-то видения, словно я был в путешествиях. Земский замолчал и поглядел на Данилова испуганно. И вот квитанция. Штраф. Будто я без билета в Минск ехал. Данилов развел руками. — А у тебя ничего не пропало? — спросил вдруг Земский. — Откуда? — Из кухни. — Не обратил внимания. — Это не твой. Земский из-под фрака, будто из недр своей басовой груди, извлек длинный предмет, запеленутый в полотенце. Положил предмет на колени, так чтобы в буфете его никто не видел, и распеленал. Обнаружился нож, пригодный для разделки окорока. Данилов повертел нож, и на деревянной ручке его разглядел маленькие чернильные слова. Буфет, станции Маршанск-2. Тоня Солонцова. Кто сопрет, зарежется. Данилову стало жалко Земского. Он сказал, — Да, это мой нож. Мне его Муравлев как-то привез. — Никогда клептаманом не был, — сказал Земский. А прям перед пенсией, нате вам. — Хотите, я подарю вам его? — сказал Данилов. — Нет, нет, что ты! — со страхом отодвинулся от ножа Земский. Пиво он допил вяло, был в напряжении. Все ждал, как бы Данилов не огорошил его нечаянным воспоминанием. Но и любопытство возникало иногда в его глазах. — А твой приятель, Андрей Иванович, — конец начал Земский. Он, — тут же он замолчал, испуганно осмотрел буфет. — Никогда не видел Данилов, громогласного бузотера Земского, таким сконфуженным и неслышным. — Пора нам с вами в яму идти, — сказал Данилов. — Ты, Володя, обещал зайти ко мне домой. — Сочинения мои послушать, поговорить о музыке ты б зашел. — Непременно, как-нибудь. — Да что ж, как-нибудь. Вот хоть бы и завтра с утра. Я бы и о Миши Кореневе рассказал. — Я вам позвоню, — сказал Данилов. — Теперь еще Кудасов явится за объяснениями, — подумал Данилов. — Ну, Кармадо. — Хорошо, хоть Кудасова днем в театр без пропуска не пустят. А оперы и балеты он не посещает. Вовсе ни к чему были Данилову мысли о терзаниях Кудасова, Земского и водопроводчика Коли. Да и какая радость нож этот маршанский в полотенце таскать с собой. Данилову хотелось думать о Наташе и музыке композитора Переслегина. Слова Переслегина о Бальте оказались ему справедливыми. Хотя и не во всем, а что касается исполнения его симфонии на публике, то теперь Данилов оробеял. Раньше об этом исполнении у Данилова были лишь грезы. И в тех грезах Данилов вел себя решительно, как Суворов в Альпах. Сейчас же открылась реальность с оркестром и дирижером. Вот Данилов и зарабил. Да выйдет ли у меня? Да где уж мне? И чем больше думал он о симфонии, тем крепче и крепче забирали его сомнения. Данилов совсем расстроился. Он боялся, что и сегодня сыграет скверно. Давали капелью. Дирижер почувствует это, и опять поездка в Италию на гастроли окажется для Данилова фантазией. В Италию, подумал он. А доживешь ли ты до Италии? Но пришла пора спектакля, и опасения Данилова рассеялись. Играл он хорошо, с жадностью, да и как-нибудь жадности после утренних приключений. К тому же и при мыслях, что больше никакого спектакля у него может и не быть. Душевно Данилов играл. Большим артистом сидел он в яме. Успокоился и застыл над оркестром занавес после первого акта. Данилов вспомнил слова Переслегина об импровизации, и у него были мысли об этом. Но поднял голову и увидел над барьером оркестровой ямы Кудасова. А пошел бы он подальше, с досадой подумал Данилов. Пусть к Земскому пристает за разъяснениями. И ведь на билет потратился. Да и билет-то с рук, наверное, брал. Данилов отвернулся с надеждой, что сейчас в голове его снова возникнут мысли о музыке. Однако мысли не явились. Видно, Кудасов спугнул их. А часто ли Данилову выпадали минуты именно для мыслей? И во втором и третьем антрактах Кудасов подходил к барьеру, смотрел на Данилова. Лишь усы его шевелились в волнении. Однако Данилов был суров. После спектакля он вышел из театра и возле служебного подъезда наткнулся на Кудасова. Данилов строго взглянул на Кудасова, сказал, «Ничего не помню, был нетресв. В доме моем ничто не пропало. Вы не бузили, законов не нарушали. Да, чуть не забыл, Земский просил передать вам нож. Вот он». Данилов протянул Кудасову нож в полотенце. И Кудасов его без раздумий принял. «Какой нож?» Спросил Кудасов. «Вот этот, резать окорок». «Я вас прожу», — сказал Кудасов. «Нет», — сказал Данилов, — «не вижу нужды. И иду я сейчас в дом, где в холодильнике пусто». Данилов лукавил. Он-то надеялся, что в том доме в холодильнике самое малость чего-нибудь, но имеется. Хоть печеночный паштет в банке пусти на дне или кусок колбасы. Много вчера ели, но к ночи Данилов опять проголодался, значит, совсем выздоровел после утреннего взрыва. А может, в черную дыру все же улетели кое-какие калории из его организма. Или вышло так, что к человеческой сущности Данилова взрыв вовсе не имел отношения? «Владимир Алексеевич», — умоляюще произнес Кудасов, — «нет», — холодно сказал Данилов, — «все». И пошел. Обернулся. Кудасов за ним не последовал. «Неужели я от маршанского ножа отделался?» Не верю в удачу, — подумал Данилов. До Покровских ворот он доехал троллейбусом, совсем уж было свернул в Хохловский переулок, но тут почувствовал, что за ним кто-то крадется. «Який Кудасов гусь!» — опечалился Данилов. Но, когда, остановившись, изучил в темноте силуэт преследователя, понял, что это не Кудасов, а кормленный злодей Ростовцев. Данилов достал индикатор. Голая рубинцевская женщина от близости Ростовцева не засветилась. Стало быть, это Ростовцев и был, а не переодетый Валентин Сергеевич или какой его агент. «Что ему-то от меня надо? Что он-то за мной ходит?» Данилов захотел подойти тут же к Ростовцеву и прямо его спросить, что он играет сыщика, однако время было позднее. А Данилов торопился. Наташа открыла ему сразу, будто ждала его за дверью. Потом было время любви и время спокойствия. Время исчезновения забот. Много сказали Данилов и Наташа друг другу слов, хотя в словах у них никакой необходимости сегодня не было. Еще ночью Данилов и думать не хотела Наташа. Ссора с Кармадоном, Наташины любезности с Андреем Ивановичем из Иркутска, казалось, отделили его от Наташи, может быть, навсегда. Однако теперь, вернувшись в жизнь, Данилов понял, как он любит Наташу и как она любит его. Все, что не касалось сейчас их с Наташей, Данилова не трогала. Хотя он и слушал Наташин рассказы, и сам говорил что-то, и даже история Миши Коренева, совсем недавно волновавшая Данилова, мучившая его своей тайной, нынче была воспринята им словно бы история литературного персонажа, какой на земле никогда не существовал. Данилов понимал, что завтра в нем опять возникнет интерес к судьбе погибшего скрипача. Но что теперь ему было до Миши Коренева? Да, Миша в последнем своем послании писал Наташе о прежней своей любви, но ведь Наташа уже не любила его. Не любила. Это и было для Данилова главное. Впрочем, Данилов попросил у Наташи письмо Миши Коренева для внимательного чтения. Глава двадцать пятая Утром, вернувшись в Останкино, Данилов достал из конверта письмо Коренева. Места про чувства к Наташе он не перечитывал, хотя глаза его забегали и в те места. Трижды Миша повторял слова, слышанные от него и Даниловым, боящийся несовершен в любви. Данилов со дня смерти Коренева не забывал их ни на мгновение. Слова эти Миша употребил и в строчках, какие теперь Данилову были нужны. Вот что Коренев писал. Чем погасить мой душевный мятеж? Чем утолить его? Успокоением в славе или в любви? Славы не будет. Улюбить женщину, как она того достойна, я, видно, уже не способен. Боящийся несовершен в любви. Любить жизнь людей, но я в ознобе перед натиском мира. Я зябнущий от его жестокого напора. Пожалуй, одна музыка мне и осталась. Но в последние месяцы я и от музыки зябнущий. Это страшно. Неужели прав З... Фамилия была написана полностью, но потом зачеркнута. И надо признать, что важнее тишины ничего в жизни нет. Неужели в тишине сладости, утоления всего душевного мятежа? Неужели лишь в тишине гармония? Нет, нет, нет. Я еще не сдался. Я еще люблю звук. Я еще пытаюсь одолеть музыку. Но боюсь, что она разорвет, рассечет, растопчет меня. И тогда тишина. Тишина. Вершина всего. И тогда тайна МФК. Было восемь часов. Данилов знал, что Земский встает рано и позвонил ему. — Здравствуйте, Николай Борисович, — сказал Данилов. — Извините за беспокойство. Вчера вы звали меня? — Хорошо, Володя, — сказал Земский. — Через пятнадцать минут я тебя жду. Через пятнадцать минут Николай Борисович Земский открыл Данилову дверь и, поклонившись, будто приглашая к минуэту, провел Данилова в большую комнату. Данилов поглядел на свои джинсы и стертые домашние туфли смутился. Николай Борисович надел прекрасный концертный фраг. Рубашка его и черный бант под кадыком были свежи, праздничны, будто только для сегодняшнего утра их шили и утюжили. Осмотрев комнату, Данилов понял, что Земский не только ждал его посещения, но и с усердием готовился к визиту соседа. Да что соседа? Земский теперь словно стоял на сцене и чувствовал трепетное внимание притихших где-то слушателей. — Ты, Володя, садись! — загремел Николай Борисович. — Вот кресло! Бас у Земского, как всегда, был богатырский, раскатистый, но звучал этот бас нынче серьезно, строго, забыв о том, что привык озырничать, ахальничать, а в случае нужды и раскалывать тонкие стаканы. — Коньяк, Володь, будешь? — спросил Земский. — Нет, что вы, нам же на работу. — Да и желания нет. — Я коньяк не пью, ты знаешь. Предпочитаю водку. Но нынче... Я ведь так... По рюмке. Для утренней бодрости и остроты восприятия. — Ну, если для остроты восприятия, — сказал Данилов и выпил рюмку коньяка. Сидел он в огромном и мягком кресле с высокой уютной спинкой, обтянутой черным бархатом. К подлокотникам спинка спускалась овальными боками, похожими на уши слона. Креслу этому Данилов чрезвычайно завидовал, грустил о нем. — Вот бы сидеть в атаком кресле, — мечтал Данилов, — а за окном вьюга, — ноги накрыть пледом и сидеть, книгу держать в руках или думать о чем-то. Или ни о чем не думать, дремать. Славно. Но куда уж эти мечты? Вряд ли бы удалось Данилову дремать или думать в благословенном бархатном покое. Да и на поиске кресла в комиссионных магазинах не было у него ни времени, ни денег. Хорошо, хоть сегодня Николай Борисович дозволил ему занять почетное место. Данилов блаженствовал и понимал, — жест Николая Борисовича значит многое. — Времени у нас с тобой, Володь, действительно мало, — сказал Земский. — Поэтому я сразу исполню свои сочинения. Я пишу и в традиционных формах, тебе привычных. Есть у меня и симфонии, и балеты, и оратории, есть пьесы инструментальные не только для скрипки, но и для органов, ортопианов, лейтепикул и прочего. Есть другие вещи. Но поначалу ты можешь их не понять, а то и рассердиться. Я сыграю две простые пьесы для скрипки и короткие. Одну на две с половиной минуты, другую на четыре. Кстати, я их играл твоему приятелю Андрею Ивановичу. Вторая вещь понравилась ему больше. Впрочем, какое это имеет для тебя назначение? — Я весь внимание, — сказал Данилов. Земский, наверное, не расслышал слов гостя. Он был уже в своей музыке. Она волновала и мучила его. Данилов видел это. Сам же Данилов чувствовал себя неловко. Минут через десять ему предстояло говорить Земскому какие-то слова. А вполне возможно, сочинения Земского были скверные. К тому же Данилов пришел к Земскому вовсе не ради его музыки. Но, впрочем, и музыку Земского услышать ему было интересно. Земский взял скрипку, встал возле пианино. Рояли в доме Данилова многим были бы нужны. Да как затаскивать их? Рояли-то. И где держать? Данилов смотрел на Земского снизу вверх и виделся Земский ему огромным, величественным. Но и отчего-то пугал Данилова. Он совсем не походил на обычного Николая Борисовича земского бесцеремонного озорняка и орателя, имевшего в коллективе прозвище Карабас. Какой уж тут Карабас? Или Громовой? Такого баса наряди Варлаамом, или князем Галецким, или половецким ханом, и выпусти его на сцену, публика тут же бы обмерла. Да что Варлаамом, что Галецким. Он мог бы в костюме и гриме явиться теперь и царем Иваном Васильевичем из Псковитянки. Было величие в Николая Борисовича. Да и зачем ему сейчас грим и оперные костюмы? Он и в концертном фраке был хорош. Плечи Николай Борисович расправил, грудь его была обширна и могуча, и камский грузовик проехал бы по ней, не оставив следов. Скрипка, казалось, могла захрустеть в руках земского, однако держал он ее нежно с отцовской любовью. Хорош, хорош, думал Данилов. Но отчего-то ему было не по себе. Николай Борисович поднял смычок. За его спиной Данилов заметил прикрепленную кнопками к стене полоску ватманской бумаги и на ней выведенные плакатным пером слова. «Из наших пяти чувств слух, несомненно, меньше других, облагодетельствован естественными наслаждениями». Рядом висела другая полоска бумаги с мнением художника Александра Иванова о смысле творчества. «Всерьез готовился», — подумал Данилов. «Первая вещь называется прощание с номером гостиницы в Тамбове», — объявил Николай Борисович, так, словно имел в виду не только Данилова, но и невидимых слушателей, возможно, притихших где-то рядом. «Вторая — утренние страдания в окрестностях Коринфа». Он стал играть, но никаких звуков Данилов не услышал. Прощание с гостиницей, видно, было эллигическое. Что-то произошло у Земского в Тамбове. Смычок проплывал мимо струн на малом от них расстоянии в задумчивости и грусти. Поначалу Данилов с любопытством следил за смычком, намереваясь как глухой по движениям губ собеседника слова угадать музыку, сочиненную Николаем Борисовичем. Но не угадал. Музыка, верно, была новая и Данилову недоступная. Внимание Данилова рассеялось. Он, слушая Николая Борисовича и наблюдая за ним, стал краем глаз заглядывать комнату, но так, чтобы Николай Борисович не заметил его досужего интереса. Впрочем, что мог заметить сейчас Николай Борисович? Он был само вдохновение, он творил. Он печалился об исходе своей тамбовской жизни. Тут Николай Борисович закончил первую вещь. Опустил смычок, голову склонил на мгновение, но сразу же будто встрепенулся и вскинул смычок, обратившись мыслями и чувствами к утренним страданиям. Страдания, кому, может быть, кентавру, выдались вблизи Каринфа серьезные. Полеты смычка были теперь нервными и стремительными. Данилов любовался артистическими движениями рук и бровей Николая Борисовича. Земский опустил смычок, замер, отходя от музыки. Данилов молчал. Николай Борисович положил скрипку на стол, нервно взглянул на Данилова, налил коньяк, протянул рюмку гостю, быстро выпил свою, сел. — Как? — спросил Земский. — Несколько непривычно, — сказал Данилов. — Я так и думал, — проговорил Земский расстроенно. — Знал, что ты поначалу будешь обескуражен. — Хотя и надеялся. — Да. — А вот твой приятель из Иркутска, он сразу многое почувствовал. И Миша Коренев покойный. — Николай Борисович, — осторожно спросил Данилов. — Как ваше направление в искусстве называется? Тишизм? — Тишизм. — Тяжело кивнул Земский. — Тишина — лучшее из того, что слышал. — От этого вышли? — Поэт выразился удачно. Но меня вело иное движение мысли. Николай Борисович встал, прошелся по комнате. Впрочем, Володя, ничего огорчительного и неожиданного тут нет. Я и думал прежде объяснить суть своего направления, но взял и ударился в авантюру, а вдруг ты сразу все и почувствуешь. — Я кое-что почувствовал, — робко сказал Данилов. — Раз уж явился ты ко мне, — сказал Земский, не обращая внимания на слава Данилова, — придется тебе выслушать лекцию, надеюсь, что короткую. А потом я исполню еще одно сочинение, оно сложнее первых двух. Тут Николай Борисович извинился, предупредив Данилова, что объяснение будет вести житейскими словами. В терминах он не силен, хотя и согласен с необходимостью оснащать любую новую теорию научной терминологии. В письменном трактате о тишизме он и попытался сделать это, однако не все термины ему нравятся. Свои объяснения Николай Борисович начал издалека, от самых истоков традиционной музыки. Той самой, какой служит теперь Данилов, и какой он, Земский, служил тридцать с лишним лет. Музыка эта возникла, скорее всего, из-за того, что, как догадались еще древние, тут палец Николай Борисович указал на полоску ватманской бумаги с черными словами, слух наш по сравнению с другими чувствами куда меньше благодетельствован естественными наслаждениями. Глаза видят много безобразного, но и прекрасного перед ними много. А что, по мнению людей и ушедших, и нынешних, слышат уши? Да одни безобразие выходят и слышат. Дурные крики, карканье ворон, виск циркулярной пилы, лязг мечей, шипение кухонных плит и перебранку их хозяек, скребки бумаги по школьной доске, урчание в желудке, свист летящих бомб, вытье собак, не говоря уже о матерных ругательствах. Шумы и звуки раздражают человека все больше и больше. Они вреднее для него, чем загрязнение среды. А как мало приятного слышат люди. Пение птиц, шум леса, ласковый плеск воды, смех младенцев. И все, пожалуй. Ну и, естественно, тишина. Однако о ней разговор особый. Вот человек себе в утешении создал музыку, расположил звуки с помощью тонов, ладов, ритмов и прочего в приятное ему сочетание и десятки веков старается возместить музыкой скаридность природы. Поначалу уловленные людьми звуки помогали им баюкать детей, вызывали жар в крови, настраивали на битвы и тяжкие работы, в пышных церемониях заставляли падать на колени, верить в силу и сверхъестественное. А потом возник особый мир музыки. Мир этот безграничен и всесилен. Впрочем, так думают люди. Но так ли на самом деле? Нет, нет и нет. Музыка, как и любое другое искусство, или скажем, как и любая наука, отражает уровень развития человечества, представление людей о мире и самих себе. Представления эти меняются, но и теперь они наивные и детские. Ничего толком не знают люди ни о себе, ни о мире. Так, для облегчения жизни. Оснастили себя некими условностями. И потихоньку одну условность заменяют другой. Каким уж открытием казалась когда-то перспективная живопись, а теперь, если принять во внимание забавы естественных наук, перспективная живопись Леонардо или Рафаэля ничуть не меньшая условность, нежели плоскостность или обратная перспектива иконы. Да что там, куда большая условность. И традиционная музыка, естественно, условность и частность. Нет, он, Николай Борисович Земский, вовсе не предлагает уничтожить и забыть традиционную музыку, инструменты изломать, а ноты сжечь. При этом бы и сотни тысяч музыкантов пришлось куда-то девать. А им ведь надо кушать и кормить детей. Бог с ними, пусть себе дуют в трубы и барабанят по клавишам. Хотя они и шарлатаны. Но следует открыть людям глаза на то, что традиционная музыка явление частное и никак не может претендовать на всеобщность. В этой ее претензии есть и нечто ущербное. Как в претензии на любовь мужчин 70-летней дамы, скукоженной, но все еще в красках и горящих камнях. В особенности теперь, когда так называемые точные науки пригоршнями выбрасывают новые условные знания. Может, в чем-то и верные. Теперь, когда совершенно изменились способы информации и средства общения людей, да что говорить, что дальше-то будет? Века человек плелся потихоньку, а теперь побежал, да еще и в припрыжку. Раньше он жил в замкнутом мире, в своей избе, а теперь выходит во Вселенную. И кто знает, с чем он встретится там, какие истины разверзнутся перед ним, от каких бездн он посидеет, каким чувством и каким звуком привыкнет, какие инструменты изобретет и полюбит. А вдруг люди и вообще откажутся от всяких звуков и шумов, поберегут здоровье? Но не надоедят разговоры. А станут они общаться друг с другом, скажем, способом телепатическим или каким иным. Да и надо бы. Разве слова способны передать движение мыслей и чувств? Нет. Они служебные сигналы. Они жалки и убоги, как знаки азбуки Морзе. Стало быть, и искусство будет иным. И еще. Вся старая музыка, так или иначе, отражение какой-никакой о гармонии. Но разве мир гармония? Разве жизнь гармония? Ах, Володя, не криви губы, уволь. Где уж тут гармония? Лев терзает лань. Жирные злаки растут на братских могилах. Женщина торгует телом. Пьяная рука калечит ребенка. Альтист чихонен. Лежит штиблеты главному дирижеру, чтобы именно он, а не ты, Данилов, поехал на гастроли в Италию. Гармония. Но, может быть, чихонен и поступает так, сказал Данилов, в поисках гармонии. Хотя бы для себя. Дземский только рукой махнул. Нет, сказал он. Мир, черт что, но только не гармония. Значит, традиционная музыка лжет, навевает даже и трагическими сочинениями сладостный обман. Для того она из звуки отобрала приятные человеку сносные, выдрессировала их и строго следит за их порядком. Она ложь и побрякушка. Конечно, и старая музыка заставляет людей страдать и плакать. Но это от того, что у них есть потребность страдать и плакать, а иной музыки они не знают. Он, Николай Борисович Земский, уважает и творцов прошлого, в иных из них, скажем, в Бетховене, видит родственную себе натуру и жалеет их, шедших ложным путем. Да и пусть их сочинения останутся, пусть исполняют их для гурманов, в звуковых антиквариях и через 200 лет от ничего не меняет. До настоящей-то музыки, чтобы соответствовать миру, следует не извлекать из природы лакомые звуки, а быть честной и всеми звуками, пусть и страшными, пусть и кощунственными, подчивать людей, терзать их души правдой жизни. Дал ли наш век новую музыку? Нет. Да она нервнее и злее сочинений прошлого. Но вся она и с джазовыми открытиями, и с атональным направлением, и с находками поп-артистов, и прочим, и прочим, вся она та же самая традиционная музыка, только что с заплатами и надставленными рукавами. Вся она частность и условность. Тут Николай Борисович остановился и замолчал. — Стало быть, — сказал Данилов, — ваше направление, тишизм, претендует на некую всеобщность, и вы создали систему всеобщих звуков. — Ничего я не создавал, — недовольно заявил Земский. — Все необходимые для истинной музыки звуки есть внутри каждого из нас, и они так же богаты и верны по сравнению со звуками внешними, как богаты и верны наши мысли и чувства по сравнению со словами и жестами. И дальше он объяснил. — И так пока еще никто не знает, какая музыка людям нужна и какая музыка, в конце концов, возникнет для них. И он Николай Борисович точно не знает, хотя о многом догадывается и многое предчувствует. Вот он и открыл, что нужно написать такую музыку, какая будет звучать лишь внутри каждого из слушателей. Эта музыка никогда не устареет, и в момент исполнения будет точно соответствовать уровню представлений людей о мире и уровню развития музыки. Естественно, Николай Борисович имеет в виду лишь слушатели, какие способны его сочинения воспринять и воссоздать. Сочинения эти нет надобности записывать нотными знаками. Нотные знаки должны устареть, как устарело крюковое письмо. Никаких знаков и вообще не надо. Сочинениям необходимы лишь точные словесные обозначения. Впрочем, потом и слова будут заменены чем-то более совершенным. Главное — сообщить предполагаемому слушателю идею произведения, а уж он услышит его своим внутренним существом. Какие его натуре в сию минуту нужны голоса, мелодии или диссонансы, такие в нем и зазвучат. Ведь и традиционную музыку каждый человек слышит по-своему, да и летучая она. Звуки здесь, и вот уж их нет, зато остались неудовлетворенные желания. А сочинение земского любитель может проиграть сейчас же, снова, сам, не пользуясь никаким инструментом. Оттого-то тишизм универсален и всеобщий. С одной стороны, он тишина, а с другой стороны, самое что ни на есть истинная, внутренняя музыка с полной свободой выбора мыслей, звуков, чувств. Для облегчения подступа к его музыке Николай Борисович написал много вещей в формах музыки традиционной. И инструменты использовал знакомый людям, чтобы вызвать у слушателей точной ассоциации, а стало быть и привычные им голоса. Позже, когда люди освоят музыку земского, перестанут бронить ее, пугаться ее, они, возможно, поймут и услышат более сложное его сочинение, написанное без всяких уступок старым вкусом, а значит, и в себе откроют нечто высокое, пока неизвестное им. «Все это надо было объяснить тебе сразу», сказал Николай Борисович. «Теперь я исполню еще одну вещь, и она для скрипки». «То есть тоже уступка, но что мне делать, если даже ты не почувствовал мою музыку?» «Эта вещь сложнее. Называется она «Гололед в апреле на площади коммуны». У меня есть три части. «Антициклон», «Лед на асфальте» и «Разбитие стекол троллейбуса». Земский, видимо, и впрямь не верил в возможности гармонии мироздания. Его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихий и судеб. Данилов следил за игрой земского в напряжении. Силился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной вой ветра, или шуршание газетных обрывков, влекомых ветром по замерзшим лужам. А когда Николай Борисович дошел до третьей части, Данилов закрыл глаза и ясно представил себе, как прямо перед входом в парк ЦДСА грузовик с молочной цистерной врезается в бок тринадцатого троллейбуса и стекла бьются. «Что-то услышал», — сказал Данилов Земскому, убравшему скрипку в футляр. «Нет, точно что-то во мне прозвучало». «Не обязательно должно звучать», — сказал Земский. «Должно возникнуть». «Нет, точно», — как бы уверяя самого себя, сказал Данилов. «Было, было что-то». Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шуршание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но еще и что-то особенное, музыкальное, тронувшее его душу. И теперь он явно ощущал сочувствие к водителю разбитого троллейбуса. Но сказать об этом Николай Борисовичу Данилов не решался. Тот, возможно, полагал вызвать своим сочинениям совсем иные эффекты. «Перешагнуть предрассудки доступно немногим», — сказал Николай Борисович. «Но потом люди привыкнут к музыке Земского. Хорошо, хоть и ты сразу не ринулся в бой со мной. Это и мне приятно, и тебе делает честь». «С инструментальной музыкой, ладно», — сказал Данилов. «А с балетами как?» «Сам понимаешь, и балет, дань прошлому. А принцип тот же. Необходимо сообщить зрителям идею и исполнителям, если в них обнаружится нужда. Для менее способных к творчеству придется разработать и либретто, но короткое, как в программке. Потом, думаю, нужда в исполнителях отпадет. Каждый будет смотреть и слушать балет внутри самого себя. Кто по привычке, собираясь в театрах, кто у себя дома, вот в этом кресле, закрыв глаза». «Значит, и Чайковский», — сказал Данилов, «мог сообщить нам идею Лебединого озера или Спящей и дать возможность для трактовок своих вещей. Трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь». Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось Земскому намеренным. Но только он обиделся. «А вот не мог, Чайковский, не мог!» произнес он с горячностью. Потом утих и добавил вяло, словно потеряв интересы к предмету затеянной им беседы. «Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки и разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть, ждешь от старой музыки многого для себя». И я когда-то был такой. Вон там у меня во встроенном шкафу лежат и призы, и дипломы. Я далеко мог пойти. Но сомнения стали грызть меня. Совершенства я жаждал. Совершенства. Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки и победил. В тишизме я и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел. А ты играй, играй. Звучи, пока звучишь. Ты пока еще в полете, ты оптимист. Ты искатель. И мир для тебя хорош. Ты молодой. Где уж, молодой, печально сказал Данилов. Хотя, конечно, Миш Коренев в твои годы был уже поверженный. Миш приходил к вам? Да. И часто? Он стал мне как сын. Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность и решил молчать. Но любопытен был Данилов. Коренев принял тишизм? Спросил он. Миша понял меня. Но тишизм его напугал. И сильно. Очень сильно. Однако его последний поступок говорит о том, что он принял тишизм. Разве? Да, сказал Земский. Ты узнал сегодня о базах тишизма. Прочел первое слово в букваре, да и то по слогам. А Миша ушел в высшую тишину. За что ушел? Прыгнул туда. Или вознесся. Стала быть для вас высшая тишина и исчезновение личности. Смерть? Так что ли? Нет, горячо сказал Земский. Для меня нет. Я творец. Для меня моя музыка продолжение жизни или ее воплощение. Даже если эта жизнь не состоит из одних скорбей и грехов, а для слабых натур. Мишин прыжок в тишину, благость. Миша ушел в тишину и унес с собой тайну МФК. МФК? Сразу остановился Земский. Откуда ты о ней знаешь? Прочел в одном письме МФК. Это его инициалы, видимо. Михаил Федорович Корень. Так, наверное. Он всего стал бояться, сказал Земский. Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой и первым делом с самим собой. А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, он и от этого пришел в ужас. Оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил доказать и мне и самому себе, что нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой, как и он в ней, а вот не доказал. А мог доказать? Не знаю. Он, наверное, и не мог. Он долго жил, как придется, был ветрен, но жил весело и сыто. Вдруг остановился и словом прозрел, спросил себя, а зачем живу? Хорошо, что спросил. Мне он потому и стал приятен. Но лучше бы не спрашивал. Взглянул на все глазами открытыми и пришел в ужас и от самого себя, и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут. Решил бунтовать. Эткий мятежник. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке, старой, понятно, устроить чуть ли не пожар или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то, как музыкант, за годы веселья потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был. Я знаю, кивнул Данилов. Не был, увы, не был. Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал. Считал, что в мире никому не нужен, что надо бросить поганое дело, что он бездарен, что музыка не для него. Ему стоит сейчас жути в шофер или еще куда. Осмотрел на него и понимал, что уйдет, то он уйдет. Но совсем не в шоферы. И не пытались его остановить? Нет. Он же стал вам как сын. Каждому свой жребий. Если бы он утих, если бы перестал думать о высоком, лучше бы было? Нет. Я открывал ему высоты, все новые и новые. Я не желал заливать его пламя водой. А он все больше и больше пугался. Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов, шарлатанов. И опять возноб. Нет, я его не успокаивал. Наоборот. И со мной был такой, но я не сдался. Тут или-или, инов быть не может. Он не выдержал. Да значит, и не мог выдержать. Вы его искушали и подталкивали к обрыву. Если ты считаешь, что к обрыву, пусть будет к обрыву. Можно посчитать, что к окну. И тут нынче не ошибешься. Да, искушал. Да, подталкивал. И не жалею об этом. Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению. Он выбрал тишину. Он ничего иного уже и не мог выбрать. Все это жестоко по отношению к нему. Пусть жестоко, но и честно. А по отношению ко мне все это не жестоко? Ты этого не чувствуешь? Ведь я привязался к Мише. Я на похороны не смог пойти. Не было сил. Однако вы живы, а он погиб. Он ушел в тишину, в высшую тишину, а я страдал. Я знал, что рано или поздно он уйдет в тишину, и я буду страдать. Я не останавливал его. Я должен был испытать потрясение, чтобы написать лучшую свою вещь. Я написал ее. Памяти утихшего скрипача. Это сочинение еще потрясет людей. Выходит, что Мишина гибель благо для вас, для музыки и для людей? Я не говорю, что благо. Необходимость. Да. В мире разлад. И не скрипачу кореневу суждено было его вынести. Творец же, такой как вы, такой как я, творец же, обязан был не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать, кровью и сединой оплатить великое сочинение. А я знаю, что сочинил. Земский стоял над Даниловым и с Полином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от маршанского ножа? Нет. Этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский. И все же, Николай Борисович, строго сказал Данилов, это жестоко. Истинный художник и должен быть жесток, воскликнул Земский, иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми до жене стирающего белье. А ведь Шитов был талант, талант! Нынче же он никто, домашний хозяин, ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о ближних и дрожит о них. Стал нянька, сиделка и слугой. Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины в особенности. Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой, никому, ни отцу, ни матери, ни сыну становиться не имеем права. Данилов сидеть под Земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише. Оттого-то истинный художник и бывает одинок. Я одинок. И ты одинок. Я одинок? Удивился Данилов. Ты одинок, кивнул Земский. Я тебе скажу, ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбания, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче. Откуда вы знаете о пропаже Альбани? Я знаю, сказал Земский. У тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом. Ты одинок от того, что не связал себя душевной цепью ни с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках, но пока ты не жесток, а просто легок. Но коли хочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам, так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействии, они красивы, но в них желание неосуществимого, в них желание мира, гармонии, а его нет. Сколько видели мы гениев-злодеев, но я тебе пока и не о злодействии говорю, а о жестокости, житейской жестокости, и не о какой другой. Неужели Ива Николаевича были злодеи, спросил Данилов. Не про это сейчас речь, засмущался Земский. Мало ли кто кем был. Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением, или чтобы их посчитали гениями. Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить. Ой-ой-ой, как! А Миша Коренев, он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния. Пробовал играть в Паганини, не выходило. Он и думал, а вдруг, и верно, Паганини заключил сделку с дьяволом. Не было этого, сказал Данилов. Отчего же не было, воскликнул Николай Борисович тонко и нервно. У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки. Да что, Миша, и у меня бывают мгновения. Вы это серьезно? спросил Данилов. Уж куда серьезнее. Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земский, на колени готов рухнуть. Все равно перед кем? Сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем. Рухнуть на колени и молить его сейчас же сделать меня всемогущим, хотя бы в искусстве, и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую. И тут Николай Борисович упал перед Даниловым на колени. Я любую расписку дам, самую страшную. Кровью, так кровью, сказал Николай Борисович. Душа моя нужна, так возьмите душу. Жизнь, так жизнь. Муки я должен потом претерпеть или дело, какое исполнить, извольте, я согласен только утолить мои желания. Встаньте, Николай Борисович. Что же вы передо мной-то на колени грохнулись? А перед кем же еще? Спросил Земский. Ведь еще же встаньте, Николай Борисович, сухо сказал Данилов. Право, это неприятно. На колени Николай Борисович падал, а вставал с усилием, словно теперь дал о себе знать люмбага. К кресло он двинулся разбитым стариком, и когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича пламени более нет, и нет надежды. Я понимаю, Николай Борисович, покачал головой Данилов, вы шутник и артист, но я ведь к вам пришел не ради мистерий пятнадцатого века. Ты прав, сказал Земский. Он быстро взглянул Данилову в глаза, но тут же опустил голову, потом, помолчав, спросил, а приятель-то из Иркутска он что, не боится больше? Не знаю, сказал Данилов, но думаю, что и перед ним падать на колени было бы неразумно. Может быть, прошептал Земский, может быть. Это я так, на всякий случай. Да и как же вдруг, спросил Данилов, зачем чья-то помощь? Вы что же, не уверены в тишизме? Уверен, уверен, горячо произнес Николай Борисович. Но кто бы узнал о Золушке, если бы она туфлю в двенадцать часов не потеряла? То есть, кто поймет теперь мой тишизм? Никто. Кто узнает о моих сочинениях через сто лет? Никто. Я сдохну, и пионеры сейчас же отнесут мои бумаги в макулатуру. Кому нужен утилька Ковтземского? Чтобы к моим мыслям и сочинениям был интерес, чтобы в моих бумагах копались умные люди через сто лет, я теперь, теперь должен стать известным. Пусть и в этой ложной старой музыке, пусть и со скандалом, со скандалом-то вернее. Имя мое должно застрять в умах людей. Туфелька Золушки мне нужна. Даже и похожая на рваный сапог. Ради этого я готов поставить подпись где угодно и кровью. — Ничем не могу вам помочь, сказал Данилов. — Ойли! — Николай Борисович, вы смотрите на меня как-то странно. Не думаете ли вы и меня напугать, как напугали Мишу Коренева? — Тебя не напугаешь, — угрюмо сказал Земский. — Ты сам скоро напугаешься, коли впрямь ринулся в большие музыканты. Так напугаешься, что однажды подойдешь к окну и подумаешь, а не прав ли Миша Коренев, если ты, конечно, тот, за кого себя выдаешь. — Я себя ни за кого не выдаю, сказал Данилов. — Однако у меня создается впечатление, что вы меня за кого-то принимаете. — За кого же? — Мало ли за кого. — Вы взрослый человек, сердито сказал Данилов. — А видно, уверили себя в каком-то детском вздоре. Это и смешно, и неприятно. — Разрешите на этом отклониться. — Извини, Володя, быстро заговорил Земский. — Это все шутки. Но ведь как шутник, сам знаешь, я не всем нравлюсь. Извини. И забудь о моих словах. Нам и в театр пора. Я тебе сейчас напоследок налью коньяка. Себе же вина фирменного. Николай Борисович наполнил рюмку Данилова, а сам отправился в соседнюю комнату и вернулся с большой чашей, сделанной, как разглядел Данилов, из черепа и опоясанной сверху и снизу полосками серебра. На серебре имелась чеканка. Вино в чаше было вишневого цвета, чуть прозрачное. — И кипяченек, — подумал Данилов. — Это все шутки, Володя. — Может, и не поверил я. — Ни в какой вздор. Я пока в свою силу верю. Родись я веков на пять раньше, был бы я Васькой Буслаевым и дружиной б крушил. Помнишь, что Васька говорил? — Не верю я, Васенька, ни в сон, ни в чех, а верю я в свой червленый вяз. Тут Николай Борисович рассмеялся. Из перстня, украсившего средний палец его левой руки, высыпал в чашу красный порошок, отчего вишневая жидкость будто вскипела, забулькала и пошла вверх сизым паром. Чашу Николай Борисович поднял рывком и осушил, как граненый стакан. Данилов коньяк пить не хотел, однако теперь выпил. Мистика какая-то, подумал Данилов. В прихожей Данилов сказал Земскому. — Червленый вяз пусть при вас остается. Вы ему служите, это ваше дело. Однако, Миша Куреневу, жизнь вы укоротили напрасно. — Может, и укоротил. — А может быть, и нет, рассмеялся Земский. Был он теперь в кураже, вишневая жидкость из чаши взбодрила его, словно бы радость распирала Николая Борисовича. В прихожей обширным животом он вдруг придавил Данилова к стене, оглушил его. — А ты, Данилов, не храбрись, что ты знаешь, да ничего. Вот Миша унес с собой тайну, тайну МФК, разгадай-ка ее, слабо будет. Выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шутил. Глава двадцать шестая. — За кого же он принимает меня? — думал Данилов, собираясь на работу. — Если за пришельца или еще за кого, пусть, куда не шло. А если за жулика или за какого агента? Еще настрочит бумаги, куда следует. Людей зряшным делом заставит заняться. Данилов посчитал, что сейчас же надо истребить из памяти Николая Борисовича Земского даже и мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска. Их сидений и прогулок словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни маршанского ножа, и о его Данилова оплошностях во время гуляния с Кармадоном Земский должен был забыть. Николай Борисович в ту же секунду и забыл. В театре был смирный и к Данилову не приставал. Два дня или три Данилов провел в суете, в беготне из оркестра в оркестр, по ночам готовил дома, симфонию Переслегина, с трудом выкраивал время для встреч с Наташей. То и дело, и даже в театр ему звонила Клавдия, говорила обиженно, просила посетить ее Монплезир. Под Монплезиром она имела в виду квартиру, из какой Данилов ушел и за какую платил. Данилов рассудил, что Клавдия от него все равно не отвяжется, и на четвертый день ее просьб поехал в гости. Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей, как мужчина. Краску и тушь навеки на ресниц она наложила под девизом «А лес стоит загадочный». И точно некая загадочность была и в облике хозяйки, и в ее словах. Однако Данилов чувствовал, что тайны в Клавдии долго не удержатся. А потому и ни о чем ее не спрашивал. «Не кажется ли тебе, Данилов, сказала Клавдия, расставляя на кухонном столе чашки для чая, что по отношению ко мне ты ведешь себя неблагородно?» «Нет, не кажется», сказал Данилов. Клавдия посмотрела на него удивленно. «Чего ты так переменился?» «Вот ты мне и хамишь». «Я устал», сказал Данилов. «Ты же видишь во мне прислугу. Будь я свободен. Возможно, я помогала бы тебе, но, увы, сейчас твои хлопоты мне в тягость». Клавдия чашки оставила, опустилась на табуретку. «Ах, Данилов», сказала она, «я вижу в тебе друга. Ты нужен мне для душевных общений». «Для душевных общений тебе могло хватить и Войнова. Он профессор и автор книг». «Войнов, конечно», согласилась Клавдия. «Профессор». «Но ведь есть у меня в душе и тайные уголки». «Ну вот, дело дошло и до тайных уголков», расстроился Данилов. «А что касается твоей Наташи, сказала Клавдия, то мы с ней подружились. Она сшила мне чулму, быстро сшила. Я довольна. Сейчас я покажу тебе. Только надевать ее следует с вечерним платьем. Я сейчас». Клавдия направилась в соседнюю комнату. Данилов крикнул ей, что не надо вечернего платья, что ему через полчаса бежать. Что было толку? А увидеть чулму, сшитую Наташей, он желал. К удивлению Данилова, Клавдия позвала его через пятнадцать минут. Войдя к ней в комнату, Данилов забыл о недовольствах. Британской королеве предстояло увидеть жену профессора Войнова в черном платье из бархата и в черной чулме. Смелые вырезы платья открывали плечи и грудь московской гости. Черный бархат украшала бриллиантовая гроздь, и на чулме играли бриллианты. «А что», — сказал Данилов, «хорошо». Он искренне радовался за Клавдию. Ему показалось, что и чулма хороша, хотя игра бриллиантов мешала ему разглядеть чулму внимательно. «Для вечернего приема у королевы», — сказала Клавдия, «я сшила еще и тюрбан из Горностаев. Но к нему у меня другое платье, белое, оно на той квартире у Войнова, и тюрбан там». «Жаль», — сказал на всякий случай Данилов. «Жаль», — согласилась Клавдия. «Я потому тебе показываюсь, что у тебя художественный вкус. Раз ты говоришь, что хорошо, значит, хорошо». А тюрбан тоже Наташа сшила. «Нет, она не скорняк». Чулма вышла у нее безупречная, но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я миллионщица. И это со своей-то. А ты уж и своя. «Данилов, какое ты право...» «Ты думаешь, это Наташа простая?» «Ой, нет». «Поверь женщине, мы с ней вправду подружились, о чем только не переболтали, а тебе, конечно, еще кое о чем. Я тебе скажу, если ты шьешь наряды для королевы», — сухо сказал Данилов. «Стало быть, вы с Войновым скоро уедете в Англию. И надолго?» Ах, Данилов, вздохнула Клавдия. «Никуда мы пока не едем. Войнов, правда, старается получить командировку в Англию на три года, но до самой поездки далеко». «А почему именно в Англию?» «Англию нам припрогнозировали», — сказала Клавдия, и сразу же, словно бы в испуге, посмотрела по сторонам. «Хлопобуды?» «Хлопобуды», — прошептала Клавдия. «Но наряды твои устареют. Что же их было шить?» «Челма и тюрбан не устареют, а платье я заменю». «Это все твои тайны? Из-за них ты вызывала меня? Ты не получил удовольствие от моих обновок?» «Ну, получил», — неуверенно произнес Данилов. «Но зачем тайными-то заманивать? А ящики тебя совсем не интересуют? Те, что мы с твоими приятелями тащили». «Да, действительно, и что же с ящиками?» «Шли», — приказала Клавдия. Шли недолго, из кухни, коридором и до кладовки. Свет в коридоре был неяркий, однако Данилов сумел рассмотреть вечернюю Клавдию, не снявшую челму, в движении. И понял, что тело ее нисколько не потеряло прежних форм. Наоборот, что-то волнующее Данилова и приобрело. «Да, она красивая женщина», — словно бы согласился с кем-то Данилов. Ящики занимали половину кладовки, надписи на их боках, удостоверявшие принадлежность ценностей Камчатской экспедиции, были замазаны синей краской. Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень. «Камень какой-то», — сказал Данилов. «Ну и какой камень?» спросила Клавдия. «В глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей, и желание вновь показать Данилову свое превосходство над ним. Я не знаю». «А ты посмотри внимательно». Данилов не только осмотрел камень, но и общупал его, и запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб. Верхняя поверхность камня была плоская, но неровная, вся в выбоинах. Видимо, ломами или перфораторами вынимали камень из родной среды. «Лав, что ли?» сказал Данилов, вспомнив о вулкане Шевелуч. «Лава!» рассмеялась Клавдия и с удовольствием погладила камень. Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовке и повела Данилова в кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла. Носить его, да и челму, ей нравилось. Бриллианты с двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии и тут и там. На кухне Клавдия закурила и сказала, «Это лава, а через четыре года будут изумруды». «Два ящика изумрудов!» «Два не два, а шкатулку заполнят!» «Неужели тут такая замечательная кладовка?» «Кладовка ни при чем!» «Каким образом лава превратится в изумруды, не имеет значения, но превратится!» Твердость была в словах Клавдии и деловитость. Она давала понять Данилову, что ту информацию, какую он заслуживал, он получил, а прочее его не касается. Может, и вообще она не имела права говорить об этом прочем? А Данилов молчал, он чувствовал, что Клавдии не терпится поделиться тайной. Он и молчал. «Сейчас бриллианты в моде», сказала наконец Клавдия, «а через семь лет после одного события в моду войдут изумруды, в такую моду, в какой они не были последние три столетия». Данилов опять молчал. «А у меня их будут десятки, около сорока, точнее, тридцать семь, крупные, будто с шапки Мономаха. Если мне надоест их носить, я их продам по хорошей цене». Данилов молчал. «Это реальные деньги», сказала Клавдия, так, будто Данилов с ней спорил. Данилов молчал. «И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, и все выйдет по науке. Один ученый из одного НИИ...» Тут Клавдия опять спохватилась и стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Данилова и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать. «Один ученый, то ли Азимов, то ли Азимов, сделал открытие. Все хотел получить искусственный изумруд, бился, бился и не с места. Потом решил разобраться, как природа-мать создает изумруды, и действовать ее способом. Понял? Они из магмы. Она остывает, что-то с ней происходит, и она преобразуется в кристаллы изумрудов». Дальше объяснять своими словами открытие Азимова стало для Клавдии делом непосильным. Она принесла записную книжку, показала Данилову, сделанный ею собственноручно, рисунок разреза земли, разрез она назвала стратеграфическим, показала и где именно пекутся, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движений температуры и давления. «Ты тут все не поймешь», заметила Клавдия. «В общем, кавитация, схлопывание пузырьков газа, а в газ надо перевести магму, то есть в наших условиях остывшую лаву. Температура порядка полторы тысячи градусов, давление миллион атмосфер, а то и два, и пожалуйста, изумруд». «Откуда ж твой Азямов, удивился Данилов, возьмет давление в два миллиона атмосфер?» «Давление у нас найдется», махнул рукой Клавдия. «А зачем тебе лава именно от шевелуча?» Азямов бьется, бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящий маг бы не нашел. «Какую лаву брать не знает?» «А я знаю». «Откуда?» «Ах, спитала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной челуме. «Они?» «Ясно, что не в порядке очереди, а...» «Она в общем не важна». «Они и моду на изумруды мне предсказали, и открытие Азямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от шевелуча. А Азямов о ней пока не знает. Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу 37 изумрудов. Материал-то мой. Начнут делать искусственные изумруды, они появятся у всех и станут стоить копейки, как стеклешки. Свои изумруды я получу через 4 года. Все посчитают, что они из горных пород, но у Азямова-то это будут опытные изумруды. А по прогнозам Хлопобудов он еще 3 года походит в шарлатанах. Потом перед ним извинятся, станут внедрять открытие, на внедрение уйдет 6 лет, а мне камни уже надоест носить. Я их продам, пока они еще будут в цене. Понял теперь, каково иметь дело с Хлопобудами? Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала. Объяснения Клавдии его не удовлетворили, даже с высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может она передала и все верно, да ученый Азямов бродил по ложным тропам. Так или иначе Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды и имеет ли к ним отношение лава от вулкана Шевелуч. Ведь ящиками с лавой Шевелуча владела не только Клавдия, но и камчатская экспедиция, а какие из них подлинные, какие сотворенные им Даниловым, он не знал, не запомнил в спешке. Камчатские экспедиторы тоже, небось, могли затеять опыт и славой. С ящиками следовало разобраться и сейчас же, но Клавдия взяла его за руку. Данилов изумруды ладно, сказала она с неким вдохновением и забыв о шепоте. Я добыла еще один долговременный прогноз, подожди тут. Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф, со свежей еще краской и никелированной ручкой. Сейф был как настоящий, бутылки три в него войдет, причем Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недра. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверце был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция лишние дипломы». Документы были дипломами. По большей части синими, лишь два из них от отличников имели коричневые обложки. Данилов несколько дипломов осмотрел. Верхний принадлежал Казематову Игорю Платонычу, получившему в 1960 году профессию врача-стоматолога. Другой инженеру-металловеду Цыпскому Олегу Николаевичу. Узнал Данилов и о дипломной работе третьего специалиста, думного Виктора Петровича, плетение словес в житийном творчестве последователей Епифания Премудрого. Виктор Петрович был учителем литературы. «Отдел кадров на дому?» осторожно спросил Данилов. «Эти картонки мои. Я имею и расписки. Все написавшие их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают». «Зачем тебе все это?» «А-а-а-а!» — протянула Клавдия. Молчать она уже не могла. И, по ее словам, с дипломами выходило так. «По точным исследованиям Хлопобудов лет через 15-17 разведется у нас столько разных выпускников, и так не станет хватать всяких необходимых людей — санитаров, продавцов, мозолистов, мусорщиков, полотеров, клейщиков, обоев и афиш, садовников, домработниц, что общество вынуждено будет просить лиц с дипломами, особенно неуверенных в своем призвании, пойти в санитары, домработницы, садовники. Государство якобы даже решит доброходом платить компенсацию за годы учения». «Какую компенсацию?» — не понял Данилов. «А такую. Кому 9 тысяч, а кому и все 14, в зависимости от затрат. Только чтобы пошли в санитары и в раздатчики пищи». «Разве мы тратили деньги на образование?» «Государство и тратило. Ну и что? Если обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил? Столько. С учетом школьного воспитания и заплатят человеку. Лишь бы он согласился сдать диплом». «Странно все это», — покачал головой Данилов. «Так и будет. Припрет и будет. И теперь ведь сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают. И вовсе не по специальности. А где кому хочется? Хоть бы пожарными или осенизаторами. И не нужны им никакие дипломы. Вот я уже сколько приобрела. У кого за пятерку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно. А придет срок. Я по этим дипломам и по распискам их владельцев соберу всю компенсацию». «Нет, что тут не так? Что не так? Что? Ты, Данилов, далек от социальных проблем. Ты бы лучше мне помог. Есть у тебя люди на примете, кому не нужны дипломы? Только не старые и не больные. Чтобы могли тянуть и через двадцать лет». «Надо подумать. Один есть, кончил консерваторию, был контрабасистом, теперь он пробочник. То есть люди, не имеющие штопора, обычно проталкивают пробки в бутылку. Бутылка емкостью 0,7 стоит 17 копеек. А с пробкой внутри ее берут на пунктах приема по 10 копеек. И то как бы из жалости к хозяину. А там у них за ящиками сидит пробочник. И леской с петлей вылавливает пробки. Имеет за пробку две копейки. Мой знакомый играл скверно, а пробочник, говорят, вышел из него виртуоз. Делом доволен, живет хорошо. Было похоже, что Клавдию заинтересовал не диплом пробочника, а способ добывания им пробок. «Надо запомнить», — сказала она. «Именно леской?» «Можно и не леской, можно веревкой. Или проволокой?» «У тебя один такой знакомый?» «Не знаю». «У твоего приятеля Ростовцева», — вспомнил Данилов, — «два диплома, из них один университетский. А сам он разводит попугаев. Ты обратись к нему». «Ладно», — быстро сказала Клавдия. «Ты займешься переговорами по моему списку. Там много кандидатов». «Откуда я время найду?» — жалобно произнес Данилов. «Опять я ей поддаюсь», — подумал он. «Опять молодушничаю. Как ловко она меня приручила снова». «Я пошел». «Это и были твои сумасшедшие идеи?» «Нет». «Главная моя идея иная». «Ты ее уже получила, Клопобудов?» «Сегодня я тебе ничего не скажу». «Ну, смотри», — сухо произнес Данилов и направился в прихожую. Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его. Пошла за ним и заговорила так, словно в чем-то была перед ним виновата. «Молоденька, я не могу все сразу. Ты сам знаешь, что у Клопобудов строгие порядки. И есть очередь. Я уж и так все время норовлю заскочить вперед. Да и все хотят с черного хода. С черного-то хода вся очередь перемешалась. Я имею лишь косвенные данные о своей главной идее. Она и не сформулирована точно. Но мне сейчас хватит и неглавных дел». Клавдия не лукавила, была искренней, говорила с полным к Данилову доверием. Словно сейчас считала его равным себе. Это Данилова растрогала. «Да нет», — тут же подумал он, — «это она так со сверхзадачей. Ей нужны помощники в ее затеях. Ящики таскать или выкупать дипломы. Вот она и желает меня, любопытного дурака, подцепить. А, впрочем, ей надо и выговориться перед каким-нибудь одушевленным предметом». Но при всем при этом отчего-то возникли вдруг у Данилова и некие теплые чувства к Клавдии. Давно с ним не было такого. Будто старое время вернулось. Когда Данилов находился относительно Клавдии в заблуждении. Ее затеи были для Данилова чужие и странные, но все же к чему-то стремилась женщина. Пламенем пылала ее нетерпеливая натура. А это для Данилова много значило. Он ощущал, что и его бывшая жена смотрит на него сейчас, если не с прежним интересом, то, во всяком случае, как бы сожалея о чем-то. Клавдия ей сказала, — «Может, зря у нас с тобой тогда так все вышло?» Данилов пожал плечами. «Ты приятный человек. Если бы ты еще не вел себя рохлей или был бы таким, как твой приятель из Иркутска. Сомов...» «Сомов?» «Да. В нем было что-то демоническое». «Андрей Иванович?» «Да». «Однако он вернулся от тебя подавленный. Он мог бы вести себя тогда и как джентльмен. Он не появится еще в Москве?» «Не знаю», — сказал Данилов. «Мне надо идти, меня ждет музыка». «Ах, это твоя оркестровая музыка!» С тасадой сказала Клавдия. «Был бы ты хоть по натуре солистом. Вот Сомов, он, да...» Я пошел. «Иди. Ну ты запомни. Твоя Наташа совсем непростая. Хочешь, я расскажу тебе?» «Я пошел», — сказал Данилов и закрыл за собой дверь. Он нажал кнопку лифта, однако кабина вверх не поехала. Лишь через минуту возник знакомый звук. Кабина поднялась, и в то мгновение, когда она проходила пятым этажом, Данилов увидел в кабине румяного злодея Ростовцева. И Ростовцев заметил Данилова. Возможно, он был намерен выйти на пятом этаже, но при виде Данилова раздумал и поехал выше. Данилов махнул рукой, пошел вниз по лестнице. Когда он был на первом этаже, кабина с Ростовцевым опустилась туда же. Данилов остановился, и тут кабина понеслась вверх. «Ну ладно, его дело», — подумал Данилов. «Пусть катается». Глава 27. В театре Данилов узнал, что привезли несгораемые шкафы для инструментов оркестра. Трубач Тартаковер исполнил славься в честь администрации и профсоюзов. Ни один Данилов имел дорогой инструмент. Были в оркестре замечательные скрипки, деревянные духовые, да и медные редких свойств и судеб. И их стоило холить и беречь, как Альбани. Данилов получил ключ от именного шкафа, вбил гвоздь для плечиков фрака, подумал, что инструментов в шкафу будет тепло и просторно, и как хорошо было бы, если бы он, Данилов, устраивал теперь в несгораемом шкафу свой Альбани. Данилов так и присел возле шкафа. Суетя последних дней, он почти не вспоминал об Альбане, а вот теперь ему стало худо. Будто пропажа только что обнаружилась. Данилов захотел сейчас же пойти позвонить в отделение милиции. Он пошел и позвонил. Ему ответили, что пока Альт найти не удалось, но розыски ведутся, сейчас они поручены старшему лейтенанту Несынову. — Да зачем я? — спохватился Данилов. — Опять будто дитя малое. Что я занятых людей обременяю пустыми хлопотами. Теперь еще и старшего лейтенанта Несынова. Ведь известно, не было Альбани, и не будет, и не должно быть. Переслегина я обязан сыграть на простом инструменте, или меня следует держать подальше от музыки. Однако Данилову было тоскливо. Звуки Альбани опять возникли в его душе. — Хорош, шкафт! — услышал он голос Земского. — Хорош, — согласился Данилов. — Хорош. — Я думаю, свой обидь сукном. Черным. — Могут ведь профсоюзы, если захотят. — Могут. — Этот Туруканов напорист, — сказал Земский, имея в виду виолончелиста Туруканова, месткомовского удальца. — Ему бы работать директором магазина или снабжением ведать на заводе. — Но нынче от скотин хороша. — Данилов кивнул. И он считал Туруканова порядочной скотиной, однако за шкафы следовало ему поклониться в ноги. — Ну как? — спросил Земский. — Не разгадал тайну МФК? — Не разгадал, — сказал Данилов. — Говорят, у тебя скоро будет сольное выступление в клубе завода «Прожектор». — У меня? — У тебя. С молодежным оркестром. Будто вы исполните симфонию какого-то начинающего. — Откуда вы знаете? — Знаю, — сказал Земский. — Стал быть, рискуешь начать в твоем-то возрасте. — Ну что ж, коли будет провал, так уж с грохотом. Не боишься? — Боюсь, — сказал Данилов. — И отвернулся от Земского. — Причем тут «Прожектор», — подумал Данилов. Впрочем, он знал, что Земский подрабатывает в оркестрах заводских народных опер. Там уж он водит смычком по струнам как следует, добиваясь громких звуков, какие и в бухгалтериях были выслышаны. Вот откуда Земский мог иметь сведения о клубе завода «Прожектор». Следом Данилов вспомнил о своем интересе к происхождению изумрудов. В библиотеке театра книг по минералогии не оказалось, хотя у них на основной сцене и шел когда-то каменный цветок. Данилов взял энциклопедию, прочитал про изумруды. Мнение энциклопедии его озадачило. То ли опиралось оно на устаревшие теории, то ли хлопобуды морочили наивную Клавдию. Так или иначе, но любопытство Данилова обострилось. Теперь и не в хлопотах Клавдии было дело. Данилов решил зайти в научную библиотеку. Там познакомиться с последними суждениями об изумрудах. Действительно, как они, изумруды, растут? В чем их тайна? В чем их откровение? Данилов даже напел тему белки из вступления к третьему акту царя Салтана. Как там у Александра Сергеевича? Ядрочистый изумруд. Однако пошла работа, репетиции и спектакль. Потом была Наташа. Только утром у себя в Останкине Данилов вспомнил об изумрудах. Но тут же и забыл о них. Позвонил Переслегину. Звонил он откуда-то из автомата. Данилов слышал звуки трамваев. Переслегин сказал, что все складывается удачно. Данилову надо завтра же встретиться с Юрием Чудецким, дирижером молодежного оркестра. Оркестр хороший, полный состав. Все профессионалы. Пусть Данилов не волнуется. А исполнять симфонию, если Данилов, конечно, не раздумал, ему придется через три недели. В клубе завода прожектор? Спросил Данилов. Нет, сказал Переслегин. Во дворце энергетиков. Мы договорились сначала с прожектором, но они передумали. И это хорошо. Клуб у них для оркестра маленький. У энергетиков куда больше. Я завтра свободен утром в девять. Вы будете дома? Дома. Хорошо. Чудецкий к вам завтра зайдет в девять. Владимир Алексеевич, рад был услышать вас. Я побегу. Хлопоты. Да и барабанят уже стекло. Погодите, произнес Данилов, но Переслегин верно сел в трамвай. Какая досада, подумал Данилов. Я ведь так хотел поговорить с ним и о симфонии, и о музыке, и о жизни, и о выступлении. Да что ж это мы? Будто не музыкой, заняты, а мылом торгуем. И были люди, которым Данилов хотел бы открыть душу, да со временем не выходило. Вот ведь как. Петр Ильич тот в письмах к благодетельнице фон Мекк высказывал свои соображения о музыке и искусстве, изливал душу. А как быть при телефонах? Данилову остро захотелось вступить в переписку с Переслегиным. Он тут же нашел большой лист бумаги. Вспомнил известного композитора. Тот встретит тебя, поговорит, а через два дня случается получить от него письмо. А зачем, спрашивается, письмо, когда и при встрече можно было все сказать? Над тем композитором смеялись. Эка пишет письма для истории, для томов музыкального наследства. Но теперь-то Данилову стало ясно, что композитор писал послания прежде всего для самого себя. Какие сейчас при встречах набегут душевные беседы? Вот Данилов и взялся за письмо к Переслегину. Однако скоро понял, что послание у него не выйдет. То ли разучился он писать длинные письма, то ли вообще не умел писать их. Открытки еще с дороги и из аэропортов в непогоду с любезными и пустыми словами отправлял приятелям и приятельницам. Вот и все. И теперь записка кое-как могла у него выйти, но в записке он бы сказал Переслегину не больше, чем пять минут назад по телефону. Данилов расстроился и дал себе слово в свободные часы поучиться писать письма, чтобы были протяжные и неспешные, как в девятнадцатом веке или еще раньше. — Три недели, — спохватился Данилов. — А время чья? — Они на меня понадеются, а меня раз — и след простыл. Однако тут же Данилов запретил себя думать о времени чья. Как будто бы оно касалось не его, а другого Данилова. Данилов убрал ручку и бумагу, решил, вот завтра придет дирижер Чудецкий, с ним мы и поговорим о музыке. Я его сразу не отпущу. Данилов даже купил бутылку коньяка. Однако в девять утра Чудецкий не пришел, а позвонил. Условился с Даниловым о часах репетиций, извинился, сказал, что спешит и повесил трубку. Теперь Данилов и Чудецкому желал написать письмо. Он вздохнул, убрал бутылку коньяка, пошел в автомат на улицу Королева выпить пиво. Мужчины возле автомата стояли всегда, но нынче их было больше обычного. Данилов заметил знакомого оператора с телецентра, спросил, что это? — А коли водопроводчик, — сказал оператор, — за двадцать копеек показывает дым. Тут же мужчин, то ли выпивших пиво, то ли еще не пивших, окутало паровозным дымом. — Про дым-то я забыл, — ужаснулся Данилов. — Надо сейчас же дым прекратить. — Во-во-во! — водопроводчик Коля, выйдя из восхищенной толпы, направился к Данилову. — Я тебя пивом угощу. — У меня есть, — сказал Данилов. — Я рубль разменяю. — Что менять-то? — Коля чуть ли не обиделся. — Вон сколько двугрименных для автомата! За дым! — Дыхнешь — дают двадцать копеек. А кто и с сушками? — А не тяготит вас дым? — осторожно спросил Данилов. — Вы к врачам не обращались? Вдруг бы они и вылечили. — Зачем мне врачи? — Отчего мне лечиться? — Мне дым не мешает. — Я когда дышу и говорю, он не идет. — Могу петь! Тут Коля остановился и запел. — Стою на полустанчике, цветастом полушалчике, А мимо пролетает поезда. И верно, дыма из него не вышло. И ем я хорошо. Иногда только мясо пахнет костром, вроде шашлыка. Это когда я из глубины дыхну, то дым. А людям нравится. Просят. Как-то я... Три раза подряд дыхнул. Дали в облу. — Но, может, вы хотите от него отделаться? Не мучит он вас? — Да ты что? Коля поглядел на Данилова с укором. — У меня жизнь интересная. Ну, коли так подумал Данилов, что ж я его буду дыма лишать? Ведь и вправду, вдруг он, Данилов, испортит жизнь человека. Пусть дышит, как хочет. Данилов опустил в щель автомата двугривенный, подаренный Колей, наполнил кружку, но отпив два глотка о пиве забыл. В нем возникли вдруг слова и чувства, какие он хотел бы передать и Переслегину, и Чудецкому. Явились бы к нему сейчас листы бумаги, он бы их все исписал. Что я стою-то здесь? Пойду домой, напишу им письма. О музыке, обо всем. Он пошел, однако его намерением помешал телефонный звонок. У звонившего был лирический бас. Годный, если бы и собеседник Данилова пел, и на баритональной партии князя Игоря или Мазепы. Вроде бы Данилов его где-то слышал, но где? Говорил незнакомец тихо, таинственно, и вместе с тем так, будто Данилов сидел у него дома в клетке. Данилов проверил голос индикатором. Нет, звонивший был местной личностью. Мне любопытна ваша таинственность, сказал Данилов. Однако вы даете мне понять, что вам многое обо мне известно. Стало быть, вы знаете, что у меня мало времени, поэтому прошу вас перейти к сути дела. Пока и дела-то никакого нет, сказал незнакомец. А есть предложение. Какое же? Сотрудничать с нами. А кто вы такие? Ну, как вам сказать? Так и скажите. Настойсинский переулок, квартира Ростовцева. Хлопобуды, что ли? Это несерьезное слово. Но пусть Хлопобуды. Теперь Данилов узнал. Говорил с ним пегий человек с бакенбардами. Возможно, секретарь Хлопобудов, заполнявший обычно их вахтенный журнал или конторскую книгу, но, возможно, и не секретарь. Вы секретарь с бакенбардами, сказал Данилов. Как вы узнали? Я музыкант. Должен иметь слух. Звонок мой как бы официальный. Вас Клавдия Петровна надоумила? Причем тут Клавдия Петровна? Клавдия Петровна из очереди. Мы вышли на вас сами. А Клавдии Петровне вовсе и не следует знать о моем звонке. И чем же вызван ваш официальный звонок? Наша инициативная группа особая, экспериментальная. Впрочем, вы имеете о ней некоторые представления. Мы пока самодеятельная группа, но то, что мы делаем, хотя бы своими анализами и прогнозами, должно принести несомненную пользу обществу. Тут Данилов чуть было не сказал. О сомнительности затеях Лопобудов с изумрудами и дипломами, но сообразил, что подведет Клавдию. Промолчал. Он вспомнил о пятнадцати рублях и солидных людях, стоявших с чернильными номерами на ладонях в прихожей у Ростовцева. Сказал, неужели люди из вашей очереди и есть общество? Идет эксперимент, и мы можем охватить лишь определенную группу людей, наиболее восприимчивых к условиям нашего опыта. Хорошо, сказал Данилов. А я вам зачем? Я и в очередь-то не вставал. У нас много трудностей, особенно в области научного прогнозирования. Нам нужна ваша помощь. Естественно, она будет вознаграждена. Моя помощь, удивился Данилов. Да, сказал пиги-человек. Мы знаем о ваших возможностях. Я артист оркестра. Какие у меня возможности? Речь идет не о ваших музыкальных способностях. А о каких? Вы сами знаете. А каких? Вы меня с кем-то спутали. Нет. Мы о вас знаем все. Откуда же? У нас есть люди. Эти люди сами ошиблись и вас ввели в заблуждение. Значит, наше предложение вы принять не хотите, угрюмо спросил пиги-человек. Ваш звонок я расцениваю как шутку, какую я оценить не могу из-за отсутствия чувства юмора. Печально. И для нас, и для вас. Мне хотелось бы дать вам время подумать, чтобы потом вам не пришлось жалеть о своем легкомысленном отношении к важному делу. Вы говорите таким тоном, будто угрожаете мне. Возможно, что и угрожаю. Безрассудное упрямство следует наказывать. Потом вы, видимо, не верите в нашу серьезность и в нашу силу. Вот вы их почувствуете. Что же будет? Будут мелкие неприятности, скажем, в театре. Ну, предположим, на гастроли в Италию вы не поедете. Еще что. Вряд ли отыщет милицию Альт-Альбани. Так, далее. Через три недели должно состояться ваше выступление в Доме культуры медицинских работников. Отчего же не во Дворце энергетиков? Во Дворце энергетиков срочно устроят конкурс бальных танцев. Оркестру придется искать другой зал. Ну, хорошо. В Доме культуры медицинских работников. И что же? Так ваше выступление не состоится. Оно, возможно, и нигде не состоится. Хватит. И меня можно рассердить. Это как вам будет угодно. Вы ведь себе противоречите. Вы приписываете мне какие-то особенные возможности и пугаете меня мелкими неприятностями. Но если у меня возможности, что мне ваши угрозы? Не подумать ли вам в таком случае, как самих себя? Надо обезопасить от неприятностей. Секретарь Холопобудов, видно, растерялся. Молчал, дышал в трубку. Потом сказал, но не слишком решительно. Видите ли, тут особый случай. Мы, наверное, не нашли подходы к вам, а потому разрешите считать наш разговор предварительным. Мы к вам по-земному, а вы, возможно, на своих высоких ступенях полны иных чувств. Возможно, вас обидели слова о вознаграждении. Это чуждо вам, я понимаю. Мы шли здесь на ощупь. Но и вы нас поймите. Мы пытаемся заглянуть в будущее. И отчего же существу, предположим, попавшему к нам из более высокой цивилизации, пусть и занятому своими целями, нам неведомыми, не помочь хоть капелькой своего богатства, энтузиастам приближения будущего на Земле. Вы меня, что ли, под существом имеете в виду? Нет, это я в теоретическом плане. Вы меня пришельцем, что ли, считаете? Так я прошу вас ввести в хлопобуды профессора Деревенькина. Он все объяснит вам насчет пришельца. Ирония здесь неуместна. Уже мрачно сказал пегий человек. А дальнейший разговор излишен. Печально. У нас ведь есть земные возможности. И как бы вам все же не пришлось сожалеть. Договорить секретарь у хлопобудов Данилов не дал. Повесил трубку. Жулики вы, ебудохлопы, произнес он вслух. Еще вздумали угрожать. Он храбрился, но ему было худо, мерзко было. Откуда они столько узнали о нем? И что за повод он дал подозревать его пришельцам? Кто им поставил сведения? Клавдия? Ростовцев? Или, может быть, хлопобудный компьютер? Или кудасов? Не хватало еще и хлопобудов. И так носишься, думал Данилов. А теперь еще и хлопобуды. Ну, может, я зря. Может быть, они и вправду полезные и умные люди. А деньги берут лишь на карманные расходы. Данилов опять вспомнил людей, стоявших в прихожей Ростовцева. И почувствовал, что они ему чужие. К дельцам доставалом проныром душа у него не лежала. Нет, сказал себе Данилов. Даже если хлопобуды узнают, что в музыке и в любви к Наташе он может быть только человеком, а стало быть, уязвим, и тогда он их не устрашится. Ни в какое сотрудничество с ними вступать не будет. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части, без согласия правообладателя, является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok